Эта аудиокнига озвучена и выложена в свободный доступ по заказу мемориально-просветительского историко-культурного центра «Белое дело». Сайт белое дело.ком YouTube-канал с аудиокнигами «Белое слово». Иван Солоневич. Россия в концлагере. Глава первая. Несколько предварительных объяснений. Вопрос об очевидцах. Я отдаю себе совершенно ясный отчет в том, насколько трудна и ответственна всякая тема, касающаяся Советской России. Трудность этой темы осложняется необычайной противоречивостью всякого рода свидетельских показаний и еще большей противоречивостью тех выводов, которые делаются на основании этих показаний. Свидетелям, вышедшим из Советской России, читающие публика вправе несколько не доверять, подозревая их и не без некоторого психологического основания в чрезмерном сгущении красок. Свидетели, наезжающие в Россию извне, при самом честном своем желании, технически не в состоянии видеть ничего существенного, не говоря уже о том, что подавляющее большинство из них ищет в советских наблюдениях не проверки, а только подтверждение своих прежних взглядов. А ищущий, конечно, находит. Помимо этого, значительная часть иностранных наблюдателей пытается и небезуспешно найти положительные стороны сурового коммунистического опыта, оплаченного и оплачиваемого не за их счет. Цена отдельных достижений власти, а эти достижения, конечно, есть, их не интересует. Не они платят эту цену. Для них этот опыт более или менее бесплатен. Вивисекция производится не над их живым телом. Почему же не воспользоваться ее результатами? Полученный таким образом фактический материал подвергается затем дальнейшей обработке в зависимости от насущных и уже сформулировавшихся потребностей отдельных политических группировок. В качестве окончательного продукта всего этого производственного процесса получаются картины или обрывки картин, имеющие очень мало общего с исходным продуктом, советской реальностью. Должное получает подавляющий перевес над сущим. Факт моего бегства из СССР в некоторой степени предопределяет тон и моих свидетельских показаний. Но если читатель примет во внимание то обстоятельство, что и в концлагерь-то я попал именно за попытку бегства из СССР, то этот тон получает несколько иное, не слишком банальное объяснение. Не лагерные, а общероссийские переживания толкнули меня за границу. Мы трое, то есть я, мой брат и сын, предпочли совсем всерьез рискнуть своими жизнями, чем продолжать свое существование в социалистической стране. Мы пошли на этот риск без всякого непосредственного давления извне. Я в материальном отношении был устроен значительно лучше, чем подавляющее большинство квалифицированной русской интеллигенции. И даже мой брат во время наших первых попыток бегства, еще отбывавший после Соловков свою административную ссылку, поддерживал уровень жизни, намного превышающий уровень, скажем, русского рабочего. Настоятельно прошу читателя учитывать относительность этих масштабов. Уровень жизни советского инженера намного ниже уровня жизни финляндского рабочего. А русский рабочий вообще ведет существование полуголодное. Следовательно, тон моих очерков вовсе не определяется ощущением какой-то особой личной обиды. Революция не отняла у меня никаких капиталов, ни движимых, ни недвижимых. По той простой причине, что капиталов этих у меня не было. Я даже не могу питать никаких специальных или личных претензий к ГПУ. Мы были посажены в концлагерь и не за здорово живешь, как попадает, вероятно, процентов 80 лагерников. А за весьма конкретное преступление. И преступление с точки зрения советской власти особо предосудительное. Попытку оставить социалистический рай. Полгода спустя после нашего ареста был издан закон от 7 июня 1934 года, карающий побег за границу смертной казнью. Даже и советский настроенный читатель должен, мне кажется, понять, что не очень велики сладости этого рая, если выходы из него приходится охранять суровее, чем выходы из любой тюрьмы. Диапазон моих переживаний в советской России определяется тем, что я прожил в ней 17 лет. И за эти годы с блокнотом и без блокнота, с фотоаппаратом и без фотоаппарата я исколесил ее всю. То, что я пережил в течение этих советских лет, и то, что я видал на пространствах советских территорий, определило для меня невозможность оставаться в России. Мои личные переживания, как потребителя хлеба, мяса и пиджаков, не играли в этом отношении решительно никакой роли. Чем именно определялись эти переживания, будет видно из моих очерков. В двух строчках этого сказать нельзя. Две силы. Если попытаться предварительно и, так сказать, эскизно определить тот процесс, который сейчас совершается в России, то можно сказать приблизительно следующее. Процесс идет чрезвычайно противоречивый и сложный. Властью создан аппарат принуждения такой мощности, какого истории еще не видала. Этому принуждению противостоит сопротивление почти такой же мощности. Две чудовищные силы сцепились друг с другом в обхватку, в беспримерную по своей напряженности и трагичности борьбу. Власть задыхается от непосильности задач. Страна задыхается от непосильности гнета. Власть ставит своей целью мировую революцию, ввиду того, что надежды на близкое достижение этой цели рухнули. Страна должна быть превращена в моральный, политический и военный плацдарм, который сохранил бы до удобного момента революционные кадры, революционный опыт и революционную армию. Люди же, составляющие эту страну, становиться на службу мировой революции не хотят и не хотят отдавать своего достояния и своих жизней. Власть сильнее людей, но людей больше. Водораздел между властью и людьми проведен с такой резкостью, с какой это обычно бывает только в эпохе иноземного завоевания. Борьба принимает формы средневековой жестокости. Ни на Невском, ни на Кузнецком мосту, то есть в Ленинграде и Москве, ни этой борьбы, ни этих жестокостей не видать. Здесь территория уже прочно завоеванная властью. Борьба идет на фабриках и заводах, в степях Украины и Средней Азии, в горах Кавказа, в лесах Сибири и Севера. Она стала гораздо более жестокой, чем она была даже в годы военного коммунизма. Отсюда чудовищные цифры лагерного населения и непрекращающееся голодное вымирание страны. Но на завоеванных территориях столиц, крупнейших промышленных центров, железнодорожных магистралей достигнут относительный внешний порядок. А враг или вытеснен, или уничтожен. Террор в городах, резонирующий по всему миру, стал ненужен и даже вреден. Он перешел в низы, в массы от буржуазии и интеллигенции, к рабочим и христианам, от кабинетов к сахе и станку. И для постороннего наблюдателя он стал почти незаметен. Концентрационные лагеря Тема о концлагерях в Советской России уже достаточно использована. Но она была использована преимущественно как тема ужасов и как тема личных переживаний людей, попавших в концлагерь более или менее безвинна. Меня концлагерь интересует не как территория ужасов, не как место страданий и гибели миллионных масс, в том числе и не как фон моих личных переживаний, каковы бы они ни были. Я не пишу сентиментального романа и не собираюсь вызвать в читателей чувство симпатии или сожаления. Дело не в сожалении, а в понимании. И вот именно здесь, в концлагере, легче и проще всего понять основное содержание и основные правила той борьбы, которая ведется на пространстве всей социалистической республики. Я хочу предупредить читателя, ничем существенным лагерь от воли не отличается. В лагере, если и хуже, чем на воле, то уж ненамного. Конечно, для основы масс лагерников, рабочих и крестьян, все то, что происходит в лагере, происходит и на воле, и наоборот. Но только в лагере все это нагляднее, проще, четче. Нет той рекламы, нет тех идеологических надстроек, подставной и показной общественности, белых перчаток и оглядки на иностранного наблюдателя, какие существуют на воле. В лагере основы советской власти представлены с четкостью алгебраической формулы. История моего лагерного бытия и побега, если не доказывает, то во всяком случае показывает, что эту формулу я понимал правильно. Подставив в нее вместо отвлеченных алгебраических величин живых и конкретных носителей советской власти в лагере, живые и конкретные взаимоотношения власти и населения, я получил нужное мне решение, обеспечившее в исключительно трудных объективных условиях успех нашего очень сложного технически побега. Возможно, что некоторые страницы моих очерков покажутся читателю циничными. Конечно, я очень далек от мысли изображать из себя невинного агнца. В той жесткой ежедневной борьбе за жизнь, которая идет по всей России, таких агнцев вообще не осталось. Они вымерли. Но я прошу не забывать, что дело шло совершенно реально о жизни и смерти, и не только моей. В той общей борьбе не на жизнь, а на смерть, о которой я только что говорил, нельзя представлять себе дело так, что вот с одной стороны беспощадные палачи, а с другой только безответные жертвы. Нельзя же думать, что за годы этой борьбы у страны не выработалось миллионов способов и открытого сопротивления, и применения к местности, и всякого рода из воротов, не всегда одобряемых евангельской моралью. И не нужно представлять себе страдания непременно в уреле святости. Я буду рисовать советскую жизнь в меру моих способностей такую, какую я ее видел. Если некоторые страницы этой жизни читателю не понравятся, это не моя вина. Империя ГУЛАГа Эпоха коллективизации довела количество лагерей и лагерного населения до неслыханных цифр. Именно в связи с этим лагерь перестал быть местом заключения и истребления нескольких десятков тысяч контрреволюционеров, каким были Соловки, и превратился в гигантское предприятие по эксплуатации даровой рабочей силы, находящееся в ведении главного управления лагерями ГПУ ГУЛАГа. Границы между лагерем и волей стираются все больше и больше. В лагере идет процесс относительного раскрепощения лагерников. На воле идет процесс абсолютного закрепощения масс. Лагерь вовсе не является изнанкой, некоим унтервельтом, преисподней от воли, а просто отдельным и даже не очень своеобразным куском советской жизни. Если мы представим себе лагерь несколько менее голодной, лучше одетой и менее интенсивно расстреливаемой, чем сейчас, то это и будет куском будущей России, при условии ее дальнейшей мировой эволюции. Я беру слово «мирное» в кавычки, ибо этот худой мир намного хуже основательной войны. А сегодняшняя Россия пока очень немногим лучше сегодняшнего концлагеря. Лагерь, в который мы попали, Беломорско-Балтийский канал, сокращенно ББК, это целое королевство с территории от Петрозаводска до Мурманска, с собственными лесоразработками, каменоломнями, фабриками, заводами, железнодорожными ветками и даже собственными верфями и пароходством. В нем девять отделений Мурманская, Туломская, Кемская, Сорокинская, Сегежская, Сосновецкая, Водораздельная, Повенецкая и Медгорская. В каждом таком отделении от пяти до двадцати семи лагерных пунктов, лагпункты, с населением от пятисот человек до двадцати пяти тысяч. Большинство лагпунктов имеют еще свои командировки, всякого рода мелкие предприятия, разбросанные на территории лагпункта. На станции Медвежья гора Медгора находится управление лагерем, оно же и фактическое правительство так называемой Карельской республики. Лагерь поглотил республику, захватил ее территориально и по известному приказу Сталина об организации Балтийско-Беломорского комбината узурпировал все хозяйственные и административные функции правительства. Этому правительству осталось только представительство. Побегушки по приказам Медгоры до роль декорации национальной автономии Карелии. В июне 1934 года лагерное население ББК исчислялось в 286 тысяч человек. Хотя лагерь находился уже в состоянии некоторого упадка, работы по сооружению Беломорско-Балтийского канала были уже закончены, и огромное число заключенных, я не знаю точно, какое именно, было отправлено на БАМ. Байкальско-Амурская магистраль. В начале марта того же года мне пришлось работать в плановом отделе Сверского лагеря. Это один из сравнительно мелких лагерей, в нем было тогда 78 тысяч населения. Некоторое время я работал в учетно-распределительной части ОРЧ ББК, и в этой работе сталкивался со всякого рода перебросками из лагеря в лагерь. Это дало мне возможность с очень грубой приблизительностью определить число заключенных всех лагерей СССР. Я при этом подсчете сходил с одной стороны из точно мне известных цифр лагерного населения Свирьлага и ББК, а с другой, из, так сказать, относительных величин остальных более или менее известных мне лагерей. Некоторые из них больше, ББК, БАМ, Сиблак, Дмитлак, большинство меньше. Есть совсем уж неопределенное количество мелких и мельчайших лагерей в отдельных совхозах, даже в городах. Так, например, в Москве и Петербурге стройки домов ГПУ и стадионов Динамо производились силами местных лагерников. Есть десятка два лагерей средней величины, так, между ББК и Свирьлагом. Я не думаю, чтобы общее число всех заключенных в этих лагерях было менее пяти миллионов человек. Вероятно, несколько больше. Но, конечно, ни о какой точности подсчета не может быть и речи. Более того, я знаю систему низового подсчета в самом лагере, и поэтому сильно сомневаюсь, чтобы само ГПУ знало о числе лагерников с точностью хотя бы до сотен тысяч. Здесь идет речь о лагерниках в строгом смысле этого слова. Помимо них существуют всякие другие, более или менее заключенные слои населения. Так, например, в ББК в период моего пребывания там находилось 28 тысяч семейств так называемых спецпереселенцев. Это крестьяне Воронежской губернии, высланные в Карелию целыми селами на поселение и под надзор ББК. Они находились в гораздо худшем положении, чем лагерники, ибо они были семьями и пайка им не давали. Далее следует категория административно ссыльных, высылаемых в индивидуальном порядке. Это вариант довоенной ссылки, только без всякого обеспечения со стороны государства. Живи, чем хочешь. Дальше вольно ссыльные крестьяне, высылаемые обычно целыми селами на всякого рода неудобо усвояемые земли, но не находившиеся под непосредственным ведением ГПУ. О количестве всех этих категорий, не говоря уже о количестве заключенных, в тюрьмах я не имею никакого даже и приблизительного представления. Надо иметь в виду, что все эти заключенные и полузаключенные люди все это цвет нации, в особенности крестьяне. Думаю, что не меньше одной десятой части взрослого мужского населения страны находятся или в лагерях, или где-то около них. Это, конечно, не европейские масштабы. Системы советских ссылок как-то напоминают новгородский вывод при Грозном. А еще больше – ассирийские методы и масштабы. Ассирийцы, пишет Каутский, додумались до системы, которая обещала их завоеванием большую прочность. Там, где они натыкались на упорное сопротивление или повторные восстания, они парализовали силы побежденного народа таким путем, что отымали у него голову. То есть отымали у него господствующие классы, самые знатные, образованные и боеспособные элементы, и отсылали их в отдаленную местность, где они, оторванные от своей подпочвы, были совершенно бессильны. Оставшиеся на родине крестьяне и мелкие ремесленники представляли плохо связанную массу, не способны оказать какое-нибудь сопротивление завоевателям. Советская власть повсюду наталкивалась на упорное сопротивление и повторные восстания, и имеет все основания опасаться в случае внешних осложнений такого подъема сопротивления и восстаний, какого еще не видала даже и многострадальная русская земля. Отсюда и ассирийские методы, и ассирийские масштабы. Все более или менее хозяйственно устойчивые, способные маломальски самостоятельно мыслить и действовать, короче говоря, все то, что оказывает хоть малейшее сопротивление всеобщему нивелированию, подвергается выводу, искоренению, изгнанию. Перспективы. Как видите, эти цифры очень далеки и от мирной эволюции, и от ликвидации террора. Боюсь, что во всякого рода эволюционных теориях русская миграция слишком увлеклась тенденцией видеть чаемое как бы сущим. В России об этих теориях не слышно абсолютно ничего, и для нас всех троих. Эти теории миграции явились полнейшей неожиданностью, как снег на голову. Конечно, нынешний маневр власти защита Родины обсуждается и в России, но за всю мою весьма многостороннюю советскую практику я не слыхал ни одного случая, чтобы этот маневр обсуждался, так сказать, всерьез, как его обсуждают здесь, за границей. При НЭПе власть использовала инстинкт собственности и, использовав, послала на словки и на расстрел десятки и сотни тысяч своих временных НЭПовских помощников. Первая пятилетка использовала инстинкт строительства и привела страну к голоду. Еще не бывалому даже в истории социалистического рая. Сейчас власть пытается использовать национальный инстинкт для того, чтобы в момент военных испытаний обеспечить, по крайней мере, свой тыл. История всяких помощников, попутчиков, сминовеховцев и прочих, использованных до последнего волоса и потом выкинутых на расстрел, могла бы заполнить целые тома. В эмиграции, за границей об этой истории позволительно время от времени забывать. Ни эмиграция, ни за границей платила своими шкурами за тенденции видеть чаемое как бы сущим. Профессору Устрялову, сильно промахнувшемуся на своих НЭПовских пророчествах, решительно ничего не стоит в тиши Харбинского кабинета сменить свои вехи еще один раз или далеко не один раз и состряпать свое пророчество. В России люди, ошибающиеся в своей оценке и поверившие власти, платили за свои ошибки жизнью. И поэтому человек, который в России стал бы всерьез говорить об эволюции власти, был бы просто поднят на смех. Но как бы не оценивать шансы мирной эволюции, мирного врастания социализма в кулака, можно утверждать, что издали виднее, один факт остается для меня абсолютно вне всякого сомнения. Об этом мельком говорил Краском Тренин в последних новостях. Страна ждет войны для восстания. Ни о какой защите социалистического отечества со стороны народных масс не может быть и речи. Наоборот, с кем бы не велась война и какими бы последствиями не грозил военный разгром, все штыки и все вилы, которые только могут быть воткнуты в спину Красной Армии, будут воткнуты обязательно. Каждый мужик знает это точно так же, как это знает и каждый коммунист. Каждый мужик знает, что при первых же выстрелах войны он в первую голову будет резать своего ближайшего председателя сельсовета, председателя колхоза и так далее. И эти последние совершенно ясно знают, что в первые же дни войны они будут зарезаны как бараны. Я не могу сказать, что вопросы отношения маск, религии, монархии, республики и прочем были для меня совершенно ясны, но вопрос об отношении к войне выпирается такой очевидностью, что тут не может быть никаких ошибок. Я не считаю это особенно розовой перспективой, но особенно розовых перспектив вообще не видать. Достаточно хорошо зная русскую действительность, я довольно ясно представляю себе, что будет делаться в России на второй день после объявления войны. Военный коммунизм покажется детским спектаклем. Некоторые репетиции этого спектакля я видел уже в Киргизии, на Северном Кавказе и в Чечне. Коммунизм это знает совершенно точно, и вот почему он пытается ухватиться за эту соломинку доверия, которая, как ему кажется, в массах еще осталась. Конечно, осел с охапкой сена перед носом принадлежит к числу гениальнейших изобретений мировой истории, так, по крайней мере, утверждает Вудвордс. Но даже и это изобретение изнашивается. Можно еще один совсем лишний раз обмануть людей, сидящих в Париже или Харбине, но нельзя еще один раз, который, о, Господи, обмануть людей, сидящих в концлагере или в колхозе. Для них сейчас ибо бене, ибо патрия, где хорошо, там отечество. А хуже, чем на советской родине, все равно не будет нигде. Это, как видите, очень паразаично, не очень весело, но все-таки факт. Учитывая этот факт, большевизм строит свои военные планы с большим расчетом на восстание и у себя, и у противника, или, как говорил мне один из военных главков, вопрос стоит так. Где раньше вспыхнут массовые восстания, у нас или у противника? Они раньше всего вспыхнут в тылу отступающей стороны, поэтому мы должны наступать, и поэтому мы будем наступать. К чему может привести это наступление я не знаю, но возможно, что в результате его мировая революция может стать, так сказать, актуальным вопросом. И тогда господам Устрялову, Блюму, Бернарду Шоу и многим другим покровительственно поглаживающим большевистского пса или пытающимся в порядке торговых договоров урвать из его шерсти клочок долларов, придется пересматривать свои вехи уже не в кабинетах, а в соловках и ББКх, как их пересматривают много, очень много людей, уверовавших в эволюцию, сидя не в Харбине, а в России. В этом все же не вполне исключенном случае неудобо усвояемые просторы российских отдаленных мест будут несомненно любезно предоставлены в распоряжение соответствующих братских ревкомов для поселения там многих ныне благополучно верующих людей. Откуда же взять эти просторы, как ни на российском севере? И для этого случая мои очерки могут сослужить службу путеводителя и самоучителя. Глава 2 Избавление от иллюзий Одиночные размышления В камере мокрое темно Каждое утро я тряпкой стираю струйки воды со стены лужицы с полу К полудню пол снова в лужах Около 7 часов утра мне в окошечко двери просовывают фунт черного малосъедобного хлеба это мой дневной паек и кружку кипятку полдень блюдечко ячменной каши вечером тарелку жидкости должностующей изображать щи тоже блюдечко каши по камере можно гулять из угла в угол выходит 4 шага туда и 4 обратно на прогулку меня не выпускают книг газет не дают всякое сообщение с внешним миром отрезано нас арестовали весьма конспиративно и никто не знает и не может знать где мы собственно находимся мы то есть я мой брат борис и сын юра но они где-то по другим одиночкам я по неделям не вижу даже тюремного надзирателя только чья-то рука просовывается с едой и чей-то глаз каждые 10-15 минут заглядывает в волчок обладатель глаза ходит неслышно как привидение и мертвая тишина покрытых войлоком тюремных коридоров нарушается только редким лязгом дверей звоном ключей и изредка каким-нибудь диким и скоро заглушаемым криком только один раз я явственно разобрал содержание этого крика товарищи братишки но в бой ведут ну что же какую-то не очень прекрасную ночь вот точно так же поведут и меня все объективные основания для этого убоя есть мой расчет заключается в частности в том чтобы не дать довести себя до этого убоя когда-то еще до голодовых социалистического рая у меня была огромная физическая сила кое-что осталось и теперь каждый день несмотря на голодовку я все-таки занимаюсь гимнастикой неизменно вспоминая при этом Андреевского студента из рассказа о семи повешенных я надеюсь что у меня еще хватит силы чтобы кое-кому из людей которые вот так ночью войдут ко мне с револьверами в руках переломать кости и быть пристреленным без обычных убойных обрядностей все-таки это проще но может быть захватят сонного и врасплох как захватили в вагоне и тогда придется пройти весь этот скорбный путь и схоженный уже столькими тысячами ног со скрученными на спине руками все ниже и ниже в таинственный подвал ГПУ и с падающим сердцем ждать последнего уже неслышного толчка в затылок ну что ж неуютно но я не первый раз и не последний еще не уютнее мысль что по этому пути придется пройти и Борису в его биографии Соловки и у него совсем уж мало шансов на жизнь но он чудовищно силен физически и едва ли даст довести себя до убоя а как с Юрой ему еще нет восемнадцати может быть пощадят а может быть и нет и когда в воображении всплывает его высокая стройная юношеская фигура его кудрявая голова в Киеве на Садовой пять после ухода большевиков я видел человеческие головы простреленные из нагана на близком расстоянии пуля имела модный чекан и мозг не вытек а выпер комом когда я представляю себе Юру плетущегося по этому скорбному пути его голову нет об этом нельзя думать от этого становится тесно и холодно в груди и мутиться в голове тогда хочется сделать что-нибудь решительное ни с чем несообразное но не думать тоже нельзя бесконечно тянутся бессонные тюремные ночи неслышно заглядывает в волчок чей-то почти невидимый глаз тускло светит с середины потолка электрическая лампочка со стен несет сыростью и о чем думать в такие ночи о будущем думать нечего где-то там в таинственных глубинах шпалерки уже может быть лежит кулачок бумаги на котором черным по белому написана моя судьба судьба брата и сына и об этой судьбе думать нечего потому что она неизвестна потому что в ней изменить я уже ничего не могу говорят в памяти умирающего проходит вся его жизнь так и у меня мысль все настойчивее возвращается к прошлому к тому что за все эти революционные годы было перечувствовано передумано сделано точно на какой-то суровой аскетической исповеди перед самим собой исповеди тем более суровой что именно я как старший вроде как организатор а в некоторой степени и инициатор побега был ответственен не только за собственную жизнь вот я допустил техническую ошибку было ли это ошибкой да техническая ошибка конечно была именно в результате ее мы очутили здесь но не было ли чего-то более глубокого не было ли принципиальной ошибки в нашем решении бежать из России неужели же нельзя было остаться жить так как живут миллионы пройти вместе со своей страной весь ее трагический путь в неизвестность действительно ли не было никакого житья никакого просвета внешнего толчка в сущности не было вовсе внешне наша семья жила в последние годы спокойной и обеспеченной жизнью более спокойной и более обеспеченной чем жизнь подавляющего большинства квалифицированной интеллигенции правда Борис прошел многое в том числе и Соловки но его он даже будучи ссыльным устраивался как-то лучше чем устраивались другие я вспоминаю страшные московские зимы 1928 1930 годов когда Москва конечно рядовая неофициальная Москва вымерзала от холода и вымирала от голода я жил под Москвой в 20 верстах в Салтыковке где живут многострадальные зимогоры для которых в Москве не нашлось жилплощади мне нужно было ездить в Москву на службу ибо моей профессией была литературная работа в области спорта и туризма Москва внушала мне острое отвращение своей переполненностью сутолокой клопами грязью в Салтыковке у меня была своя робинзоновская мансарда достаточно просторная и почти полностью изолированная от жилищных дрязг подслушивание грудных ребят за стеной и вечных примусов в коридоре безвечной борьбы за ухваченный кусочек жилплощади безуправдомовской слежки и прочих московских ароматов в Салтыковке кроме того можно было хотя бы частично отгораживаться от холода и голода летом мы собирали грибы и ловили рыбу осенью и зимой корчевали пни хворост был давно подобран под метелку конечно всего этого было мало тем более что время от времени в Москве наступали моменты когда ничего маломальски съедобного иначе как по карточкам нельзя было достать ни за какие деньги по крайней мере легальным путем поэтому приходилось прибегать иногда к весьма сложным и почти всегда не весьма легальным комбинациям так одну из самых голодных зим мы пропитались картошкой и икрой не какой-нибудь грибной икрой которая по цене около трешки за кило предлагается кооперированным трудящимся и которую даже эти трудящиеся есть не могут а настоящий живительной черной икрой зернистый и паюсный хлеба впрочем не было факт пропитания икрой в течение целой зимы целого советского семейства мог бы конечно служить иллюстрацией беспримерного в истории подъема благосостояния масс но по существу дело обстояло прозаичнее в старом елисеевском магазине на Тверской обосновался инсаб из которого бесхлебное советское правительство снабжало своих иностранцев приглашенных по договорам иностранных специалистов и разную коминтерновскую и профинтерновскую шпану помельче шпана покрупнее снабжалась из кремлевского распределителя впрочем это был период когда и для иностранцев уже немного оставалось каждый из них получал персональную заборную книжку в которой было проставлено сколько продуктов он может получить в месяц количество это колебалось в зависимости от производственной и политической ценности данного иностранца но в среднем было очень невелико особенно ограничена была выдача продуктов первой необходимости картофеля хлеба с сахаром и прочего и наоборот икра семга габлыки вина и прочее отпускались без ограничения цены же на все эти продукты первой и не первой необходимости были раз в 10-20 ниже рыночных русских в магазин не пускали вовсе у меня же было с ног сшибательное английское пальто и неопалимая сигара специально для особых случаев сохранявшаяся вот я в этом густо иностранном пальто и сигар в зубах важно шефствую мимо чекиста из паршивеньких охранявшего этот съестной рай от голодных советских глаз в первые визиты чекист еще пытался спросить у меня пропуск я величественно запускал руку в карман и ничего оттуда видимого не вынимая проплывал мимо в магазине все уже было просто конечно хорошо бы купить просто хлеба картошка даже и при икре все же надоедает но хлеб строго номерован и без книжки нельзя купить ни фунта ну что ж если нет хлеба будем жрать честную пролетарскую икру икра здесь стоила 22 рубля кило я не думаю чтобы Рокфеллер поглощал ее в таких количествах в каких ее поглощала советская солтыковка но к икре нужен был еще и картофель с картофелем делалось так мое образцово показательное пальто оставалось дома я надевал свою видавшую самые живописные виды советскую хламиду и устремлялся в подворотни где-нибудь у земляного вала там мирно и с подозрительно честным взглядом прохаживались подмосковные крестьянки я посмотрю на нее она посмотрит на меня потом я пройдусь еще раз и спрошу ее таинственным шепотком картошка есть? какая тут картошка? но глаза спекулянтки уже ощупывают меня ощупав меня взглядом и убедившись в моей добропорядочности спекулянтка задает какой-нибудь довольно бессмысленный вопрос а вам картошки надо? а потом мы идем куда-нибудь в подворотни на задворке где на какой-нибудь куче тряпья сидит мальчуган или девочка а под тряпьем заветный со столькими трудностями и риском привезенный в Москву мешочек с картошкой за картошку я плачу по 5-6 рублей кило хлеба же не было потому что мои неоднократные попытки использовать все блага пресловутой карточной системы кончались позорным провалом я бегал хлопотал доставал из разных мест разные удостоверения торчал в потные вшивые очереди в карточном бюро получал карточки и потом ругался с женой по экономически хозяйственной инициативе которой затевалась вся эта волынка я вспоминаю газетные заметки о том с каким энтузиазмом приветствовал пролетариат эту самую карточную систему в России энтузиазм извлекался из самых казалось бы безнадежных источников но карточная система сорганизована была действительно остроумна мы все трое на советской работе и все трое имеем карточки но моя карточка прикреплена к распределителю у земляного вала карточка жены к распределителю на Тверской и карточка сына где-то разгуляя это раз второе по карточке кроме хлеба получаю еще и сахар по 800 грамм в месяц талоны на остальные продукты имеют чисто отвлеченное значение и никого ни к чему не обязывают так вот попробуйте на московских трамваях объехать все эти три кооператива постоять в очереди у каждого из них и по меньшей мере в одном из трех получить ответ что хлеб уже весь вышел будет к вечеру или завтра говорят что сахару нет на днях будет эта операция повторяется раза 3-4 пока в один прекрасный день вам говорят ну что же вы вчера не брали вчера сахар у нас был когда будет в следующий раз да все равно эти карточки уже аннулированы надо было вчера брать и все в порядке карточки у вас есть есть право на 2 фунта сахара вы имеете имеете а что вы этого сахару не получили ваше дело не надо было зевать я не помню случая чтобы моих нервов и моего характера хватало больше чем на неделю такой волокиты я доказывал что за время ухлопанное на всю эту идиотскую возню можно заработать в 2 раза больше денег чем эти паршивые нищие советские объедки стоят на вольном рынке что для человека вообще и для мужчины в частности ей богу менее позорно схватить кого-нибудь за горло чем 3 часа стоять бараном в очереди и под конец получить издевательский шиш после вот таких поездок приезжаешь домой в состоянии ярости и бешенства хочется по дороге набить морду какому-нибудь милиционеру который приблизительно в такой же степени как и я виноват в том раздувшемся на одну шестую часть земного шара кабаке или устроить вооруженное восстание но так как бить морду милиционеру явная бессмыслица для вооруженного восстания нужно иметь по меньшей мере оружие то оставалось прибегать к излюбленному оружию рабов к жульничеству я с треском рвал карточки и шел в какой-нибудь инснаб о морали я не питаю никаких иллюзий насчет того что комбинация с инснабом и другие в этом же роде имеем легион не были жульничеством не хочу вскармливать на этих иллюзиях и читателя некоторым оправданием для меня может служить то обстоятельство что в советской россии так делали и делают все начиная с государства государство за мою более или менее полноценную работу дает мне бумажку на которой написано что цена ей рубль и даже что этот рубль обменивается на золото реальная же цена этой бумажки немногим больше копейки несмотря на ежедневный курсовой отчет известий в котором эта бумажка упорно фигурирует в качестве самого всамделишного полноценного рубля в течение семнадцати лет государство если не всегда грабит меня то уж обжуливает систематически изо дня в день рабочего оно обжуливает больше чем меня а мужика больше чем рабочего я пропитываю синснабом и не голодаю рабочий ворует на заводе и все же голодает мужик таскается по ночам по своему собственному полю с ножичком или ножницами в руках стрижет колосья и совсем уж мрет с голоду мужик ежели он попадется рискует или расстрелом или минимум при смягчающих вино обстоятельствах десятью годами концлагеря закон от 7 августа 1932 года рабочий рискует тремя пятью годами концлагеря или минимум исключением из профсоюза я рискую минимум одним неприятным разговором и максимум несколькими неприятными разговорами ибо никакой широкой общественной политической кампании мои хождения в энснаб не предусмотрены легкомысленный иностранец сможет упрекнуть и меня и рабочего и мужика в том что обжуливая государство мы сами создаем свой собственный голод но и я и рабочий и мужик отдаем себе совершенно ясный отчет в том что государство это отнюдь не мы государство это мировая революция и что каждый украденный у нас рубль день работы сноб хлеба пойдут в эту самую бездонную прорву мировой революции на китайскую красную армию на английскую забастовку на германских коммунистов на откорм коминтерновской шпаны пойдут на военные заводы пятилетки которые строятся все же в расчете на войну за мировую революцию пойдут на укрепление того же дикого партийно-политического кабака от которого стоном стонем все мы нет государство это не я и не мужик и не рабочий государство для нас это совершенно внешняя сила насильственно поставившая нас на службу совершенно чуждан нам целям и от этой службы изворачиваемся как можем теория общественного надувательства служба же это заключается в том чтобы мы возможно меньше ели и возможно больше работали во имя тех же бездонных универсально революционных аппетитов во-первых неевши мы вообще толком работать не можем одни потому что сил нет другие потому что голова занята поисками пропитания во-вторых партийно-бюрократический кабак нацеленный на мировую революцию создает условия при которых толком работать совсем уж нельзя рабочий выпускает брак ибо вся система построена так что брак является его почти единственным продуктом о том как работает мужик видно по неизбывному советскому голоду но тема о советских заводах и советских полях далеко выходит за рамки этих очерков что же касается лично меня то я поставлен в такие условия что не жульничать я никак не могу я работаю в области спорта и меня заставляют разрабатывать и восхвалять проект гигантского стадиона в Москве я знаю что для рабочей и прочей молодежи нет элементарнейших спортивных площадок что люди у лыжных станций стоят в очереди часами что стадион этот имеет единственное назначение пустить пыль в глаза иностранцев обжулить иностранную публику размахом советской физической культуры это делается для мировой революции я против стадиона но я не могу ни протестовать не уклониться от него я пишу очерки о Дагестане из этих очерков цензура выбрасывает самые отдаленные намеки на тот весьма существенный факт что весь плоскостной Дагестан вымирает от малярии что вербовочные организации вербуют туда людей кубанцев и украинцев приблизительно на верную смерть конечно я не пишу о том что золото которое тоннами идет на революцию во всем мире на социалистический кабак в одной стране хватило бы на покупку нескольких килограммов хинина для Дагестана и по моим очеркам выходит что на ошибке все замечательно спокойно и живописно люди едут приезжают с малярии и говорят мне вещи от которых надо бы краснеть я еду в Киргизию и вижу там неслыханное разорение киргизского скотоводства неописуемый даже для советской России кабах животноводческих совхозов концентрационные лагеря на реке Чу цыганские таборы оборванных и голодных кулацких семейств выселенных сюда из Украины я чудом уношу свои ноги от киргизского восстания а киргизы зарезали бы меня как барана и имели бы весьма веские основания для этой операции я русский и из Москвы для меня было бы очень веселое похмелье на совсем уж чужом перу но какое дело киргизам до моих политических взглядов и обо всем этом я не могу писать ни слова не писать тоже нельзя это значит поставить крест на всякие попытки литературной борьбы и следовательно на всякие возможности заглянуть вглубь страны и собственными глазами увидеть что там делается я вру я вру когда работаю переводчиком с иностранцами я вру когда выступаю с докладами о пользе физической культуры ибо в мои тезисы обязательно вставляются разговоры о том как буржуазия запрещает рабочим заниматься спортом я вру когда составляю статистику советских физкультурников целиком и полностью высосанную мною и моими сотоварищами из всех наших пальцев ибо верхи требуют крупных цифр так сказать для экспорта за границу это все вещи похуже пяти килограмм икры из иностранного распределителя были вещи еще похуже когда когда сын болел тифом и мне нужен был керосин а керосина в городе не было я воровал этот керосин в военном кооперативе в котором служил в качестве инструктора из-за двух литров керосина спрятанных под пальто я рисковал расстрелом так как военный кооператив я рисковал своей головой но в такой же степени я готов был свернуть каждую голову ставшую на дороге к этому керосину и вот крадучись с этими двумя литрами торчавшими у меня из-под пальто я наталкиваюсь нос к носу с часовым он понял что у меня керосин и что этого керосина трогать не следует а что бы было если бы он этого не понял у меня до революции не было ни фабрик ни заводов ни имений ни капиталов я не потерял ничего такого что можно было бы вернуть как допустим в случае переворота можно было бы вернуть дом но я потерял 17 лет жизни которые безвозвратно и бессмысленно были ухлопаны в этот сумасшедший дом советских принудительных работ во имя мировой революции в жульничество которое диктовалось то голодом то чрезвычайкой то профсоюзом а профсоюз иногда немногим лучше чрезвычайки и конечно даже этими семнадцатью годами я еще дешево отделался десятки миллионов заплатили всеми годами своей жизни всей своей жизнью временами появлялась надежда что на российских просторах удобренных миллионами трупов обогащенных годами нечеловеческого труда нечеловеческой плюшкинской экономии взойдут наконец ростки какой-то человеческой жизни эти надежды появлялись до тех пор пока я не понял с предельной ясностью все это для мировой революции но не для страны семнадцать лет накапливалось великое отвращение и оно росло по мере того как рос и совершенствовался аппарат давления он уже не работал как паровой молот дробящими и слышными на весь мир ударами он работал как гидравлический пресс сжимая неслышно и сжимая на каждом шагу постепенно охватывая этим давлением абсолютно все стороны жизни когда у вас под угрозой револьвера требуют штаны это еще терпимо но когда у вас под угрозой того же револьвера требуют кроме штанов еще и энтузиазма жить становится вовсе не в моготу захлестывает отвращение вот это отвращение и толкнуло нас к финской границе техническая ошибка долгое время над нашими попытками побега висело нечто вроде фатума рока невезения называйте как хотите первая попытка была сделана осенью 1932 года все было подготовлено очень неплохо включая разведку местности я предварительно поехал в Карелию вооруженный само собой разумеется соответствующими документами и выяснил там приблизительно все что мне нужно было но благодаря некоторым чисто семейным обстоятельствам мы не смогли выехать раньше конца сентября время для Карелии совсем не подходящее перед нами встал вопрос не лучше ли отложить все это предприятие до следующего года я справился в московском бюро погоды из его сводок явствовало что весь август и сентябрь в Карелии стояла исключительно сухая погода не было ни одного дождя следовательно угроза со стороны карельских болот отпадала и мы двинулись московское бюро погоды оказалось как в сущности следовало полагать заранее советским бюро погоды в августе и сентябре в Карелии шли непрерывные дожди болота оказались совершенно непроходимыми мы четверо суток вязли и тонули в них и с великим трудом и риском выбрались обратно побег был отложен на июнь 1933 года 8 июня 1933 года рано утром моя Бельсо жена брата французский Ирина поехала в Москву получать уже заказанные билеты но Юра проснувшись заявил что у него какие-то боли в животе Борис ощупал Юру и оказалось что-то похожее на аппендицит Борис поехал в Москву отменять билеты я вызвал еще двух врачей и к полудню все сомнения рассеялись аппендицит везти сына в Москву в больницу на операцию по жутким подмосковным ухабам я не рискнул предстояло выждать конца припадка и потом делать операцию но во всяком случае побег был сорван второй раз вся подготовка такая сложная и такая опасная продовольствие документы оружие и прочее была сорвана психологически это был жестокий удар совершенно непредвиденный и неожиданный удар свалившийся так сказать совсем непосредственно от судьбы точно кирпич на голову побег был отложен на начало сентября ближайший срок поправки Юры после операции настроение было подавленное трудно было идти на такой огромный риск имея позади две так хорошо подготовленные все же сорвавшиеся попытки трудно было потому что откуда-то из подсознания бесформенной надавящей тенью выползало смутное предчувствие сверный страх перед новым ударом ударом неизвестно с какой стороны наша основная группа я сын брат и жена брата были тесно спаянной семьей в которой каждый друг в друге был уверен все были крепкими хорошо тренированными людьми и каждый мог положиться на каждого пятый участник группы был более или менее случайен старый бухгалтер степанов фамилия вымышленная у которого за границей в одном из лимитрофов осталась вся его семья и все его родные а здесь в ссср потеряв жену он остался один как перст во всей организации побега он сыграл чисто пассивную роль так сказать роль багажа в его честности мы были уверены точно так же как и в его робости примечание под фамилией степанов выведен 50-летний степан никитич никитин к моменту попытки побега работавший разъездным бухгалтером по колхозам московской области раньше он был главбухом торгпредства ссср в берлине где работала и жена ивана солоневича в эстонии в городе печоры жили два его родных брата к ним он хотел перебраться судьба никитина после ареста не установлена но кроме этих пяти непосредственных участников побега проекте знал еще один человек и вот именно с этой стороны пришел удар в Петрограде жил мой очень старый приятель Иосиф Антонович и у него была жена госпожа Е женщина из очень известной и очень богатой польской семьи чрезвычайно энергичная самовлюбленная и неумная такими бывает большинство женщин считающих себя великими дипломатами примечание речь идет об Иосифе Антоновиче Пржиелговском и его жене Елене Леонардовне оба они были родом из Литвы там Елене Леонардовне принадлежало имение что и послужило мотивом для их участия в побеге судьба супругов после ареста не установлена за три недели до нашего отъезда в моей Салтыковской голубятни как снег на голову появляется госпожа Е в сопровождении мистера Бабенко мистера Бабенко я знал по Питеру в квартире Антоновича он безвылазно пьянствовал три года подряд я был удивлен этим неожиданным визитом и я был еще более удивлен когда госпожа Е стала просить меня захватить с собой и ее и не только ее но и мистера Бабенко который дескать является ее женихом или мужем или почти мужем тот там разберет при советской простоте нравов это еще не был удар но это была уже опасность при нашем нервном состоянии взвинченном двумя годами подготовки двумя годами неудач эта опасность сразу приняла форму реальной угрозы какое право имела госпожа Е посвящать мистера Бабенко в наш проект без всякой санкции с нашей стороны а что Бабенко был посвящен это стало ясно несмотря на все отпирательства госпожи Е в субъективной лояльности госпожи Е мы не сомневались но кто такой Бабенко если он сексот мы все равно никуда не уедем и никуда не уйдем если он не сексот он будет нам очень полезен бывший артиллерийский офицер человек с прекрасным знанием и прекрасной ориентировкой в лесу а в Карелии с ее магнитными аномалиями и ненадежностью работы компаса ориентировка в сторонах света могла иметь огромное значение его охотничьи лесные навыки мы проверили но в его артиллерийском прошлом оказалась некоторая неясность зашел разговор об оружии и Бабенко сказал что он в свое время много тренировался на фронте в стрельбе из нагана и что на 500 шагов он довольно уверенно попадал в цель величиной из человека этот наган подействовал на меня как удар обухом на 500 шагов наган вообще не может дать прицельного боя и этого обстоятельства бывший артиллерийский офицер не мог не знать в стройной биографии Николая Артемьевича Бабенки оказалась дыра и в эту дыру хлынули все наши подозрения но что нам было делать если Бабенко сексот то все равно мы уже под стеклышком все равно где-то здесь в Салтыковке по каким-то окнам и углам торчат ненавистные нам агенты ГПУ все равно каждый наш шаг уже под контролем с другой стороны какой смысл Бабенке выдавать нас госпожи Е в Польше весьма солидное имение Бабенко жених госпожи Е и это имение во всяком случае привлекательнее тех 20 советских серебренников которые Бабенко может быть и получит а может быть и не получит за предательство это было очень тяжелое время неоформленных подозрений давящих предчувствий в сущности с очень большим риском и с огромными усилиями мы еще имели возможность обойти ГПУ ночью уйти из дому в лес и пробираться к границе на уже персидской а не финской и уже без документов и почти без денег но мы поехали у меня было ощущение то что я еду в какой-то похоронной процессе а покойники это все мы в Питере нас должен был встретить Бабенко и присоединиться к нам поездка госпожи Е отпала так как у нее появилась возможность легального выезда через интурист впоследствии уже здесь за границей я узнал что к этому времени госпожа Е уже была арестована Бабенко встретил нас и очень быстро и ловко устроил нам плац пересадочные билеты до станции Шуйская Мурманской железной дороги я не думаю что кто-либо из нас находился вполне в здравом уме и твердой памяти я как-то вяло отметил в уме и оставил без последствий тот факт что вагон на который Бабенко достал плацкарты был последним хвосте поезда что какими-то странными были номера плацкарт в разбивку 3, 6, 8 и так далее что главный кондуктор без всякой к этому надобности заставил нас сесть согласно взятым плацкартам хотя мы договорились пассажирами переменим мест да и пассажиры были странноваты вечером мы все собрались в одном купе Бабенко разливал чай и после чаю я уже давно страдавшей бессонницей заснул как-то странно быстро точно в омут провалился я сейчас не помню как именно я это почувствовал помню только что я резко рванулся отбросил какого-то человека к противоположной стенке купе человек глухо стукнулся головой стенку что кто-то повис на моей руке что кто-то обхватил мои колена какие-то руки сзади судорожно вцепились мне в горло прямо в лицо уставились три или четыре револьверных дула я понял что все кончено точно какая-то черная молния вспыхнула светом и осветила все и Бабенко с его странной теорией баллистики и странные номера плацкарт и тех тридцать шесть пассажиров которые в личинах инженеров рыбников бухгалтеров железнодорожников едущих в Мурманск в Кемп Петрозаводск составляли кроме нас все население вагона вагон был наполнен шумом борьбы тревожными криками чекистов истерическим бизгом степушки чьим-то раздирающим душу стоном вот почтенный инженер тычет мне в лицо кольтом кольт дрожит в его руках инженер приглушенно но тоже истерически кричит руки вверх руки вверх говорю я вам приказания явно бессмысленны ибо в мои руки вцепилось человека по три на каждую и на мои запястья уже надета восьмерка наручники тесно сковывающие одну руку с другой какой-то вчерашний бухгалтер держит меня за ноги и вцепился зубами в мою штанину человек которого я отбросил к стене судорожно вытаскивает из кармана что-то блестящее словно все в купе ощетинилось стволами наганов кольтов браунингов мы 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 едем в петер в том же вагоне что и выехали нас просто отцепили от поезда и прицепили к другому вероятно вне вагона никто ничего не заметил я жилоателитической секции ленинградского динамо хотели взять нас живьем и по возможности не слышно сделано что и говорит чисто хотя и не без лишних затрат но что для гпу значит затраты не только отдельный салон вагоны целый поезд могли для нас подставить на полке лежит уже ненужное ружье у нас были две двустволки берданка малокалиберная винтовка и у Ирины маленький браунинг который Юра контрабандой привез из-за границы в лесу с его радиусом видимости в 40-50 метров это было очень серьезным оружием в руках людей которые бьются за свою жизнь но здесь в вагоне мы не успели за него даже и схватиться грустно но уже все равно жребий был брошен и игра проиграна вчистую в вагоне распоряжается тот самый толстый инженер который тыкал мне кольтом в физиономию зовут его Добротином он разрешает мне под очень сильным конвоем пойти в уборную и проходя через вагон я обмениваюсь сделанной улыбкой с Борисом с Юрой все они кроме Ирины тоже в наручниках жалобно смотрит на меня Степушка он считал что на предательство со стороны Бабенки один шанс на сто вот этот шанс и выпал здесь же тоже в наручниках сидит Бабенко с угнетенной ненавистью в бегающих глазах господи кому при такой дешевой мизансцене нужен такой дешевый маскарад поздно вечером во внутреннем дворе ленинградского ГПУ Добротин долго ковыряется ключом в моих наручниках и никак не может раскрыть их руки мои превратились в подушки Борис уже раскованный разминает кисти рук и иронизирует как это вы товарищ Добротин при всей вашей практике до сих пор не научились с восьмерками справляться потом мы прощаемся с очень плохо деланным спокойствием жму руку Бобу Ирочка целует меня в лоб Юра старается не смотреть на меня жмет мне руку и говорит ну что ж ватик до свидания в четвертом измерении это его любимая весьма утешительная теория о метампсихозе в четвертом измерении но голос не выдает уверенности в этой теории примечание метампсихоз теория переселения душ из одного тела в другое ничего Юрченька Бог даст в третьем встретимся стоит совсем пришибленный степушка он едва соображает сейчас вокруг нас плотным кольцом выстроились все 36 захвативших нас чекистов хотя между нами и волей циклопические железобетонные стены тюрьмы ГПУ тюрьмы новой стройки это кажется единственное что советская власть строит прочно в расчете на долгое очень долгое время я поднимаюсь по каким-то узким бетонным лестницам потом целый лабиринт коридоров двухчасовой обыск одиночка четыре шага вперед четыре шага назад бессонные ночи лязг тюремных дверей и ожидания допросы коридорах тюрьмы собачий холод и образцовая чистота надзиратель идет сзади меня и командует налево вниз направо полы усталаны половиками в циклопических стенах глубокие ниши ведущие в камеры это корпус одиночек вдали из-за угла коридора появляется фигура какого-то заключенного ведущего надзиратель что-то командует и заключенный исчезает в нишу я только мельком вижу безмерно исхудавшее обросшее лицо мой надзиратель командует проходите и не оглядывайтесь в сторону я все-таки искоса оглядываюсь человек стоит лицом к двери и надзиратель заслоняет его от моих взоров но это незнакомая фигура меня вводят в кабинет следователя я к своему изумлению вижу добротина восседавшего за огромным министерским письменным столом теперь его руки не дрожат на круглом хорошо откормленном лице спокойная и даже доброжелательная улыбка я понимаю что у добротина есть все основания быть довольным это он провел всю операцию пусть несколько театрально но втихомолку и с успехом это он поймал вооруженную группу это у него на руках какое ни на есть а все же настоящее дело а ведь не каждый день да пожалуй не каждый месяц ГПУ даже ленинградскому удается из чудовищных куч всякой провокации липы халтуры инсценировок доносов романов и прочей трагической чепухи извлечь хотя бы одно жемчужное зерно настоящий контрреволюции да еще и вооруженный лицо Добротина лоснится когда он приподнимается протягивает мне руку и говорит садитесь пожалуйста Иван Лукьянович я сажусь и всматриваюсь в это лицо как хотите а все-таки победителя Добротин протягивает мне папиросу и я закуриваю я не курил уже две недели от папиросы чуть-чуть кружится голова чаю хотите я конечно хочу и чаю через несколько минут приносят чай настоящий чай какого на воле нет с лимоном и с сахаром ну-с Иван Лукьянович начинает Добротин вы конечно прекрасно понимаете что нам все решительно все известно единственно правильная для вас политика это карты на стол я понимаю что какие тут карты на стол когда все карты без того в руках уже Добротина если он не окончательный дурак а предполагать это у меня нет решительно никаких оснований то помимо бебенковских показаний у него есть показания госпожи Е и что еще хуже показания Степушки а что именно Степушка с переполоху мог наворотить этого наперед и хитрый человек не придумает чай папиросы уже почти совсем успокоили мою нервную систему я почти спокоен я могу спокойно наблюдать за добротиным расшифровывать его интонацию и строить какие-то планы самозащиты весьма эфемерные планы впрочем я должен вас предупредить Иван Лукьянович что вашему существованию непосредственной опасности не угрожает в особенности если вы последуете моему совету мы не мясники мы не расстреливаем преступников гораздо более опасных чем вы вот тут добротин сделал широкий жест по направлению к окну там за окном во внутреннем дворе ГПУ еще достраивались новые корпуса тюрьмы вот тут работают люди которые были приговорены даже к расстрелу и тут они своим трудом очищают себя от прежних преступлений перед советской властью наша задача не карать а исправлять я сижу в мягком кресле курю папиросу и думаю о том что это дипломатическое вступление решительно ничего хорошего не предвещает добротин меня обхаживает а это может означать только одно на базе бесспорной и известной ГПУ и без меня фактической стороны нашего дела добротин хочет создать какую-то надстройку раздуть дело запутать в него кого-то еще кого именно я еще не знаю вы как разумный человек понимаете что ход вашего дела зависит прежде всего от вас самих следовательно от вас зависит и судьба ваших родных вашего сына брата поверьте мне что я не только следователь но и человек это конечно не значит что вообще следователи не люди но ваш сын еще так молод ну-ну думаю я не ГПУ а какая-то воскресная проповедь скажите пожалуйста товарищ добротин вот вы говорите что не считайте нас опасными преступниками чему же тогда такой скажем расточительный способ ареста отдельный вагон почти четыре десятка вооруженных людей ну знаете вы не опасны с точки зрения советской власти вы могли бы быть очень опасны с точки зрения безопасности нашего оперативного персонала поверьте о ваших атлетических достижениях мы знаем очень хорошо и так ваш брат сломал руку одному из наших работников что это отягчающий момент э нет пустяки но если бы наших работников было бы меньше он переломал бы кости всем пришлось бы стрелять отчаянный парень ваш брат неудивительно вы его лет восемь по тюрьмам таскаете за здорово живешь во-первых не за здорово живешь во-вторых конечно с нашей точки зрения ваш брат едва ли поддается исправлению о его судьбе вы должны подумать особенно серьезно мне будет очень трудно добиться для него более мягкой меры наказания особенно если вы не поможете добротин кидает на меня взгляд в упор как бы ставя этим взглядом точку над каким-то невысказанным и я понимаю в переводе на общепонятный язык это значит или вы подпишете все что вам будет приказано или а я еще не знаю что именно мне будет приказано по всей вероятности я этого не подпишу и тогда мне кажется товарищ добротин что все дело совершенно ясно и мне только остается письменно подтвердить то что вы и так знаете откуда вам известно что именно мы знаем помилуйте у вас есть Степанов госпожа Е вещественные доказательства и наконец у вас есть товарищ Бабенко при имени Бабенко добротин слегка улыбается но у Бабенко есть и своя история по линии вредительства в рыб проме а так это он так заглаживает вредительство послушайте дипломатически намекает добротин следствие веду я не вы я понимаю впрочем для меня дело так же ясно как и для вас мне не все ясно как например вы достали оружие и документы я объясняю я Юра Степанов члены союза охотников следовательно имели право держать охотничьи гладкоствольные ружья свою малокалиберную винтовку Борис спер в осоавиахимовском тире примечание осоавиахим общество содействия обороне авиации химии массовая общественная организация в 1927 1948 годах предшественник ДОСААФ Браунинг Юра привез из-за границы документы все совершенно легальные официальные получены таким же легальным и официальным путем там-то и там-то Добротин явственно разочарован он ждал чего-то более сложного откуда можно было бы вытянуть каких-нибудь соучастников разыскать какие-нибудь нити и вообще развести всякую пинкертоновщину он знает что получить даже самую прозаическую гладкоствольную берданку в СССР очень трудная вещь и далеко не всякому удается я рассказываю как мы с сыном участвовали в разных экспедициях в Среднюю Азию в Дагестан Чечню и так далее и что под этим соусом я вполне легальным путем получил оружие Добротин пытается выудить хоть какие-нибудь противоречия из моего рассказа я пытаюсь выудить из Добротина хотя бы приблизительный остов тех показаний какие мне будут предложены мало бы терпим полное фиаско ну вот что я вам предложу говорит наконец Добротин я отдам распоряжение доставить в вашу камеру бумагу и прочее и вы сами изложите все показания не скрывая решительно ничего еще раз напоминаю вам что от вашей откровенности зависит все Добротин опять принимает вид рубахи парня и я решаюсь воспользоваться моментом не можете ли вы вместе с бумагой приказать мне доставить хоть часть того продовольствия которое у нас было отобрано голодая да вашему сыну я предлагал кое-что врал Добротин постараюсь и вам вообще я готов идти вам навстречу и в смысле режима и в смысле питания надеюсь что и вы ну конечно и в ваших и в моих интересах покончить со всей этой канитель возможно скорее чем бы она не кончилась Добротин понимает мой намек уверяю вас Иван Лукьянович что ничем особенно страшным она кончиться не может ну пока до свидания я поднимаюсь со своего кресла и вижу рядом с креслом Добротина из письменного стола выдвинута доска и на доске крупнокалиберный кольц со взведенным курком Добротин был готов к менее великосветскому финалу нашей беседы Степушкин роман вежливость качество приятное даже в палаче конечно очень утешительно что мне не тыкали в нос нога нам не инсценировали расстрелы но во-первых это до поры до времени во-вторых допрос не дал решительно ничего нового весь разговор совсем впустую никаким обещаниям Добротина я конечно не верю как не верю и его крокодиловым вздыханием по поводу Юрииной молодости Юру впрочем вероятно посадят в концлагерь но что из того а за смерть отца и дяди он ведь будет мстить он не из таких мальчиков значит тот же расстрел только немного позже Степушка вероятно делается дешевле всех у него одного не было никакого оружия он не принимал никакого участия в подготовке побега это старый затрушенный вполне неополитичный грозбух кому он нужен абсолютно одинокий от всего оторванный человек единственная вина которого заключается в том что он рискуя жизнью пытался пробраться к себе домой на родину чтобы там доживать свои дни я наскоро пишу свои показания и жду очередного вызова чтобы узнать где кончится следствие как таковое и где начнутся попытки выжить из меня роман мои показания забирает коридорный надзиратель и относит Добротину дня через три меня вызывают на допрос Добротин встречает меня так же вежливо как и в первый раз на лицо его выражает разочарование должен вам сказать Иван Лукьянович что ваш писанина никуда не годится это все мы и без вас знаем ваша попытка побега нас очень мало интересует нас интересует ваш пионаж Добротин бросает это слово как какой-то тяжелый метательный снаряд который должен сбить меня с ног и выбить из моего очень относительного конечно равновесия но я остаюсь равнодушным вопросительно и молча смотрю на Добротина Добротин пронизывает меня взглядом техническая часть этой процедуры ему явственно не удается я курю Добротинскую папироску и жду основы вашей работы нам достаточно полноизвестны с вашей стороны Иван Лукьянович было бы даже так сказать неумно эту работу отрицать но целый ряд отдельных нитей нам не ясен вы должны нам их выяснить к сожалению ни на счет основ ни на счет нити ничем помочь не могу вот значит собираетесь отрицать вашу работу самым категорическим образом и преимущественно потому что такой работы и в природе не существовало позвольте Иван Лукьянович у нас есть наши агентурные данные у нас есть копии с вашей переписки у нас есть показания Степанова который во всем сознался я уже потом по дороге в лагерь узнал что со Степушкой обращались далеко не так великосветские как со всеми нами тот же самый Добротин который вот сейчас прямо лоснится от корректности стучал кулаком по столу укрыл его матом тыкал его в нос кольтом и грозил пристрелить как дохлую собаку не знаю почему именно как дохлую Степушка наворотил наворотил совершенно жуткой чепухи запутав в ней и людей которых он знал он перепугался так что стремительность его показаний прорвала все преграды элементарной логики подхватила за собой Добротина и Добротин в этой чепухе утоп что он утоп мне стало ясно после первых же минут допроса его агентурные данные не стоили двух копеек слежка за мной как оказалось была но ничего путного и выслежено не было приписка моя как оказалось периллюстрировалась вся но из нее Добротин ухитрился выкопать только факты разбивающие его собственную или вернее степушкину теорию оставалась одна эта теория или точнее остов романа который я должен был облечь плотью и кровью закрепить всю эту чепуху своей подписью и тогда на руках у Добротина оказалось бы настоящее дело на котором может быть можно было бы сделать карьеру и в котором увязло бы около десятка решительно ни в чем неповинных людей если бы эта чепуха была сгруппирована хоть сколько-нибудь соответственно с человеческим мышлением выбраться из нее было бы нелегко как-никак знакомства с иностранцами у меня были связь за границей была все это само по себе уже достаточно предосудительно с советской точки зрения ибо не только за границу ну и каждого отдельного иностранца советская власть отгораживает китайской стеной от зрелища советской нищеты а советского жителя от буржуазных соблазнов я до сих пор не знаю как именно конструировался остов этого романа мне кажется что Степушкин переполох вступил в соцсоревнования с добротинским рвением и из их обоих и в отдельности не слишком хитрых источников получился совсем уж противоестественный ублюдок в одну нелепую кучу были свалены и юрины товарищи по футболу и та английская семья которая приезжала ко мне на салтыковку на уикенд и несколько знакомых журналистов и мои поездки по России и все что хотите примечание английской семьей Солоневич назвал секретаря германского посольства Вирта с его женой под знакомыми журналистами он имел в виду Ая Конторовича и Е. А. Гнедина из известий все они бывали в Салтыковке здесь не было никакой логической или хронологической увязки каждая улика вопиющая противоречила другой и ничего не стоило доказать всю полную логическую бессмыслицу этого романа но что было бы если бы я ее доказывал в данном виде это было варево несъедобное даже для неприхотливого желудка ГПУ но если бы я указал Добротину на самые изъяющие несообразности он устранил бы их и в коллегию ГПУ пошел бы обвинительный акт не лишенный хоть некоторые с самой отдаленной доли правдоподобия этого правдоподобия было бы достаточно для создания нового дела и для ареста новых шпионов я очень просто говорю Добротину что я по его же словам человек разумный и что именно поэтому я не верю ни в его обещания ни в его угрозы что вся эта пинкертоновщина со шпионами несусветные вздоры что вообще никаких показаний на эту тему я подписывать не буду что можно было перепугать Степанова и поймать его на какую-нибудь очень дешевую удочку но что меня на такую удочку никак не поймать Добротин как-то сразу осекся и его лицо на один миг перекашивается яростью и из-под лоснящейся поверхности хорошо откормленного и благодушно корректного если хотите даже европеизированного следователя мелькает оскал чекистских челюстей мы несколько секунд смотрим друг на друга в упор но мы вас заставим сознаться очень маловероятно по лицу Добротина видна так сказать борьба стилей он сбился со своего европейского стиля и почему ты не рискует перейти к обычному чекистскому то ли ему не приказано то ли он побаивается за три недели тюремной голодовки я не очень уж ослаб физически и терять мне было нечего разговор заканчивается совсем уж глупо вот видите раздраженно говорит Добротин а я для вас даже выхлопотал сухарей из вашего запаса что же вы думали купить сухарями мои показания ничего я не думал покупать забирайте ваши сухари и можете идти в камеру синодрион на следующий же день меня снова вызывают на допрос на этот раз Добротин не один вместе с ним еще каких-то три следователя видно чином значительно выше один в чекистской форме с двумя ромбами в петлице дело идет всерьез Добротин держится пассивно и в тени допрашивают те трое около пяти часов идут бесконечные вопросы о всех моих знакомых снова выплывает уродливый нелепый остов степушкиного детективного романа но на этот раз уже в новом варианте меня в шпионаже уже не обвиняют но граждане x y z и прочие занимались шпионажем и я об этом не могу не знать а степушкином шпионаже тоже почти не заикаются весь упор делается на нескольких моих иностранных и не иностранных знакомых требуется чтобы я подписал показания их изобличающей и тогда опять разговор о молодости моего сына о моей собственной судьбе о судьбе брата намеки на то что мои показания весьма существенны с международной точки зрения и что ввиду дипломатического характера моего этого дела имя мое нигде не будет названо потом намеки весьма прозрачные на расстрел всех нас троих в случае моего отказа и так далее и так далее часы проходят я чувствую что допрос превращается в конвейер следователи то выходят то приходят мне трудно разобрать их лица я сижу на ярко освещенном месте в кресле у письменного стола за столом добротин остальные втенил стены огромного кабинета на каком-то диване завраться я не могу хотя бы просто потому что я решительно ничего не выдумываю но этот многочасовой допрос это огромное нервное напряжение временами уже заволакивает сознание какой-то апатии каким-то безразличием я чувствую что этот конвейер надо остановить я вас не понимаю говорит человек с двумя ромбами вас в активном шпионаже мы не обвиняем но какой вам смысл топить себя выгораживая других вас они так не выгораживают что значит гологол не выгораживают еще в настоящем времени что эти люди или часть из них уже арестованы и действительно не выгораживают меня или просто это новый трюк во всяком случае конвейер надо остановить со всем доступным мне спокойствием и со всей доступной мне твердостью я говорю приблизительно следующее я журналист и следовательно достаточно опытный в советских делах человек я ни мальчик и ни трус я не питаю никаких иллюзий относительно своей собственной судьбы и судьбы моих близких я ни на минуту ни на копейку не верю ни обещаниям ни увещеваниям ГПУ весь этот роман я считаю форменным вздором убежден в том что таким же вздором считают его и мои следователи ни один маломальский здравомыслящий человек ничем иным и считать его не может и что ввиду всего этого я никаких показаний не только подписывать но и вообще давать не буду то есть как это вы не будете вскакивает один из следователей замолкает человек с двумя ромбами медленно подходит к столу и говорит что ж Иван Лукьянович вы сами подписали ваш приговор и не только ваш мы хотели дать вам возможность спасти себя вы этой возможности не воспользовались ваше дело можете идти я встаю и направляюсь к двери у которой стоит часовой если надумаетесь говорит мне вдогонку человек с двумя ромбами сообщите вашему следователю если не будет поздно не надумаюсь но когда я вернулся в камеру я был совсем без сил точно вынули что-то самое ценное в жизни голову наполнили бесконечной тьмой и отчаянием спас ли я кого-нибудь в реальности не отдал ли я брата и сына на расправу этому человеку с двумя ромбами разве я знаю какие аресты произведены в Москве какие методы допросов были там применены какие романы плетутся или сплетены там я знаю я твердо знаю знает моя логика мой рассудок знает весь мой опыт что я правильно поставил вопрос откуда-то со дна сознания подымается что-то темное что-то почти паническое и за всем этим кудрявая голова сына развороченная выстрелом из револьвера на близком расстоянии я забрался с головой под одеяло чтобы ничего не видеть чтобы меня не видели в этот глазок чтобы не подстерегли минуты упадка на дверь лязгнула в камеру вбежали два надзирателя и стали стаскивать одеяло чего не хотели я не догадался хотя я знал что существует система медленного но довольно верного самоубийства перетянуть шею веревочкой или полоской простыни и лечь сонная артерия передавлена наступает сон потом смерть но я уже оправился мне мешает свет все равно голову закрывать не полагается надзиратели ушли но волчок поскрипывал всю ночь приговор наступили дни безмолвного ожидания где-то там в гигантских и беспощадных зубцах чекистской машины вертится стопка бумаги с пометкой дело 2248 примечание настоящий номер дела слоневича 6632 стопка бежит по каким-то роликам подхватывается какими-то шестеренками потом подхватит ее какая-то одна особенная шестеренка и вот придут ко мне и скажут собирайте вещи я узнаю в чем дело потому что они придут не вдвоем и даже не втроем они придут ночью у них будут револьверы в руках эти револьверы будут дрожать больше чем дрожал кольт в руках добротина в вагоне номер 13 снова бесконечные бессонные ночи тускло с центра потолка подмигивает электрическая лампочка мертвая тишина корпуса одиночек лишь изредка прерывается чьими-то предсмертными ночными криками полная отрезанность от всего мира ощущение человека похороненного заживо так проходит три месяца рано утром часов в шесть в камеру входит надзиратель в руке у него какая-то бумажка фамилия Солоневич Иван Лукьянович выписка из постановления чрезвычайной судебной тройки ППОГПУ ЛВО от 28 ноября 1933 года у меня чуть-чуть замирает сердце но в мозгу уже ясно это не расстрел надзиратель один и без оружия слушали дело 2248 гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича по обвинению его в преступлениях предусмотренных статьями 58.6 шпионаж 58.10 контрреволюционная пропаганда 58.11 59.10 нелегальный переход границы постановили признать гражданина Солоневича Ивана Лукьяновича виновным в преступлениях предусмотренных указанными статьями и заключить его в исправительный трудовой лагерь сроком на 8 лет распишитесь надзиратель кладет бумажку на стол текстом книзу я хочу лично прочесть приговор и записать номер дела дату и прочее надзиратель не позволяет я отказываюсь расписываться в конце концов он уступает уже потом в концлагере я узнал что это обычная манера объявления приговора впрочем крестьянам очень часто приговоры не объявляют вовсе человек попадает в лагерь не зная или не помня номер дела дата приговора без чего всякие заявления обжалования почти невозможны и что в большей степени затрудняет всякую юридическую помощь заключенным итак 8 лет концентрационного лагеря путевка на 8 лет каторги но все-таки не путевка на смерть охватывает чувство огромного облегчения в тот же момент в мозгу вспыхивает целый ряд вопросов отчего такой милостивый приговор даже не 10 а только 8 лет что с юрой борисом ириной степушкой и в конце этого списка вопросов последний как удастся очередная которая по счету попытка побега ибо если мне и советская воля была не в терпеж то что ж говорить о советской каторге на вопрос об относительной мягкости приговора у меня ответа нет и до сих пор наиболее вероятное объяснение заключается в том что мы не подписали никаких доносов и не написали никаких романов фигура романиста как бы его не прельщали во время допроса всегда остается нежелательной фигурой конечно уже после окончательной редакции романа он уже написал все что от него требовалось а потом из концлагеря начнет писать заявления опровержения покаяния мало ли какие группировки существуют в ГПУ мало ли кто может друг друга подсиживать от романиста проще отделаться совсем Мавр сделал свое дело Мавр может отправляться ко всем чертям документ остается и опровергать его уже некому может быть меня оставили жить для того чтобы ГПУ не удалось создать крупное дело может быть благодаря признанию советской России Америкой кто его знает от чего Борис значит тоже получил где-то вроде 8-10 лет концлагеря исходя из некоторой пропорциональности вины и прочего можно было бы предполагать что Юра делается какой-нибудь высылкой в более или менее отдаленные места но у Юры были очень плохие дела со следователем он вообще от всяких показаний отказался и добротен мне о нем говорил вот тоже ваш сын самый молодой самый жутковатый Степушка своим романом мог себе очень сильно напортить тот же день меня переводят в пересыльную тюрьму на Нижегородской улице пересылки огромные каменные коридоры пересылки переполнены всяким народом сегодня большой прием из официальных тюрем прибыли сотни крестьян из шпалерки рабочие урки профессиональный уголовный элемент и к моему удивлению всего несколько человек интеллигенции я издали замечаю всклоченный чуб Юры и Юра устремляется ко мне уже издали показывая пальцами три года Юра исхудал почти до неузнаваемости он оказывается объявил голодовку в виде протеста против недостаточного питания мотив не лишенной оригинальности здесь же и Борис тоже исхудавший обросший бродищи и уже поглощенный мыслью о том как бы нам всем попасть в одну камеру у него как и у меня восемь лет но в данный момент все эти сроки нас совершенно не интересуют все живы и то слава богу Борис предпринимает ряд таинственных манипуляций часа через два мы все в одной камере правда одиночки но сухой светлой и главное безо всякой посторонней кампании здесь мы можем крепко обняться обменяться всем пережитым и обмозговать новые планы побега в этой камере мы как-то быстро и хорошо обжились все мы были вместе и пока что вне опасности у нас было ощущение выздоровления после тяжелой болезни когда силы прибывают и когда весь мир кажется ярче чище чем он есть на самом деле при тюрьме оказалась старенькая библиотека нас ежедневно водили на прогулку сначала трудно было ходить ноги ослабели и подгибались потом после того как первые передачи влили новые силы в наши ослабевшие мышцы Борис как-то предложил ну теперь давайте тренироваться в беге дистанция икс километров с Авдепи за граница на прогулку выводили сразу камер 10 ходили по кругу довольно большому диаметром метров 40 причем каждая камера должна была держаться на расстоянии 10 шагов одна от другой не нарушая этой дистанции нам приходилось бегать почти на месте но мы все же бегали прогульщик тот чин тюремной администрации который надзирает за прогулкой смотрел на нашу тренировку скептически но не вмешивался рабочие посмеивались мужики смотрели недоуменно из окон тюремной канцелярии на нас взирали изумленные лица а мы все бегали прогульщик стал смотреть на нас уже не скептически а даже несколько сочувственно что спортсмены спросил он как-то у меня чемпион россии кивнул я в сторону бориса видишь ты сказал прогульщик на следующий день когда прогулка уже кончилась и вереница арестантов потянулась в тюремные двери он нам подмигнул а ну валяй по пустому двору так мы приобрели возможность тренироваться более или менее всерьез и попали в лагерь в таком состоянии физической фитнес годности которое дало нам возможность обойти много острых и трагических углов лагерной жизни рабочая крестьянская тюрьма это была рабочая крестьянская тюрьма в буквальном смысле сидя в одиночке на шпалерке я не мог составить себе никакого представления о социальном составе населения советских тюрем пересылки мои возможности несколько расширились на прогулку выводили человек от 50 до 100 одновременно состав этой партии менялся постоянно одних куда-то усылали других присылали но за весь месяц нашего пребывания в пересылке мы оставались единственными интеллигентами в этой партии обстоятельство которое для меня было несколько неожиданным больше всего было крестьян до жути изголодавшихся и каких-то по-особенному пришибленных иногда встречаясь с ними где-нибудь в темном углу лестницы слышишь придушенный шепот брать собрать хлебца бы корочку а много было рабочих эти имели чуть-чуть менее голодный вид и были лучше одеты и наконец мрачными фигурами полными окончательного отчаяния и окончательной безысходности шагали по кругу знатные иностранцы это были почти исключительно финские рабочие теми или иными но большей частью нелегальными способами перебравшиеся в страну строящегося социализма на родину всех трудящихся сурово их встретила эта родина во-первых ей своих трудящихся деть было некуда во-вторых и другим трудящимся неохота показывать свои нищеты и своего голода и своих расстрелов а как выпустить обратно этих чужих трудящихся хотя бы одним уголком глаза уже увидевших советскую жизнь не из окна спального вагона и вот месяцами они маячатся здесь по заколдованному кругу пересылки сюда сажали и следственных но не срочных заключенных без языка без друзей без знакомых покинув волю своей непролетарской родины и попав в тюрьму пролетарской эти пролетарские мигранты в СССР легальные полулегальные и вовсе нелегальные представляют собой очень жалкое зрелище их привлекла сюда та безудержная коммунистическая агитация о прелестях социалистического рая которая была особенно характерна для первых лет пятилетки и для первых надежд возлагавшихся на эту пятилетку предполагался бурный рост промышленности и большая потребность в квалифицированной рабочей силе предполагался небывалый рост благосостояния широких масс трудящихся многое предполагалось пятилетка пришла и прошла оказалось что и своих собственных рабочих девать некуда что перед страной в добавлении к прочим прелестям стала угроза массовой безработицы что от благосостояния массы ушли еще дальше чем до пятилетки правительство стало выжимать из СССР и тех иностранных рабочих которые приехали по договорам и которым тут нечем было платить и которых нечем было кормить но агитация продолжала действовать тысячи неудачников идеалистов если хотите идеалистических карасей поперли в СССР всякими не очень легальными путями и попали в щучьи зубы ГПУ можно симпатизировать или не симпатизировать политическим убеждением толкнувшим этих людей сюда но не жалеть этих людей нельзя это не та коминтерновская шпана которая едет сюда по всяческим иногда даже не очень легальным визам советской власти которая отдыхает в Крыму на минеральных водах которая объедает русский народ инцнабами субсидиями и просто подачками они эти идеалисты бежали от буржуазных акул к своим социалистическим братьям а эти братья первым делом скрутили им руки и бросили их в подвал ГПУ эту категорию людей я встречал в самых разнообразных местах советской России в том числе и у финляндской границы в Карелии откуда их на грузовиках и под конвоем ГПУ волокли в петрозаводскую тюрьму это было в селе Кайкоры куда я пробрался для разведки насчет бегства из социалистического рая они бежали в этот рай они были очень голодны но еще больше придавлены и растеряны они видели еще очень немного но и того что они видели было достаточно для самых мрачных предчувствий насчет будущего никто из них не знал русского языка никто из конвоиров не знал ни одного иностранного поэтому мне удалось на несколько минут втиснуться в их среду в качестве переводчика один из них говорил по-немецки я переводил под проницательными взглядами полудюжины чекистов буквально смотревших мне в рот финн плохо понимал по-немецки и приходилось говорить очень внятно и раздельно среди конвоиров был один еврей он мог кое-что понимать по-немецки и лишнее слово могло бы означать для меня концлагерь мы стояли кучкой у грузовика и за исп на нас выглядывали перепуганные карельские крестьяне которые шарахались от грузовика и от финнов как от чумы финны знали что местное население понимает по-фински и мой собеседник спросил почему к ним никого из местных жителей не пускают я перевел вопрос начальнику конвоя и получил ответ это не их дело финн спросил нельзя ли достать хлеба или сало наивность этого вопроса вызвала хохот у конвоиров финн спросил куда их везут начальник конвоя ответил сам увидит и предупредил меня только вы лишнего ничего не переводите финн растерялся и не знал что и спрашивать больше арестованных стали сажать в грузовик мой собеседник бросил мне последний вопрос неужели буржуазные газеты говорили правду я ему ответил словами начальника конвоя увидите сами и он понял что увидеть ему предстоит еще очень много в концлагере ББК я не видел ни одного из этих дружественных эмигрантов впоследствии я узнал что всех их отправляют подальше за Урал на Караганду в Кузбасс подальше от соблазна нового бегства бегства возвращения на свою старую и не социалистическую родину умывающие руки однако самое приятное в пересылке было то что мы наконец могли завязать связь с волей дать знать о себе людям для которых мы 4 месяца тому назад как в воду канули слать и получать письма получать передачи и свидания но с этой связью дело обстояло довольно сложно мы не питерцы и по моей линии в Питере было только два моих старых товарища один из них Иосиф Антонович муж госпожи явственно сидел где-то рядом с нами но другой был на воле вне всяких подозрений ГПУ и вне всякого риска что передачей или свиданием он навлечет какое бы то ни было подозрение такая масса людей сидит по тюрьмам что если поарестовывать их родственников и друзей нужно было бы окончательно опустошить всю Россию номина сунт одиоза не будем называть имена назовем его профессором Костей когда-то очень давно наша семья вырастила и выкормила его почти беспризорного мальчика он кончил гимназию и университет сейчас он мирно профессорствовал в Петербурге жил тихой кабинетной мышью примечания Костя Константин Алексеевич Пушкаревич 1890-1942 года жизни ученый-филолог с 1931 года работал в институте славяноведения АНСССР с 1939 в институте этнографии умер во время блокады Ленинграда он несколько раз проводил московские свои командировки у меня в Салтыковке и у меня с ним была почти постоянная связь еще была у нас в Питере двоюродная сестра я и в жизни ее не видал Борис встречался с нею давно и мельком мы только знали что она как и всякая служащая девушка в России живет нищенски работает каторжно и почти как и все они каторжно работающие нищенски живущие болеет туберкулезом я говорил о том что эту девушку не стоит загружать хождением на передачи и свидания а что вот Костя так от кого же и ждать помощи как не от него Юра к Косте вообще относился весьма скептически он не любил людей окончательно выхолощенных от всякого протеста мы послали по открытке Косте и ей как мы ждали первого дня свидания как мы ждали этой первой за четыре месяца лазейки в мир в котором близкие наши то молились уже за упокой душ наших то мечтали о почти невероятном о том что мы все-таки как-то еще живы как мы мечтали о первой весточке туда и о первом куске хлеба оттуда как голодаешь это по-ленински долго и всерьез вопрос о куске хлеба приобретает странное значение сидя на тюремном пайке я как-то не мог себе представить с достаточной ясностью и убедительностью что вот он лежит передо мной кусок хлеба а я есть не хочу я его не съем хлеб занимал командные высоты в психике унизительные высоты в первый же день свиданий в камеру вошел дежурный который тут солоневич все трое дежурный изумленно воззрился на нас как и вас расплодилось а какой Борис на свидание Борис свернулся с мешком всяческих продовольственных сокровищ здесь было фунта три хлебных огрызков фунтов пять вареного картофеля в мундирах две брюквы две луковицы и несколько кусочков селедки это было все что Катя успела наскребать денег у нее как мы ожидали не было ни копейки а достать денег по нашим указаниям она еще не сумела но картошка какое это было пиршество и как весело было при мысли о том что наша оторванность от мира кончилась что панихит по нам служить уже не будут все-таки по сравнению с могилкой и концлагерь радость но Кости не было к следующему свиданию опять пришла Катя бог ее знает какими путями и под каким предлогом она удрала со службы наскребла хлеба картошки и брюквы стояла полубольная в тюремной очереди Костя не только не пришел на телефонный звонок Костя ответил Кате что он конечно очень сожалеет но что он ничего сделать не может так как сегодня же уезжает на дачу дача была выдумана плохо на дворе стоял декабрь потом лежа на тюремной койке перебирая в памяти все эти страшные годы я думал о том как тяжкий молот голода и террора одних закалил других раздробил третьи оказались пришибленными но пришибленными прочно как это я раньше не мог понять что Костя из пришибленных сейчас в тюрьме видя как я придавлен этим разочарованием Юра стал утешать меня так неуклюже как это только может делать юноша восемнадцати лет отроду и сто восьмидесяти сантиметров ростом слушай ватик неужели же тебе и раньше не было ясно что Костя не придет и ничего не сделает ведь это же просто Акакий Акакевич по учетной части ведь он же ватик трус у него от одного катиного звонка душа в пятки ушла чтобы прийти на свидание но что ты в самом деле он дрожит над каждым своим рублем и над каждым своим шагом я конечно понимаю ватик смягчил Юра свою Филиппику ну конечно раньше он может быть и был другим но сейчас да другим многие были иными да сейчас конечно Акакий Акакевич роль знаменитой шубы выполняет дочь хлипкая истеричка двенадцати лет да конечно революционный ребенок ни жиров ни елки ни витаминов ни сказок пайковый хлеб и политграмота он и уже политграмоту надрываясь до тошноты читает Костя по всяким рабфакам кому нужна теперь славянская литература тощие шатки уютно Васильевском острове вечная дрожь справа уклон слева загиб снизу голод а сверху просто ГПУ оппозиционный шепот за закрытой дверью и вечная дрожь да можно понять как я этого раньше не понял можно простить но руку трудно подать хотя разве он один духовно убиенной революции если нет статистики убитых физически то кто может подсчитать количество убитых духовно пришибленных забитых их много но как немного их как не чудовище на давление есть все таки люди которых пришибить не удалось явление иосифа дверь в нашу камеру распахнулась и в нее ввалилось нечто перегруженное всяческими мешками весьма небритое и очень знакомое но я не сразу поверил глазам своим небритая личность свалила на пол свои мешки и зверски огрызнулась на дежурного куда ж вы к чертовой матери меня пихаете ведь здесь ни стать ни сесть на дверь захлопнулась вот сукины дети сказала личность по направлению к двери мои сомнения рассеялись невероятно но факт это был иосиф антонович примечание иосиф антонович прожиял говский чьей женой была елена леонардовна к моменту ареста 12 октября 1933 года ему было 47 лет он работал бухгалтером окружного отдела здравоохранения в мурманске я говорю этаким для вязчего изумления равнодушным тоном ничего иосиф антонович как-нибудь поместимся иосиф антонович нацелился было молотить каблуком в дверь но при моих словах его приподнятая была нога мирно стала на пол иван лукьянович вот это значит черт меня раздери неужели ты и борис а это как я имею основание полагать юра юра иосиф антонович не видал 15 лет немудрено было не узнать ну пока давай поцелуемся мы по доброму старому русскому обычаю колем друг друга небритыми щетинами как ты попал мы принимаемся за еду иосиф антонович закуривает папироску и мотаясь по камере рассказывает знаешь я уж месяцев восемь в мурманске в питере с начальством разругался вдрыск они сукины дети разворовали больничное белье а я эту хреновину должен был в бухгалтерии замазывать ну я плюнул им в рожу и вошел ребрался в мурманск место замечательно паршивые но ответственным работникам дают полярный паёк так что в общем жить можно да еще в заливе морские окуни водятся замечательная рыба я даже о коньках стал подумывать иосиф антонович был в свое время первоклассным фигуристом словом живу работы чертова уйма и вдруг бабах сижу вечерок дома ужинаю пью водку являются разрешите говорят обыск у вас сделать ах вы сукины дети еще вежливость играют мы дескать не какие-нибудь мы дескать европейцы разрешите но мне плевать что у меня можно найти кроме пустых бутылок вы мне говорю водку разрешите допить пока вы там под кроватями ползать будете словам обшарили все водку я допил повлокли меня в гпу оттуда со спецконвоем двух идиотов приставили повезли в питер но деньги у меня были всю дорогу пьянствовали я этих идиотов так накачал что когда приехали на николаевский вокзал прям деваться некуда такой дух что даже прохожие внюхиваются ну ясно в гпу с таким духом идти нельзя было мы заскочили на базарчик пожевали чесноку а я позвонил домой сестре а чего отчего вы не сбежали снаивничал юра а какого мне спрашивается черта бежать куда бежать и что я такое сделал чтоб мне бежать единственное что водку пил так за это у нас сажать еще не придумали наоборот казне доходы а политики меньше думают словом притащили на шпалерку и посадили в одиночку потом вызывают на допрос сидит какая-то толстая сволочь добротин да черт его знает может и добротин начинается так обыкновенно мы все о вас знаем очень говорю приятно что знаете только если знаете так на какого черта вы меня посадили вы говорят обвиняетесь в организации контрреволюционного сообщества у вас бывали какие-то такие-то вели какие-то такие-то разговоры знаем решительно все и кто был и что говорил я уж совсем ничего не понимаю водку пьют везде и разговоры такие везде разговаривают если бы за такие разговоры сажали в Питере давно бы ни одной живой души не осталось потом выясняется и кроме того вы обвиняетесь в пособничестве попытки побега вашего товарища слоневича тут я понял что вы влипли но откуда такая информация о моем собственном доме эта толстая сволочь требует чтобы я подписал показания и насчет тебя и насчет всяких других моих знакомых я им говорю что ни черта подобного я не подпишу что никакой контрреволюции у меня в доме не было что тебя я за хвост держать не обязан тут этот следователь начинает крыть матом грозить расстрелом и тыкать мне в лицо револьвером ах ты думаю сукин сын я 18 лет в советской России живу а он еще думает расстрелом видите ли меня запугать я знаешь с ним очень вежливо говорил я ему говорю пусть тыкает револьвером в свою жену а не в меня потому что я ему вместо револьвера и кулаком могу уткнуть хорошо что он убрал револьвер а то набил бы я ему морду но на этом наш разговор кончился а через месяца два вызывают и пожалуйте три года ссылки в Сибирь ну в Сибирь так в Сибирь черт с ним в Сибири тоже водка есть но скажи ты мне ради бога Иван Лукьянович вот ведь не дурак же ты как же тебя угораздило попасть этим идиотом ну почему идиотом Иосиф Антонович был с самого скептического мнения о талантах ГПУ с такими деньгами и возможностями как и имеет ГПУ зачем им мозги берут тем что четверть Ленинграда у них в шпиках служит и если вы эту истину зубрите у себя на носу никакое ГПУ вам не страшно сажают так для цифры для запугивания а толковому человеку их провести ни шиша не стоит ну так в чем же собственно дело я рассказываю и по мере моего рассказа в лице Иосифа Антоновича появляется выражение чрезвычайного негодования Бабенко это тот сукин сын который три года пьянствовал за моим столом и которому я бы ни на копейку не поверил ох какая же дура Елена ведь сколько раз я ей говорил что она дура не верит воображает себя метрнихом в юбке примечание Клименс метрних выдающийся австрийский дипломат и канцлер девятнадцатого века ей тоже три года Сибири дали думаешь поумнеет ни черта подобного говорил я тебе Иван Лукьяныч не связывайся ты в таком деле с бабами но чё с ним со всем этим главное что живы и потом не падать духом ведь вы же все равно сбежите разумеется сбежим и опять за границу разумеется за границу а то куда ж ну за что ж меня в конце концов выперли ведь не за контрреволюционные разговоры за бутылкой ватки я думаю за разговоры со следователем может быть не мог же я позволить чтоб всякая сволочь мне в лицо револьвером тыкала а что Иосиф Антонович спрашивает Юра вы на самом деле дали бы ему в морду Иосиф Антонович ощетинивается на Юру а что по-вашему оставалось бы делать несмотря на годы неистового пьянства Иосиф Антонович остался жилистым как старая рабочая лошадь и в морду мог бы дать я уверен что дал бы а пьянствуют на Руси поистине неистово особенно в Питере где кроме водки почти ничего нельзя купить где население пьет без просып так положим делается во всем мире чем глубже не считая безысходность тем страшнее пьянство черт с ним еще раз резюмирует нашу беседу Иосиф Антонович в Сибирь так в Сибирь хуже не будет думаю что везде приблизительно одинаково паршиво во всяком случае сказал Борис хоть пьянствуют перестаньте но это уж извините что здесь больше делать порядочному человеку воровать лизать сталинские пятки выслужиться перед всякой сволочью нет уж я лучше попросту буду честно пьянствовать лет на пять меня хватит а там крышка все равно вы ведь должны понимать Борис Лукьянович жизни нет будь мне тридцать лет ну туда-сюда а мне пятьдесят что ж с семьей обзаводиться кладить мясо для сталинских экспериментов ведь только приедешь домой сядешь за бутылку так по крайней мере всего этого кабака не видишь и не вспоминаешь бежать с вами что я там буду делать не Борис Лукьянович самый простой выход это просто пить в числе остальных видов внутренней эмиграции есть и такой пожалуй наиболее популярный уход в пьянство хлеба нет но водка есть везде в нашей например Салтыковке где жителей тысяч десять хлеб можно купить только в одной лавочке а водка продается в шестнадцати в том числе и в киосках того типа в которых при проклятом царском режиме торговали газированной водой водка дешева бутылка водки стоит столько же сколько стоит два кило хлеба да и в очереди стоять не нужно пьют везде пьет молодняк пьют девушки не пьет только мужик у которого денег уж совсем нет конечно никакой статистики алкоголизма в советской России не существует по моим наблюдениям больше всего пьют в Петрограде и больше всего пьет средняя интеллигенция и рабочий молодняк уходят в пьянство от принудительной общественности от казенного энтузиазма от каторжной работы от бесперспективности от всякого гнета от всяческой тоски по человеческой жизни и от реальности жизни советской не все конечно не все но по какому-то таинственному уже традиционному русскому заскоку в пьяную эмиграцию уходит очень ценная часть людей те кто как Есенин не смог задрав штаны бежать за комсомолом впрочем комсомол указывает путь и здесь через несколько дней пришли забрать Иосифа Антоновича на этап я никуда не пойду заявил Иосиф Антонович у меня сегодня свидание какие тут свидания заорал дежурный сказано на этап собирай вещи собирайте сами а мне вещи должны передать на свидание не могу я в таких ботинках зимой в Сибирь ехать ничего не знаю говорю собирайте вещи а то вас силой выведут идите вы к чертовой матери вразумительно сказал Иосиф Антонович дежурный исчез и через некоторое время явился с другим каким-то чином повыше вы что позволяете себе нарушать тюремные правила стал орать чин а вы не орите сказал Иосиф Антонович и с жестом опытного фигуриста поднес к лицу чина свою ногу в старом подранном полуботинке ну видите куда я к черту без подож в Сибирь поеду плевать на ваши подошвы приказываю вам немедленно собирать вещи и идти небритая щетина на верхней губе Иосифа Антоновича грозно стало дыбом идите к чертовой матери сказал Иосиф Антонович усаживаясь на койку и позовите кого-нибудь поумней чин постоял в некоторой нерешительности и ушел сказав угрожающе ну сейчас мы вами займемся ну знаешь Иосиф Антонович сказал я как бы тебе в самом деле не влетело за твою ругань да хрен с ними эта сволочь тащит меня за здорово живешь куда-то к чертовой матери таскает по тюрьму моя еще перед ними расшаркиваться буду пусть попробуют не все может кому-то морду набью через полчаса пришел какой-то новый надзиратель гражданин а на свидание Иосиф Антонович уехал в Сибирь в полном походном обмундировании этап каждую неделю ленинградские тюрьмы отправляют по два этапных эшелона в концлагеря но так как тюрьмы переполнены свыше всякой меры ждать очередного этапа приходится довольно долго мы ждали больше месяца наконец отправляют и нас примечание по документам это произошло 11 января 1934 года в полутемных коридорах тюрьмы снова выстраиваются длинные шеренги будущих лагерников идет скурпулезный бесконечный и в сущности никому не нужный обыск раздевают до нитки мы долго мерзнем на каменных плитах коридора потом нас усаживают на грузовики на их бортах конвойные красноармейцы с наганами в руках предупреждение при малейшей попытке к бегству пуля в спину без всяких разговоров раскрываются тюремные ворота и за ними целая толпа почти исключительно женская человек пятьсот толпа раздается перед грузовиком и из нее сразу взрывом несутся сотни криков приветствий прощаний имен все это превращается в какой-то сплошной нечленораздельный вопль человеческого горя в котором тонут отдельные слова и отдельные голоса все это русские женщины изможденные и истощенные пришедшие и встречать и провожать своих мужей братьев сыновей вот где поистине долюшка русская долюшка женская сколько женского горя бессонных ночей невидимых миру лишений стоит за спиной каждой мужской судьбы попавшей в зубы гпушной машины вот эти женщины я знаю они неделями бегали к воротам тюрьмы чтобы узнать день отправления их близких и сегодня они стоят здесь на январском морозе с самого рассвета на этап идет около сорока грузовиков погрузка началась с рассвета и кончится поздно вечером и они будут стоять здесь целый день только для того чтобы бросить мимолетный прощальный взгляд на родное лицо да и лица то этого пожалуй не увидят мы сидим точнее валяемся на дне кузова и заслонены спинами чекистов сидящих на бортах сколько десятков и сотен тысяч сестер жен матерей вот так бьются тюремные ворота стоят в бесконечных очередях с передач сэкономленных сэкономленными за счет самого жестокого недоедания потом отрывая от себя последний кусок хлеба они будут слать эти передачи куда-нибудь за Урал карельские леса в приполярную тундру сколько загублено женских жизней вот так мимоходом прихваченных чекистской машиной грузовик еще на медленном ходу толпа отхлынувшая была от него опять смыкается почти у самых колес грузовик набирает ход женщины бегут рядом с ним выкрикивая разные имена какая-то девушка растрепанная и заплаканная долго бежит рядом с машиной шатаясь словно пьяная и каждую секунду рискуя попасть под колеса Миша Миша родной мой Миша конвоиры орут потрясая своими наганами сиди на месте сиди стрелять буду сколько грузовиков уже прошло мимо этой девушки сколько еще пройдет на нелепо пытается схватиться за борт грузовика один из конвоиров перебрасывает ногу через борт и отталкивает девушку она падает и исчезает за бегущей толпой как хорошо что нас никто здесь не встречает и как хорошо что этого Миша с нами нет кого было бы ему видеть свою любимую сбитую на мостовую ударом чекистского сапога и остаться бессильным машины ревут люди шарахаются в стороны все движение на улицах останавливается перед этой похоронной процессией грузовиков мы проносимся по улицам красной столицы каким-то многоликим олицетворением момента море латинский помни о смерти каким-то жутким напоминанием каждому кто еще ходит по тротуарам сегодня я а завтра ты мы выезжаем на задворки николаевского вокзала эти задворки видимо специально приспособлены для чекистских погрузочных операций большая площадь обнесена колючей проволокой на углах бревенчатые вышки с пулеметами у платформы бесконечный товарный состав это наш эшелон которым нам придется ехать бог знает куда и бог знает сколько времени эти погрузочные операции как будто должны бы стать привычными и налаженными но вместо налаженности крик ругань сутолока бестолковщина нас долго перегоняют от вагона к вагону все уже заполнено до отказа даже по нормам чекистских этапов конвоиры орут турки ругаются мужики стонут так тыкаясь от вагона к вагону мы наконец попадаем в какую-то совсем пустую теплушку и врываемся в нее галтелой озлобленной толпой теплушка официально рассчитана на 40 человек но в нее напихают и 60 и 70 в нашу как потом выяснилось было напихано 58 мы не знаем куда нас везут и сколько времени придется ехать если за Урал нужно рассчитывать на месяц а то и на два понятно что при таких условиях места на нарах а их на всех конечно не хватит сразу становится объектом жестокой борьбы дверь вагона с треском захлопывается и мы остаемся в полутьме справа и по ходу поезда стороны оба люка забиты наглухо оба левых за толстыми железными решетками кажется что вся эта полутьма от пола до потолка битком набита людьми мешками с сумками тряпьем дикой руганью и дракой люди атакуют нары отталкивая ногами менее удачливых претендентов в воздухе мелькают тела слышится мат звон жестяных чайников грохот падающих вещей все атакуют верхние нары где теплее светлее и чище нам как-то удается протиснуться сквозь живой водопад тел на средние нары там хуже чем наверху но все же безмерно лучше чем остаться на полу посредине вагона через час это столпотворение как-то утихает сквозь многочисленные дыры в стенах и в потолке видно как пробивается в теплушку свет как январский ветер наметает на полу узенькие полоски снега становится зябко при одной мысли о том как в эти дыры будет дуть ветер на ходу поезда посреди теплушки стоит печурка изъеденная всеми язвами гражданской войны военного коммунизма мошенничества и бог знает чего еще мы стоим на путях николаевского вокзала почти целые сутки ни дров ни воды ни еды нам не дают от голода холода и усталости вагон постепенно затихает ночь лязг буферов поехали мы сидим на нарах плотно прижавшись друг к другу повернуться нельзя ибо люди на нарах уложены так же плотно как дощечки на паркете заснуть тоже нельзя я чувствую как холод постепенно пробирается куда-то внутрь организма коченеют ноги и застывает мозг юра дрожит мелко счастой дрожью старается удержать ее и опять начинает дрожать юрчик замерзаешь не ватик ничего так проходит ночь полудню на какой-то станции нам дали дров немного и сырых теплушка наполнилась едким дымом тепла прибавилось мало но стало как-то веселее я начинаю разглядывать своих сотоварищей по этапу большинство это крестьяне они одетые во что попало как их захватил арест с мужиком вообще стесняются очень мало его арестовывают на полевых работах сейчас же переводят в какую-нибудь уездную тюрьму в сравнении с которой шпалерка это дворец там в этих уездных тюрьмах в одиночных камерах сидят по 10-15 человек там действительно негде ни спать ни есть ни сесть и люди сидят и спят по очереди там в день дают 200 грамм хлеба и мужики не имеющие возможности получать передачи деревня далеко да и там нечего есть если и выходят оттуда живыми то выходят совсем уж привидениями наши этапные мужички тоже очень похожи на привидения в звериной борьбе за места на нарах у них не хватило сил и они заползли на пол под нижние нары расположились у дверных щелей зеленые оборванные они робко взглядами загнанных лошадей посматривают на более сильных и более оборотистых горожан в столицах шум гремят вити столичный шум и столичные расстрелы дают мировой резонанс от травли интеллигенции пишет вся мировая печать но какая в сущности эта ерунда какая мелочь это отравли интеллигенции ни помещики ни фабриканты ни профессора оплачивают в основном эти страшные издержки революции их оплачивает мужик это он мужик дохнет миллионами и десятками миллионов от голода тифа концлагерей коллективизации закона о священной социалистической собственности от всяких великих и малых строек советского союза от всех этих сталинских хеопсовых пирамид построенных на его же мужицких костях да конечно интеллигенции очень туго да конечно очень туго было и в тюрьме и в лагере например мне значительно хуже большинству интеллигенции но в какое сравнение могут идти наши страдания и наши лишения со страданиями и лишениями русского крестьянства и не только русского а и грузинского татарского киргизского и всякого другого ведь вот как не отвратительно мне как не голодно не холодно каким бы опасностям я не подвергался и буду подвергаться еще со мною считались в тюрьме и будут считаться в лагере я имею тысячи возможностей выкручиваться возможностей совершенно недоступных крестьянина с крестьянином не считаются вовсе никаких возможностей выкручиваться у него нет меня плохо или хорошо ли но все же судят крестьянина и расстреливают и ссылают и вовсе без суда или по такому суду о котором говорить трудно я видал такие суды тройка безграмотных пьяных комсомольцев засуживает семью в течение двух трех часов ее разровняет в конец и ликвидирует под корень я наконец сижу не зря да я враг советской власти я всегда был ее врагом и никаких иллюзий на этот счет ГПУ не питало но я был нужен в некотором роде незаменим и меня кормили и со мной разговаривали интеллигенцию кормят и с интеллигенцией разговаривают если интеллигенция садится в лагерь то только в исключительных случаях массовых компаний она садится за здоров живешь я знаю что эта точка зрения идет совсем вразрез с установившимися мнениями о судьбах интеллигенции в СССР об этих судьбах я когда-нибудь буду говорить подробнее но все то что я видел в СССР а видел я много вещей создало у меня твердое убеждение лишь в редких случаях интеллигенцию сажают зазря конечно с советской точки зрения она все-таки нужна ее все-таки судят мужика много и им хоть пруд пруде и он совершенно реально находится в положении во много раз худшем чем он был в самые худшие самые мрачные времена крепостного права он абсолютно бесправен так же бесправен как любой раб какого-нибудь африканского царька так же он нищ как этот раб ибо у него нет решительно ничего чего любой деревенский помпадор не мог бы отобрать в любую секунду у него нет решительно никаких перспектив решительно никакой возможности выкарабкаться из этого рабства и этой нищеты положение интеллигенции ерунда положение интеллигенции по сравнению с этим океаном буквально неизмеримых страданий многомиллионного и действительно многострадального русского мужика и перед лицом этого океана как-то неловко как-то язык не поворачивается говорить о себе о своих лишениях все это булавочные уколы а мужика бьют по черепу дубьем и вот сидит сеятель и хранитель великой русской земли ущелье вагонной двери январская вьюга уже намела сквозь эту щель сугробик снега на его обутую рваной лапоть ногу руки зябко запрятаны в рукава времен мировой войны мертвецки посиневшее лицо тупо уставилось на прыгающий огонь печурки он весь скомкался съежился как бы стараясь стать меньше незаметнее вовсе исчезнуть так чтобы его никто не увидел не ограбил не убил и вот едет он на какую-то очередную великую сталинскую стройку ничего строить он не может ибо сил у него нет 1930 31 году такого этапного мужика на беломорско-балтийском канале прямо ставили на работу и он погибал десятками тысяч так что на строительном фронте вместо пополнения оказывались сплошные дыры санчасть ББК догадалась прибывающих с этапами крестьян раньше чем посылать на обычные работы ставили на более или менее усиленное питание и тогда люди гибли от того что отощавшие желудки не в состоянии были переваривать нормальную пищу сейчас их оставляют на две недели в карантине постепенно втягивая в работу и в то голодное лагерное питание которое мужику и на воле не было доступно и которое является лукуловым пиршеством с точки зрения провинциального тюремного пайка лагерь все-таки хозяйственная организация и в своем рабочем скоте он все-таки заинтересован но в чем заинтересован редко грамотный и еще реже трезвый деревенский комсомолец которому на потоп и на разграбление отдано все крестьянство и который и сам-то окончательно очумел от всех вихляний генеральной линии от дикого кабацкого административного восторга бесчисленных провинциальных властей великое племя урок нас интеллигенции на весь вагон всего пять человек нас трое наш горе романист степушка попавший в один с нами грузовик и еще какой-то ленинградский техник мы все приспособились вместе на средней наре над нами группа питерских рабочих их нам не видно другую половину вагона занимает еще десятка два рабочих они сытее и лучше одеты чем крестьяне или говоря точнее менее голодные менее оборваны все они спят плотно сбитой стаей сидят у печурки уголовники они не то чтобы оборваны они просто полураздеты но их выручает невероятная волчья выносливость бывших беспризорников все они результат жесточайшего естественного отбора все кто не мог выдержать поездок под вагонными осями ночевок в кучах каменного угля пропитания из мусорных ям советских мусорных ям все они погибли остались только самые крепкие поволчьи выносливые поволчьи ненавидящие весь мир мир выгнавший их детьми на большие дороги голода на волчью борьбу за жизнь тепло от печки добирается наконец и до меня я начинаю дремать просыпаюсь от дикого крика вижу прислонившись спиной к стене вагона бледный стоит наш техник и тянет к себе какой-то мешок за другой конец мешка уцепился один из урок плюгавый парнишка с глазами попавшего в капкан хорька Борис тоже держится за мешок схема ясна урка спер мешок техника отнимают урка не дает в расчете на помощь своих Борис пытается что-то урегулировать он что-то говорит но в общем гвалт и ругань ни одного слова нельзя разобрать мелькают кулаки поленья и даже ножи мы с Юрой пулей выкидываемся на помощь Борису мы втроем представляем собой боевую силу с которой приходится считаться и уркам даже и всей их стаи взятой вместе однако плюгавый парнишка цепкой с каким-то отчаянием в глазах держится за мешок пока откуда-то не раздается спокойный властный голос пусть и мешок парнишка отпускает мешок и уходит в сторону утирая нос но все же с видом исполненного долга спокойный голос продолжает ничего другой раз возьмем так что и слыхать не будете оглядываюсь высокий и синебледный испитой и видимо пахан много и сильно на своем веку битый урка очевидно пахан коновод и вождь уголовной стаи он продолжает обращаясь к Борису а вы чего лезете не ваш мешок не ваше дело а то так и нож ночи можем всунуть у нас брат ни на каких обысках ножей не отберут в самом деле какой-то нож фигурировал под свалкой каким путем урки ухитряются фабриковать и проносить свои ножи сквозь все тюрьмы сквозь все обыски Аллах их знает но фабрикуют и проносят я понимаю что вот в такой людской толчье откуда-то из-за спины мешков ткнут ножом вбок и пойди доискивайся рабочие сверху сохраняют полный нейтралитет они-то по своему городскому опыту знают что значит становиться у ручьей стаи поперек дороги христиане что-то робко и приглушенно ворчат по своим углам остаемся мы четверо Степушка не в счет против пятнадцати урок готовых на все ничем не рискующих в этом каторжном вагоне мы как на необитаемом острове закон остался где-то за дверьми теплушки закон в лице какого-то конвойного начальника заинтересованного лишь в том чтобы мы не сбежали и не передохли в количествах превышающих некий нормальный процент а что тут кто-то кого-то зарежет кому какое дело Борис поворачивается к пахану вот тут нас трое я брат и его сын если кого-нибудь из нас ткнут ножом отвечать будьте вы урка делает наглое лицо человека перед которым ляпнули вопиющие вздоры потом разражается хохотом ого-го отвечать перед самим Сталиным вот это здорово отвечать мы тебе брат кишки и без ответа выпустим Стая урок подхватывает хохот своего пахана и я понимаю что разговор об ответственности о законной ответственности на этом каторжном робинзоновском острове пустой разговор Урки понимают это еще лучше чем я пахан продолжает ржать и тычет Борису в нос сложенные в традиционную эмблему три своих грязных посиневших пальца рука пахана сразу попадает в бобины тиски ржание переходит в вой пахан пытается вырвать руку но это дело совсем безнадежное кто-то из урок срывается на помощь своему вождю но бобин тыл прикрываем мы с Юрой и все остаются на своих местах пусти тихо издающимся тоном говорит пахан Борис выпускает руку пхана тот корчится от боли держится за руку и смотрит на Бориса глазами переисполненными боли злобы и почтения да конечно мы не в девятнадцатом веке аустрехт немецкий кулачное право ну что ж на нашей полудюжине кулаков основательных тоже можно какое-то право основать видите ли товарищ как ваша фамилия возможно спокойнее спрашиваю я иди ты к черту с фамилией отвечает пахан Михайлов раздается откуда-то со стороны так видите ли товарищ Михайлов говорю я чрезвычайно академическим тоном когда мой брат говорил об ответственности то это понятно вовсе не в том смысле что кто-то там куда-то пойдет жаловаться ничего подобного но если кого-нибудь из нас троих приколют то оставшиеся просто переломают вам кости и переломают всерьез и именно вам так что и для нас и для вас будет спокойнее такими делами не заниматься урка молчит он уже по испытанному ощущению бобиной длани понял что кости будут переломаны совсем всерьез если бы не семейная спаянность нашей стаи и не наши кулаки то спаянная своей солидарностью стая урок раздела бы и ограбила нас до нитки так делается всегда в общих камерах на этапах отчасти в лагерях где всякой случайной разнообразной публике попавшей в пещеры ГПУ противостоит спаянная и классово солидарная стая урок у них есть своя организация и эта организация давит и грабит впрочем такая же организация существует и на воле там она давит и грабит всю страну дискуссия часа через полтора я сижу у печки пахан подходит ко мне здоровый жебугай ваш брат чуть руку не сломал сейчас еще не шевелится оставьте мне товарищ солоневич бычка страсть курить хочется я принимаю оливковую ветвь мира и достаю свой кесет урка крутит козью ножку и сладострастно затягивается тоже надо понимать товарищ солоневич собачье наше житье так чего же вы его не бросите а как же его бросить все мы беспризорные шати от мамки на и цицки да прямо в беспризорнике я прям говоря с самого малолетства вор так вором и помру а этого супчика техника то мы все равно обработаем не здесь так в лагере сволочь у него одного хлеба спут будет попросили по-хорошему дай хоть кусок так он как собака лается вот еще вас сволочей кормить раздается с рабочей полки чей-то внушительный бас урка подымает голову да вот хоть и не охоты да кормите же так ты думаешь я хуже тебя ем я ни у кого не прошу я не прошу я сам беру ну вот ты сидишь здесь а ты где сидишь у себя на квартире рабочий замолкает другой голос с той же полки подхватывает тему воруют с трудящегося человека последнее потом еще и корми их мало вас сволочей сажают нас действительно мало сажают спокойно парирует урка вот вас много сажают ты не бойся лет на 10 едешь а я на 3 года ты на советскую власть на воле спину гнул за 2 фунта хлеба и в лагере за те же 2 фунта будешь гнуть и подохнешь там к чертовой матери но это еще кто скорее подохнет ты подохнешь уверенно сказал урка я как весна и ищи ветра в поле а тебе куда податься подохнешь на рабочий нарез молчали подавленные аргументации урки таким прямо головы проломать изрек наш техник урки от злости и презрения перекосило лицо эх ты врат плеванный это ты-то черт моржовый проломывать будешь смотри сукин сын на нас себе накрути это здесь мы просим а ты куражишься а в лагере ты у меня будешь на брюхе ползать сукин сын ты там те в два щета кишки вывернут ты там брат за чужим кулаком не спрячешься вот этот урка кивнул в мою сторону этот может проломать а ты эх ты дерьмо вшивая нет таких да таких советская власть расстреливать должна прям расстреливать везде ворует везде грабит это оказывается вынырнул из поднар наш степушка его основательно ограбили урки часишки вы в пересылке обратно получили так вы будьте спокойны мы их заберем степушка судорожно схватился за карман с часами урки захохотали этот из нашей компании сказал я так что насчет часиков уж вы не троньте все равно не мы так другие не здесь так в лагере господинчик то ваш больно уж хреновый покаяние все писал знаю наши с ним сидели ваше дело что я писал я на вас заявление подам степушка нервничал трусил и глупил я ему подмигивал но он ничего не замечал вы господинчик хреновый слушайте что я вам скажу я у вас пока ничего не украл а украду поможет вам заявление как мертвому кадила нет в лагере вас прикрутят сказал техник с дураками видно твоя мамаша спала что ты таким умным родился в лагере эх ты моржовая голова да что ты о лагере знаешь бывал ли ты в лагере я вот уж пятый раз еду а ты мне о лагере рассказываешь а что в лагере спросил я что в лагере первое дело вот скажем вы или этот господинчик вы ясное дело контрреволюционеры вот та дубина что наверху урка кивнул в сторону рабочей нары то ты или водитель или контрреволюционер но мужик он всегда кулак это так надо понимать что все вы классовые враги но и обращение с вами подходящее а мы урки социально близкий элемент вот как потому мы елки-палки против собственности и против социалистической спросил я нет казенные не трогаем на грош возьмешь на рыб ответ да еще и в милиции бьют зачем вот тут наше одно время на торгсин был насили настоящее дело а просто фраеров вот ради этого господинчика во-первых расплюнуть а второе куда он пойдет заявление писать будет так уж будьте покойнички с милицией я лучше сговорюсь чем этот ваш шипзик а в лагере подавно уж там скажут тебе сними пиджак так и снимай без разговоров а то еще нож получишь урка явно хвастался но урка врал не совсем степушка иссякнув растерянно посмотрел на меня да степушке придется плохо ни выдержки ни изворотливости ни кулаков пропадет ликвидированная беспризорность в книге советского бытия трудно читаемой вообще есть страницы недоступные даже очень близко стоящему очень внимательному наблюдателю поэтому всякие попытки познания россии всегда имеют такую прелесть неожиданности правда прелесть это несколько вывернута наизнанку но неожиданности обычно ошарашивают людей парадоксально но но не парадокс что украинскому мужику в лагеря живется лучше чем на воле что он из лагеря на волю шлет хлебные сухари и как это совместить с тем фактом что этот мужик в лагере вымирает десятками с сотнями тысяч в масштабе ббк а вот в российской сумятице это совмещается на украине крестьяне вымирают в большей пропорции чем в лагере я реально видал крестьян собирающих всякие объедки для посылки их на украину значит ли это что эти крестьяне в лагере не голодали нет не значит но за счет еще большего голодания они спасали свои семьи от голодной смерти этот парадокс цепляется еще за один за необычайное укрепление семьи какое не снилось даже и покойному Василию Васильевичу раз заново от укрепления семьи возникает еще одна неожиданность принудительная безбрачия комсомолок никто замуж не берет ни партийцы ни беспартийные так и торчи всю свою жизнь какой-нибудь месткомовской девой много есть таких неожиданностей я однажды видал даже образцовый колхоз его председателем был старый трактирщик но есть вещи о которых вообще ничего нельзя узнать что мы например знаем о таких явлениях социальной гигиены в советской России как проституция алкоголизм самоубийство что я знал до лагеря о ликвидации детской беспризорности я исколесивший всю Россию я видал что Москва Петроград крупнейшие магистрали почищены от беспризорников но я знал и то что эпоха коллективизации и голод последних лет дали новый резкий толчок беспризорности но только здесь в лагере я узнал куда девается и как ликвидируется беспризорность всех призывов эпохи военного коммунизма тифов гражданской войны эпохи ликвидации кулачества как класса эпохи коллективизации и просто голода стоящего вне эпох и образующего общий более-менее постоянный фон советской жизни так почти ничего я не знал о племени урок населявшем широкие подполья социалистической страны раза два меня обворовывали но не очень сильно обворовывали моих знакомых иногда очень сильно а два раза даже с убийством потом еще Утесов пел свои блатные песенки свапниравского кечмана сорвались от два уркана сорвались от два уркана на досу вот примерно и все так иногда говорилось что миллионная армия беспризорников подросла и орудует где-то по тылам социалистического строительства но так как об убийствах и грабежах советская пресса не пишет ничего то данное социалистическое явление для вас существует лишь поскольку вы с ним сталкиваетесь лично вне вашего личного горизонта вы не видите ни краж ни самоубийств ни убийств ни алкоголизма ни даже концлагерей поскольку туда не сели вы или ваши родные и наконец так много и так долго грабили убивали что и кошелек и жизнь давно перестали волновать и вот передо мною покуривая мою мохорку и густо сплевывая на раскаленную печку сидит представитель вновь открываемого мною мира мира профессиональных бандитов выросшего и вырастающего из великой детской беспризорности на нем этом представителе только рваный пиджачишка рубашка была пропита в тюрьме как он мне объяснил причем пиджачишка этот еще недавно был видимо достаточно шикарным от печки пышет жаром в спину сквозь щели вагона дует ледяной январский ветер но урки и на жару и на холод наплевать вспоминается анекдот о беспризорнике которого по ошибке всунули в печь крематория дверцы забыли закрыть из огненного пекла раздался пропитый голос закрой стерва дует еще с десяток урок таких же не то что оборванных а просто полуодетых валяются на древом промерзлом полу около печки лениво подбрасывают в нее дрова курят мою махорку и снабжают меня информацией о лагере присыпанные совершенно несусветным сквернословием что боцманы доброго старого времени грудные ребята эти боцманы с их морскими терминами по сравнению с самым желторотым уркой нужно сказать честно что никогда я не затрачивал свой капитал с такой сумасшедшей прибылью с какой я затратил червонец прокуренный урками в эту ночь мужики где-то под нарами сбились в кучу зарывшись в своей лохмотье рабочий класс храпит наверху я выспался днем урки не спят вторые сутки не видно чтобы их тянуло ко сну передо мной разворачивается учебный фильм из лагерного быта со всей беспощадностью лагерного житья со всем лагерным блатом административной структурой расстрелами зачетами довесками пайками жульничеством грабежами охраной тюрьмами и прочим и прочим борис борис отмахиваясь от клубов махорки проводит параллели между соловками в которых он просидел три года и с современным лагерем где ему предстоит просидеть вероятно очень немного на полупонятном мне блатном жаргоне рассказываются бесконечные воровские истории пересыпаемые необычайно вонючими непристойностями а вот в Киеве под самый новый год вот была такая история начинает какой-нибудь тюрка лет 17 ссынулся я в квартирку одну замок пустяковый был гляжу канатенка канатенки канапа на канапе узелок с пальто хорошее пальто буржуйское но дел был днем много не заберешь я за узелок и ходу иду а в узелке че-то шевелится как я погляжу а там ребеночек спит сукин сын смотрю кругом никого нет я это пальто на себя ребеночек под забор в кусты под снег а как ребенок то спрашивает Борис столь наивный вопрос сурки видимо и в голову не приходил а черт его знает сказал он равнодушно не я его сделал урка загнул особенно изысканную непристойность и вся орала заржала финки финки всадил кишки выпустил малина шалманы редкая по жестокости изобретательности месть поджоги проститутки пьянство кокаинизм морфинизм вот она ликвидированная беспризорность вот она эта армия оперирующая в тылах социалистического фронта от финских хладных скал до пламенной колхиды из всех человеческих чувств у них видимо осталось только одно солидарность волчьей стаи с детства выкинуты из всякого человеческого общества едва ли какая-нибудь другая эпоха может похвастаться наличием миллионной армии людей оторванной от всякой социальной базы лишенных всякого социального чувства всякой морали значительно позже в лагере я пытался посчитать какова же хоть приблизительно численность этой армии или по крайней мере той ее части которая находится в лагерях в ББК их было около 15% если взять такое же процентное отношение для всего лагерного населения советской России получится что-то от 750 тысяч до полутора миллиона конечно цифра как говорят в СССР сугубо ориентировочная а сколько этих людей оперирует на воле не знаю и что станет с этой армией делать будущее России тоже не знаю этап как таковой помимо жестокостей планомерных так сказать классово целеустремленных советская страна захлебывается еще от дикого потока жестокостей совершенно бесцельных никому не нужных никуда не устремленных растут они эти жестокости из того несусветного советского кабака зигзаги которого предусмотреть вообще невозможно который наряду с самой суровой ответственностью по закону создает полнейшую безответственность на практике наряду с официальной плановостью организует полнейший хаос наряду со статистикой абсолютную неразбериху я совершенно уверен в том что реально величины например посевной площади в России не знает никто не знает этого ни Сталин ни полюбюро ни ЦСУ вообще никто не знает ибо уже низовая колхозная цифра рождается в колхозном кабаке проходят кабаки уездного областного и республиканского масштаба и теряют всякое соответствие с реальностью что уж там с нею сделают в московском кабаке это дело шестнадцатое в Москве в большинстве случаев цифры не суммируются а высасываются с цифровым кабаком который оплачивается человеческими жизнями мне потом пришлось встретиться в лагере по дороге же в лагерь свирепствовал кабак просто без статистики без всякого смысла само собой разумеется что для ГПУ не было решительно никакого расчета отправляя рабочую силу в лагеря обставлять перевозку эту так чтобы эта рабочая сила пребывала на место работы в состоянии крайнего истощения практически же дело обстояло именно так по положению этапники должны были получать в дороге по 600 грамм хлеба в день сколько-то грамм селедки по куску сахара и кипяток горячей пищи не полагалось вовсе зимой при длительных неделями и месяцами переездах в слишком плохо отапливаемых и слишком хорошо вентилируемых теплушках люди несли огромные потери больными и умершими и просто страшным ослаблением тех кому удалось и не заболеть и не помереть допустим что общее для всей страны продовольственные затруднения лимитировали количество и качество пищи помимо так сказать доброй воли ГПУ но почему нас морили жаждой нам выдавали хлеб и селедку сразу на 4-5 дней сахару не давали но бог уж с ним но вот когда после двух суток селедочного питания нам в течение суток не дали ни капли воды это было совсем плохо и совсем глупо первые сутки было плохо но все же не очень мучительным на вторые сутки мы стали уже собирать снег с крыши вагона сквозь решетку люка можно было протянуть руку и пошарить ею по крыше потом стали собирать снег который ветер наметал на полу сквозь щели вагона но понятно для 53 человек этого немножко не хватало муки жажды обычно описываются в комбинации с жарой песками пустыни или солнцем тихого океана но я думаю что комбинация холода и жажды была намного хуже на третьи сутки на рассвете кто-то в вагоне крикнул воду раздают люди бросились к дверям кто с кружкой кто с чайником стали прислушиваться к звукам отодвигаемых дверей соседних вагонов ловили приближающуюся ругань плеск разливаемой воды каким музыкальным звуком показался мне этот плеск ну вот отодвинулась и наша дверь патруль принес бак с водой ведер на пять от воды шел легкий пар когда-то она была кипятком но теперь нам было не до таких тонкостей если бы не штыки конвоя этапники нашего вагона казалось готовы были бы броситься в этот бак вниз головой отойди от двери так-то орал конвойный а то унесем воду к чертовой матери но вагон был близок к безумию характерно что даже и здесь в водяном вопросе сказалось своеобразное классовое расслоение рабочие имели свою посуду следовательно у них вчера еще оставался некоторый запас воды они меньше страдали от жажды да и вообще держались как-то организований урки ругались очень сильно и изысканно но в бутылку не лезли мы интеллигенция держались сетким комсоставом который не считаясь с личным ощущением старается что-то соорганизовать и как-то взять команду в свои руки христиане у которых не было посуды как у рабочих не было собачьей выносливости как у урок не было сознательной выдержки как у интеллигенции превратились в окончательно обезумевшую толпу со стонами криками и воплями они лезли к узкой щели дверей забивали ее своими телами так что ни к двери подойти ни воду в теплушку поднять задние оттаскивали передних или взбирались по их спинам вверх к самой притолоке двери двери оказались плотно снизу доверху забитыми живым клубком орущих и брыкающихся человеческих тел с великими мускульными голосовыми усилиями нам интеллигенции и конвою удалось очистить проход и втащить бак на пол теплушки только что втянули бак как какой-то крупный бородатый мужик ринулся к нему сквозь все наши заграждения и всей своей волосатой физиономии нырнул в воду хорошо что она еще не была кипятком борис схватил его за плечи стараясь оттащить но мужик так крепко вцепился в края бака руками что эти попытки грозили перевернуть весь бак и оставить нас всех вовсе без воды глядя на то как бородатый мужик захлебываясь лакает воду толпа мужиков снова бросилась к баку какой-то рабочий колотил своим чайником по полупогруженной в воду голове какие-то еще две головы пытались втиснуться между первой и краями бака но мужик ничего не слышал ничего не чувствовал он лакал 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 конвойный очевидно много насмотревшийся на такого рода происшествия крикнул борису пихай бак сюда мы с борисом поднажали по скользкому полу теплушки бак скользнул к дверям там его подхватили конвойные а бородатый мужик тяжело грохнулся о землю ну соки на дети орал конвойный начальник теперь совсем заберем бак и подыхайте вы тут к чертовой матери послушайте запротестовал борис во первых не все же устраивали беспорядок а во вторых надо было воду давать вовремя мы без вас знаем когда время когда нет ну забирайте воду в свою посуду нам нужно бак забирать возникла новая проблема у интеллигенции было довольно много посуды посуда была и у рабочих у мужиков и у урок ее не было вовсе одна часть рабочих отдележки посудой своей отказалась наотрез в результате длительной и матерной дискуссии установили порядок оставшуюся воду распределять не по принципу собственности на посуду так сказать в общий котел те кто не дают посуды для общего котла больше воды не получат таким образом те рабочие которые отказались дать посуду рисковали остаться без воды они попытались было протестовать но на нашей стороне было и моральное право и большинство голосов и наконец аргумент без которого все остальные не стоили не копейки это кулаки честно собственнические инстинкты были побеждены глава третья лагерное крещение приехали так ехали мы двести пятьдесят километров пять суток уже в нашей теплушке появились больные около десятка человек борис щупал импульс и говорил хорошие слова единственное медицинское средство находившееся в его распоряжении впрочем в обстановке этого человеческого зверинца и хорошее слово было медицинским средством наконец утром на шестые сутки в раскрывшейся двери появились люди непохожие на наших конвоиров в руках одного из них был список на носу как-то свесившись набок плясала пенсне одет одет кем единственное и удушевшись подавляем и цепь планет «Сверьстрой» несмотря на морозно-январский ветер широкой струей врывавшийся в двери теплушки в душах наших расцвели незабудки «Сверьстрой! Это значит, во всяком случае, не больше двухсот километров от границы. Двести километров, пустяки. Это не какой-нибудь сиблак, откуда до границы хоть три года скачи. Не доскачешь». Неужели судьба после всех подвохов с ее стороны повернулась, наконец, лицом к деревне? Примечание. «Лицом к деревне» — лозунг Компартии, выдвинутый в 1924 году. Новый хозяин. Такое же морозное январское утро, как и в день нашей отправки из Питера. Та же цепь стрелков охраны и пулеметы на треножниках, кругом поросшая мелким ельником равнина, какие-то захолустные, заметенные снегом подъездные пути. Нас выгружают, строят и считают. Потом снова перестраивают и пересчитывают. Начальник конвоя мечется, как угорелый от колонны к колонне. Двое арестантов пропало. Впрочем, при таких порядках могло статься, что их вовсе не было. Мечутся и конвойные. Дикая ругань, ошалелые в конец мужики тыкаются от шеренги к шеренге, окончательно расстраивая, без того приблизительный порядок построения. Опять перестраивают, опять пересчитывают. Так мы стоим часов пять и промерзаем до костей. Полураздетые урки, несмотря на свою красно-индейскую выносливость, совсем еле живы. Конвойные, которые почти так же замерзли, как и мы, с каждым часом свирепеют все больше. То там, то тут люди валятся в снег. Десяток наших больных уже свалились. Мы укладываем их на рюкзаки, мешки и всякое барахло, но ясно, что они скоро замерзнут. Наши мероприятия, конечно, снова нарушают порядок в колоннах, следовательно, снова портят весь подсчет. Между нами и конвоем возникает ожесточенная дискуссия. Крыть матом и приводить в порядок прикладами людей в очках конвой все-таки не решается. Нам угрожают арестом и обратной отправкой в Ленинград. Это, конечно, вздор и ничего с нами конвой сделать не может. Борис заявляет, что люди заболели еще в дороге, что стоять они не могут. Конвоиры подымают упавших на ноги. Те снова валятся наземь. Подходят какие-то люди в лагерном одеянии, как потом оказалась приемочная комиссия лагеря. Насквозь промерзший старичок с колючими усами оказывается начальник санитарной части лагеря. Подходит начальник конвоя и сразу набрасывается на Бориса. А вам какое дело? Немедленно встаньте в строй. Борис заявляет, что он врач и не может допустить, чтобы люди замерзали единственно вследствие полной нераспорядительности конвоя. Намек на нераспорядительность и на посылку жалобы в Ленинград несколько тормозит начальничий разбег чекиста. В результате длительной перепалки появляются лагерные сани, на них нагружают упавших. Ябос разломанных саней, дохлых кляч с погребальной медленностью исчезает в лесу. Я потом узнал, что до лагеря живыми доехали все-таки не все. Какая-то команда. Конвой забирает свои пулеметы и залезает в вагоны. Поезд, гремя буферами, трогается и уходит на запад. Мы остаемся в пустом поле. Ни конвоя, ни пулеметов. В сторонке от дороги у костра греется полудюжина какой-то публики с винтовками. Это оказалось лагерный вохр, вооруженная охрана, в просторечии называемая попками и свечами. Но он нас не охраняет. Люди мечтают не о бегстве, а теплом уголке и горячей пище. Куда бежать? В эти заваленные снегом поля. Перед колоннами возникает какой-то расторопный юнец с побелевшими ушами в лагерном бушлате. Юнец обращается к нам с речью о предстоящем нам честном труде, которым мы будем зарабатывать себе право на возвращение в семью трудящихся. О социалистическом строительстве, о бесклассовом обществе и о прочих вещах, столь же неуместных на 20 градусах мороза и перед замерзшей толпой, как и во всяком другом месте. Это обязательные акафисты из обязательных советских молебнов, которых никто и нигде не слушает всерьез, но от которых никто и нигде не может отвертеться. Этот молебен заставляет людей еще полчаса дрожать на морозе. Правда, из него я окончательно и твердо узнаю, что мы попали на сверстрой в подпорожское отделение ББК. До лагеря верст 6 мы ползем убийственно медленной кладбищенске уныло. В хвосте колонны плетутся полдюжины вохровцев и дюжина саней, подбирающих упавших. Лагерь все же заботится о своем живом товаре. Наконец, с горки мы видим вырубленную в лесу поляну. Из-под снега торчат пании десятка четыре длинных дощатых бараков. Одни с крышами, другие без крыш. Поляна окружена колючей проволокой, местами уже заваленной. Вот он, концентрационный или по официальной терминологии исправительно-трудовой лагерь. Место, о котором столько трагических шепотов по всей Руси. Личная точка зрения Я уверен в том, что среди двух тысяч людей, уныло шефствовавших вместе с нами на Беломорско-Балтийскую каторгу, ни у кого не было столь оптимистически бодрого настроения, какое было у нас троих. Правда, мы промерзли, устали, нас тоже не очень уж лихо волокли наши ослабевшие ноги, но... Мы ожидали расстрела, а попали в концлагерь. Мы ожидали Урала или Сибири, а попали в район полутора-сто-двухсот верст от границы. Мы были уверены, что нам не удастся удержаться всем вместе. И вот, мы пока что идем рядышком. Все, что нас ждет дальше, будет легче того, что осталось позади. Здесь мы выкрутимся. И так, в сущности, недолго осталось выкручиваться. Январь, февраль. В июле мы будем где-то в лесу по дороге к границе. Как это все устроится, еще неизвестно, но мы это устроим. Мы люди тренированные, люди большой физической силы и выносливости. Люди, не придавленные неожиданностью ГПУского приговора и перспективами долгих лет сидения с заботами об оставшихся на воле семьях. В общем, все наше концлагерное будущее представлялось нам приключением суровым и опасным, но не лишенным даже некоторой доли интереса. Несколько более мрачно был настроен Борис, который видал и соловки, и на соловках видал вещи, которых человеку лучше бы и не видеть. Но ведь тот же Борис даже из соловков выкрутился, правда, потеряв более половины своего зрения. Это настроение бодрости и, так сказать, боеспособности в значительной степени определило и наши лагерные впечатления, и нашу лагерную судьбу. Это, конечно, ни в какой степени не значит, чтобы эти впечатления и эта судьба были обычными для лагеря. В подавляющем большинстве случаев, вероятно, в 99 из 100, лагерь для человека является катастрофой. Он ломает его и психически, и физически. Ломает непосильной работой, голодом, жестокой системой, так сказать, психологической эксплуатации, когда человек сам выбивается из последних сил, чтобы сократить срок своего пребывания в лагере. Но все же главным образом ломает не прямо, а косвенно заботы о семье. Ибо семья человека, попавшего в лагерь, обычно лишается всех гражданских прав и, в первую очередь, права на продовольственную карточку. Во многих случаях это означает голодную смерть. Отсюда эти неправдоподобные продовольственные посылки из лагеря на волю, о которых я буду говорить позже. И еще одно обстоятельство. Обычный советский гражданин очень плотно привинчен к своему месту, и вне этого места видит очень мало. Я не был привинчен ни к какому месту, видел в России очень много. Если лагерь меня и поразил, так только тем обстоятельством, что в нем не было решительно ничего особенного. Да, конечно, каторга. Но где же в России, кроме Невского и Кузнецкого, нет каторги? На постройке Магнитогорска так называемый энтузиазм обошелся приблизительно в 22 тысячи людей. На Беломорско-Балтийском канале он обошелся около 100 тысяч. Разница, конечно, есть, но не такая уж по советским масштабам существенная. В лагере людей расстреливали в больших количествах, но те, кто считает, что о всех расстрелах публикует советская печать, совершают некоторую ошибку. Лагерные бараки отвратительные, но на воле я видал похуже и значительно похуже. Очень возможно, что в парацентном отношении ко всему лагерному населению количество людей, погибших от голода, тут выше, чем, скажем, на Украине. Но с голода мрут и тут, и там. Объем прав и безграничность, бесправие примерно такая же, как и на воле. И тут, и там есть масса всяческого начальства, которое имеет полное право или прямо расстреливать, или косвенно сжить со свету. Но никто не имеет права ударить или обратиться на «ты». Это, конечно, не значит, что лагеря не бьют. Есть люди, для которых лагерь немножко хуже воли, для которых разница между лагерем и волей почти незаметна. Есть люди, крестьяне, преимущественно южные, украинские, для которых лагерь лучше воли. Или, если хотите, воля хуже лагеря. Эти очерки – несколько оптимистически окрашенная фотография лагерной жизни. Оптимист исходит из моих личных переживаний и мироощущения. А фотография – от того, что для антисоветски настроенного читателя агитация не нужна. А советский настроенный все равно ничему не поверит. И погромче нас били ведь и... Энтузиастов не убавишь, а умным нужна не агитация, а фотография. Вот в меру сил моих я ее и даю. В бараке Представьте себе грубо сколоченный до щиты гробообразный ящик длиной метров пятьдесят и шириной метров восемь. Посредине одной из длинных сторон прорублена дверь, посредине каждой из коротких по окну. Больше окон нет, стекла выбиты и дыры затыканы всякого рода тряпьем. Таков барак с внешней стороны. Внутри, вдоль длинных сторон барака, тянутся ряды сплошных нар. По два этажа с каждой стороны. В концах барака по железной печурке из тех, что зовут современками, румынками, буржуйками. Нехитрые, кажется, единственное изобретение эпохи военного коммунизма. Днем это изобретение не топится вовсе, ибо предполагается, что все население барака должно пребывать на работе. Ночью над этим изобретением сушится и тлеет бесконечное и безымянное вшивое тряпье. Все, чем только можно обмотать человеческое тело, лишенное обычной человеческой одежды. Печурка топится всю ночь. В радиусе трех метров от нее нельзя стоять. В расстоянии десяти метров замерзает вода. Бараки сколочены наспех из сырых сосновых досок. Доски рассохлись в стенах щели. В одной из ближайших к моему ложу я свободно просовывал кулак. Щели забиваются всякого рода тряпьем, но его мало. Да и во время периодических обысков вохр это тряпье выковыривает вон, и ветер снова разгуливает по бараку. Барак освещен двумя керосиновыми коптилками, долженствующими освещать хотя бы окрестности печурок. Но так как стекол нет, то лампочки мигают этакими одинокими светлячками. По вечерам, когда барак начинает наполняться пришедшей с работы мокрой толпой, барак в среднем рассчитан на триста человек, эти коптилки играют только роль маяков, указующих изябшему лагернику путь к печурке сквозь клубы морозного пара и махорчного дыма. Из мебели на барак полагается два длинных метров на десять стола и четыре такие же скамейки. Вот и все. И вот мы после ряда приключений передряг угнездились, наконец, на нарах, разложили свои рюкзаки, отнюдь не распаковывая их, ибо по всему бараку шныряли урки, и смотрим на человеческое месиво с криками, руганью и драками, расползающиеся под темным заколком барака. Повторяю, на воле я видел бараки и похуже, но этот оставил особо отвратительное впечатление. Бараки на подмосковных торфейниках были намного хуже уже по одному тому, что они были семейные, или землянки рабочих в Донбассе. Но там походишь, посмотришь, выйдешь на воздух, вдохнешь полной грудью и скажешь, «Ну-ну, вот тебе и отечество трудящихся, а здесь придется не смотреть, а жить». Две разницы. Одно, когда зуб болит у ближнего вашего, другое, когда вам не дает житья ваше дупло. Мне почему-то вспомнились прения в комиссии по проектированию новых городов. Проектировался новый социалистический магнитогорск, тоже немногим замечательнее ББК. Барак для мужчин, барак для женщин. Кабинки для выполнения функций по производству социалистической рабочей силы. Дети забираются, родители знать не должны. Ну и так далее. Я обозвал эти функции социалистическим стойлом. Автор проекта небезызвестный Сапсович обиделся сильно. И я уж подготовился было к значительным неприятностям, когда в защиту социалистических производителей выступила Крупская. И проект был объявлен левым загибом, или, говоря точнее, левацким загибом. Коммунисты не могут допустить, чтобы в этом мире было что-нибудь стоящее, и леви их. Для спасения девственности коммунистической левизны пущен в обращение термин «левацкий». Ежели уклон вправо, так это будет правый уклон. А ежели влево, то это будет левацкий. И причем не уклон, а загиб. Не знаю, куда загнули в лагере, вправо или в левацкую сторону, но прожить в этой грязи, воней, тесноте, в шах, холоде и голоде целых полгода... О, Господи! Мои не очень оптимистические размышления прервал чей-то пронзительный крик. «Братишки, обокрали! Братишки, помогите!» Потом услышно, что украли последнее. «Ну как тут поможешь?» Тьма, толпа, и в толпе змейками шныряют урки. Крик тонет в общем шуме и в заботах о собственной шкуре и о своем собственном мешке. Сквозь дыры потолка на нас мир накапает тающий снег. Юра вдруг почему-то засмеялся. «Ты от чего?» «Ха!» Вспомнил Фредди. Вот его б сюда. Фред — наш московский знакомый, весьма дипломатический иностранец. Плохо поджаренные утренние гренки портят ему настроение на весь день. Его бы сюда... Ха-ха-ха! Повеселился бы. «Конечно, повеселился бы», — убежденно говорит Юра. «А мы вот не вешаемся. Вспоминаю мои ночлеги на крыше вагона на Лаптарском перевале и даже в туркестанской красной чайхане. Ничего. Жив. Баня и бушлат. Около часу ночи нас разбудили крики. «А ну, вставай в баню!» В бараке стояло человек тридцать вохровцев. Никак не отвертеться. Спать хотелось смертельно. Только-то как-то обогрелись, плотно прижавшись друг к другу и накрывшись всем, чем можно. Только что начали дремать, и вот. Точно не могли найти другого времени для бани. Потопаем туда версты затрик, к какому-то полустанку, около которого имеется бани. В лагере с баней строго. Лагерь боится эпидемий, и санитарная обработка лагерников производится с беспощадной неуклонностью. Принципиально бани устроены неплохо. Вы входите, раздеваетесь, сдаете платье на хранение, а белье в обмен на чистое. После мытья выходите в другое помещение, получаете платье и чистое белье. Платье, кроме того, пропускается через дезинфекционную камеру. Баки фактически поддерживают некоторую физическую чистоту. Мыло, во всяком случае, дают, а на коломенском заводе даже повара обходились без мыла. Не было. Но скучность и тряпье делают борьбу с овшой делом безнадежным. Она плодится и множится, обгоняя всякие плановые цифры. Мы ждем около часу в очереди, на дворе, разумеется. Потом в предбаннике двое юнцов с тупыми машинками лишают нас всяких волосяных покровов, в том числе и тех, с которыми обычно мирские парикмахеры дела никакого не имеют. Потом, после проблематического мытья, не хватило горячей воды. Нас пропихивают в какую-то примастившуюся около бани палатку, где так же холодно, как и на дворе. Белье мы получаем только через полчаса, а платье с дезинфекцией через час. Мы мерзнем так, как и в теплушке не мерзли. Мой сосед по нарам поплатился воспалением легких. Мы втроем целый час усиленно занимались боксерской тренировкой, то, что называется бой с тенью, и выскочили благополучно. После бани дрожат холоды, и не попадая зубом на зуб, мы направляемся в лагерную коптерку, где нам будут выдавать лагерное обмундирование. ББК — лагерь привилегированный. Его подпорожское отделение объявлено сверхударной стройкой, и постройка гидростанции на реке Свири. Следовательно, на какое-то обмундирование действительно рассчитывать можно. Снова очередь у какого-то огромного сарая, изнутри освещенного электричеством. У дверей попка с винтовкой. Отбиваемся от толпы, подходим к попке, и я говорю авторитетным тоном. Товарищ, вот этих двух пропустите. Сам ухожу. Попка пропускает Юру и Бориса. Через пять минут я снова подхожу к дверям. Вызовите мне Синельникова. Попка чувствует. Начальство. Я, товарищ, не могу. Мне здесь приказано стоять. Зайдите сами. Я захожу. Сарай все-таки теплее, чем на дворе. Сарай набит плотной толпой. Где-то в глубине его прилавок. Над прилавком мелькают какие-то одеяния, и слышен неистовый гвалт. По закону, всякий новый лагерник должен получить новое казенное обмундирование. Все с головы до ног. Но обмундирования вообще не хватает, а нового тем более. В исключительных случаях выдается первый срок. То есть совсем новые вещи. Чаще второй срок. Старое, но не рваное. И в большинстве случаев третий срок. И старое, и рваное. Приблизительно половина новых лагерников не получает вовсе ничего. Работает в своем собственном. За прилавком мечется человек пять каких-то коптеров. За отдельным столиком сидит некто вроде заведующего. Он-то и устанавливает кому, что дать и какого срока. Получатели торгуются и с ним, и с коптерами. Демонстрируют собственную рвань. Умоляют дать что-нибудь поцелее, потеплее. Взгляд завсклада пронзителен и неумолим. И приговоры его на, видимо, обжалованию не подлежат. «Ну, тебя, пороже видно, что промотчик!» Говорит он какому-то урке. «Катейсь к катышам!» «Товарищ начальник, ей-богу!» «Катейсь, катейсь, говорят тебе!» «Следующий!» Следующий нажимает на урку плечом. Урка кроет матом. Но он уже отжат от прилавка. Ему только и остается, что на почтительной дистанции потрясать кулаками и позорить завскладовских родителей. Перед завскладом стоит огромный и совершенно оборванный мужик. «Но тебя сразу видно, мать без рубашки родила. Так с тех пор без рубашки и ходишь?» «Совсем голый!» «Когда это вас сукиных детей научат?» «Как берут в ГПУ, так сразу беришь из дома все, что есть!» «Гражданин начальника!» — взывает крестьянин. «И дом, почитай, голые ходили. Детишкам стыдно сказать, с армату прикрыть нечем. Ничего не плачь, и детишек скоро сюда заберут!» Крестьянин получает второго и третьего сорта бушлат, штаны, валенки, шапку и рукавицы. Дома действительно он так одет не был. У стола появляется еще один урка. «А, мое вам почтение!» — иронически приветствует его зав. «Здрасте вам!» — с неубедительной развязанностью отвечает урка. «Не дали погулять!» «Что, разве не помните меня?» — с заискивающей удивленностью спрашивает урка. «Глаз у вас, можно сказать!» «Да, такой глаз, что ничего не получишь! А ну, проваливай дальше!» «Товарищ заведующий!» — вопит урка в страхе. «Так посмотрите ж, я совсем голый! Да поглядите!» Театральным жестом, если только бывают такие театральные жесты, урка подымает подол своего френча, из-под подола глядит на заво голое грязное пузо. «Товарищ заведующий!» — продолжает вопить урка. «Я ж так без одежи совсем к чертям подохну!» «Ну и дохни ко всем чертям!» Урку с голым пузом оттирают от прилавка, подходит группа рабочих. Все они в сильно поношенных городских пальто, никак не приноровленных к здешним местам, ни к здешней работе. Они получают кто валенки, кто ватник, кто рваный бушлат. Наконец, перед завскладом выстраиваемся все мы трое. Зав скоро бы наглядывает нас и наши очки. «Вам лучше подождать!» «На ваши фигурки трудно подобрать!» «В глазах Зава я вижу какой-то сочувственный совет и соглашаюсь. Юра, он еле на ногах стоит от усталости, предлагает Заву иной вариант. «Вы б нас к какой-нибудь работе пристроили! И вам лучше, и нам не так тошно!» «Это идея!» Через несколько минут мы уже сидим за прилавком и приставлены к каким-то ведомостям. Бушлат второго срока — один. Штаны третьего срока — один. И так далее. Наше участие ускорило операцию выдачи почти вдвое. Часа через полтора эта операция была закончена, и Зав подошел к нам. От его удавишнего благурства не остался следа. Передо мной был бесконечно, смертельно усталый человек. На мой вопросительный взгляд он ответил. «Вот аж третий сутки на ногах. Все одеваем, завтра кончим. Все равно ничего уж не осталось». «Да», — спохватился он. «Вас ведь надо одеть. Сейчас вам подберут. Вчера прибыли?» «Да, вчера». «И надолго?» «Говорят лет на восемь». «И статьи, вероятно, зверские». «Да, статьи подходящие». «Но ничего, не унывайте. Знаете, как говорят немцы?» «Нуд велорен, аллес велорен». «Мужество потеряно, все утрачено». «Устроить тут, если интеллигентный человек и не совсем шляпа, не пропадет. Ну, конечно, веселого мало». «Много веселого на воле». «Да и на воле тоже. Но там семья. Как она живет, бог ее знает. А я здесь уж пятый год. Номеруясь смерть, красно. Кисло утешавье. Очень уж много этих смертей. Вы, видно, родственники. Я объясняю». «Вот это удачно. Вдвоем намного лучше. Уж втроем. А на воле у вас тоже семья. Никого нет». «Ох, ну тогда вам пустяки. Самая горькая — это судьба семьи». «Нам приносят по бушлату, паре штанов и прочее полный комплект первого срока. Только валенок на мою ногу найти не могут». «Зайдите завтра вечером с заднего хода. Подыщем». «Прощаясь, мы благодарим Зава». «И совершенно не за что», — отвечает он. «Через месяц вы будете делать то же самое. Эта батенька называется классовая солидарность интеллигенции. Чему-чему, а уж этому большевики нас научили». «Простите, можно узнать вашу фамилию?» «Зава называет ее». «В литературном мире Москвы это весьма небезызвестная фамилия». «И вашу фамилию я знаю», — говорит Зав. Мы смотрим друг на друга с ироническим сочувствием. «Вот еще что. Вас завтра попытаются погнать в лес, дрова рубить. Так вы не ходите». «А как не пойти?» «Погонят». «Плюньте и не ходите». «Как тут плюнешь?» «Ну, вам там будет виднее. Как-то нужно изловчиться. На лесных работах можно застрять надолго. А если отвертитесь, через день-два будете устроены на какой-нибудь приличной работе. Конечно, если можно считать этот кабак приличной работой. А под арест не посадят? Кто вас будет сажать? Такой же дядя в очках, как и вы? Очень маловероятно. Старайтесь только не попадаться на глаза всякой такой полупочтенной и полупартийной публики. Если у вас развито советское зрение, вы разглядите сразу». «Советское зрение было у меня развито до изощренности. Это тот сорт зрения, который, в частности, позволяет вам отличить беспартийную публику от партийной и полупартийной. Кто его знает, какие внешние отличия существуют у этих столь неравных и количественных юридических категорий? Может быть, тут играет роль то обстоятельство, что коммунисты и же с ними единственная социальная прослойка, которая чувствует себя в России как у себя дома. Может быть, та подозрительная, вечно настороженная напряженность человека, у которого дела в этом доме обстоят, как-то очень неважно. Дозрительный нюх подсказывает в каждом углу притаившегося врага. Трудно это объяснить. Но это чувствуется. На прощение завдает нам несколько адресов. В каком-то бараке живет группа украинских профессоров, которые уже успели здесь окопаться и обзавестись кое-какими связями. Кроме того, в подпорожье, в штабе отделения имеются хорошие люди, XYZ, с которыми он, Зав, постарается завтра о нас поговорить. Мы сердечно прощаемся с Завом и бредем к себе в барак, увязая в снегу, упутаясь в бескураживающем однообразии бараков. После этого сердечного разговора наша берлога кажется нам особенно гнусной. Обстановка в общем и целом. Из разговора на складе мы узнали очень много весьма существенных вещей. Мы находились в подпорожском отделении ББК, но не в самом подпорожье, а на лагерном пункте Погра. Сюда предполагалось свести около 27 тысяч заключенных. За последние две недели сюда прибыло шесть эшелонов, следовательно, 10-12 тысяч народу, следовательно, по всему лагпункту свирепствовал невероятный кабак и, следовательно, все лагерные заведения испытывали острую нужду во всякого рода культурных силах. Между тем, по лагерным порядкам, всякая такая культурная сила, совершенно независимо от ее квалификации, немедленно направлялась на общие работы, то есть лесозаготовки. Туда отправлялись и врачи, и инженеры, и профессора, интеллигенция всех этих шести эшелонов рубила где-то в лесу дрова. Сам по себе процесс этой рубки нас ни в какой степени не смущал, даже больше. При наших физических данных лесные работы для нас были бы легче и спокойнее, чем трепка нервов в какой-нибудь канцелярии. Но для нас дело заключалось вовсе не в легкости или трудности работы. Дело заключалось в том, что, попадая на общие работы, мы превращались в безличные единицы той массы, с которой советская власть и советский аппарат никак не церемонятся. Находясь в массах, человек попадает в тот конвейер механической, механизированной, бессмысленной, беспощадной жестокости, который много хуже любого ГПУ. Тут в массе человек теряет всякую возможность распоряжаться своей судьбой, как-то лавировать между зубцами этого конвейера. Попав на общие работы, мы находились бы под вечной угрозой переброски куда-нибудь в совсем неподходящее для бегства место, рассылки нас троих по разным лагерным пунктам. А раз попав на них, можно было бы застрять на месяцы. От общих работ нужно было удирать, даже путем весьма серьезного риска. Боба приспосабливается. Мы вернулись домой в половине пятого утра. Только что успели улечься и обогреться, нас подняли крики. «А ну, вставай!» Было шесть часов утра, на дворе еще ночь, в щели барака дует ветер, лампочки еле коптят. В барачной тьме начинают копошиться невыспавшиеся, промерзшие, голодные люди. Дежурные бегут за завтраком по стакану ячменной каши на человека, разумеется, без всякого признака жира. Каша сервируется в одном бачке на пятнадцать человек. Казенных ложек нет. Над каждым бачком наклоняются по десятку человек, поспешно запихивающих в рот малосъедобную замазку и ревниво наблюдающих за тем, чтобы никто не съел лишние ложки. Порции разделены на глаз по дну бачка. За спинами этого десятка стоят остальные участники пиршества, взирающие на обнажающееся дно бочонка еще с большей ревностью, еще с большей жадностью. Это те, у которых своих ложек нет. Они ждут смены. По бараку мечутся люди, как-то не попавшие ни в одну артель. Они взывают о справедливости и об еде. Но взывать в сущности некому. Они остаются голодными. В лагере такой порядок, говорит какой-то рабочий одной из таких непрекаянных голодных душ. Такой порядок, что не зевай. Прозевал, вот и будешь сидеть не евший. И тебе наука, и советской власти больше каша останется. Наша продовольственная артель возглавляется Борисом и поэтому организована образцово. Борис сам смотался за кашей и как-то ухитрился выторгивать несколько больше, чем полагалось. Или во всяком случае, чем получили другие. Из щепок настрогали лопаточек, которые заменили недостающие ложки. Впрочем, сам Борис этой каши так и не ел. Нужно было выкручиваться от этих самых дров. Техник Лепешкин, которого мы в вагоне спасли от урок, был назначен бригадиром одной из бригад. Первой частью нашего стратегического плана было попасть в его бригаду. Это было совсем просто. Дальше Борис объяснил ему, что идти рубить дрова мы не собираемся ни в каком случае. И что дня на три нужно устроить какую-нибудь липу. Помимо всего прочего, один из нас троих будет дежурить у вещей, кстати, и будет караулить и вещи Лепешкина. Лепешкин был человек опытный. Он уже два года просидел в ленинградском концлагере на стройке дома ГПУ. Он внес нас в список своей бригады, но при перекличке фамилий наших выкликать не будет. Нам оставалось не попасть в строй при перекличке и отправке бригады и урегулировать вопрос с Дневальным, на обязанности которого лежала проверка всех оставшихся в бараке с последующим заявлением вышестоящему начальству. Была еще опасность нарваться на начальника колонны. Но его я уже видел, правда мельком, вид у него был толковый и, следовательно, как-то с ним можно было сговориться. От строя мы отделались сравнительно просто. На дворе было еще темно. Мы, выйдя из барака, завернули к уборной и оттуда дальше. Минут сорок околачивались по лагерю с чрезвычайно торопливым и деловым видом. Когда последние хвосты колонны исчезли, мы вернулись в барак, усыпили совесть Дневального хорошими разговорами, тараксиновской папиросой и обещанием написать ему заявление о пересмотре дела. Напились кипятку без сахара, но с хлебом и легли спать. Психологическая встреча Проснувшись, мы устроили военный совет. Было решено. Я и Юра идем на разведку. Борис остается на дежурстве. Во-первых, Борис не хотел быть мобилизованным в качестве врача, ибо эта работа намного хуже лесоразработок, преимущественно по ее моральной обстановке. И, во-вторых, можно было ожидать всякого рода уголовных налетов. В рукопашном же смысле Борис стоил хорошего десятка урок. Я и Юра на такое количество претендовать не могли. И вот мы с Юрой солидно и медленно шествуем по лагерной улице. Не бог весть, какая свобода, но все-таки можно пойти направо и можно пойти налево. После коридоров ГПУ надзирателей, конвоиров и прочего. И это удовольствие. Вот шествуем мы так, и прямо навстречу нам черт несет начальника колонны. Я вынимаю из кармана коробку, папирос, Юра начинает говорить по-английски. Степенно и неторопливо мы шествуем мимо начальника колонны и вежливо, однако так сказать, с чувством собственного достоинства, как если бы это было на Невском проспекте, приподнимаем свои кепки. Начальник колонны смотрит на нас удивленно, но корректно берет под козырек. Я уверен, что он нас не остановит. Но в шагах в тридцати за нами скрип его валенок по снегу замолкает. Я чувствую, что начальник колонны остановился и недоумевает. Почему мы не на работе, и стоит ли ему нас остановить и задать нам сей нескромный вопрос? Неужели я ошибся? Но нет, скрип валенок возобновляется и затихает вдали. Психология — великая вещь. А психология была такая. Начальник колонны, конечно, начальник, но, как и всякий советский начальник, хлипок и неустойчив. Ибо и здесь, и на воле закона в сущности нет. Не есть административные соизволения. Он может на законном и еще более на незаконном основании сделать людям, стоящим на низах, целую массу неприятностей. Но такую же массу неприятностей могут наделать ему люди, стоящие на верхах. По собачьей своей должности начальник колонны неприятностей делать обязан. Но собачья должность вырабатывает, хотя и не всегда, и собачий нюх неприятностей. Даже самые законные можно делать только тем, от кого ответной неприятности произойти не может. Теперь представьте себе, возможно, конкретнее психологию вот этого хлипкого начальника колонны. Идут по лагерю двое этаких дядей, только что прибывших с этапом. Ясно, что они должны быть на работах в лесу. Ясно, что они от этих работ удрали. Однако дяди одеты хорошо. Один из них курит папиросу, какие и на воле курит самая верхушка. Вид интеллигентный, можно сказать, спецовский. Походка уверенная и при встрече с начальством смущения никакого. Скорее. Этакая покровительственная вежливость. Словом, люди, у которых, очевидно, есть какие-то основания держаться так независимо. Какие именно? Черт их знает. Но, очевидно, есть. Теперь дальше. Остановить этих людей и послать их в лес, а то и под арест, решительно ничего не стоит. Но какой толк? Административного капитала на этом никакого не заработаешь. А риск? Вот этот дядя с папироской во рту через месяц, а может быть и через день, будет работать инженером, плановиком, экономистом. И тогда всякая неприятность, хотя бы самая злейшая, воздается начальнику колонны старицы. Но даже возданная, хотя бы и в одинарном размере, она ему ни к чему не нужна. И какого черта ему рисковать? Я этого начальника видал и раньше. Лицо у него было толковое. И я был уверен, что он пройдет мимо. Кстати, месяц спустя я уже действительно имел возможность этого начальника вздрючить так, чтобы ему небо в овчинку бы показалось. И на весьма законном основании. Так что он умно сделал, что прошел мимо. С людьми бестолковыми хуже. Теория подводит. В тот же день советская психологическая теория чуть меня не подвела. Я шел один и услышал резкий оклик. «Эй, послушайте, что вы по лагерю разгуливаете?» Я обернулся и увидел того самого старичка с колючими усами начальника санитарной части лагеря, который вчера встречал наш эшелон. Около него еще три каких-то полуначальственного вида дяди. Видно, что старичок из зяб до костей, что печень у него не в порядке. Я спокойно, не торопливо, но отнюдь непочтительно, а так, с видом некоторого незаинтересованного любопытства, подхожу к нему. Подхожу и думаю. А что мне в сущности делать дальше? Потом я узнал, что это был крикливый и милейший старичок доктор Шуквиц, отбарабанивший уже четыре года из десяти, никого в лагере не обидевший, но, вероятно, от плохой печени и еще худшей жизни иногда любивший парать. Но ничего этого я еще не знал. И старичок тоже не мог знать, что я незаконно болтаюсь по лагерю не просто так, а с совершенно конкретными целями побега за границу. И что успех моих мероприятий в значительной степени зависит от того, в какой степени на меня можно будет или нельзя будет орать. Я решаюсь идти на араба. «Что это вам тут, курорт или концлагерь?» Продолжает орать старичок. «Извольте подчиниться лагерной дисциплине! Что это за безобразие? Шатаются по лагерю, нарушают карантин!» Я смотрю на старичка с прежним любопытством, внимательно, но отнюдь не испуганно, даже с некоторой улыбкой. Но на душе у меня было далеко не так спокойно, как на лице. Уж отсюда-то со стороны доктора такого пассажа я никак не ожидал. Что мне делать теперь? Достаю из кармана свою образцово-показательную коробку папирос. «Видите ли, товарищ доктор, если вас интересуют причины моих прогулок по лагерю, думаю, что начальник отделения даст вам исчерпывающую информацию. Я был вызван к нему. Начальник отделения. Это звучит гордо. Проверять меня старичок, конечно, не может, да и не станет. Должно ж у него мелькнуть подозрение, что если меня на другой день после прибытия с этапа вызывает начальник отделения, значит, я не совсем рядовой лагерник. Мало ли, какие шишки попадают в лагерь. Нарушать карантин никто не имеет права. И начальник отделения тоже». Продолжает орать старичок, но все-таки тоном пониже. «Полоначальственного вида дяди, стоящие за его спиной, улыбаются мне сочувственно». «Согласитесь сами, товарищ доктор, я не имею решительно никакой возможности указывать начальнику отделения на то, что он имеет право делать и чего не имеет права. И потом, вы сами знаете, в сущности карантина нет никакого». «Вот потому и нет, что всякие милостивые государи вроде вас шатаются по лагерю, а потом сам часть отвечать должна. Извольте немедленно отправиться в барак». «А мне приказано вечером быть в штабе. Чье ж приказание я должен нарушить?» Старичок явственно смущен, но и отступать ему неохота. «Видите ли, доктор, продолжаю я в конфиденциально сочувственном тоне. Положение, конечно, идиотское. Какая тут изоляция, когда несколько сот дежурных все равно лазают по всему лагерю. На кухне, в хлеборезку, в коптерку. Организованность, бессмыслица. С этим, конечно, придется бороться. Вы курите? Можно вам предложить?» «Спасибо, не курю». «Дядя полуначальственного вида берут по папиросе». «Вы инженер?» «Не, плановик». «Вот тоже мне эти плановики, их дурацкие планы. У меня по плану должно быть 12 врачей, нет ни одного». «Ну, это значит, ГПУ недопланировало. В Москве кое-какие врачи еще и по улицам ходят». «А вы давно из Москвы?» «Через 10 минут мы расстаемся со стариком, пожимая друг другу руки. Я обещаю ему в своих планах предусмотреть необходимость жестокого проведения карантиновых правил. Знакомлюсь с полуначальственными дядями. Один санитарный инспектор, погры и двое какие-то инженеры. Один из них задерживается около меня, прикуривая потухшую папиросу». «Вы вернулись вы, ловкая. Дело в том, что начальника отделения сейчас на погре нет». «Теоретически можно допустить, что я говорил с ним по телефону. А, впрочем, что поделаешь, приходится рисковать». «А старичка вы не бойтесь, милейший души старичок. В преферран сыграйте. Заходите в кабинку с импровизируем пульку. Кстати, и о Москве поподробнее расскажете». «Что значит разговор всерьез?» «Большое двухэтажное деревянное здание. Внутри закоулки, комнатки, перегородки, фанерные дождщиты и гонтовые. Все заполнено людьми, истощенными, недоеданиями, бессонными ночами, непосильной работой, вечным дерганием из стороны в сторону, ударниками, субботниками, компаниями. Холод, махорочный дым, чат и угар от многочисленных жестяных печурок. Двери с надписями ПО, ОАО, УРЧ, КВЧ. Пойди разберись, что это значит». «Планово-экономический отдел, общий административный отдел, учетно-распределительная часть, культурно-воспитательная часть. Я обхожу эти вывески. ПО. Годится, но там никого из главков нет. ОАО. Не годится. ОРЧ к чертям. КВЧ. А, подходящее. Заворачиваю в КВЧ. В начальнике КВЧ узнаю того самого расторопного юношу с побелевшими ушами, который распинался на митинги во время выгрузки эшелона. При ближайшем рассмотрении он оказался не таким уж юношей. Толковое лицо, смышленные чуть насмешливые глаза. «Ну, с этим можно говорить всерьез, думаю я». Выражение разговор всерьез нуждается в очень пространном объяснении. Иначе ничего не будет понятно. Дело заключается, говоря очень суммарно, в том, что из 100% усилий, затрачиваемых советской интеллигенцией, 90% идут совершенно впустую. Всякий советский интеллигент обвешан неисчислимым количеством всякого принудительного энтузиазма, всякой халтуры, невыполнимых заданий, бессмысленных требований. Представьте себе, что вы врач какой-нибудь больницы не московской показательной и прочее, а рядовой, провинциальной. От вас требуется, чтобы вы хорошо кормили ваших больных, чтобы вы хорошо их лечили, чтобы вы вели общественно-воспитательную работу среди санитарок, сторожей и сестер, подымали трудовую дисциплину, организовывали соревнования и ударничество, источали свой энтузиазм и учитывали энтузиазм, истекающий из ваших подчиненных, чтобы вы были полностью подкованы по части диалектического материализма и истории партии, чтобы вы участвовали в профсоюзной работе, стен газете, вели санитарную пропаганду среди окрестного населения и так далее, и так далее. Ничего этого вы в сущности сделать не можете, не можете вы улучшить пищу, ибо ее нет, а то, что есть, потихоньку подъедается санитарками, которые получают по 37 рублей в месяц, и не воруясь, жить не могут. Вы не можете лечить как следует, ибо медикаментов у вас нет, вместо йода идут препараты брома, вместо хлороформа хлорэтил, даже для крупных операций вместо коломеи, глауберва соль. Нет перевязочных материалов, нет инструментария, но сказать официально, что всего этого у вас нет, вы не имеете права. Это называется дискредитацией власти. Вы не можете организовать соцсоревнование не только потому, что оно вообще вздор, но и потому, что если вы за него взялись, то есть бы маломальский всерьез, у вас ни для чего другого времени не хватило бы. По этой же последней причине вы не можете не учитывать чужого энтузиазма, не прорабатывать решение тысяча первого съезда МОПРа. Примечание. МОПР. Международная организация помощи борцам революции в СССР существовала с 1922 по 1947 года. Вела подробную деятельность в буржуазных странах мира, в частности, подбирала и опекала потенциальную агентуру Коминтерна. Но вся эта чушь требуется не то, чтобы совсем всерьез, но чрезвычайно настойчиво. Совсем не нужно, чтобы вы всерьез проводили какое-нибудь там соцсоревнование. Приблизительно всякий дурак понимает, что это ни к чему. Однако, необходимо, чтобы вы делали вид, что это соревнование проводится на все 100%. Это понимает приблизительно всякий дурак, но этого не понимает так называемый советский актив, который на всех этих мопрах, энтузиазмах и ударничествах воспитан, ничего больше не знает и прицепиться ему в жизни больше не за что. Теперь представьте себе, что откуда-то вам на голову сваливается сотрудник, который всю эту чепуховину принимает всерьез. Ему покажется недостаточным, что договор о соцсоревновании мирно висит на стенах и Колупаевской, и Разуваевской больницы. Он потребует через общественность или, еще хуже, через партийную ячейку, чтобы вы реально проверяли пункты этого договора. По советским директивам вы обязаны это сделать, но в этом договоре, например, написано, обе соревнующиеся стороны обязуются довести до минимума количество паразитов. А ну-ка попробуйте проверить, в какой больнице вшей больше и в какой меньше. А таких пунктов 60. Этот же бестолковый дядя возьмет и ляпнет в ком ячейки. Надо заставить нашего врача сделать доклад о диалектическом материализме при желудочных заболеваниях. Попробуйте, сделайте. Беспокойный дядя заметит, что какая-то иссохшая от голода санитарка где-нибудь в уголке потихоньку вылизывает больничную кашу. И вот заметка в какой-нибудь районной газете. Хищение народной каши в Колупаевской больнице. А то и просто донос куда следует. И влетит вам по второе число и отправит вашу санитарку в концлагерь, а другую вы найдете очень не сразу. Или поднимет этот беспокойный дядя скандал. Почему у вас санитарки с горязными физиономиями ходят? Антисанитария! И не можете вы ему ответить. Да, сукин ты сын, ты же и сам хорошо знаешь, что в конце второй пятилетки и то на душу населения приходится лишь по полкускам мыла в год. Откуда ж я тебе его возьму? Ну, и так далее. И вам никакого житья, и никакой возможности работать, и персонал ваш разбежится, и больные ваши будут дохнуть. И попадете вы в концлагерь за развал Колупаевской больницы. Поэтому-то при всяких деловых разговорах установился между толковыми советскими людьми принцип этого хорошего тона, заранее отметающего какую бы то ни было серьезность, какого бы то ни было энтузиазма, и устанавливающего такую приблизительную формулировку. Лишь бы люди по мере возможности не дохли, а там черт с ними, со всеми энтузиазмами и со строительствами и с пятилетками. С коммунистической точки зрения это вредительский принцип. Люди, которые сидят за вредительство, сидят по преимуществу за проведение в жизнь именно этого принципа. Бывает и сложнее. Этот же энтузиазм, принимающие формы так называемых социалистических форм организации труда, режет под корень самую возможность труда. Вот вам, хотя и мелкий, но вполне так сказать исторический пример. 1929 год. Советские спортивные кружки дышат на ладан. Есть нечего и людям не до спорта. Мы, группа людей, возглавляющих этот спорт, прилагаем огромные усилия, чтобы хоть как-нибудь задержать процесс этого развала, чтобы дать молодежи, если не тренировку всерьез, да хотя бы какую-нибудь возню на чистом воздухе, чтобы как-нибудь хотя бы в самой грошовой степени задержать процесс физического вырождения. В стране одновременно с ростом голода идет процесс всяческого поливения. На этом процессе делается много карьер. Область физической культуры не особо ударная область, и пока нас не трогают. Но вот группа каких-то активистов вылезает на поверхность. Позвольте, как это так? А почему физкультура остается у нас аполитичной? Почему там не ведется пропаганда за пятилетку, за коммунизм, за мировую революцию? И вот проект. Во всех занятиях и тренировках ввести обязательную десятиминутную беседу инструктора на политические темы. Все эти политические темы надоели публике хуже всякой горчайшей редьки и так ими пичкают и в школе, и в печати, и где угодно. Ввести эти беседы в кружках, вполне добровольных кружках, значит, ликвидировать их окончательно никто не пойдет. Словом, на вопрос об этих десятиминутках ставится на заседании президиума ВЦСПС. Активист докладывает. Публика в президиуме ВЦСПС не глупая публика. Перед заседанием я сказал догадываю секретарю ВЦСПС. Ведь этот проект нас без ножа зарежет. Замечательный идиотский проект. Но активист докладывает, публика молчит. Только у Гланов тогда народный комиссар труда как-то удивленно повел плечами. Да зачем же это? Рабочий приходит на водную станцию, он хочет плавать, купаться, на солнышке полежать, отдохнуть, энергии набраться. А вы ему тут политбеседу. По-моему, не нужно это. Так вот, год спустя это выступление припомнили даже у Гланову. А все остальные, в том числе и Дагадов, промолчали, помычали, и проект был принят. Сотни инструкторов за саботаж политической работы в физкультуре поехали в Сибирь. Работа кружков была развалена. Активисту на эту работу плевать. Он делает карьеру, и на этом поприще он ухватил эдакое ведущее звено, которое спорт-то провалит, но его уж наверняка вытащит на поверхность. Что ему до спорта? Сегодня он провалит спорт и подымется на одну ступеньку партийной лесенки. Завтра он разорит какой-нибудь колхоз, подымется еще на одну. Но мне-то не наплевать. Я-то в области спорта работаю 25 лет. Правда, я кое-как выкрутился. Я двое суток подряд просидел над этой директивой и послал ее по всем подчиненным мне кружкам по линии союза служащих. Здесь было все. И энтузиазмы, классовая бдительность и программы о таких десяти минутах. А программы были такие. Эллинские олимпиады, физкультура в рабовладельческих формированиях, средневековые турниры и военная подготовка феодального класса, англосакская система спорта, игры, легкая атлетика как система эпохи загнивающего капитализма. Ну, и так далее. Комар носу не подточит. От империализма в этих беседах практически ничего не осталось. Но о легкой атлетике можно поговорить. Впрочем, через полгода эти десяти минутки были автоматически ликвидированы. Их не перед кем было читать. Всероссийская халтура, около которой кормится и делает карьеру очень много всяческого и просто темного, и просто безмозглого элемента, время от времени выдвигает вот этакие новые организационные методы. Попробуйте вы с ними бороться или их игнорировать. Группа инженера Полчинского была расстреляна, и в официальном обвинении стоял пункт о том, что Полчинский боролся против сквозной езды. Верно, он боролся, и он был расстрелян. Пять лет спустя эта езда привела к почти полному пролечу тягового состава и была объявлена безличкой. Около трех сотен профессоров, которые протестовали против сокращения сроков и программ вузов, поехали на Соловки. Три года спустя эти программы и сроки пришлось удлинить до прежнего размера, инженеров возвращать для доучения. Ввели непрерывку, которая была уж совершенно очевидным идиотизмом, из-за которой тоже много народу поехало и на тот свет, и на Соловки. Если бы я в свое время открыто выступил против этой самой десяти минутки, я поехал бы в концлагерь на пять лет раньше срока, уготованного мне для этой цели судьбой. Соцсоревнования и ударничество, строительные энтузиазмы и выдвиженчества, социалистическое совместительство и профсоюзный контроль, легкая кавалерия и чистка учреждений — все это заведомо идиотские способы социалистической организации, которые обходятся в миллиарды рублей и в миллионные жизни, которые неукоснительно рано или поздно кончаются крахом, напротив которых вы ничего не можете поделать. Советская Россия живет в правовых условиях абсолютизма, который хочет казаться просвещенным, но который все же стоит на уровне восточной деспотии с ее янычарами, райей и пашами. Примечание. Райя — стадо. Так в Османской империи называли немусульманскую часть населения. Мне могут возразить, что все это слишком глупо для того, чтобы быть правдоподобным. Скажите, а разве не глупо и разве правдоподобно то, что 160 миллионов людей, живущих на земле, хорошие и просторные, 17 лет подряд мрут с голоду? Разве не глупо то, что сотни миллионов рублей будут ухлопаны на Дворец Советов, на эту Вавилонскую башню мировой революции, когда в Москве три семьи живут в одной комнате? Примечание. Дворец Советов — гигантское здание, которое планировалось увенчать гигантской статуей Ленина. В 1937-41 годах его возводили в Москве на месте снесенного храма Христа Спасителя. Во время войны стены разобрали, а огромное подвальное помещение позже превратили в плавательный бассейн. Разве не глупо, то что днем и ночью, летом и зимой с огромными жертвами гнали стройку Днепровской плотины, а теперь она загружена только на 12% своей мощности? Разве не глупо разорить кубанский чернозем и строить оранжерею у Мурманска? Разве не глупо уморить от бескормицы лошадей, коров и свиней, ухлопать десятки миллионов на кролика, сорваться на этом несчастном зверьке и заниматься, в конце концов, одомашниванием карельского лоси и камчатского медведя? Разве не глупо бросить в тундру на стройку Беломорско-Балтийского канала 60 тысяч узбеков и киргизов, которые там в полгода вымерли все? Все это вопиюще глупо, но эта глупость вооружена до зубов, а за ее спиной пулеметы ГПУ ничего не попишешь. РОССИЙСКАЯ КЛЯЧА Но я хочу подчеркнуть одну вещь, которой в этих же очерках, очерках о лагерной жизни почти не буду иметь возможности вернуться. Вся эта халтура никак не значит, что этот злополучный советский врач не лечит. Он лечит. И он лечит хорошо, конечно, в меру своих материальных возможностей, поскольку я могу судить, он лечит лучше европейского врача или, во всяком случае, добросовестнее его. Но это вовсе не от того, что он советский врач. Так же, как Молоков. Хороший летчик. Вовсе не от того, что он советский летчик. Тот же самый Ильин, о котором я сейчас буду рассказывать, при всей своей халтуре и прочем организовал все-таки какие-то курсы десятников, трактористов и прочее. Я сам при всех прочих моих достоинствах и недостатках вытянул все-таки миллионов пятнадцать профсоюзных денежек, предназначенных на всякого рода диалектическое околпачивание профсоюзных масс. И построил на эти деньги около полусотни спортивных площадок, спортивных парков, водных станций и прочего. Все это построено довольно паршиво, но все это все же лучше, чем диамат. Так что великая всероссийская халтура вовсе не значит, что я, врач, инженер и прочее, что мы только халтурим. Помню, Горький в своих воспоминаниях о Ленине приводит свои собственные слова о том, что русская интеллигенция остается, еще долго будет оставаться единственной клячей, влекущей телегу российской культуры. Сейчас Горький сидит на правительственном облучке и вкупе с остальными восседающими наоном хлещет эту клячу и в хвост и в гриву. Кляча по уши вязнет в халтурном болоте и все-таки тащит. Больше тянуть, собственно, некому. Так можете себе представить ее отношение к людям, подкидывающим на эту и так непроезжую колью еще лишней халтурной комья? В концлагере основными видами халтуры являются энтузиазм и перековка. Энтузиазм в лагере приблизительно такой же и такого же происхождения, как и на воле. От перековки нет толку и на полкопейки. Разве что лагерь превращает случайного воришку в окончательного бандита, балделого от коллективизации мужика в закаленного и остервенелого контрреволюционера. Такого, что когда он дорвется до коммунистического горла, он сие удовольствие постарается продлить. Но горе будет вам, если вы где-нибудь, так сказать, официально, позволите себе усомниться в энтузиазме и в перековке. Приблизительно так же неуютно будет вам, если рядом с вами будет работать человек, который не то принимает всерьез эти лозунги, не то хочет сколотить на них некий советский капиталец. Разговор всерьез. Так вот, вы приходите к человеку по делу. Если он беспартийный и толковый, вы с ним сговоритесь сразу. Если беспартийный и бестолковый, лучше обойдите сторонкой. Упаси вас, господи, попадете в концлагерь, или если вы уже в концлагере, попадете в лесную речку. С такими приблизительно соображениями я вхожу в помещение Кавачье. Полдюжины каких-то оборванных личностей молюют какие-то лозунги, другая полдюжина что-то пишет, третья просто суетится. Словом кипит веселая социалистическая стройка. Вижу того юнца, который произносил приветственную речь перед нашим эшелоном на подъездных путях свирстрою. При ближайшем рассмотрении он оказывается не таким уж юнцом, а глаза у него толковые. Скажите, пожалуйста, где я могу видеть начальника КВЧ товарища Элина? Это я. Я и так мельком оглядываю эту веселую стройку и моего собеседника и стараюсь выразить взором своим приблизительно такую мысль. Подхалтуривайте. Начальник КВЧ отвечает мне взглядом, который ориентировочно можно было бы перевести так. Еще бы. Видите, как насобачились. После этого между нами устанавливается, так сказать, полная гармония. Пойдемте ко мне в кабинет. Я иду за ним. Кабинет это убогая закута с одним дощатым столом и двумя стульями из коих один на трех ножках. Садить. Вижу, я удрали с работы. А я и вовсе не ходил. Угу. Вчера там в колонии это ваш брат, что ли? И брат, и сын, так сказать, восторгались вашим красноречием. Бросьте, я все-таки старался в скорострельном порядке. В скорострельном? Двадцать минут людей на морозе морозили. Меньше нельзя. Себе дороже обойдется регламент. Ну, если регламент, так можно и ушами пожертвовать. Как они у вас? Черт его знает. Седьмая шкура слезает. Ну, я вижу, во-первых, что вы хотите работать в ОЧК. Во-вторых, что статьи у вас для этого предприятия совсем не подходящие. И что, в-третьих, мы с вами как-то сойдемся. И Лин смотрит на меня торжествующе. Я не вижу, на чем, собственно, основано второе утверждение. Ну, плюньте. Глаз у меня наметный. За что вы можете сидеть? Превышение власти? Вредительство? Воровство? Контрреволюция? Если бы превышение власти, вы пошли бы в административный отдел, вредительство, в производственный. Воровство всегда действует по хозяйственной части. Ну, куда ж приткнуться истинному контрреволюционеру, как не в культурно-воспитательную часть? Логично? Дальше некуда. Да, но дело в том, что контрреволюцию мы вообще, так сказать, по закону принимать право не имеем. А вы в широких областях контрреволюции, я подозреваю, занимаете какую-то особо непохваленную позицию. А это из чего следует? Так не похоже, чтобы вы за ерунду сидели. Вы меня извините, но физиономия у вас с советской точки зрения весьма неблагонадежная. Вы в первый раз сидите? Приблизительно в первый. Удивительно. Ну что ж, давайте играть в Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так что ж вы нашли в моей физиономии? Ильин уставился в меня и неопределенно пошевелил пальцами. Ну как вам сказать, придерзновенность, нахальство, сметь свое суждение иметь? Хатка, знаете ли, амбаре критически мыслящие личности. Они любят это у нас? Не любят, согласился я. Но не в том дело. Если вы при всем этом столько лет на воле проконетелились, я лет на пять раньше вас угодил, значит, и в лагере как-то сориентируйтесь. А кроме того, что вы можете предложить мне конкретно? Я конкретно предлагаю. Ну, я вижу, вы не человек, а универсальный магазин. Считайте себя за КВЧ. Статей своих особенно не рекламируйте. Да, а какие у вас статьи? Я рапортую. Ха-ха! Ну, значит, вы о них помалкиваете. Пока хватится, вы уж обживете, вас не тронут. Но приходить завтра, мне сейчас нужно бежать еще один эшелон встречать. Дайте мне какую-нибудь записочку, чтобы меня в лес не тянули. А вы просто плюньте или сами напишите. Как выходцам? Очень просто. Такое-то требуется на работу в КВЧ. Печать? Подпись? Хм, печати у вас нет. У меня тоже. А подпись? Ваша или моя кто разберет? Хм, сказал я. Скажите, неужели вы на воле все время жили, ездили, ели только по настоящим документам? А вы разве таких людей видали? Ну вот, приучайтесь к тяжелой мысли о том, что по существующим документам вы будете жить, ездить и есть и в лагере. Кстати, напишите уж записку на всех вас троих, завтра здесь разберемся. Ну пока. А о документах прочтите у Эренбурга, там все написано. Читал? Тогда завтра. Пророчество Ильина не сбылось. В лагере я жил, ездил и ел исключительно по настоящим документам. Невероятно, но факт. В КВЧ я не попал. Ильина я больше так и не видел. Скачка с препятствиями. События этого дня потекли стремительно и несообразно. Выйдя от Ильина на лагерной улице, я увидал Юру под конвоем какого-то вохровца. Но моя тревога оказалась сильно преувеличенной. Юру тащили в третий отдел лагерной ГПУ в качестве машиниста. Не паровозного, а напишущей машинки. Он со своими талантами заявился в плановую часть, и какой-то мимохожий чин из третьего отдела забрал его себе. Сожаления были бы бесплодны, да и бесцельны. Пребывание Юры в третьем отделе дало бы нам расположение вохровских секретов вокруг лагеря, знания системы ловли беглецов, карту и другие весьма существенные предпосылки для бегства. Я вернулся в барак и сменил Бориса. Борис исчез на разведку к украинским профессорам. Так, на всякий случай, ибо я полагал, что мы все устроимся у Ильина. В бараке было холодно, темно и противно. Шатались какие-то урки и умильно поглядывали на наши рюкзаки. Но я сидел на нарах в этой богатырской позе, а рядом со мною лежала здоровенная полена. Урки облизывались и скрывались во тьме барака. Откуда из этой тьмы время от времени доносились крики и ругань, чьи-то вопли о спасении и все, что в таких случаях полагается. Одна из таких стаек, осмотревши рюкзаки, меня и полена, отошла в сторону, не достигал света от коптилки и смачно пообещала. Подожди ты, мать печенку и прочее, поймаем мы тебя и без полена. Вернулся от украинских профессоров Борис. Появилась новая перспектива. Они уже работали в УРЧ, в подпорожье, в отделении. Там была острая нужда в работниках, работа там была отвратительной, но там не было лагеря как такового, не было бараков, проволоки, урок и прочего. Можно было бы жить не то в палатке, не то в крестьянской избе, было электричество и вообще с точки зрения погры, подпорожье казалось сеткой мировой столицы. Перспектива была соблазнительная. «Еще еще через час пришел Юра, вид у него был растерянный, сконфуженный. На мой вопрос, в чем дело, Юра ответил как-то туманно, потом где расскажу, но в стремительности лагерных событий и перспектив ничего нельзя было откладывать. Мы забрались в глубину нары, там Юра шепотом и по-английски рассказал следующее. Его уже забронировали было за административным отделом в качестве машиниста, но какой-то помощник начальника третьей части заявил, что машинист нужен им. Так как никто в лагере не может конкурировать с третьей частью, как на воле никто не может конкурировать с ГПУ, то административный отдел отпустил без боя. От третьей части Юра остался в восторге. Во-первых, на стене висела карта и даже не одна, а несколько. Во-вторых, было ясно, что в нужный момент отсюда можно будет спереть кое-какое оружие. Но дальше произошла такая вещь. После надлежащего испытания на пишущей машинке Юру привели к какому-то дяде и сказали, вот этот паренек будет у тебя на машинке работать. Дядя посмотрел на Юру весьма пристально и заявил, что там не ваша личность знакомая и где это я вас видал. Юра смотрелся в дядю и узнал в нем того чекиста, который в роковом вагоне номер тринадцать играл роль контролера. Чекист, казалось, был доволен этой встречей. Вот это здорово! И как же это вас сюда послали! Вот тоже чудаки, ребята, три года собирались и на бабе сорвались. И он стал рассказывать прочим чинам третьей части, сидевшим в комнате приблизительно всю историю нашего бегства и нашего ареста. Остальные ваши где? Здоровенные бугаи подобрались. Дядюшка Ивонный нашему одному он назвал какую-то фамилию, так руку ломанул, что тот до сих пор в лобках ходит, но не думал, что встретимся. Чекист оказался из болталевых в такой степени, что даже проболтался про роль бабенки во всей этой операции. Но это было очень плохо. Это значит, что через несколько дней вся администрация лагеря будет знать, за что именно мы попались, и, конечно, примет кое-какие меры, чтобы мы этой попытки не повторили. А меры могли быть самые разнообразные. Во всяком случае, все наши розовые планы на побег повисли над пропастью. Нужно было уходить с погры, хотя бы и в подпорожье, хотя бы только для того, чтобы не болтаться на глазах этого чекиста, не давать ему повода для его болтовни. Конечно, и подпорожье не гарантировало оттого, что этот чекист не доведет до сведений администрации нашу историю, но он мог этого и не сделать. По-видимому, он этого так и не сделал. Борис сейчас же пошел к украинским профессорам форсировать подпорожские перспективы. Когда он вернулся, в наши планы ворвалась новая неожиданность. Лесорубы уже вернулись из лесу, и барак был наполнен мокрой и голдевшей толпой. Сквозь толпу к нам протиснулись два каких-то растрепанных и слегка балделых от работы хаоса интеллигента. Кто тут слоняч, Борис? Я сказал брат, что такое олиум рисини? Борис даже слегка отодвинулся от столь неожиданного вопроса. Касторка, а вам это для чего? А что такое осидиум арсеникосум? В каком растворе употребляется ацебум карболикум? Я ничего не понимал, и Борис тоже. Получив удовлетворительные ответы на эти таинственные вопросы, интеллигенты переглянулись. Годен? Спросил один из них у другого. Годен подтвердил другой. Вы назначены врачом амбулатории, сказал Борису интеллигент. Забирайте ваши вещи, идемте со мной. Там уж стоит очередь на прием. Будете жить в кабинке около амбулатории. Так таинственные вопросы оказались экзаменом на звание врача. Нужно сказать откровенно, что перед неожиданностью этого экзаменационного натиска мы оказались несколько растерянными, но дискутировать не приходилось. Борис забрал все наши рюкзаки и в сопровождении Юры и обоих интеллигентов ушел в кабинку. А кабинка это отдельная комнатушка при амбулаторном бараке, которая имела то сомнительное преимущество, что в ней можно было оставить вещи в некоторой безопасности от уголовных налетов. Ночь прошла скверно. На дворе стояла оттепель и сквозь щели потолка нас поливал тающий снег. За ночь мы промокли до костей, промокли и наше одеяло. Утром мы мокрые, не выспавшиеся, пошли к Борису, прихватив туда все свои вещи, слегка обогрелись в пресловутой кабинке и пошли нажимать на все пружины для подпорожья. В лес мы, конечно, не пошли. К полудню я и Юра уже имели, правда, пока только принципиальное, назначение в подпорожье, в УРЧ. Урки в лагере Пока все мы судорожно мотались по нашим делам, лагпункт продолжал жить своей суматошной каторжной жизнью. Прибыл еще один эшелон, еще тысячи две заключенных, для которых одежды уже не было, да и помещения тоже. Людей перебрасывали из барака в барак, пытаясь уплотнить эти гробообразные ящики, без того набитые до отказу. Плотничьи бригады наспех строили новые бараки. Пороски с шуматот тепели улицам, подвозили серые промокшие бревна. Дохлые лагерные клячи застревали на ухабах, сверху моросила какая-то дрянь помесь снега и дождя. Увязая по колени в разбухшем снегу, проходили колонны новичков. Та же серая рабоче-крестьянская скотинка, какая была и в нашем эшелоне. Им будет намного хуже, ибо они останутся в том, в чем приехали сюда. Казенное обмундирование уже исчерпано, а ждут еще три-четыре эшелона. Среди людей растерянных, дезориентированных, оглушенных перспективами долгих лет каторжной жизни, урки то вились незаметными змейками, то собирались у волчьей стаи, шныряли по баракам, норовясь тянуть все, что плохо лежит, организовывали, так сказать, массовые вооруженные нападения. Вечером напали на трех дежурных, получивших хлеб для целой бригады. Одного убили, другого ранили, хлеб исчез. Конечно, дополнительной порции бригада не получила и осталась на сутки голодной. В наш барак, к счастью, когда в нем не было ни нас, ни наших вещей, ворвалась вооруженная финками банда человек в пятнадцать. Дело было утром, народу в бараке было мало, барак был обобран почти до нитки. Администрация сохраняла какой-то странный нейтралитет, и за урок взялись сами лагерники. Выйдя утром из барака, я был поражен очень неуютным зрелищем. Привязанный к сосне стоял или висел какой-то человек, его волосы были покрыты запекшейся кровью. Один глаз висел на какой-то кровавой ниточке. Единственным признаком жизни, а может быть только признаком агонии, было судорожное подергивание левой ступни. В стороне шагах в двадцати на куче снега лежал другой человек. С этим было все кончено. Сквозь кровавое месиво снега, крови, волосы, обломков черепа были видны размаженные кости. Кучка крестьян и рабочих не без некоторого удовлетворения созерцала это зрелище. «Ну вот, теперь по крайности с воровством будет спокойнее», сказал кто-то из них. «Это был мужицкий самосуд, жестокий и бешеный, появившийся в ответ на террор урок и на нейтралитет администрации». Впрочем, и по отношению к самосуду администрация соблюдала тот же нейтралитет. Мне казалось, что вот в этом нейтралитете было что-то суеверное. Как бы в этих изуродованных телах лагерных воров всякая публика из третьей части видела что-то из своей собственной судьбы. Эти вспышки, я не хочу сказать народного гнева, а для гнева они достаточно бессмысленны, а скорее народной ярости, жестокой и неорганизованной, пробегают этакими симпатическими огоньками по всей стране. Сколько всякого колхозного актива, сельской милиции, деревенских чекистов платят изломанными костями и переломанными черепами за великое социалистическое ограбление мужика. Ведь там, в глубине России, тишины нет никакой. Там идет почти ни на минуту непрекращающаяся звериная резня за хлеб и за жизнь. И жизнь в крови, и хлеб в крови. И мне кажется, что когда публика из третьей части глядит на вот этакого из зарванного в клочки урку, перед нею встают перспективы, о которых ей лучше не думать. В эти дни лагерной контратаки на урок я как-то встретил своего бывшего спутника по теплушке Михайлова. Вид у него был отнюдь непобедоносный. Физиономия его носила следы недавнего и весьма вдумчивого избиения. Он подошел ко мне, пытаясь приветствовать, улыбнуться своими разбитыми губами распухшей до синевой физиономии. А я к вам по старой памяти, товарищ Слоневич. Махорочку угостите. Вам не жалко за науку. За какую науку? А все, что вы мне в вагоне рассказывали. Пригодилось? Пригодилось. Да, мы тут всякую запятую знаем. Однако запятых-то оказалось для вас больше, чем вы думали. Это дело плевое, ну что? Ну вот, меня избили. Наших человек пять на тот свет отправили, а дальше что? Побуйствуют, но наш все равно возьмет организация. И старый пахан улыбнулся с прежней самоуверенностью. А те, кто убил, те уже живыми отсюда не уйдут. Нет, это уж извинитесь, потому что все это стадо баранов, а мы организация. Я посмотрел на урку не без некоторого уважения. Подпорожье Тихий морозный вечер, все небо в звездах. Мы с Юрой идем в подпорожье по тропинке, проложенной по льду свири. Вдали верстах в трех сверкают электрические огоньки подпорожье, берега реки покрыты густым хвойным лесом, завалены мягкими снеговыми сугробами. Кое-где сдержанно ракочут незамерзшие быстрины. Входим в подпорожье. Видно, что это было когда-то богатое село. Просторные двухэтажные избы, рубленные из оршинных бревен, резные коньки, облезлая окраска ставен. Крепко жил свирьский мужик. Теперь его ребятишки бегают по лагерю, выпрашивая у каторжников хлебной объедки, селедочные головки, несъедобные лагерные щи. У нас обоих вызов в УРЧ. Пока еще не назначение, а только вызов. В УРЧ, учетно-распределительная часть лагеря. Она учитывает всех заключенных, распределяет их на работы, перебрасывает из пункта на пункт, из отделения в отделение, следит за сроками заключения, за льготами и прибавками сроков, принимает жалобы и прочее в этом роде. Внешне это такое же отвратительное здание, как и все советские заведения, не столичные, конечно, а так, чином пониже. Какие-нибудь Сызранские или Царево-Кокшайские? Примечание Царево-Кокшайск, ныне Ешкар-Ола, в 1919-27 годах назывался Красно-Кокшайск. Полдюжины комнатушек набиты так же, как была набита наша теплушка. Столы из некрашенных, иногда даже необструганных досок. Такие же табуретки и взамен недостающих табуреток березовое поление. Промежутки забиты ящиками с делами, связками карточек, кучками всякой бумаги. Конвоир сдает нас какому-то делопроизводителю, или, как здесь говорят, делопуту. Делопут подмахивает сопроводиловку. Садитесь, подождите, сесть не на что. Снимаем рюкзаки и усаживаемся на них. В комнатах лондонским туманом плавает густой махорочный дым. Доносится крепкая начальственная ругань, угроза арестами и прочее. Не то, что в ГПУ и на погре. Начальство не посмело бы так ругаться. По ищет полено, на которое можно было бы сесть, кто умоляет делопуту дать ручку. Срочная работа, не выполнишь, посадят. Но ручек нет и у делопута, делопут же увлечен таким занятием. Он выковыривает сердцевину химического карандаша и делает из нее чернила, ибо никаких других вырчей не имеется. Землисто-зеленые изможденные лица людей, сутками сидящих в этом махорочном дыму, тесноте, оругане, бестолковщине, жуть. Я начинаю чувствовать, что на лесоразработках было бы куда легче и уютнее. Впрочем, потом так оказалось. Но лесозаготовки это конвейер. Только попади и тебя подтащат черт знает куда. Здесь все-таки как-то можно будет изворачиваться. Откуда-то из дымоканцелярских глубин показывается некий старичок. Впоследствии он оказался одним из урчевских воротил, товарищем Насеткиным. На его сизом носу перевязаны канцелярской дратовые железные очки. Лицо в геморроидальных морщинах, в слепящихся глазках добродушное локавство старой видавшей всякие виды канцелярской крысы. Здравствуйте, это вы юрист с погрой? А это ваш сын? У нас, знаете, две пишущих машинки, только писать не умеет никто, работы вообще масса. Работники? Ну, сами увидите, то есть такой неграмотный народ, просто дальше некуда. Ну, идем, идем. Только вещи с собой возьмите, сопрут, обязательно сопрут, тут такой народ, только отвернись, сперли. А юридическая часть у нас запущена, страх. Вам с нею крепко придется посидеть. Следуя за разговорчивым старичком, мы входим в урчевские дебри. Из мохорочного тумана на нас смотрят жуткие кувшинные рыла, какие-то низколобые, истасканные, обалделые, озверелые. Вся эта губерния неистово пишет, штемпелюет, подшивает, регистрирует и ругается. Старичок начинает рыться по полкам, ящикам и просто наваленным на полу кучам каких-то дел, призывает себе в помощь еще двух канцелярских крыс и, наконец, из какого-то полуразбитого ящика извлекают наши личные дела. Две папки с нашими документами, анкетами, приговором и прочее. Старичок передвигает очки с носа на переносицу. Солонейч, Иван, так, образование, так, приговор, статьи. На слове статьи старичок запинается, спускает очки с переносицы на нос и смотрит на меня взглядом, в котором я читаю. Как же это вас, милостивый государь, так угораздило и что мне с вами делать? Я тоже взглядом отвечаю. Дело ваше хозяйское. Я понимаю, положение и у старичка и у рча пиковое. С контрреволюцией брать нельзя, без контрреволюции откуда ж грамотных взять? Старичок повертится, повертится и что-то устроит. Очки опять лезут на переносицу и старичок начинает читать Юрина дело, но на этот раз уже не вслух. Прочтен складывает папки и говорит. Ну, так, значит, в порядке. Сейчас я вам покажу ваши места и вашу работу и, наклоняясь ко мне, добавляет шепотом. Только в статейках ваших вы не разглагольствуйте. Потом как-нибудь все регулируем. На страже законности. Итак, я стал старшим юрист-консультом и экономистом урча. В мое ведение попало пуду в 30 разбросанных и растрепанных дел и два младших юрист-консульта, один из коих, до моего появления на горизонте, именовался старшим. Он был безграмотен и по старой, и по новой орфографии, а на мой вопрос об образовании ответил мрачно, но мало вразумительно выдвиженец. Он бывший комсомолец, сидит за участие в коллективном изнасиловании, о том, что в советской России существует такая вещь, как уголовный кодекс, он от меня услышал первый раз в своей жизни. В ящиках этого выдвиженца скопилось около четырех тысяч, четырех тысяч жалоб заключенных, и за каждой жалобой чья-то живая судьба. Мое вступление в исполнение обязанностей совершилось таким образом. Насеткин ткнул пальцем в эти самые тридцать пудов бумаги, отчасти разложенной на полках, отчасти сваленной в ящики, отчасти валявшейся на полу, и сказал «Ну, вот это значит ваши дела, но тут ж вы сами разбираетесь, что куда». И исчез. Я сразу заподозрил, что и сам-то он никакого понятия не имеет, что куда, и что с подобными вопросами мне лучше всего никому не обращаться. Мои младшие юрист-консульты как-то незаметно растаяли и исчезли, так что только спустя дней пять я пытался было выдернуть одного из них в лоно экономического юридического отдела, но от этого мероприятия вынужден был отказаться. Мой пом оказался откровенно полуграмотным и нескрываемо бестолковым парнем, к тому же его притягивал Балат, работа в каких-то заколках у РЧ, где он мог явственно распорядиться судьбой хотя бы кухонного персонала и поэтому получать двойную порцию каши. я очутился наедине с тридцатью пудами своих дел и лицом к лицу с тридцатью кувшинными рылами из так называемого советского актива. А советский актив это вещь посерьезнее ГПУ. Глава четвертая Опора власти Приводной ремень к массам Картина нынешней российской действительности определяется не только директивами верхов но и качеством повседневной практики тех миллионных кадров советского актива которые для этих верхов и директив служат приводными ремнями к массам это крепкие ремни в административной практике последних лет двенадцати этот актив был подобран путем своеобразного естественного отбора спаялся в чрезвычайно однотипную прослойку в высокой степени вытренировал в себе те вероятно врожденные качества которые определили его катастрофическую роль в советском хозяйстве и в советской жизни советский актив это и есть тот загадочный для внешнего наблюдателя слой который поддерживает власть крепче и надежнее чем ее поддерживает ГПУ единственный слой русского населения который безраздельно и до последней капли крови предан существующему строю он охватывает низы партии некоторую часть комсомола и очень значительное число людей жаждующих партийного билета и чекистского поста если взять для примера очень конечно неточного аутентичные времена угрюмбурчеевщины скажем времена Рокчеева то и в те времена страной то есть в основном крестьянством правило не третье отделение и не жандармы и даже не пресловутые десять тысяч столначальников функции непосредственного обуздания мужика и непосредственного выколачивания из него прибавочной стоимости выполняли всякие незаметные герои вроде бурмистров приказчиков и прочих действовавших кнутом на исторической конюшне и кулачищем во всяких иных местах административная деятельность угрюмбурчеева прибавила к этим кадрам еще по шпиону в каждом доме конечно бурмистру крепостных времен до активиста эпохи загнивания капитализма и пролетарской революции как от земли до неба у бурмистра был кнут у активиста пулеметы а в случае необходимости и бомбовозы бурмистр выжимал из мужицкого труда сравнительную ерунду активист отбирает последнее финансовый план бурмистра обнимал в среднем нехитрые затраты на помещичьи пропой души финансовый план активиста устремлен на построение мирового социалистического города Непреклонска и в этих целях на вывоз за границу всего что только можно вывезти а так как по тому же щедрину город глупов будущий Непреклонск изобилует всеми и ничего кроме розок и административных мероприятий не потребляет отчего торговый баланс всегда склоняется в его пользу то и взымание на экспорт идет в размерах для голодной страны поистине опустошительных советский актив был призван к жизни в трех целях соглядатайство ущемление и ограбление с точки зрения угрюмбур че его заседавшего в кремле советский обыватель неблагонадежен всегда начиная со вчерашнего председателя мирового коммунистического интернационала и кончая последним мужиком колхозным или не колхозным безразлично следовательно соглядатайство должно проникнуть в мельчайшие поры народного организма оно и проникает соглядатайство без последующего ущемления бессмысленно и бесцельно поэтому вслед за системой шпионажа строится система беспощадного подавления ежедневную малозаметную извне рутину грабежа шпионажа и репрессии выполняют кадры актива ГПУ только возглавляет эту систему но в народную толщу оно не допускается не хватило бы никаких штатов там действует исключительно актив и он действует практически бесконтрольно и безапелляционно для того чтобы заниматься этими делами из года в год нужна соответствующая структура психики нужны по терминологии опять же щедрина твердой души прохвосты рождение актива родоначальницы этих твердых душ конечно не хронологические а так сказать только психологические являются та же пресловутая и уже ставшая нарицательной пионерка которая побежала в ГПУ доносить на свою мать примечание речь идет о 13-летней проника Колыбиной о которой писала газета Правда в 1934 году чтобы накормить голодных детей в том числе проню женщина украла в колхозе немного зерна после того как дочь ее выдала несчастную мать согласно декрету 1932 года о колосках осудили на 10 лет лагерей практически неважно из каких соображений она это сделала то ли из идейных то ли мать просто в очень уж недобрый час ей косу надрала если после этого доноса семья оной многообещающей девочки даже и уцелела то ясно что все же в дом этой пионерки ходу больше не было не было ей ходу и ни в какую иную семью даже коммунистическая семья в принципе поддерживая всякое соглядатайство все же предпочтет у себя дома чекистского шпиона не иметь первый шаг советской активности ознаменовывается предательством и изоляцией от среды точно такой же процесс происходит и с активом вообще нужно иметь в виду что в среде советской трудящейся массы жить действительно очень неуютно да юре эта масса правит первой в мире республикой трудящихся де-факто она является лишь объектом самых невероятных административных мероприятий от которых она в течение семнадцати лет не может ни очухаться ни поесть досыта поэтому тенденция вырваться из массы попасть в какие-нибудь хотя бы относительные верхи выражена в СССР с исключительной резкостью этой тенденции отчасти объясняется и так называемая тяга к учебе вырваться из массы можно говоря схематически тремя путями можно пойти по пути повышения квалификаций стать на заводе мастером в колхозе скажем трактористом это не очень многообещающий путь но все же и мастер и тракторист питаются чуть-чуть сытнее массы и чувствуют себя чуть-чуть в большей безопасности второй путь путь в учебу в интеллигенцию обставлен всяческими рогатками и в числе прочих перспектив требует четырех-пяти лет жуткой голодовки в студенческих общежитиях с очень небольшими шансами вырваться оттуда без туберкулеза и наконец третий путь это путь общественно-административной активности туда тянется часть молодняка жаждущая власти и сытости немедленно карьерная схема здесь очень несложная советская власть избыточствует бесконечным числом всяких общественных организаций из которых все без исключения должны содействовать как и чем может общественно содействовать наш кандидат в активисты сельсовете или профсоюзе на колхозном или заводском собрании он по всякому поводу а также и без всякого повода начнет высказывать этким петрушкой распинаться в преданности и непреклонности ораторских талантов для этого не нужно собственных мыслей тем более ибо мысль да еще и собственная всегда носит отпечаток чего-то недозвольного и даже неблагонадежного такой же оттенок носит даже и казенная мысль но выраженная своими словами поэтому-то советская практика выработала ряд строго стандартизированных фраз которые давно уже потеряли решительно всякий смысл беспощадно борясь с классовым врагом а кто есть ныне классовый враг целиком и полностью поддерживая генеральную линию нашей родной пролетарской партии а что есть генеральная линия стоя на страже решающего и завершающего года пятилетки почему решающий и почему завершающий ну и так далее порядок фраз не обязателен главное предположение может отсутствовать вовсе смысл отсутствует почти всегда но все это вместе взятое создает такое впечатление смотри-ка опять катанаж в активисты лезет но это только приготовительный класс активности для дальнейшего продвижения активность должна быть конкретизирована и вот на этой-то ступени получается первый отсев званных и избранных мало сказать что мы где стоим пнями на страже и так далее а нужно сказать что и кто мешает нам этими пнями стоять сказать что мешает дело довольно сложное что мешает безотлагательному и незамедлительному торжеству социализма что мешает непрерывному и бурному росту благосостояния широких трудящихся масс и снабжению этих масс картошкой не гнилой и в достаточных количествах что мешает выполнению и перевыполнению промфинплана нашего завода во-первых кто его разберет а во-вторых при всяких попытках разобраться всегда есть риск попасть не то в уклон не то в загиб не то даже в антисоветскую агитацию менее обременительно для мозгов более рентабельно для карьеры и совсем безопасно для собственного благополучия вылезти на трибуну и ляпнуть а по моему пролетарскому рабочему мнению план нашего цеха срывает инженер Иванов потому как он товарищи не нашего пролетарского классу и вон и батька поп а сам он кусок буржуазного интеллигента для инженера Иванова это не будет иметь решительно никаких последствий его ГПУ знает и без рекомендации нашего активиста но некоторый политический капиталец наш активист уже приобрел болеет дескать нуждами нашего пролетарского цеха и перед доносом не остановился в деревне активист ляпнет о том что подкулачник Иванов ведет антиколхозную агитацию при таком обороте подкулачник Иванов имеет очень много шансов поехать в концлагерь на заводе активист инженера пожалуй укусить всерьез не сможет потому и донос ни в ту ни в другую сторону особых последствий иметь не будет но своего соседа по цеху он может цапнуть весьма чувствительно активист скажет что Петров сознательно и злонамеренно выпускает бракованную продукцию что Сидоров лжеударник и потому не имеет права на ударный обед в заводской столовке а Иванов седьмой сознательно не ходит на пролетарские демонстрации такой мелкой сошкой как заводской рабочий ГПУ не интересуется поэтому что бы тут не ляпнул активист это как говорят в СССР будет взято на карандаш Петрова переведут на низшак лата не то и уволят с завода у Сидорова отымут обеденную карточку Иванов седьмой рискует весьма неприятными разговорами ибо как это своевременно было предусмотрено Грюм Бурчеевым праздники отличаются от будней усиленным упражнением в маршировке и участие в онных маршировках для обывателя обязательно вот такой конкретный донос является настоящим доказательством политической благонадежности и открывает активисту дальнейшие пути на этом этапе спотыкаются почти все у кого для доноса душа недостаточно тверда дальше активист получает конкретные хотя пока еще и бесплатные задания выполняет разведывательные поручения камьячейки участвует в какой-нибудь легкой кавалерии которая с мандатами и полномочиями таким табурком налетает на какое-нибудь заведение и там где раньше был просто честный советский кабак устраивает форменное светопредставление изображает рабочую массу на какой-нибудь чистке рабочая масса на чистке не ходит и там вгрызается в заранее указанные комьячейкой икры выуживает прогульщиков лодыри вредителей рабочих выколачивает мопровские или осавиахимовские недоимки в деревне помимо всего этого активист будет ходить по избам вынюхивать запиханные в какой-нибудь рваный валенок пять-десять фунтов незданного государства мужицкого хлеба выслеживать всякие антигосударственные тенденции и вообще доносительствовать во всех возможных направлениях пройдя этакий искус и доказав что душа у него действительно твердая а значенный прохвост получает наконец портфель и пост на административном поприще пост этот обыкновенно из паршивеньких но чем больше будет проявлено твердости души и непреклонности характера перед всяким человеческим горем перед всяким человеческим страданием перед всякой человеческой жизнью тем шире и точнее пути дальнейшего поприще и вдали где-нибудь на горизонте маячит путеводной звездой партийный билет и теплое место в ГПУ однако и в партию и в особенности в ГПУ принимают не так чтобы уж очень с распростертыми объятиями туда попадают только избранные из избранных большинство актива задерживается на средних ступеньках председатели колхоза сельсоветов члены заводских комитетов профсоюзов милиция хлебозаготовительные организации кооперация низовой аппарат ГПУ всякие соглядатайские амплуа в домкомах и жилкомах и прочее в порядке пресловутой текучести кадров наш активист точно футбольный мяч перебрасывается из конца в конец страны по всяким ударным и сверхударным кампаниям хлебозаготовкам мясозаготовкам хлопкозаготовкам бригадам комиссиям ревизиям сегодня он грабит какой-нибудь украинский колхоз завтра вылавливает кулаков на Урале через три дня руководит налетом какой-нибудь легкой гиппопотамии на стекольный завод ревизирует рыболовные промыслы на Каспии расследует антигосударственные тенденции в каком-нибудь совхозе или школе и всегда везде во всяких обстоятельствах своей бурной жизни вынюхивает скрытого классового врага приказы директивы установки задания инструкции мелькают как ассоциации в голове сумасшедшего они сыплются на активиста со всех сторон по всем линиям партийной административной советской профсоюзной хозяйственной они создают атмосферу обалдения окончательно перегораживающего доступ каких бы то ни было мыслей и чувств в и не без того нехитрую голову твердой души прохвоста понятно что люди маломальски толковые по активистской стезе не пойдут предприятие как бы об этом будет сказано ниже не очень уж выгодное и достаточно рискованное понятно также что в атмосфере грабежа текучести и обалдения никакой умственности актив приобрести не в состоянии для того чтобы раскулачить мужика даже и до самой последней нитки никакой умственности по существу и не требуется требуются стальные челюсти волчья хватка каковы свойства и вытренировываются до предела учиться этот актив времени не имеет кое-где существуют так называемые софт-парт-школы но там преподают ту науку которую в терминологии щедринских знатных иностранцев обозначено как гром победа раздавайса разумеется в марксистской интерпретации этого грома предполагается что классовый инстинкт заменяет активисту всякую работу сообразительного аппарата отобранный по признаку моральной и интеллектуальной тупости прошедшие многолетнюю школу грабежа угнетения и убийства спаянной беспредельной преданностью власти и беспредельной ненавистью населения актив образует с собой чрезвычайно мощную прослойку нынешней России его качествами врожденными и благоприобретенными определяются безграничные возможности разрушительных мероприятий власти и ее роковое бессилие в мероприятиях созидательных там где нужно раскулачить ограбить и зарезать актив действует с опустошительной стремительностью там где нужно что-то построить актив в кратчайший срок создает совершенно безвылазную неразбериху на всякое мановение со стороны власти актив отвечает взрывами энтузиазма и вихрами административного восторга каждый очередной лозунг создает своеобразную советскую моду в которой каждый активист выворачивается наизнанку чтобы переплюнуть своего соседа и проползти вверх непрерывка и сверхрань не сев бытовые коммунные и соцсоревнования борьба с религией и кролиководства все сразу охватывается пламенем энтузиазма в этом пламени гибнут зародыши здравого смысла буди-таки и прозябали в голове законодателя когда в подмогу к остальным двуногим и четвероногим впряженным в колесницу социализма был запряжен эдаким коренником еще и кролик это было глупо так сказать в принципе кролик зверь в нашем климате капризный кормить его все время было нечем проще было вернуться к знакомым населению и претерпевшимся ко всем невзгодам русской жизни свиньи и курицы но все-таки кое-чего можно было добиться и от кролика если бы не энтузиазм десятки тысяч активистов вцепились в куцый кроличий хвост надеясь что этот хвост вытянет их куда-то повыше за границей были закуплены миллионы кроликов за деньги полученные за счет вымирания от бескормицы свиней и кур в москве где не то что кроликов и людей кормить было нечем кролиководство навязывали больницам и машинисткам трестам и домашним хозяйкам бухгалтерам и даже страшно сказать церковным приходом отказываться конечно было нельзя неверия подрыв саботаж советских мероприятий кроликов пораспихали по московским квартирным дырам и кролики передохли все то же было и в провинции уже на закате дней кроличьего энтузиазма я как-то обследовал крупный подмосковный кролиководческий совхоз совхоз показательный весьма привилегированный по части кормов с совхозом было неблагополучно несмотря на все его привилегии кролики пребывали в аскетизме и размножаться не хотели потом выяснилось на 7 тысяч импортных бельгийских кроликов самых было только около 20 как был организован этот кроличий монастырь то ли в порядке вредительства то ли в порядке головотепства то ли за границей закупали кроликов вот этакие энтузиасты все это осталось покрытым мраком социалистической неизвестности теперь о кроликах уже не говорят от всей этой эпопеи остался десяток анекдотов да и те не печатны камни преткновения пути административного энтузиазма усеяны увы не одними революционными розами во первых обыватель преимущественно крестьянин всегда и при первом же удобном случае готов проломить активисту череп и во вторых за каждым активистом сидит активист чином повыше и от этого последнего проистекает ряд весьма крупных неприятностей позвольте для ясности привести расшифровать один конкретный пример в последних новостях от 5 февраля 1934 года была помещена такая заметка о советской России кажется из правды граммофонная фабрика выпускала пластинки с песенкой «Втуле жил да был король» администрация фабрики по зрелым вероятно обсуждении пришла к тому выводу что король в пролетарской стране фигура неподходящая король был заменен стариком за этакий перегиб нарком просвещения бубнов оную администрацию выгнал с завода вон эмигрантский читатель может доставить себе удовольствие и весело посмеяться над незадачливой администрацией заставьте дурака богу молиться и так далее могу уверить этого читателя что будучи в шкуре означенной администрации он бы смеяться не стал за старика выгнал бубнов а за короля пришлось бы пожалуй разговаривать с ягодой ведь сажали же певцов за в плену император в плену ибо требовалось петь в плену полководец в плену примечание строка стихотворения гейна гренадеры во всяком случае лучше рискнуть изгнанием с двадцати служб чем одним приглашением в ГПУ не такой уж дурак этот администратор как издали может казаться так вот в этой краткой но поучительной истории фигурирует директор завода который вероятно не совсем уж обормот граммофонная пластинка которая для генеральной линии не так уж актуальна и бубнов который не совсем уж держи морда и кроме того действие сие происходит в Москве а если не Москва а красно как Шайск если не граммофонная пластинка скажем антипартийный уклон если не бубнов а просто держи морда так тогда как не достараешься влетит и перестараешься влетит тут нужно потрафить в самый раз а как именно выглядит этот самый раз неизвестно хотя бы приблизительно никому неизвестно потому что и сам актив безграмотен и бестолков и потому что получаемые им директивы также безграмотны и бестолковы те декреты и прочее которые исходят из Москвы по официальной линии практически никакого значения не имеют как не имеют скажем решительно никакого значения проектируемые тайные выборы ибо кто осмелится выставить свою кандидатуру которая будет ведь не тайной а открытой имеют здесь значение только те и отнюдь не публикуемые директивы которые идут по партийной линии скажем по поводу означенного тайного голосования актив несомненно получит директиву о том как тайно ликвидировать явных и неугодных кандидатов или явные и антипартийные предложения партийности и антипартийности этих предложений судьей окажется тот же актив и тут ему придется сильно ломать голову почему ни с того ни с сего король оказался партийно приемлемым и почему за старика вздули партийная директива исходит от московского держиморды и спускаясь в низовку подвергается обработке со стороны держиморд областных районных и прочих прорабатывающих онную директиву применительно к местным условиям так что одна и та же директива родившись в Москве из одного источника по дороге на село или на завод разрастается целой эдакой многоголовой гидрой по советской линии через исполком по заводской линии через трест по партийной линии через партийный комитет по партийно-соглядатайской через отдел ГПУ и так далее и так далее все эти гидры одновременно и с разных сторон вцепятся нашему активисту во все подходящие и неподходящие места каковой факт способствовать прояснению чьих бы то ни было мозгов никак не может конечно промежуточные держиморды об этих директивах друг с другом не сговариваются когда очередная директива кончается очередным крахом возникает ожесточенный между ведомственной мордобой держиморды большие сваливают все грехи на держиморд мелких и едет наш актив и за Урал и на низовую работу и просто в концлагерь в самом чистом виде эта история произошла со знаменитым головокружением историю которую я случайно знаю весьма близко по прямой директиве Сталина юг России был разорен в дребезги требовалось сломить кулачество в тех районах где она составляла подавляющее большинство населения Андреев нынешний секретарь ЦК партии получил на эту тему специальную личную директиву от Сталина директива примененная к местным условиям была передана секретарям районных комитетов партии в письменном виде но с приказанием по прочтению и усвоению сжечь этот последний вариант я самолично видал у одного из уже бывших секретарей который догадался ее не сжечь на донского и кубанского мужика актив ринулся со всем своим приогромным энтузиазмом о том что делалось на дону и на кубане лучше не говорить но когда начались волнения и восстания в армии когда волей-неволей пришлось дать отбой Сталин выкинул свое знаменитое головокружение от успехов от актива ему нужно было отгородиться во имя собственной шкуры Макиавелли не подгадил мужики вытягивали из актива кишки по вершку ГПУ расстреливала и рассылала особенно одиозные фигуры и сам я слыхал в вагоне старушонку которая говорила вот бы Сталину уж действительно дай бог здоровья прямо из петли вытащил только здесь за границей я понял что старушонка эта несмотря на весь свой преклонный возраст принадлежала к партии молодоросов примечание Цолоневич имеет ввиду союз молодой России или союз молодоросов скандально известную эмигрантскую организацию выдвигавшую лозунг царь и советы тот дядя который догадался оную директиву не сжечь был очень стрелянным советским держимордой он не только не сжег ее он ее передал в третьи руки и взятый за жабры по обвинению в головокружении сказал что ежели с ним что-нибудь особенно сделают так эта директивка за подписью самого Андреева пойдет гулять по партийным и по военным верхам дядя торговался с ГПУ на том что его выслали в Среднюю Азию директива у него осталась и была запрятана в особо секретном месте но столь догадливые активисты попадаются очень редко так вот и живет этот актив между обухом рабоче-крестьянской ярости и плетью рабоче-крестьянской власти власть с активом не церемонится впрочем с кем в сущности церемонится сталинская власть разве только с Лениным да и то потому что все равно уже помер с активом она не церемонится в особенности исходя из того весьма реалистичного соображения что этому активу все равно деваться некуда лишь только он уйдет из-под крылышка власти лишь только он будет лишен традиционного нагана его зарежут в самом непродолжительном времени чертовы черепки оторванные от всякой социальной базы предавший свою мать ГПУ и свою душу черту актив делает карьеру но черт как это известно было уже Гоголю имеет чисто большевистскую привычку платить черепками этими черепками и оплачивается актив люди которые представляют себе этот актив в качестве оливок нации и победителей в жизненной борьбе совершают грубую ошибку никакие они не сливки и никакие не победители это измотанные истрепанные обалделые люди не только палачи но и жертвы та небольшая сравнительная прослойка актива которая пошла на все эти доносы раскулачивания во имя какой-то веры пусть очень туманной но все же веры веры хотя бы только вождей состоит кроме всего прочего из людей глубоко и безнадежно несчастных слишком широкие потоки крови отрезывают дорогу назад а впереди впереди ничего кроме чертовых черепков не видно советская власть платить вообще не любит индивидуальные цены и во многих случаях практически труднозаменимый спец как-то пропитывается и не голодает не воруя актив может не голодать только за счет воровства он и подворовывает конечно в нищенских советских масштабах так на фунт мяса и на бутылку водки по такой примерно схеме Ванька сидит председателем колхоза Степка в милиции Петька скажем в госпирте Ванька раскулачит мужицкую свинью и передаст ее милиции выходит как будто иллегально не себе же ее взял милицейский Степка эту свинью зарежет часть отдаст на какие-нибудь мясозаготовки чтобы потом в случае какого-нибудь подсиживания легче было отписаться часть в воздаянии услуги даст тому же Ваньке часть в чайне дальнейших услуг перепроводит Петьки Петька снабдит всю компанию водкой водка же будет извлечена из акта в котором будет сказано что на подводе маркско-ленинско-сталинского колхоза означенная водка была перевозима со склада в магазин причем в силу низкого качества оси изготовленной Россельмашем подвода опрокинулась и водка поминай как звали акт будет подписан председателем колхоза старшим милицейским и заведующим маркско-ленинско-сталинским отделением госпирта пойди потом разберись да и разбираться то никто не будет местное население будет молчать воды в рот набравши ибо ежели кто-нибудь донесет на Петьку в ГПУ то в этом ГПУ Петьке может быть свой товарищ или как в этом случае говорят корешок Петьку то может и вышлют в концлагерь но зато и оставшиеся корешки и те кто прибудет на Петьке на место постараются с возможным автором разоблачения расправиться так чтобы уж окончательно никому повадно не было портить очередную активистскую выпивку эдакое воровство в той части какая идет на активистский пропой души большого народно-хозяйственного значения не имеет даже и в масштабах советской нищеты бывает значительно хуже когда для сокрытия воровства или для получения возможности сорвать уничтожаются ценности далеко превосходящие потребительские аппетиты актива в моей корреспондентской деятельности была и такая мне раз пришлось обследовать склад 8000 пудов копченого мяса которые сгноили в целях сокрытия концов в воду концы действительно были скрыты к складу за полверсты подойти было нельзя и на все были акты подписанные соответствующими Ваньками Петьками и Степками ревизионная комиссия вынесла соломоновское решение согнать мужиков и выкопав ямы зарыть в эти ямы оно гнилье для полноты картины следует добавить что сгнившие колбасы были изготовлены из раскулаченных у тех же мужиков свиней в течение месяца после этого благовонного происшествия половина местного актива была вырезана мужиками на корню остальные разбежались актив и интеллигенция так что куда ни кинь все выходят чертовы черепки особенно обидный вариант этих черепков получается в отношении активы и интеллигенции нынешний российский политический строй это абсолютизм который хочет быть просвещенным хозяйственный строй это крепостничество которое хочет быть культурным поэтому советский барин любит щеголять культурой и белыми перчатками обращаясь к аналогии крепостных времен следует вспомнить что тот самый мирабо из стихотворения Дениса Давыдова современная песня который который пьяного Гаврилу за измятая жабо хлещет в усы в рыло относится весьма сочувственно к Вольтеру и украшал жизнь свою крепостным балетом он конечно был покровителем и наук и искусств он скажем после хорошей псовой охоты по мужичьим полям или после соответствующей операции на конюшне был очень непрочь отдохнуть душой телом за созерцанием каких-нибудь этаких черных тюльпанов по этой самой причине он милостиво пригласит в свой барский кабинет ученого хотя и тоже крепостного садовода и будет вести с ним проникновенные разговоры о цветоводстве или о том как бы этак распланировать барский парк чтобы соседнее буржуазное поместье сдохло от зависти как видите тема эта довольно тонкая бурмистр же столь тонких разговоров вести не может он выполняет функцию грубую бьет плебс по морде садовода пороть невыгодно на обучение его какие-то деньги ухлопали а на место бурмистра можно поставить приблизительно любого обормота с достаточно административными деланями и челюстями вот приблизительная схема взаимоотношений треугольника партия актив интеллигенция как эта схема складывается в последние годы ибо именно в последние годы стало ясно что с интеллигенцией власть одновременно и перепланировала и не допланировала истребление буржуазной интеллигенции было поставлено в таких масштабах что когда план при содействии доблестных активистских челюстей был выполнен то оказалось что почти никого не осталось новая советская пролетарская и так далее интеллигенция оказалась еще более контрреволюционной чем была старая интеллигенция и менее грамотной технически и орфографически чем была старая даже полуинтеллигенция образовалась дыра или по советской терминологии прорыв острая нехватка кадров врачебных технических педагогических и прочих интеллигент оказался в цене а недорезанный старый в еще больший это не поворот политики и не эволюция власти просто закон спроса и предложения или по Марксу голый чистоган при изменившемся соотношении спроса активистским челюстям снова найдется работа теперь представьте себе психологию актива он считает что он соль земли и надежда мировой революции он проливал кровь ему не единожды не дважды проламывали череп и выпускали кишки он безусловно верный пес советского абдулгамидизма примечание абдулгамид турецкий султан в 1876 1909 годах его правление было отмечено жестоким деспотизмом а также погромами национальных меньшинств армян и греков ни в каких уклонах сознательных по крайней мере он невиновен и повинен быть не может для уклона нужны все-таки хоть какие-нибудь мозги хоть какая-нибудь совесть ни тем ни другим актив не обременен можете вы представить себе уездного держиморду замешанного в бессмысленных мечтаниях и болеющего болями и скорбями страны по всему этому актив считает что кто-то а ушон-то во всяком случае имеет право на начальственные благодеяния и на тот жизненный пирог который увы проплывает мимо его стальных челюстей и разинутой пасти и попадает в руки интеллигенции руки заведомо иронические и неблагонадежные а пирог попадает все-таки к интеллигенции цепных псов никогда особенно не кормят говорят что они от этого бывают злее не кормят особенно и актив прежде всего потому что кормить доста вообще нечем а то что есть перепадает преимущественно людям в цене то есть партийные верхушки и интеллигенции все это очень обидно и очень как-то двусмысленно скажем актив обязан соглядатой стоить и в первую голову соглядатой стоить за интеллигенции и в особенности за советской пролетарской ибо ее больше и она более активна как бы осторожно человека не учили он от этого приобретает скверную привычку думать а ничего в мире советская власть так не боится как оружие в руке и мысли в голове у трудящихся масс оружие можно отобрать но каким хотя бы самым пронзительным обыском можно обнаружить например склад опасных мыслей слежка за мыслями вещь тонкая и активу явно не под силу но следить он обязан откопают помимо какого-нибудь приставленного к этому дело петьки какой-нибудь троицко-бухаринский проваливатский уклон загиб и сейчас же петьку за жабры а ты что не вцепился и поедет петька или на амударью или в ббк а с другой стороны как его сигнализируешь интеллигент он все превзошел депеши выдумывает может а уж петьку ему этаким уклона загибом обойти дело совсем плевое возьмет в руки книжку и ткнет оттуда петь куносом видишь кем написано бухариным каменевым радыком написано смотри порт издат есть есть под редакцией коммунистической академии написано написано ну так и пошел ты ко всем чертям активисту ничего не остается как пойти ко всем чертям но и в этом место пребывания активисту будет неуютно ибо откуда его бедная чугунная голова может знать была ли инкриминируемая бухаринска прочая фраза или цитата написана до разоблачения или после покаяния или она успела проскочить перед обалделом взором коммунистической академии в промежуток между разоблачением и покаянием и не придется ли означенному бухарину за означенную фразу снова разоблачаться пороться каяться и не влетит или при этом оному активисту с задним числом и по тому же месту не досмотришь и притупление классовой бдительности хождение на поводу классового врага гнилой оппортунизм смычка с враждебными партии элементами перестараешься и опять палка головокружение перегиб специядство развал работы и даже травле интеллигенции и как тут отличить линию от загиба недооценку от переоценки пролетарскую общественность от головы администрирования и халтуру от кабака на всей этой терминологии кружатся и гибнут головы наполненные и не одним только энтузиазмом ставка на сволочь советскую власть в зависимости от темперамента или от политических убеждений оценивают как известно с самых различных точек зрения но по-видимому за скобки всех этих точек зрения можно вынести один общий множитель как будто бесспорный советская система как система власти во что бы то ни стало показала миру недосягаемый образец техники власти как бы мы не оценивали советскую систему бесспорным кажется еще одно ни одна власть в истории человечества не ставила себе таких грандиозных целей ни одна в истории власть по дороге к своим целям не нагромоздила такого количества трупов и при этом осталась непоколебимой этот треугольник целей трупов непоколебимости создает целый ряд оптических иллюзий за голой техникой властвования людям мерещатся и энтузиазм и мистика и героизм и славянская душа черт знает что еще в 1918 году в германском Киеве мне как-то пришлось этак по душам разговаривать с Мануильским нынешним генеральным секретарем Коминтерна а тогда представителем Красной Москвы весьма неопределенного цвета Киеве я доказывал Мануильскому что большевизм обречен ибо сочувствие масс не на его стороне я помню как сейчас каким искренним пренебрежением посмотрел на меня Мануильский точно хотел сказать вот поди ж ты даже мировая война и та не всех еще дураков вывела послушайте дорогой мой усмехнулся он весьма презрительно да на какого же нам черта сочувствие масс нам нужен аппарат власти и он у нас будет а сочувствие масс в конечном счете наплевать нам на сочувствие масс очень много лет спустя пройдя всю суровую снимающую всякую иллюзию школу советской власти я так сказать своей шкурой прощупал этот уже реализованный аппарат власти в городах и в деревнях на заводах и в аулах в ЦСПС и в лагере и в тюрьмах только после всего этого мне стал ясен ответ на мой давнишний вопрос из кого же можно сколотить аппарат власти при условии отсутствия сочувствия масс ответ заключается в том что аппарат можно сколотить из сволочи и сколоченный из сволочи он оказался непреоборимым ибо для сволочи нет ни сомнения ни мысли ни сожаления ни сострадания твердой души прохвосты конечно эти твердой души активиста отнюдь не специфически русское явление в Африке они занимаются стрельбой по живым чернокожим целям в Америке линчуют негров покупают акции компании ноева ковчега это мировой тип это тип человека с мозгами барана челюстями волка и моральным чувством протоплазмы это тип человека ищущего решения плюгавых своих проблем в распоротом животе ближнего своего но так как никаких решений в этих животах не обнаруживается то проблемы остаются нерешенными а животы вспарываются дальше это тип человека участвующего шестнадцатым в очереди в коллективном изнасиловании реалистичность большевизма выразилась в частности в том что ставка на сволочь была поставлена прямо и бестрепетно я никак не хочу утверждать что мануильский был сволочью как не сволочью было торквемада но когда христианство тянуло людей в небесный рай кострами и пытками а большевизм в земной рай щекой и пулеметами то в практической деятельности ничего не поделаешь приходилось базироваться на сволочи технику организации и использование этой последней большевизм от средневековой и капиталистической кустарщины поднял до уровня самолетов и радио он этот актив собрал со всей земли отделил от всего остального населения химической пробой надоносы кровь отгородил стеной из ненависти вооружил пулеметами и танками сочувствием масс плевать нам на сочувствие масс лагерные промыслы актива когда я несколько осмотрелся кругом и ознакомился с людским содержанием ОГЧ мне стало как-то очень не по себе правда на воле актива никогда не удавалось вцепиться мне выкрыв серьез но как будет здесь в лагере здесь в лагере самый неудачный самый озлобленный обиженный богом и сталином актив все те кто глядел и не доглядел служил и переслужился воровал и проворовался у него вместо почти облюбованного партбилета годы каторги вместо автомобиля березовая полена и вместо власти нищенские лагерные блаты за лишние ложки ячменной каши а пирог пирог так мимо и ушел за что же боролись братишечки я сижу на полене кругом на полу валяются кипы личных дел и я пытаюсь как-нибудь разобраться или по насеткинской терминологии определить что куда высокий жилистый человек с костистым и сжеванным лицом в буденовке но без звезды и в военной шинели но без петлиц значит заключенный но из привилегированных проходит мимо меня и осматривает меня мое полено и мои дела смотревает внимательно и как-то презрительно озлобленно проходит в следующую закуту и оттуда я слышу его голос что эти сукины дети из погры опять нам какого-то профессора пригнали не юрес консул какой-то отвечает подобострастный голос но все равно мы ему здесь покажем университет мы ему очки взад вгоним твердон вызови мне фрейденберга слушай товарищ стародубцев фрейденберг один из украинских профессоров профессор математики в этом качестве он почему-то попал на должность статистика должность ничего общего со статистикой не имеющая статистик это низовой погонщик урч долженствующий в масштабе колонны то есть двух-трех бараков учитывать использование рабочей силы и гнать на работу всех кто еще не помер не подходящая для профессора фрейденберга должность товарищ стародубцев фрейденберг у телефона фрейденберг говорит стародубцев сколько раз я вам сукиному сыну говорил чтобы вы мне сюда этих хачкастых идиотов не присылали что чей приказ плевать мне на приказ я вам приказываю как начальник строевого отдела а то я вас совсем очкастым говном на девятнадцатый квартал вышибу тут вам не университет тут вы у меня не поразговариваете что молча черт вас раздери я вот вас самих в шизо посажу пять у вас вчера семь человек на работу не вышло плевать я хочу на их болезни вам приказано всех гнать что вы раньше матом крыть научитесь а потом будете разговаривать что вохра у вас нет если у вас завтра хоть один человек не выйдет я слушаю эту тираду пересыпанную весьма лопидарными но отнюдь непечатными выражениями личные дела в голову мне не лезут кто такой стародубцев какие у него права и функции что означает этот столь многообещающий прием и в какой степени моя теория советских взаимоотношений на воле может быть приложена здесь здесь у меня знакомых не души профессора с одним он как разговаривает двое служат в рч уборщиками совершенно ясно из чистого издевательства над очкастами один профессор рефлексологии штемпелюет личные карточки 10-15 часов однообразного движения рукой профессор рефлексологии психология в советской россии аннулирована раз нет души то какая же психология а профессор был такой как-то несколько позже не помню по какому-то именно поводу я сказал что-то о фрейдизме фрейдизм переспросил меня профессор это что новый уклон профессор был советского скорострельного призыва а уж новую советскую интеллигенцию актив ненавидит всеми фибрами своих твердых душ старая еще туда-сюда училась при царском строе кто теперь разберет а вот новая которая обошла и обставила активистов на самых глазах под самым носом тут есть от чего скрипеть зубами нет в качестве поддержки профессора никуда не годятся пытаюсь рассмотреть свою ситуацию теоретически к чему теоретически сводится эта ситуация надо полагать что я попал сюда потому что был нужен более высокому начальству вероятно из чекистов если это так на стародубцева не сейчас так позже можно будет плюнуть стародубцева можно будет обойти так что ему останется только зубами лязгать а если не так чем я рискую в конце концов едва ли большим чем просто лесные работы во всяком случае при любом положении попытки активов цепиться в икры нужно пресекать в самом корне так говорит моя советская теория ибо если не осадить сразу заедят эта публика значительно хуже урок хотя бы потому что урки гораздо толковее они если будут пырять ножом твоими каких-то конкретных интересов актив может вцепиться в горло просто из одной собачьей злости без всякой выгоды для себя и без всякого в сущности расчета из одной так сказать классовой ненависти в тот тот же вечер я прохожу мимо стола стародубцева эй как ваша фамилия тоже профессор я останавливаюсь моя фамилия солоневич я не профессор кто-то тут идиотам плохо приходится у меня становится нехорошо на душе значит началось значит нужно осаживать сейчас же а я здесь в урче как в лесу ничего не поделаешь стародубцев смотрит на меня в упор наглыми выпученными синими с прожилками глазами но не все же идиоты вот увы насколько я понимаю не так уж плохо устроились кто-то сзади хихикнул и заткнулся стародубцев вскочил с перекошенным лицом я постарался всем своим лицом и фигурой выразить полную и немедленную психологическую и физическую готовность дать его морду и для меня это вероятно грозило бы несколькими неделями изолятора для стародубцева несколькими неделями больницы но последнего обстоятельства стародубцев мог еще и не учитывать поэтому я предупреждаю готовый вырваться из уст стародубцева мат говорю ему этаким академическим тоном я видите ли не знаю вашего служебного положения но должен вас предупредить что если вы хоть на одну секунду попробуйте разговаривать со мной таким тоном как разговаривали с профессором френденбергом то получится очень нехорошо стародубцев стоит молча только лицо его подергивается я поворачиваюсь и иду дальше вслед мне несется ну погоди и уже пониженным голосом присовокупляет мат но этого мата я официально могу и не слышать я уже в другой комнате в тот же вечер сидя на своем полении я слышу в соседней комнате такой диалог чей-то голос товарищ стародубцев что такое ихтеолог ихтеолог это рыба такая допотопная сейчас их нету как нету а вот медгора требует сообщить сколько у нас на учете ихтеологов а то же сразу видно идиоты с университетским образованием голос стародубцева повышается в расчете на то чтобы я мог услышать его афоризм а то же удивительно как с высоким образованием так непременно идиот ну и пиши никаких допотопных рыб в распоряжении урча не имеется утрим нос парень замолк но видимо приступил к утиранию носа и вот к моему ужасу слышу я голос юры это не рыба товарищ стародубцев а ученый который рыб изучает а вам какое дело не разговаривать когда вас не спрашивают черт вас возьми я вас тут научу разговаривать всякий сукин сын будет лезть не в свое дело мне становится опять нехорошо вступиться с кулаками на защиту юры будет как-то глупо в особенности пока дело до кулаков еще не доходит смолчать дать этому активу прорвать наш фронт так сказать на юрином участке на какого черта юрин надо было лезть с его поправкой слышу срывающийся голос юры слушаюсь слушаю но только я доложу об этом начальнику уэрчи если бы ваши допотопные рыбы пошли в медгору была бы неприятность и ему У меня отходит от сердца. Молодцом, Юрчик, выкрутился. Но как долго и с каким успехом придется еще выкручиваться дальше? Нас поместили на жительство в палатке. Было электрическое освещение, из потолка вода не лилась. На температура на нарах была градусов 8-10 ниже нуля. Ночью пробираемся домой. Юра подавлен. Нужно куда-нибудь сматываться, Ватик. Заедя, сегодня я видал. Стародубцев вырвинул папиросу, позвал из другого комнаты профессора Д. И заставил его поднять. «Черт-то вы, матери! Лучше к куркам или в лес?» Я тоже думал, что лучше к куркам или в лес. Но я все еще не знал всего, что нам готовил ОРЧ и месяца, который нам предстояло провести в нем. Я также недооценивал волчью хватку Стародубцева. Он чуть было не отправил меня под расстрел. И никто еще не знал, что впереди будут кошмарные недели отправки подпорожских эшелонов на БАМ. Что эти недели будут безмерно тяжелее шпалерки, одиночки и ожидания расстрела. И все-таки, если бы не попали в ОРЧ, то едва ли бы мы выбрались из всего этого живьем. Разговор с начальством На другой день ко мне подходит один из профессоров-уборщиков. Класс вызывает начальник ОРЧ товарищ Богоявленский. Нервы, конечно, уже начинают тупеть. Но все-таки на душе опять тревожно и нехорошо. В чем дело? Не вчерашний ли разговор со Стародубцевым? Скажите мне, кто, собственно, этот Богоявленский? Из заключенных? Нет, старый чекист. Становится легче. Опять один из парадоксов советской путаницы. Чекист — это хозяин. Актив — это свора. Свора норовит вцепиться в любые икры, даже и те, которые хозяин предпочел бы видеть неизгрызанными. Хозяин может быть любой сволочью, но накинувшуюся на вас свору, он в большинстве случаев отгонит плетью. С мужиком и рабочим актив расправляется более или менее беспрепятственно. Интеллигенцию сажает само ГПУ. В столицах, где актив торчит совсем на задворках, это малозаметно, но в провинции ГПУ защищает интеллигенцию от актива. Или, во всяком случае, от самостоятельных поползновений актива. Такая же закута, как и остальные отделы УРЧ. Задрипанный письменный стол. За столом человек в чекистской форме. На столе перед ним лежит мое личное дело. Богоявленский окидывает меня суровым чекистским взором и начинает начальственное внушение, совершенно беспредметное и бессмысленное. А здесь, дескать, лагерь, а не курорт. Тут, дескать, не миндальничают, а с контрреволюционерами в особенности. За малейшее упущение или нарушение трудовой лагерной дисциплины, немедленно под арест в ШИЗО, штрафной изолятор. На девятнадцатый квартал, на лесную речку. Нужно взять большевистские темпы работы, нужна ударная работа. Ну и так далее. Это свирепое внушение действует как бальзам на мои раны. Эффект, какого Богоявленский никак не ожидал. Из этого внушения я умозаключаю следующее. Что Богоявленский о моих статьях знает, что лунные статьи в его глазах никаким препятствием не служат. Что о разговоре со страдупцем он или ничего не знает, или, зная никакого значения, ему не придает. И что, наконец, о моих будущих функциях он имеет то самое представление, которое столь блестяще было сформулировано Насеткиным. Что куда? Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что ваше предупреждение совершенно бесцельно. То есть как бесцельно? Свирепеет Богоявленский. Очень просто. Раз я попал в лагерь, в моих собственных интересах работать, как вы говорите, ударно и стать ценным работником. В частности, для вас. Дело тут не во мне. А в ком же, по-вашему, дело? Гражданин начальник, ведь через неделю-две в одной только погре будет 25-30 тысяч заключенных, а по всему отделению их будет 1040-50. Ведь вы понимаете, как при таком аппарате, ведь и мне в конечном счете придется отвечать, всему РЧ и мне тоже. Да уж насчет отвечать, это будете спокойны, не поцеремонимся. Ну, конечно. На воле тоже не церемонятся. Но вопрос в том, как при таком аппарате организовать расстановку этих 40 тысяч. Запутаемся ведь к чертовой матери. Да, на аппарат-то у вас не очень. А на воле вы где работали? Я изобретаю соответствующий момент у стаж. Так что вы стоите, садитесь. Если вы разрешите, гражданин начальник, мне кажется, что вопрос идет о квалификации существующего аппарата. Особенно в низовке, в бараках и колоннах нужно бы небольшие курсы организовать на основе ударничества. И я запинаюсь. Усталость. Мозги не работают. Вот дернуло нелегкое ляпнуть об ударничестве. Не хватало еще ляпнуть что-нибудь о соцсоревновании. Совсем подмочил бы свою нарождавшуюся деловую репутацию. Да, курс это бы неплохо. Да кто будет читать? Я могу взяться. Медгора должна помочь. Деление как-никак ударное. Да, это надо обдумать. Берите папироску. Спасибо. Я островер. Моя образцово-показательная коробка опять появляется на свет божий. Богоявленский смотрит на нее не без удивления. Я протягиваю. Пожалуйста. Богоявленский берет папиросу. Откуда это в лагере люди такие папиросы достают? Из Москвы приятелю послали. Сами не курят, а записаны в распределитель номер первый. Распределитель номер первый — это правительственный распределитель для наркомов и ижи с ними. Богоявленский это, конечно, знает. Минут через двадцать мы расстаемся с Богоявленским несколько не в том тоне, в котором встретились. Техника гибели масс. Мои обязанности юрист-консульта и экономиста-плановика имели то замечательное свойство, что никто решительно не знал, в чем именно они заключаются. Я знакомился с новой для меня отраслью советского бытия и по мере своих сил пытался завести в УРЧ какой-нибудь порядок. Богоявленский, надо отдать ему справедливость, оказывал мне в этих попытках весьма существенную поддержку. Актив изводил нас с Юрой десятками мелких бессмысленных подвохов, но ничего путного сделать не мог, а, как оказалось, впоследствии концентрировал силы для генеральной атаки. Чего этому Активу было нужно, я так и не узнал до конца. Возможно, что одно время он боялся, как бы я ни стал на скользкие пути разоблачения его многообразного воровства, вымогательства и грабежа. Но для такой попытки я все-таки был слишком стеклянным воробьем. Благоприобретенные за счет мужицких жизней бутылки советской сивухи распивались, хотя и келейно, но вкупе с главкой административного отдела. Третьи части и прочих лагерных заведений. Словом, та же схема. Ванька в колхозе, Степка в милиции, Петька в госпирте. «Попробуйте пробить эту цепь круговой приятельской пролетарской поруки. Это и на воле жизни опасно, а в лагере уж проще сразу повеситься. Я не собирался ни вешаться, ни лезть с буржуазным уставом в пролетарский монастырь. Но актив продолжал нас травить. Бессмысленно и в сущности бесцельно. Потом в эту сначала бессмысленную травлю вклинились мотивы деловые, весьма весомые. Разыгралась одна из бесчисленных в России сцен классовой борьбы между интеллигенцией и активом. Борьбы за человеческие жизни. Беспощадность в качестве системы. Техника истребления масс имеет два лица. С одной стороны простирается кровавая рука ГПУ. То есть система обдуманная, беспощадно жестокая, но все же небессмысленная. С другой стороны действует актив, который эту безумность доводит до полной бессмыслицы. Уже никому, в том числе и ГПУ, решительно ни для чего не нужной. Так делается и на воле, и в лагере. Лагерный порядок поставлен так. Заключенный Иван должен срубить и напилить 7,5 кубометров леса в день или выполнить соответствующее количество другой работы. Все эти работы строго нормированы и нормы напечатаны в справочниках. Этот Иван получает свое дневное пропитание исключительно в зависимости от количества выполненной работы. Если он выполняет норму целиком, он получает 600 грамм хлеба. Если не выполняет, получает 500, 400 и даже 200 грамм. На Н-ном лагпункте имеется 1000 таких Иванов, следовательно, Н-ский лагпункт должен выполнить 7,5 тысяч кубометров. Если эта норма выполнена не будет, то не только отдельные Иваны, но и весь лагпункт в целом получит урезанную порцию хлеба. При этом нужно иметь в виду, что хлеб является почти единственным продуктом питания и что при суровом приполярном климате 600 грамм обозначает более или менее стабильное недоедание. 400 – вымирание, 200 – голодную смерть. Количество использованных рабочих рук подсчитывает УРЧ. Количество и качество выполненной работы – производственный отдел, на основании данных которого отдел снабжения выписывает то или иное количество хлеба. Нормы эти технически не выполняются никогда. И от того, что рабочая сила находится в состоянии постоянного истощения, и от того, что советский инструмент, как правило, никуда не годится, и от того, что на каждом лагерном пункте имеется известное количество отказчиков, преимущественно УРК и по многим другим причинам. Техники вроде Лепешкина, экономисты вроде меня, инженеры и прочие интеллигенты непрестанно изощряются во всяких комбинациях, жульничествах, подлогах, чтобы половину выполненной работы изобразить в качестве 70% и чтобы отстоять лагпункты от голодания. В некоторой степени это удается почти всегда. При этой поправке и, так сказать, при нормальном ходе событий, лагпункты голодают, но не вымирают. Однако нормальный порядок – вещь весьма неустойчивая. Карьер 3. На лагпункте ПОГРА занят земляными работами. Эти работы опять-таки нормированы. Пока карьер копает в нормальном грунте, дело кое-как идет. Затем землекопы наталкиваются на так называемый плывун – водоносный слой песка. Полужидкая песчаная кашица распыляется с лопат и стачек. Нормы выполнить физически невозможно. Кривая разработки катастрофически идет вниз. Также катастрофически падает кривая снабжения. Бригада карьера – тысяча две землекопов – начинает пухнуть от голода. Кривая выработки падает еще ниже. Кривая снабжения идет вслед за нею. Бригады начинают вымирать. С точки зрения обычной человеческой логики, нормы эти нужно пересмотреть. Но такой пересмотр может быть сделан только управлением лагеря и только с санкцией ГУЛАГа в каждом отдельном случае. Это делается для того, чтобы никакое местное начальство, на глазах которого дохнут люди, не имело бы никакой возможности прикрывать объективными причинами, какими бы то ни было, производственные прорывы. Это делается также потому, что система, построенная на подстегивании рабочей силы, угрозы и голодной смерти, должна показать людям эту смерть, так сказать, в натуральном виде, чтобы публика не думала, что это кто-то с нею собирается шутки шутить. В данном случае, с карьером 3, санкция на пересмотр нормы пришла только тогда, когда все бригады полностью перешли в так называемую слабосилку. Место, куда отправляют людей, которые уже совсем валятся с ног от голода или от перенесенной болезни, где им дают 600 грамм хлеба и используют на легких и ненормированных работах. Обычный лагерник проходит такую слабосилку раза три за свою лагерную жизнь. С каждым разом поправка идет все труднее. Считается, что после третьей слабосилки выживают только исключительно крепкие люди. Конечно, лагерная интеллигенция иногда при прямом попустительстве местного лагерного начальства, ежели от начальства толковые, изобретает самые фантастические комбинации для того, чтобы спасти людей от голода. Так в данном случае была сделана попытка работы в карьере прекратить совсем, а землекопов перебросить на лесные работы. Но об этой попытке узнал о правлении лагеря, и ряд инженеров поплатился добавочными сроками, арестом и даже ссылкой на соловки. В бригадах из двух тысяч человек до слабосилки и в самой слабосилке умерло по подсчетам Бориса около 1600 человек. Это беспощадность, обдуманная и осмысленная. Бороться с нею почти невозможно. Это система. В систему входят, конечно, и расстрелы, но я не думаю, чтобы по Беломорско-Балтийскому лагерю расстреливали больше двух-трех десятков человек в день. Активистская поправка к системе беспощадности Параллельно этой системе, возглавляемой и поддерживаемой ГПУ, развивается многополезная деятельность актива, причиняющая лагерному населению неизмеримо большие потери, чем ГПУ, слабосилка и расстрелы. Эта деятельность актива направляется, говоря схематично, тремя факторами – рвением, безграмотностью и бестолковщиной. Пункт А. Рвение. Пребывающие в лагерь эшелоны этапников попадают в карантин и распределительные пункты, где людям дают 600 грамм хлеба и где нормированных работ нет. Лагерная система с необычайной жестокостью относится к использованию рабочей силы. Переброски из отделения в отделение делаются только в выходные дни. Пребывание лагерников в карантине и на распределительном пункте считается утечкой рабочей силы. Эта утечка организационно неизбежна. Но ОРЧ должен следить за тем, чтобы ни одного лишнего часа лагерник не проторчал вне производственной бригады. ОРЧ из кожи лезет вон, чтобы в самом стремительном порядке разгрузить карантин и распределительные пункты. Этим делом заведуют стародубцев. Десятки тысяч лагерников, еще не оправившихся от тюремной голодовки, еще еле таскающих свои истощенные ноги, перебрасываются на лесные работы в карьеры. Но делать им там нечего. Инвентаря еще нет. Нет пил, топоров, лопат, тачек, саней. Нет и одежды. Но одежды не будет совсем. В лесу на 20-ти градусных морозах, по пояс снегу, придется работать в том, в чем человека застал арест. Если нет топоров, нормы выполнены не будут. Люди хлеба не получат по той же причине, по которой не получили хлеба землекоп и карьера номер три. Но там давали хотя бы по 400 грамм. Все-таки хоть что-то докопали, а здесь буду давать только 200, ибо выработка равна приблизительно нулю. Следовательно, УРЧ в лице Стародубцева выполняет свое задание, так сказать, в боевом порядке. Он рабочую силу дал. Что с этой силой будет дальше, его не касается. Пусть расхлябывает производственный отдел. Производственный отдел в лице своих инженеров мечется, как угорелый, собирает топоры и пилы, молит, а при остановке этого потока людей, не могущих быть использованными. А поток все льется. Пришлось говорить Богоевленскому не о том, что люди гибнут. На эту тему было наплевать, а о том, что если через неделю-две придется поставить на положение слабосилки половину лагеря, за это и ГУЛАГ по головке не погладит. Поток был приостановлен. И это было моим первым деловым столкновением со Стародубцевым. Пункт Б. Безграмотность. Строительство гидростанции на реке Ниве, Нивострой, требует от нашего отделения 860 плотников. По таким требованиям высылают крестьян, исходя из того соображения, что всякий крестьянин более или менее плотник. В партию, назначенную на отправку, попадают 140 узбеков, которые в личных карточках в графе «Профессия» помечены крестьянами. Урчевские активы понятия не имеют о том, что эти узбеки, выросшие в безводных и безлесных пустынях Средней Азии, с плотничьим ремеслом не имеют ничего общего. Что, следовательно, как рабочая сила, они будут бесполезны. Как едоки, они, не вырабатывая нормы, будут получать по 200-400 грамм хлеба. Что они, как жители знойной и сухой страны, попав за полярный круг в тундру, в болото, в полярную ночь, вымрут, как мухи, от голода и от цинги. Пункт В. Бестолковщина. Несколько дней подряд Стародубцев изрыгал в телефонную трубку совершенно неописуемую хулу на начальство третьего лагпункта. Но эта хула была, так сказать, обычным методом административного воздействия. Каждое советское начальство, вместо того, чтобы привести в действие свои мыслительные способности, при всяком прорыве хватается прежде всего за привычное оружие разноса и разгрома. Нехитро, кажется, было бы догадаться, что если прорыв налицо, то все, что можно было сделать в порядке матерной эрудиции, было сделано уже без Стародубцева. Что подтягивали, завинчивали гайки, крылья матом и сажали под арест и бригадиры, и статистики, и начальники колонн, и уж разумеется начальник лагпункта. Никакой Америки Стародубцев тут изобрести не мог. Нехитро было бы догадаться и о том, что если низовой мат не помог, то и Стародубцевский не поможет. Во всяком случае, эти феоритуры продолжались дней пять, и я как-то слыхал, что на третьем лагпункте дела обстоят совсем дрянь. Наконец вызывает меня Богоявленский, с которым к этому времени у меня успели установиться кое-какие деловые отношения. Послушайте, разберитесь-ка вы в этой чертовщине. По нашим данным, третий лагпункт выполняет свою норму почти целиком. Эти идиоты из продовольственного отдела ПРО показывают только 25%. В чем здесь дело? Я засел за кипу сводок, сотни которых можно было бы покрыть доброе немецкое княжество. Графы сводок, говорящие об использовании конского состава, навели мне на некоторые размышления. Звоню в ветеринарную часть лагпункта. Что у вас такое с лошадьми делается? У нас, говоря откровенно, с лошадьми фактически дело совсем дрянь. Да вы говорите толком, в чем дело? Так что лошади фактически не работают. Почему не работают? Так что, можно сказать, почти все подохли. Отчего подохли? Это, так сказать, по причине веточного корма. Как его, значит, осенью силосовали, так вот, значит, как есть, все кони передохли. А на чем же вы лес возите? Говоря, фактически на спинах возим ручной тягой. Все сразу стало понятно. Компания, конечно, ударная на внедрение веточного корма провалилась по Руси, когда я еще был на воле. Когда от раскулачивания и коллективизации не то что овес, а и трава расти перестала. Власть стала внедрять веточный корм из сосновых и еловых веток, замечательно калорийный, богатый витаминами и прочее. Это было нечто вроде пресловутого кролика. Кто дерзал сомневаться или, боже упаси возражать, ехал в концлагерь. Колхозные мужики и бабы уныло бродили по лесам, нарезали еловые сосновые ветки, потом эти ветки запихивались в силосные ямы. Та же история была проделана и здесь. Пока было сено, лошади кое-как держались. Когда перешли на стопроцентный дровяной способ кормления, лошади передохли все. Начальство лохпункта совершенно правильно рассудило, что особенно торопиться с констатированием результатов этого елого соснового кормления ему совершенно незачем. Ибо хотя это начальство в данном нововведении уж никак повинно не было, но вздуют в первую очередь его по той именно схеме, о которой я говорил в главе об активе. Отвечает преимущественно самый младший держиморда. Дрова таскали из лесу на людях на расстоянии от 6 до 11 километров. Так как подвозка ручной тягой в нормировочных ведомостях предусмотрена, то лагерники выполнили приблизительно 70-50% нормы, но не по рубке, а по перевозке. Путем некоторых статистических ухищрений лохпунктовская интеллигенция подняла этот процент до 100. Но от всех этих мероприятий дров отнюдь не прибавилось. Единственное, что могла сделать интеллигенция производственного отдела, это путем примерно таких же ухищрений поднять процент фактической заготовки дров с 50, скажем, до 40-50%. Отдел снабжения из этого расчета и выдавал продовольствие лагпункту. Население лагпункта стало помаленьку переезжать в слабосилку, а это тоже не так просто. Для того, чтобы попасть в слабосилку, раньше нужно было добиться врачебного осмотра. Нужно, чтобы были объективные признаки голодного истощения. А в этих признаках разбирался не столько врач, сколько члены комиссии из того же актива. И, наконец, в слабосилку, всегда переполненную, принимают далеко не всех. Лагпункт вымирал уже к моменту моего открытия этой силосованной чепухи. Когда я с этими результатами пошел на доклад к Богоявленскому, Стародубцев кинулся сейчас же вслед за мной. Я доложил, Богоявленский посмотрел на Стародубцева. Две недели, две недели, ни черта толком узнать даже не могли. Работники, мать вашу, вот посажу я вас на месяц с ШИЗО. Но не посадил. Стародубцев считался незаменимым специалистом по урчевским делам. В Медгору полетела средактированная в трагических тонах телеграмма с просьбой разрешить внеплановое снабжение третьего лагпункта ввиду открывшейся конской эпидемии. Через три дня из Медгоры пришел ответ. Выяснить и подвергнуть суровому наказанию виновных. Теперь в дело был брошен актив третьей части. Арестовали ветеринаров, конюхов, возчиков. Арестовали начальника лагпункта чекиста. Но никому в голову не пришло подумать о том, что будет с лошадьми и силосованным дубьем на других лагпунктах. А на третьем лагпункте работало около пяти тысяч человек. Конечно, помимо, так сказать, массовых мероприятий, актив широко практикует и индивидуальный грабеж тех лагерников, у которых что-нибудь есть, а также и тех, у которых нет решительно ничего. Так, например, от посылки на какой-нибудь невострой можно откупиться литром водки. Литр водки равен заработку лесоруба за 4-5 месяцев каторжной работы. Лесоруб получает 3 рубля 80 копеек в месяц, и на эти деньги он имеет право купить в ларьке 500 грамм с сахаром и 20 грамм махорки в месяц. Конечно, лучше обойти себе с сахару и без махорки, и даже без марок для писем домой, чем поехать на невострой. Способов в этом роде иногда значительно более жестоких в распоряжении актива имеется весьма обширный выбор. И я полагаю, что в случае падения советской власти этот актив будет вырезан приблизительно сплошь, так, в масштабе семизначных чисел. Отнюдь не будучи человеком кровожадным, я полагаю, что стоит. За что люди сидят? Все эти прорывы, кампании и прочая кровавая чепуха касалась меня как экономиста-плановика, хотя я за все свое пребывание на этом ответственном посту ничего и ни на одну копейку не напланировал. В качестве же юрист-консульта я, несмотря на оптимистическое мнение Насеткина, что я сам разберусь что куда, все-таки не мог сообразить, что мне делать с этими десятками пудов личных дел. Наконец я сообразил, что если я определю мои никому неизвестные функции как оказание юридической помощи лагерному населению, то это будет нечто соответствующее по крайней мере моим собственным устремлениям. На юридическую помощь начальство посмотрело весьма косо. Что? Кулаков собираетесь из лагеря выцарапывать? Но я заявил, что по инструкции ГУЛАГа такая функция существует. Против инструкции ГУЛАГа Богоявленский, разумеется, возражать не посмел. Правда, он этой инструкции и в глаза не видал. Я тоже. Но инструкция ГУЛАГа, даже и не существующая, звучала как-то внушительно. От тридцати пудов этих дел несло тяжким запахом того же бесправия и той же безграмотности. Тут действовала та же схема. Осмысленная беспощадность ГПУ и бессмысленное и безграмотное рвение актива. С папками, прибывшими из ГПУ, мне не оставалось делать решительно ничего. Там стояло. Иванов по статье такой-то срок 10 лет. И точка. Никакой юридической помощи тут не выжмешь. Городское население сидело почти исключительно по приговорам ГПУ. Если и попадались приговоры судов, то они в подавляющем большинстве случаев были мотивированы с достаточной по советским масштабам убедительностью. Крестьяне сидели и по приговорам ГПУ, и по постановлениям бесконечных троек и пятерок. По раскулачиванию, по коллективизации, по хлебозаготовкам. Я даже наткнулся на приговоры троек по внедрению веточного корма. Того самого. Здесь тоже ничего нельзя было высосать. Приговоры обычно были формулированы так. Иванов Иван. Средняк. 47 лет. 7, 8, 10 лет. Это означало, что человек сидит за нарушение закона о священной социалистической собственности. Закон от 7 августа 1932 года. И приговорен к 10 годам. Были приговоры народных судов. Были и мотивированные приговоры разных троек. Один мне попался такой. Человека засадили на 10 лет за кражу трех картошек на колхозном поле. Каковые картофелины были обнаружены приозначенному обвиняемому Иванове обыском. Мотивированные приговоры были мукой мученической. Если и был какой-то состав преступления, то в литературных упражнениях какого-нибудь выдвиженца, секретарствующего в краснококшайском народном суде, этот состав был запутан так, что ни начала, ни конца. Часто здесь же рядом в деле лежит и заявление осужденного, написанное уже в лагере. И из заявления ничего не понять. Социальное положение, конечно, бедняцкое, клятвы в верности к социалистическому строительству и нашему великому вождю, призывы к пролетарскому милосердию. Одновременно и полное, и чистосердечное раскаяние, и просьба о пересмотре дела, потому как трудящий с самых малых лет, а что написано у приговорей, так у том виноват не был. Из таких приговоров мне особенно ясно помнится один. Крестьянин Бузулукского района Фадей Лычков осужден на 10 лет за участие в бандитском нападении на колхозный обоз. Здесь же к делу пришита справка Бузулукской больницы. Из этой справки ясно, что за месяц до нападения и полтора месяца после него Лычков лежал в больнице в сыпном тифу. Такое алиби, что дальше некуда. Суд в своей мотивировке признает и справку больницы, и алиби, а 10 лет все-таки дал. Здесь же в деле покаянное заявление Лычкова, из которого понять окончательно ничего невозможно. Я решил вызвать Лычкова в УРЧ для личных объяснений. Актив сразу же полез на стенку. Я разваливаю трудовую дисциплину, я отрываю рабочую силу и прочее, прочее, прочее. Но за моей спиной уже стояла пресловутая инструкция ГУЛАГа, в которую я, в меру элементарнейшего правдоподобия, мог втиснуть решительно все, что мне вздумается. На этот раз Богоявленский посмотрел на меня не без некоторого недоверия. Что-то врешь ты, брат, насчет этой инструкции, но вслух сказал только, ну что ж, раз инструкция есть, только вы не очень уж этим пользуетесь. Вызванный в УРЧ Лычков объяснил, что ни о каком нападении он, собственно говоря, решительно ничего не знает. Дело же заключается в том, что он, Лычков, находится в конкурирующих отношениях с секретарем сельсовета по вопросу о какой-то юной колхознице. В этом соцсоревновании секретарь первого места не занял, и Лычков был пришит к бандитскому делу и поехал на 10 лет в ББК. «Не соревнуйся с начальством». В особенно подходящий момент мне как-то особенно ловко удалось подъехать к Богоявленскому, и он разрешил мне переслать в Медгору десятка-полтора таких дел для дальнейшего направления на их пересмотр. Это был мой последний успех в качестве юрист-консульта. Актив схватил за горло. Сел я в Галошу и задел по выяснению. Дела же эти заключались в следующем. Территория ББК, как я уже об этом говорил, тянется в меридиальном направлении приблизительно 1200 километров. По всей этой территории идут непрерывные обыски, облавы, проверки документов и прочее в поездах, на пароходах, на мостах, на базарах, на улицах. Всякое лицо, при котором не будет обнаружено достаточно убедительных документов, считается бежавшим лагерником и попадает в лагерь до выяснения. Время доказательств, по традиции ГПУ, возлагается на обвиняемого. Докажи, что ты не верблюд. Человек, уже попавший в лагерь, ничего толком доказать, разумеется, не в состоянии. Тогда местный УРЧ через управление ББК начинает наводить справки и по указанным арестованным адресам его квартиры, его службы, профсоюза и прочее. Разумеется, что при темпах мрачных выдвиженцев такие справки могут тянуться не только месяцами, но и годами. Тем временем незадачливого путешественника перебросят куда-нибудь на Ухту, в Вишеру, вдаль лаг, и тогда получается вот что. Человек сидит без приговора, без срока, а где-то там на воле семья попадает под подозрение, особенно в связи с паспортизацией. Мечится по всяким советским кабакам, всякий кабак норовит отписаться и отделаться. И получается, черт знает что. Из этой кучи дел, которую я успел разобрать, таких выясняющихся набралось около полусотни. Примечание. Северный лагерь находится в автономной республике Коми на реке Ухте. Вишерский лагерь на территории нынешней Пермской области в районе реки Вишеры. Дальневосточный лагерь в Хабаровском крае. Все три лагеря были учреждены в 1929 году. Были и забавные. Какой-то питерский коммунист, фамилии не помню, участвовал в рабочей экскурсии на Беломорско-Балтийский канал. Экскурсантов возят по каналу так. Документы отбираются. Вместо документов выдается какая-то временная бумажонка. И делается свирепое предупреждение. От экскурсии не отбивайся. Мой коммунист, видимо, полагал, что ему, как партийному, особые законы не писаны. От экскурсии отбился, как он писал, по причине индивидуального пристрастия к рыбной ловле удочкой. При этом, не большевистском занятии, он свалился в воду. А когда вылез и высох, то оказалось, что экскурсия ушла, а бумажка в воде расплылась и разлезлась до неузнаваемости. Сидел он из-за своего индивидуального пристрастия уже восемь месяцев. Около полугода в его деле лежали уже все справки, необходимые для его освобождения, в том числе справка от соответствующей парторганизации и справка от Медгорского управления ББК с приложением партийного билета незадачливого рыболова. А в билете и его фотография. Человек грешный, в скорострельном освобождении этого рыболова я отнюдь заинтересован не был. Пусть посидит и посмотрит. Любишь кататься, люби дрова возить. Но остальные дела как-то не давали покоя моей интеллигентской совести. Загвоздка заключалась в том, что, во-первых, лагерная администрация ко всякого рода освободительным мероприятиям относилась крайне недружелюбно. А во-вторых, в том, что среди этих дел были и такие, которые лежали в УРЧ в окончательно выясненном виде больше полугода. И они давно должны были быть отправлены в управление лагерем в Медвежью гору. Это должен был сделать стародубцев. С точки зрения лагерно-бюрократической техники здесь получалась довольно сложная комбинация. Я бы ее провел, если бы не сделал довольно грубой технической ошибки. Когда Богоявленский слегка заел по поводу этих дел, я сказал ему, что говорил с инспектором Мининым, который в эти дни инструктировал наш УРЧ. Минин был из Медвежьей горы, а следовательно начальство, и следовательно от Медвежьей горы скрывать уже было нечего. Но с Мининым я не говорил, а только собирался поговорить. Богоявленский же собрался раньше меня. Вышло очень неудобно. И во-вторых, я не догадался как-нибудь заранее реабилитировать Стародубцева и выдумать какие-нибудь объективные обстоятельства, задержавшие дела в нашем УРЧ. Впрочем, ничем эта задержка Стародубцеву не грозила, разве только лишним крепким словом из уст Богоявленского. Но всей этой ситуации оказалось вполне достаточно для того, чтобы толкнуть Стародубцева на решительную атаку. В один прекрасный день, очень невеселый день в моей жизни, мне сообщили, что Стародубцев подал в третью часть, в лагерное ГПУ или, так сказать, ГПУ в ГПУ, заявление о том, что в целях контрреволюционного саботажа работы УРЧ и мести ему Стародубцеву, я украл из стола Стародубцева 72 папки личных дел, освобождающихся лагерников, и сжег их в печке. И что это заявление подтверждено свидетельскими показаниями полудюжны других урчевских активистов, я почувствовал, что, пожалуй, не много раз в моей жизни я стоял так близко к стенке, как сейчас. Теоретическая схема мне была уныло ясна, безнадежно ясна. А заявления Стародубцева и показаний активистов для третьей части будет вполне достаточно, тем более, что и Стародубцев, и активисты, и третья часть, все это были свои парни, своя шпана. Богоявленского, а же я подвел своим мифическим разговором с Мининым. Богоявленскому я все же не всегда и не очень был удобен своей активностью, направленной преимущественно в сторону гнилого либерализма. И, наконец, когда разговор дойдет до Мингора, то Богоявленского спросят, а на какой же черт он, вопреки инструкции, брал на работу контрреволюционера, да еще с такими статьями? А так как дело по столь контрреволюционному преступлению, да еще и караемому высшей мерой наказания должно было пойти в Медгору, то Богоявленский, конечно, сбросит меня со счетов и отдаст на растерзание. В лагере, да и на воле тоже, можно рассчитывать на служебные и личные интересы всякого партийного и полупартийного начальства, но на человечность и даже на простую порядочность рассчитывать нельзя. Деталей стародубцевского доноса я не знал, да так и не узнал никогда. Не думаю, что шесть свидетельских показаний были средактированы без вопиющих противоречий. Для того, чтобы в таком деле можно было обойтись без противоречий, нужны все-таки мозги, но ведь мне и перед расстрелом этих показаний не покажут. Можно было, конечно, аргументировать и тем соображением, что ежели я собирался с диверсионными целями срывать работу лагеря, то я мог придумать для лагеря что-нибудь менее выгодное, чем попытку оставить в нем на год два лишних более 70 пар рабочих рук. Можно было бы указать психологическую несообразность предположения, что я, который лез в бутылку из-за освобождения всех, кто, так сказать, попался под руку, не смог выдумать другого способа отмщения за мои поруганные стародубцем высокие чувства, как задержать в лагере 72 человека, уже предназначенных к освобождению. Конечно, всем этим можно было бы аргументировать, а если и ленинградское ГПУ в лице товарища Добротина ни логики, ни психологии обучено не было, то что уж говорить о шпане из-под Порожской третьей части. Конечно, полсотни дел по выяснению, из-за которых я в сущности и сел, были уже спасены. Минин забрал их в Медвежью гору. Конечно, несть больше любви, аще кто душу свою положит за други своя, но я с прискорбием должен сознаться, что это соображение решительно никакого утешения мне не доставляло. Роль мученика при всей ее сценичности написана не для меня. Я в сотый, вероятно, раз нехорошими словами вспоминал своего интеллигентского червячка, который заставляет меня лезть в предприятие, в которых так легко потерять все, в которых ни в каком случае ничего нельзя выиграть. Это было очень похоже на пьяницу, которой клянется ни одной больше рюмки, клянется с утреннего похмелья до вечерней выпивки. Некоторый просвет был с одной стороны. Донос был сдан в третью часть пять дней тому назад, и я до сих пор не был арестован. В объяснении этой необычайной отсрочки можно было бы выдумать достаточное количество достаточно правдоподобных гипотез. Но гипотезы решительно ничего не устраивали. Борис в это время лечил от романтической болезни начальника третьей части. Борис попытался кое-что у него выпытать, но начальник третьей части ухмылялся с несколько циничной загадочностью и ничего путного не говорил. Борис был такого мнения, что на все гипотезы и на все превентивные мероприятия нужно плюнуть, нужно бежать, не теряя ни часу. Но как бежать и куда бежать? У Юры была странная смесь оптимизма с пессимизмом. Он считал, что и из лагеря, в частности, и из Советской России вообще, для него советские лагери Советской России были приблизительно одним и тем же, у нас все равно нет никаких шансов вырваться живьем. Но вырваться все же необходимо. Это вообще. А в каждом частном случае Юра возлагал несокрушимые надежды на так называемого Шпигеля. Шпигель был юным евреем, которого я никогда в глаза не видал и которому я в свое время оказал небольшую, в сущности, пустяковую и вполне, так сказать, заочную услугу. Потом мы сели в Одесскую чрезвычайку, я, жена и Юра. Юре было тогда семь лет. Сели без всяких шансов уйти от расстрела, ибо при аресте были захвачены документы, о которых принято говорить, что они не оставляют никаких сомнений. Указанный Шпигель околачивался в то время в Одесской чрезвычайке. Я не знаю, по каким, собственно, мотивам он действовал. По разным мотивам действовали тогда люди. И не знаю, каким способом это ему удалось. Разные тогда были способы. Но все наши документы он из чрезвычайки утащил. Утащил вместе с нами и оба наших дела, и мое, и жены. Так что, когда мы посидели достаточное время, нас выпустили вчистую, к нашему обоюдному и несказанному удивлению. Всего этого, вместе взятого и с некоторыми деталями, выяснившимися значительно позже, было бы вполне достаточно для голливудского сценария, которому не поверил бы ни один разумный человек. Во всяком случае, термин «Шпигель» вошел в наш семейный словарь. Юра не совсем был неправ. Когда приходилось очень плохо, совсем безвылазно, когда ни по какой человеческой логике никакого спасения ждать было неоткуда, Шпигель подвертывался. Подвернулся он и на этот раз. Товарищи Екименко и первые халтуры Между этими двумя моментами ощущение полной безвыходности и ощущение полной безопасности прошло около суток. За эти сутки я передумал многое. Думал и о том, как неумно в сущности я действовал. Совсем не по той теории, которая сложилась за годы советского жития и которая категорически предписывает из всех имеющихся на горизонте перспектив выбирать прежде всего халтуру. Под счетом халтуры можно и что-нибудь путное сделать, но без халтуры человек беззащитен, как средневековый рыцарь без лад. А я, вопреки всем теориям, взялся за дело. И как это у меня из головы выветрилась безусловная и повелительная необходимость взяться прежде всего за халтуру. Очередной шпигель и очередная халтура подвернулись неожиданно. В Подпорожье свозили все новые и новые эшелоны лагерников, и первоначальный промфинплан был уже давно перевыполнен. К середине февраля в Подпорожском отделении было уже до 45 тысяч заключенных. Кабак в РЧ свирепствовал совершенно невообразимый. Десятки тысяч людей оказывались без инструментов, следовательно, без работы, следовательно, без хлеба. Никто не знал толком, на каком лагпункте и сколько находится народу. Одни командировки снабжались удвоенной порцией пропитания, другие не получали ничего. Все списки перепутались. 45 тысяч личных дел, 45 тысяч личных карточек, 45 тысяч формуляров и прочих бумажек, символизирующих где-то погибающих живых людей, засыпали у РЧ лавиной бумаги и пищей, и обойной. И от старых этикеток кузнецовского чая, и от листов старых акцизных бандеролей, и бог знает откуда еще. Все это называется бумажным голодом. Такие же формуляры, личные карточки, учетные карточки, а также каждая разновидность в 45 тысячах экземплярах перетаскивались окончательно обалдевшими статистиками и старостами из колонны в колонну, из барака в барак. Тысячи безымянных Иванов, оторвавшихся от своих документов и не знающих, куда им приткнуться, бродили голодными толпами по карантину и пересылке. Сотни начальников колонн метались по баракам, пытаясь собрать воедино свои разбредшиеся стада. Была оттепель. Половина бараков с дырявыми потолками, но без крыш, протекла насквозь. Другая половина с крышами протекла не насквозь. Люди из первой половины, вопреки всяким вохрам, перекочевали во вторую половину, и в этом процессе всякое подобие колонны бригад таяло, как снег на потолках протекавших бараков. К началу февраля в лагере установился окончательный хаос. Для ликвидации его из Медвежьей горы приехал начальник УРО, учетно-распределительного отдела управления лагерем. О нем, как и о всяком лагерном паше, имеющем право на жизнь и смерть, ходили по лагерю легенды, расцвеченные активистской угодливостью, фантазией урок и страхом за свою жизнь всех вообще обитателей лагеря. Часа два ночи. Окончив наш трудовой день, мы собрались в кабинете Богоявленского. За его столом сидел человек высокого роста в щегольской чекистской шинели с твердым, властным, чисто выбритым лицом. Что-то было в этом лице патрицианское. С нескрываемой брезгливостью в поджатых губах он взирал на рваную, голодную, вороватую аравоактива, которая, толкаясь и запинаясь, вливалась в кабинет. Его, казалось, мучила необходимость дышать одним воздухом со всей этой рванью, опорой необходимым условиям его начальственного бытия. Его хорошо и вкусно откормленные щеки подергивались гримасы холодного отвращения. Это был начальник УРО, товарищ Екименко. Рава в нерешительности толкалась у дверей. Кое-кто подобострастно кланялся Екименке, видимо, зная его по какой-то предыдущей работе. Но Екименко смотрел прямо на всю ораву и на поклоны не отвечал. Мы с Юрой пробрались вперед и уселись на подоконники. Ну что ж вы, собирайтесь скорее, рассаживайтесь. Здесь рассаживаться было не на чем. Орава вытекла обратно и вернулась с табуретками, поленями и досками. Через несколько минут все расселись, и Екименко начал речь. Я много слыхал советских речей. Такой хамской и по смыслу, и по тону я еще не слыхал. И Екименко не сказал товарищей, не сказал даже граждане. Речь была почти бессодержательна. Аппарат расхлябан. Так работать нельзя. Нужны ударные темпы. Пусть никто не думает, что кому-то и куда-то удастся из УРЧ уйти. Это был намек на профессоров и на нас с Юрой. Из УРЧ уйдут либо на волю, либо в гроб. Я думал о том, что я, собственно, так и собираюсь сделать. Или в гроб, или на волю. Только уж извините на настоящую волю. Хотя в данный момент дело, кажется, стоит гораздо ближе к гробу. Речь была кончена. Кто желает высказаться, Орава молчала. Начал говорить Богоявленский. Он сказал все то, что говорил Екименко, не больше и не меньше. Только тон был менее властен. Речь была менее литературна, и выражений нелитературных у ней было меньше. Снова молчание. Екименко обводит презрительно испытующим взором землисто-зеленые лица Оравы. Безразлично скользит мимо интеллигенции меня, Юры и профессоров, и говорит тоном угрозы. Но... Откашлялся стародубцев и начал. Мы, конечно, осознавая наш пролетарский долг, чтобы, так сказать, загладить наше преступление перед нашим пролетарским отечеством, должны, так сказать, ударными темпами. Потому как некоторая часть сотрудников действительно работает в порядке расхлябности. Опять же, нет революционного сознания, что, как наше отделение ударное, и, значит, партия доверила нам ответственный участок великого социалистического строительства, Так мы должны, не щадя своих сил на пользу мировому пролетариату, ударными темпами в порядке боевого задания, Бессмысленной чередой мелькают бессмысленные фразы, штампованные фразы любого советского общественника. И в колонном зале Москвы, и в прокуренной закуте колхозного сельсовета, и среди станков цехового собрания. Что это? За семнадцать лет не научились говорить так, чтобы было, если не смысловое, то хотя бы этими логическое подлежащее? Или просто защитная окраска? Не выступить нельзя, антиобщественник. И выступить вот так и выступает. Четверть часа из пустого в порожнее. И такое порожнее, что и зацепиться не за что. Не то что смысла, и уклона не сыскать. Страдубцев заткнулся. — Кончили. — Кончил. И Кименко снова обводит Орраву гипнотизирующим взором. — Ну, кто еще? Что, и сказать нечего? — кашливается Носеткин. — Мне разрешите есть конкретное предложение по части, чтобы заключить соцсоревнование с УРЧ Краснознаменного водораздельского отделения. Если позвольте, я зачитаю. — Зачитывайте. Брезгливо разрешает Екименко. Носеткин зачитывает. — Господи, какая халтура! Какая убогая, провинциальная, отставшая на две пятилетки халтура! Эх, мне бы! Носеткин кончил. Снова начальственное. — Ну? И суровое молчание. — Я решаюсь. — Разрешите, гражданин начальник? — Разрешающее. — Ну? — Я говорю, сидя на подоконнике, не меняя позы и почти не подымая головы. К советскому начальству можно относиться корректно, можно и не относиться корректно. Но относиться почтительно нельзя никогда. И даже за внешней корректностью всегда нужно показать, что мне на тебя в сущности наплевать, обойдусь и без тебя. Тогда начальство думает, что я действительно могу обойтись, и что, следовательно, где-то и какую-то зацепку я и без него имею. А зацепки могут быть разные, в том числе и весьма высокопоставленные. Всякий же советский начальник боится всякой зацепки. Я, как человек в лагере «Новые» всего две недели, не рискую, конечно, выступать с решающими предложениями. Но, с другой стороны, я недавно с волей, и я хорошо знаю те новые формы социалистической организации труда. О, Господи. «Которые проверены опытом миллионов ударников, результаты которых мы видим и на Днепрострое, и на Магнитострое, и на тысячах наших пролетарских новостроек. Опыт сотен тысяч погибших». «Поэтому, я принимаю, так сказать, за основу интересное, еще бы, предложение товарища Насеткина, считал бы нужным его уточнить. Я поднял голову и встретился глазами со Стародубцевым. В глазах Стародубцева стояло. «Милей-милей, недолго тебе молоть-то осталось». Я посмотрел на Якименко. Якименко ответил подгоняющим «Ноооо». И вот из моих уст полились уточнения пунктов договора, календарные сроки, коэффициент выполнения, контрольные тройки, буксир отстающих, социалистическое совместительство лагерной общественности, подвиженчество лучших ударников. Боюсь, что из всей этой абракадабры читатель не поймет ничего. Имею также основание полагать, что в ней вообще никто ничего не понимает. На извилистых путях, генеральной линии и пятилетах все это обрело смысл и характер формул знахарского заговора. Или завывание якутского шамана. Должно действовать на эмоции. Думаю, что действует. После получаса таких заклинаний мне лично хочется кому-нибудь набить морду. Поднимаю голову, мельком смотрю на Якименко, на его лице насмешка. Довольно демонстративная, но не лишенная некоторой заинтересованности. Но помимо аппарата самого УРЧ, продолжаю я, есть низовой аппарат колонн, лагпунктов, бараков. Извините за выражение, не годится ни к... Если Якименко выражался не вполне литературными формулировками, то в данном случае и мне не следует блюсти излишнюю стыдливость. Люди новые, не всегда грамотные, совершенно не в курсе элементарнейших технических требований учетно-распределительной работы. Поэтому в первую голову мы, аппарат УРЧ, должны взяться за них. Каждой группе работников должен быть прикреплен известный лагпункт. Каждый работник должен ознакомить соответственных низовых работников с техникой работы. Товарищ Стародубцев, как наиболее старый и опытный из работников УРЧ, не откажется, конечно. В глазах Стародубцева вспыхивает мат. Каждый из нас должен дать несколько часов своей работы. «Господи, какая чушь! И так работают часов по семнадцать! Нужно отпечатать на пишущей машинке или на гектографе элементарнейшие инструкции! Я чувствую, что еще несколько уточнений и конкретизации, и я начну молоть окончательный вздор. Я умолкаю. «Вы кончили, товарищ...» «Солоневич», — подсказал Богоявленский. «Вы кончили, товарищ Солоневич?» «Да, кончил, гражданин начальник». «Ну что ж, это более или менее конкретно. Предлагаю избрать комиссию для проработки. В составе Солоневич, Насеткин, ну, кто еще?» «Ну, вот вы, Стародубцев. Срок два дня. Кончаем уже четыре часа. Выборы а-ля-саве, по-советски, кончены. Мы выходим на двор в тощие сугробы, голова кружится и ноги подкашиваются. Хочется есть, но есть решительно нечего. Из-за всем этим сознание, что как-то еще не вполне ясно, как, но все же в борьбе за жизнь, в борьбе против актива, третьей части и стенки, какая-то позиция захвачена». «Барин надевает белые перчатки». На другой же день Стародубцев глядел окончательным волком. Даже сознание того, что где-то в джунглях третьей части прорабатывается его донос, не было достаточно для его полного удовлетворения. Мой рабочий кабинет имел такой вид. В углу комнаты табуретка, и я сижу на полу на полене. Надо мною, на полках вокруг меня, на полу и передо мной на табуретке все мои дела. Их уже пудов пятьдесят. Пятьдесят пудов пестрой бумаги, символизирующей сорок пять тысяч человеческих жизней. Проходя мимо моего стола, Стародубцев с демонстративной небрежностью сдевает табуретку ногой, и мои дела разлетаются по полу. Я встаю с окончательно сформулировавшимся намерением сокрушить Стародубцеву челюсть. В этом христианском порыве меня останавливает голос Якименко. «Так вот он где». «Я оборачиваюсь». «Послушайте, куда вы к чертям запропастились? Еще его по всем закоулкам у Ирчи. Не такая уж миниатюрная фигура. А вот вы где приткнулись. Что это? Вы здесь работаете?» «Да, а уныло иронизирую я. Юрист консульский и плановый экономический отдел». «Это безобразие. Не могли себе стола найти?» «Да все уж разобрано». «Тар де вининтибус оса». «Латынь. Кто поздно приходит, тому кости». Щеголевато иронизирует Якименко. «Бывает и так, что кто поздно приходит, тому полегия». Он понимающим взором окидывает сцену. Перевернутую табуретку и разлетевшиеся бумаги. Мини-астра, Дубцева и наши обоюдные позы и выражения лиц. «Безобразие все-таки. Передайте Богоявленскому, что я приказал найти вам и место, и стул, и стол. А пока пойдемте ко мне домой. Мне с вами кое о чем поговорить нужно. Сейчас я только бумаги из пола подберу. «Брасьте, Стародопцев подберет, Стародопцев подберете». С искаженным лицом Стародопцев начинает подбирать. Мы с Якименко выходим из ВРЧ. «Вот идиотская погода», — говорит Якименко тоном, предполагающим мою сочувственную реплику. Я подаю сочувственную реплику, а разговор начинается, так сказать, в светских тонах. «Погода», — еще о художественном театре иначе нет говорить. «Я где-то слыхал вашу фамилию. Это не ваши книжки по туризму. Мои?» «Ну вот, очень приятно. Так что мы с вами, так сказать, товарищи по призванию, в этом году собираясь по Сванетти, подходящие места». «Вы как шли? С севера? Через Дангу-Сарун?» «Ну, чем не черные тюльпаны?» Итак, шествуем мы, обсуждая прелести маршрутов вольной Сванетти. Навстречу идет начальник третьей части. Он почтительно берет под козырек. Якименко останавливает его. «Будьте добры, мне на шесть вечера машину. Кстати, вы знакомы?» Начальник третьей части мнется. «Ну, так позвольте вас познакомить. Это наш известный туристский деятель, товарищ Солоневич. Будет вам читать лекции по туризму. Это... да?» «Я уже имею удовольствие знать товарища непомнящего». Товарищ непомнящий берет под козырек, щелкает шпорами и протягивает мне руку. «В этой руке донос Страдубцева. Эта рука собирается поставить меня к стенке. Я, тем не менее, пожимаю ее. Нужно будет устроить собрание наших работников. Вольнонаемных, конечно. Товарищ Солоневич прочтет нам доклад об экскурсиях по Кавказу». Начальник третьей части опять щелкает шпорами. «Очень будет приятно послушать». На всю эту комедию я смотрю с несколько запутанным чувством. Приходим к Екименко. Большая чистая комната. Екименко снимает шинель. «Разрешите, пожалуйста, товарищ Солоневич, я сниму с сапоги и прилягу». «Пожалуйста, запинаюсь я. Уже две ночи не спал вовсе. Каторжная жизнь». Потом, как бы спохватившись, что уж ему-то и в моем-то присутствии о каторжной жизни говорить вовсе уж неудобно, поправляется. Каторжная жизнь выпала на долю нашему поколению. Я отвечаю весьма неопределенным междометием. «Ну что ж, товарищ Солоневич, туризм туризмом, но нужно и к делам перейти». «Я настораживаюсь». «Скажите мне откровенно, за что вы, собственно, сидите?» «Я схематически объясняю. Работал переводчиком, связь с иностранцами, оппозиционные разговоры. А сын ваш по форме за то же самое, по существу, для компании». «Да, иностранцев лучше обходить сторонкой. Но ничего, особенно унывать нечего. В лагере культурному человеку особенно если с головой не так уж плохо». Якименко улыбнулся не без некоторого цинизма. «По существу не такая уж жизнь не на воле. Конечно, первое время тяжело, но люди ко всему привыкают. И, конечно, восьми лет вам сидеть не придется». «Я благодарю Якименко за утешение». «Теперь дело вот в чем. Скажите мне откровенно, какого вы мнения об аппарате УРЧ?» «Мне нет никакого смысла скрывать это мнение». «Да, конечно. Но что поделаешь, другого аппарата нет. Я надеюсь, что вы поможете мне его наладить. А вот вы вчера говорили об инструкциях низовым работникам. Я вас для этого, собственно говоря, и побеспокоил. Сделаем вот что. Я вам расскажу, в чем заключается работа всех звеньев аппарата, а вы на основании этого напишите этакие инструкции, так, чтобы было коротко и ясно самым дубовым мозгам. Пишите вы помнится недурно. Я скромно склоняю голову. Но, видите ли, товарищ Якименко, я боюсь, что на мою помощь трудно рассчитывать. Здесь пустили сплетню, что я украл и сжег несколько десятков дел. Я ожидаю. Я смотрю на Якименко и чувствую, как внутри что-то начинает вздрагивать. На лице Якименко появляется вчерашняя презрительная гримаса. А, это. Плюньте. Мысли и ощущения летят стремительной путаницей. Еще вчера была почти полная безысходность. Сегодня. Плюньте. Якименко не врет, хотя бы потому, что врать у него нет никакого основания. Неужели это в самом деле шпигель? Папироска в руках дрожит мелкой дрожью. Я пускаю ее под стол. В данных условиях не так легко плюнуть. Я здесь человек новый. Чепуха все это. Я этот донос. Это дело видал. Сапоги в смятку. Просто стародопцев пропустил все сроки, запутался и кинул все в печку. Я его знаю. Вздор. Я это дело прикажу ликвидировать. В голове становится как-то покойно и пусто. Даже нет особого облегчения. Что-то вроде растерянности. Разрешите вас спросить, товарищ Якименко, почему вы поверили, что это вздор? Ну, знаете ли, видал же я людей, чтобы человек вашего типа, кстати, и ваших статей, улыбнулся Якименко, стал покупать месть какому-то несчастному стародопцеву ценой примерно... сколько это будет? Там, кажется, семьдесят дел, да? Ну, так значит, в сумме лет сто лишнего заключения. Согласитесь сами, не похоже. Мне очень жаль, что вы не видели моего дела в ГПУ. В ГПУ другое. Чаю хотите? Приносят чай с лимоном, с сахаром и печеньем. В срывах и взлетах советской жизни, где срыв — это смерть, а взлет — немного тепла, кусок хлеба и несколько минут сознания безопасности, я сейчас чувствую себя на каком-то взлете, несколько фантастическом. Возвращаюсь в РЧ в каком-то тумане, на улице уже темновато, меня кликает резкий, почти истерический, вопросительный возглас Юры. «Ватик, ты!» Я оборачиваюсь, ко мне бегут Юра и Борис, по лицам их я вижу, что что-то случилось, что-то очень тревожное. «Что, Ва, выпустили?» «Откуда выпустили?» «Ты не был арестован?» «И не собирался?» Неудачно иронизирую я. «Вот сволочи!» С сосредоточенной яростью вместе с тем, с каким-то мне еще непонятным облегчением, говорит Юра. «Вот сволочи!» «Подожди, Юрчик», — говорит Борис, — «жив и не в третьей части, и слава тебе, Господи!» «Мне в УРЧ Стародубцев и прочие сказали, что ты арестован самим Якименко, начальником третьей части и патрулями». «Стародубцев сказал?» «Да». «У меня к горлу подготовит острое желание обнять Стародубцева и прижать его так, чтобы и руки, и грудь чувствовали, как медленно хрустит и лопается его позвоночник. «Что должны были пережить и Юра, и Борис за те часы, что я сидел у Якименки, пил чай и вел хорошие разговоры?» «На Юра уже дружественно тычет меня кулаком в живот, а Борис столь же дружественно обнимает меня своей пудовой лапой. «У Юры в голосе слышны слезы. Мы торжественно в полутьме вечера целуемся, и меня охватывает огромное чувство. И нежность, и уверенность, и вот здесь два самых моих близких и родных человека, на этом весьма неуютно оборудованном земном шаре. И неужели же мы при нашей спайке, при абсолютном все за одного и один за всех пропадем? Нет, не может быть! Нет, не пропадем! Мы тискаем друг друга и говорим разные слова, милые, ласковые, совершенно бессмысленные для всякого постороннего уха. Наши семейные слова. И как будто тот факт, что я еще не арестован, что-нибудь предрешает для завтрашнего дня. Ведь ни Борис, ни Юра о Якименковском плюньте не знают еще ничего. Впрочем, здесь действительно капрадием. Латинское лови момент. Сегодня живы, и то слава Богу. Я торжественно высвобождаюсь из братских и сыновьих тисков и столь же торжественно провозглашаю. А теперь, милостивый государь, последняя сводка с фронта победы Шпигель. Ватик, всерьез? Честное слово? Ты, Ва, в самом деле не трепли зря нервов, говорит Борис. Я совершенно всерьез. Я рассказываю весь разговор с Якименкой. Новые тиски. И потом Юра тоном полной непогрешимости говорит. Ну вот, я ведь тебя предупреждал. Если совсем плохо, то Шпигель какой-нибудь точно должен появиться. Иначе как же? Увы, со многими бывает и иначе. Разговор с Якименкой, точно списанный со страниц Шахерезады, сразу ликвидировал все. И донос, и третью часть, и перспективы, или стенки, или побега, наверное, гибель. Активистские поползновения в большую часть работы в урчевском бедламе. Вечерами, вместо того, чтобы коптиться в махорочных туманах у РЧ, я сидел в комнате Якименки. Пил чай с печеньем и выслушивал якименковские лекции о лагере. Их теоретическая часть, в сущности, ничем не отличалась от того, что мне в теплушке рассказывал уголовный иконовод Михайлов. На основании этих сообщений я писал инструкции. Якименко предполагал издать их для всего ББК и даже предложить ГУЛАГу. Как я узнал впоследствии, он так и поступил. Авторская подпись была, конечно, его. Скромный капитал своей корректности и своего печенья он затратил не зря. ГУЛАГА ПЯТА БАМ! БАЙКАЛАМОРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ МАРКОВИЧ ПЕРЕКОВЫВАЕТСЯ В шагах в двухстах от УРЧ стояла старая, схилившаяся набок бревенчатая избушка. В ней помещалась редакция лагерной газеты «Перековка» с ее редактором Марковичем. Поэтом и единственным штатным сотрудником Трошиным, наборщиком Мишей и старой разболтанной Бостонкой. Небольшой печатной машинкой для малотиражных изданий. Когда мне удавалось вырваться из Урчеевского бедлама, я нырял в низенькую дверь избушки и отводил там свою наболевшую душу. Там можно было посидеть полчаса-час вдали от Урчеевского мата, прочесть московские газеты и подчерпнуть кое-что из житейской мудрости Марковича. О лагере Маркович знал все. Это был благодушный американизированный еврей из довоенной еврейской миграции в Америку. Если вы в вашей жизни не видали настоящего идиота, так смотрите, пожалуйста, на меня. Я смотрел. Но ни в плюгавой фигурке Марковича, ни в его устало-насмешливых глазах не было ничего идиотского. А вот такой анекдот о еврее-гермафродите, знаете? Нет? Так я вам расскажу. Анекдот для печати непригоден. Маркович уже лет семь тому назад перебрался сюда из Америки. Мне, видите ли, кусочек социалистического рая пощупать захотелось, а? Как вам это нравится? Ну, не идиот. Было у него 27 тысяч долларов, собранных на Ниве какой-то комиссионерской деятельности. Само собой, разумеется, что на советской границе ему эти доллары обменяли на советские рубли. Неизвестно уже, какие именно, но, конечно, по паритету. Рубль за 50 центов. Ну, вы понимаете, тогда я совсем как баран был. Словом обменяли, потом обложили, потом снова обложили. Так что я пришел в финотдел и спрашиваю, так сколько же вы мне самому оставить собираетесь? Я уж не говорю в долларах, а хотя бы в рублях. Или мне, может быть, к своим деньгам еще и приплачивать придется? Ну, они меня выгнали вон. Короче говоря, у меня уже через полгода ни копейки не осталось. Чистая работа. Ничего себе шуточки! 27 тысяч долларов! Сейчас Маркович редактировал перековку. Перековка — это лагерный термин, обозначающий перевоспитание. Перековку всякого рода правонарушителей в честных советских граждан. Предполагается, что советская карательная система построена не на наказании, а на перевоспитании человеческой психологии. И что вот этакий каторжный лагерный труд в Голде и Холде возбуждает у преступников творческий энтузиазм, пафос построения бесклассового социалистического общества. И что, проработав этаким способом лет 6-8, человек, ежели не подохнет, вернется на волю, исполненной трудовым рвением и коммунистическими инстинктами. Перековка в кавычках была призвана словословить перековку без кавычек. Нужно отдать справедливость. Перековка даже по советским масштабам была потрясающе паршивым листком. Ее содержание сводилось к двум моментам — энтузиазм и доносы. Энтузиазм испущал сам Маркович. Для доносов существовала сеть лаккоров, лагерных корреспондентов, которая вынюхивала всякие позорящие факты насчет недовыработки норм, полового сожительства, контрреволюционных разговоров, выпивок, соблюдения религиозных обрядов, отказов от работы и прочих грехов лагерной жизни. «Вы знаете, Иван Лукьянович!» — говорил Маркович, задумчиво взирая на свое творение. «Вы меня извините за урожение, но такой газеты в приличной стране и в уборную не повесят». «Так бросьте ее к черту!» «Хе-хе-хе! А что я буду без нее делать?» «Надо же мне свой срок отрабатывать!» «Раз уж я попал в социалистический рай, так нужно быть социалистическим святым!» «Есть же вам не Америка! Это я уж знаю! За эту науку я заплатил тысяч тридцать долларов и пять лет каторги!» «Еще лет пять осталось сидеть!» «Почему я должен быть лучше Горького?» «Скажите, кстати, вот вы недавно своли...» «Ну что такое Горький? Ведь это же писатель!» «Писатель, подтверждаю я!» «Это же все-таки не какая-нибудь совсем сволочь! Ну я понимаю, я! Так я ведь на каторге! Что я сделаю?» «И вы знаете, возьмите Медгорскую перековку! Центральное издание в Медгоре!» «Так она, ей-богу, еще хуже моей!» «Ну конечно! И я уж не краснею, но все-таки я стараюсь, чтобы моя перековка...» «Ну, не очень уж сильно воняла!» «Какие-нибудь там доносы, если они вредные, так я их не пускаю!» «Ну и все такое!» «Так я каторжник! А Горький?» «В чем дело с Горьким? Что у него денег нет? Или он на каторге сидит? Он же старый человек! Зачем ему в проститутки идти?» «Можно допустить, что он верит во все, что пишет! Вот вы ведь верили, когда сюда ехали!» «Ну это вы оставьте! Я верил ровно два дня!» «Да, вы верили, пока у вас не отняли денег!» «Горький не верил, пока ему не дали денег!» «Деньги определяют бытие, а бытие определяет сознание!» «Иронизирую я!» «Хмм... Так вы думаете, деньги? Слава? Реклама?» «Не знаю!» «Только вы знаете, когда я начал редактировать эту перековку, так мне сначала было стыдно по лагерю ходить, потом ничего, привык!» «А за Горького так мне до сих пор стыдно!» «В комнатушку Марковича, в которой стояла даже кровать, неслыханная роскошь в лагере, удирал из ОРЧ Юра, забегал с погры Борис, затапливали печку. Мы с Марковичем сворачивали по грандиозной козьей ножке, гасили свет, чтобы со двора даже через заклеенной бумагой окна ничего не было видно, усаживались у камина и отводили душу». «А вы говорите, лагерь!» Начинал Маркович, пуская в печку клуб махорочного дыма. «А кто в Москве имеет такую жилплощадь, как я в лагере?» «Я вас спрашиваю, кто?» «Ну, Сталин!» «Ну, еще тысяча человек!» «Я имею отдельную комнату, я имею хороший обед!» «Ну, конечно, по блату, но имею!» «А что вы думаете, если мне завтра нужны новые штаны, так я штанов не получу?» «Я их получу!» «Не может же советское печатное слово ходить без штанов!» «И потом, вы меня слушаете, товарищи!» «Я ей-богу, стал умный!» «Знаете, что в лагере совсем-таки хорошо?» «Знаете?» «Нет?» «Так я вам скажу!» «Это ГПУ!» «Маркович обвел нас победоносным взглядом!» «Вы не смейтесь!» «Вот вы сидите в Москве, у вас начальство АРАС, профсоюз, два КОМ-ячейка, три Домком, четыре Жилком, пять ГПУ, и шесть, и семь, и восемь!» «Скажите, пожалуйста, что вы?» «Живой человек или протоплазма?» «А если вы живой человек, так как вы можете разорваться на десять частей?» «Начальство требует одно, профсоюз требует другое, Домком же вам вообще жить не дает» «ГПУ ничего не требует и ничего не говорит» «И ничего вы о нем не знаете» «Потом раз и летит Иван Лукьянович, ну вы знаете куда?» «Теперь возьмите в лагере» «Ильяных — начальник отделения, он мое начальство, он мой профсоюз, он мое ГПУ, он мой царь, он мой бог!» «Он может со мной сделать все, что захочет, но, конечно, хорошенькой женщиной он из меня сделать не может» «Но, скажем, он из меня может сделать не мужчину» «Вот посидите вы с годик на лесной речке, так я посмотрю, что от такого бугая как вы останется» «Но спрашивается, зачем Ильяных гноить меня в лесной речке или меня расстреливать» «Я знаю, что ему от меня нужно» «Ему нужен энтузиазм» «На тебе энтузиазм» «Вот постойте, я вам прочту» Маркович поворачивается и извлекает откуда-то из-за спины со стола клочок бумаги с отпечатанным на нем заголовком «Вот послушайте» «Огненным энтузиазмом ударники Белморстроя поджигают большевистские темпы под порожья» «Что, плохо?» «Да, заворочено здорово» «С сомнением откликается Борис» «Только вот, насчет поджигают как-то не того» «Не того? Или Ильяных нравится? Нравится» «Ну и черт с ним, с вашим не того» «Что вы думаете, я в Нобелевскую премию лезу» «Мне дай бог из лагеря выйти» «Так вот я вам и говорю, если вам в Москве нужны штаны, так вы идете в правком и клянчите ордер» «Так вы этого ордера там не получаете» «А если получаете ордер, так не получаете штанов» «А если вы такой счастливый, что получаете штаны» «Так не тот размер» «Ильяна зимулетние, а на лето зимние» «Словом, это вам не штаны, а болезнь» «А я приду к Ильяных» «Он мне записку» «И кончено» «Маркович ходит в штанах и не конфузится» «И никакого ГПУ я не боюсь» «Во-первых, я все равно уже в лагере, так мне вообще более или менее наплевать» «А во-вторых, лагерный ГПУ – это сам Ильяных» «А я его вижу как облупленного» «Вы знаете, если уж непременно нужно, чтобы было ГПУ, так уж пусть оно будет у меня дома» «Я, по крайней мере, буду знать, с какой стороны оно кусается» «Так я его с той самой стороны за пять верст обойду» Борис в это время переживал тяжкие дни «Если мне было тошно в ОРЧ, где загубленные человеческие жизни смотрели на меня только этакими растрепанными символами из ящиков с личными делами» «То Борису приходилось присутствовать при ликвидации этих жизней совсем в реальности» «Без всяких символов» «Лечить было почти нечем, кроме того, ежедневно в санитарную ведомость лагеря приходилось вписывать цифру, обычно однозначную, сообщаемую из третьей части, означающую число расстрелянных» «Где и как их расстреливали официально оставалось неизвестным» «Цифра эта проставлялась в графу «Умершие вне лагерной черты» «И Борис на соответственных личных карточках должен был изобретать диагнозы и писать «Экзитус лайталис»» «Латынь, летальный исход» «Это были расстрелы в Тихомолку» «Самый распространенный вид расстрела в СССР» «Борис не из унывающих людей, но ему, видно, становилось невмоготу» «Он пытался вырваться из санчасти, но врачей было мало и его не пускали» «Он писал в Перековку призывы насчет лагерной санитарии, ибо близилась весна» «И что будет в лагере, когда растают все эти уборные?» «Страшно было подумать» «Маркович очень хотел перетащить его к себе, чтобы иметь в редакции хоть одного грамотного человека» «Сам-то он в российской грамоте был не очень силен» «Но этот проект имел мало шансов на существование» «И сам Борис не очень хотел окунаться в Перековку» «И статьи его приговора представляли весьма существенное препятствие» «Эх, Борис Лукьянч, и зачем вы занимались контрреволюцией?» «Ну что вам стоило просто зарезать человека?» «Тогда вы были бы здесь социально близким элементом, и все было бы хорошо» «Но статьи эту уж я устрою, вы только из санчасти выкрутитесь» «Ну а я знаю как» «Ну дайте кому-нибудь вместо касторки стряхнина» «Нет, ни касторки, ни стряхнина» «Ну так что-нибудь в этом роде, вы же врач, вы же должны знать» «Отрежьте вместо отмороженной ноги здоровую» «Ничего вам не влетит, только с работы снимут» «А я вас сейчас же устрою» «Нет, шутки шутками, а надо же как-то друг другу помогать» «Ну только куда я дену Трошина?» «Ведь он же у меня в самых глубоких печенках сидит» Трошин был поэт колоссального роста и оглушительного баса Свои неизвестные мне грехи он замаливал в стихах Исполненных нестерпимого энтузиазма Кроме того, пригваждал к позорному столбу Или, как говорил Маркович, к позорным столбцам Перековки всякого рода прогульщиков, стяжателей, баптистов, отказчиков Людей, которые молятся И людей, которые сожительствуют в половом отношении Ну и прочих грешных мира сего Он был густо глуп и приводил Марковича в отчаяние «Ну вы подумайте, что я с ним буду делать?» «Вчера было узкое заседание Якименко, Ильяных, Богоявленский Самая, знаете, верхушка И мы с ними от редакции были Ну так что вы думаете? Так он стал опять пламенный энтузиазм орать Как бык орет Я уж ему на ногу наступал Мне уж неудобно, это ж мой сотрудник Почему же неудобно?» Спрашивает Юра «Ох, как же вы не понимаете Об энтузиазме можно орать Ну там в газете, ну на митинге А тут же люди свои Что они не знают? Это же вроде старорежимного молебна Никто не верит, а все ходят Такой порядок? Почему же никто не верит? Ой, господи, что, губернатор верил? Или вы верили? Хотя вы уж после молебнов родились Но все равно Словом, нужно же понять, что если я, скажем, перед Якименко и буду орать про энтузиазм А в комнате никого больше нет Так Якименко подумает, что или я дурак Или я его за дурака считаю Я потом трошина спросил Так кто ж по его больше дурак? Якименко или он сам? Так он меня матом обложил А Якименко меня сегодня спрашивает Что это у вас за... Как это... Ариасина Дубина Завелась Скажите, кстати, что такое Ариасина? Я по мере возможности объяснил Ну вот, конечно, Ариасина Мало того, что он меня дискредитирует Так он меня еще закопает Я уже чувствую, что он меня закопает Ну вот, смотрите Вот его заметка Я ее, конечно, не помещу Он, видите ли, открыл, что завхоз сахар крадет, а? Как вам нравится это открытие? Подумаешь Христофор Колумб нашелся Без него, видите ли, никто не знал Что завхоз не только сахар, а что угодно ворует Но черт, сняй с заметкой, я ее не помещу и точка Так этот, как вы говорите, Ариасина Так эта Ариасина ходит по лагерю И как бык орет, какой я активный Я разоблачил совхоза Я открыл конкретного носителя зла Я ему говорю Вы сами, товарищ Трошин Конкретный носитель идиотизма Но почему ж идиотизма? Ох вы меня, Юрочка, извините Только вы еще совсем молодой Уж раз он завхоз, так как же он может не красть? Ну почему ж не может? Вам все почему, да почему Знаете, как у Генри? Папа, а почему в дыре ничего нет? Потому и нет, что она дыра Потому он и крадет, что он завхоз Вы думаете, что если к нему придет начальник лагпункта И скажет, дай мне два кила Так завхоз может ему не дать? Или вы думаете, что начальник лагпункта Пьет чай только со своим пайковым сахаром? Ну если не даст, снимут его с работы Ох, я же вам говорю, что вы совсем молодой Спасибо Ничего не плачьте Вот еще поработаете в УРЧ Так вы еще на пол аршина вырастите Что вы думаете, что начальник лагпункта Это такой же дурак, как Трошин? Вы думаете, что начальник лагпункта Может устроить так, чтобы уволенный завхоз Ходил по лагерю и говорил Вот я не дал сахару Так меня сняли с работы Вы эти самые карточки в УРЧ видали? Так вот, карточка завхоза попадет на первый же этап На морсплав или какую-нибудь там лесную речку Вы, вероятно, знаете уже, как это делается Так ночью завхоза разбудят, скажут Собирай вещи А утром поедет себе завхоз к чертовой матери Теперь понятно? Понятно А если завхоз ворует для начальника лагпункта То почему он не будет воровать для начальника УРЧ? Или почему он не будет воровать для самого себя? Это же нужно понимать Если Трошин разоряется, что какой-то там УРК филонит А другой УРК перековался Так от этого ж никому не холодно, не жарко И одному УРКе плевать он всю свою жизнь филонит И другому УРКе плевать он всю свою жизнь воровал А завтра опять проворуется Ну а завхоз? Я сам из-за этого 10 лет получил То есть, как так из-за этого? Ну не из-за этого Ну в общем, был заведующим мануфактурным кооперативом Там тоже есть вроде нашего начальника лагпункта Как ему не дашь? Одному дашь, другому дашь А ведь всем дать нельзя Ну я еще тоже был молодой Даром, что в Америке жил Ну вот и 10 лет И так сказать, не без греха А знаете что, Иван Лукьянович Чтоб доказать вам, что без греха Давайте пить чай с сахарком Миша сейчас чайник поставит Так вы увидите, что я перед вами Не хочу скрывать даже лагерного сахара Так зачем же бы я стал скрывать Нелегальную мануфактуру За которую я все равно уж 5 лет отсидел Что, не видал я этой мануфактуры? Я же из Америки привез костюмов На целую сухаревку Хватило? Примечание Сухаревка Район в Москве, где располагался Большой вещевой рынок Типа барахолки Теперь я живу без американских костюмов И без американских правил Как это говорит русская пословица В чужой монастырь Со своей женой несусь Так? Кстати о жене Мало того, что я дурак Сюда приехал Так я идиот Сюда приехал с женой А теперь ваша жена где? Маркович посмотрел в потолок Знаете, Иван Лукьянович Зачем спрашивать о жене человека Который уже шестой год сидит в концлагере? Вот я через пять лет о вашей жене спрошу Мишина карьера Миша принес чайник Наполненный снегом И поставил его на печку Вот вы этого парня спросите Что он о нашем поэте думает? Сказал Маркович по-английски Приладив чайник на печку Миша стал запихивать в нее бревно Спертое давеча из разоренной Карельской избушки Ну, как вы, Миша, строжным уживаетесь? Спросил я Миша поднял на меня свое вихрастое Чахоточное лицо А что мне с ним уживаться? Бревно и бревно Вот только в третью часть бегает Миша был парнем великого спокойствия После того, что он видел в лагере Мало осталось в мире вещей Которые могли бы его удивить Вот тоже Прибавил он помолчавши Приходит давеча сюда Никого не было, только я Ты, говорит, Миша, посмотри Что с тебя советская власть сделала Был ты, говорит, Миша беспризорным Был ты, говорит, Миша преступным элементом А вот тебя советская власть в люди вывела Наборщиком сделала Миша замолчал, продолжая ковыряться в печке Ну, так что? Что? Сукин сын он, вот что Почему же сукин сын? Миша снова помолчал А беспризорником Меня кто сделал? Папа и мама А от кого у меня чахот к третьей степени? Тоже награда, подумаешь Через полгода выпускают А мне всего год жить осталось Что ж он, сукин сын, меня агитирует? Что он с меня дурака разыгрывает? Миша был парнем лет двадцати Тощим, бледным, вихрастым Отец его был мастером На Николаевском судостроительном заводе Был свой домик, мать, сестры Мать померла, отец повесился Сестры смылись неизвестно куда Сам Миша пошел по всем дорогам Попал в лагерь А в лагерь и попал на лесозаготовки Как доставили меня на норму Тут вижу я здоровые мужики Привычные И то не вытягивают А куда ж мне? На меня дунь свалюсь Бился я бился Да так попал за филонство в изолятор На двести грамм хлеба в день И ничего больше Ну там бы я и загиб Да спасибо один старый Соловчанин подвернулся Так он меня научил Чтоб воды не пить Потому от голода Опухлость по всему телу идет От голода пить хочется От воды Опухлость еще больше Вот как она до сердца дойдет Тут значит и крышка Но я пил совсем помалу Так Полстакана в день Однако нога в штанину Уже не влезала Посидел я так Месяц-другой Ну вижу пора подать приходится Никуда не денешься Да спасибо начальник добрый попался Вызывает меня Ты говорит филон Ты говорит ты работать не хочешь Я тебя на корню сгною Я ему говорю Вы гражданин начальник Только на мои руки посмотрите Куда же мне с такими руками Семь с половиной кубов Напилить и нарубить Я говорю все одно погибать Читак-читак Ну пожалел Перевел в слабосилку Из слабосилки Мишу вытянул Маркович Обучил его наборному ремеслу И с тех пор Миша Пребывает при нем неотлучно Но легких у Миши Практически уже почти нет Борис его ощупывал И обстукивал Снабжал его рыбьим жиром Миша улыбался Своей тихой улыбкой И говорил Спасибо Борис Лукьянович Вы уж кому-нибудь другому Лучше дайте Мне это все одно уж поздно Потом я как-то подсмотрел Такую сценку Сидит Миша на крылечке Своей типографии В своем рваном бушлатике Весь зеленый от холода Между его коленями Стоит местная деревенская Вольная девчушка Леток это к десяти Нарваная, голодная и босая Миша осторожненько Наливает драгоценный рыбий жир На ломтик хлеба И кормит этим бутербродом девчушку Девчушка глотает жадно Почти не пережевывая В промежутках между глотками скулит Дяденька А ты мне с собой хлебца дай Не дам Я знаю ты матке отдашь А матка у тебя старая Есть что мне Все равно помирать Ты вот кормиться будешь Большая вырастешь На, ешь Борис говорил Мишке Всякие хорошие вещи О пользе глубокого дыхания О солнечном свете О силах молодого организма О лечении, так сказать Симпатическое Внушением Мишка благодарно улыбался Но как-то наедине Застенчиво и запиная Сказал мне Вот хорошие люди И ваш брат И Маркович Душевные люди Только зря Они со мной возжаются Почему же Миша зря Да я ж через год все равно помру Мне тут старый доктор один говорил А разве ж с моей грудью Можно выжить здесь На воле вы говорите А что на воле Может еще голоднее будет Чем здесь Знаю я волю Да и куда я там пойду И вот Маркович Душевный человек Только вот если бы он Тогда меня из слабосилки Не вытянул Я бы уж давно помер А так вот Еще мучаюсь И сейчас годик придется Помучиться В то не Мишу Был упрек Марковичу Почти такой же упрек Только в еще более Трагических обстоятельствах Пришлось мне услышать На этот раз По моему адресу От профессора Авдеева А Миша в мае помер Года промучиться Ему не пришлось На бат Так мы проводили Наши редкие вечера У печки товарища Марковича То опускаясь в философские глубины То возвращаясь К прозаическим вопросам О лагере О еде О рыбьем жире В эти времена Рыбий жир спасал нас От окончательного истощения Если для среднего человека Канцелярская кухня Означала стабильное недоедание То скажем Для Юры С его растущим организмом И пятью с половиной пудами весу 88 килограмм Лагерное меню Грозило полным истощением Всякими правдами Неправдами Преимущественно Конечно Неправдами Мы добывали рыбий жир И делали так В миску Крошилось С полфунта хлеба И наливалось С полстакана Рыбьего жира Это казалось Необыкновенно вкусным В такой степени Что Юра Проектировал Когда переберемся За границу Обязательно будем Устраивать себе Такой пир Каждый день Когда перебрались Попробовали Ничего не вышло К этому времени Горизонты наши Прояснились Будущее стало казаться Полным надежд И мы изредка Выходя на берег Свири Оглядывали прилегающие леса И вырабатывали Планы переправы Через речку На север В обход Ладожского озера Тот приблизительно Маршрут По которому Впоследствии Пришлось идти Борису Все казалось Прочным и урегулированным Однажды мы сидели У печки Марковича Сам он где-то Мотался По редакционно Агитационным делам Поздно вечером Он вернулся Погрел У огня Озявшие руки Выглянул В соседнюю дверь В наборную И таинственно Сообщил Совершенно секретно Едем на БАМ Мы разумеется Ничего не понимали На БАМ На Байкальско-Амурскую Магистраль На Дальний Восток Стратегическая стройка Свирьстрой К черту Под порожье К черту Все отделения Сворачиваются Все до последнего Человека На БАМ По душе Пробегал Какой-то еще Неопределенный Холодок Вот и поворот Судьбы Лицом в деревне Вот и мечты Планы Маршруты И почти Обеспеченное Бегство Все это Летело В таинственную И жуткую Неизбежность Этого Набатного Звука БАМ Что же дальше Дальнейшая Дальнейшая информация Марковича Была Несколько Сбивчива Начальником Отделения Получен Телеграфный Приказ О немедленной В течение Двух Недель Переброске Не менее 35 тысяч Заключенных Со свирьстроя На БАМ Будут Брать Видимо Не всех Но Кого Именно Неизвестно Не очень Известно Что такое БАМ Не то Стройка Второй Колеи Амурской Железной Дороги Не то Новый Путь От северной Оконечности Байкала По параллели К Охотскому Морю То и Другое Приблизительно Одинаково Скверно Но Хуже Всего Дорога Не меньше Двух Месяцев Езды Я вспомнил Наши кошмарные Пять суток Этапа От Ленинграда До Свири Помножил Эти пять суток На двенадцать И получил Результат От которого По спине Поползли Мурашки Два Месяца Да кто ж Это выдержит Маркович Казался Пришибленным Да и все Мы чувствовали Себя Придавленными Этой новостью Каким-то Еще Не снившимся Кошмаром Вставали Эти шестьдесят Суток Заметенных Пургой Полей Ледяного Ветра Прорывающегося В дыры Теплушек Холода Голода Жажды И потом Бам Какие-то Якутские Становища В страшной Забайкальской Тайге Новостройки На трупах Как было На канале О котором Один старый Беломор Строец Говорил мне Да вот Братишка На этих Самых Плотинах Больше Людей В землю Вогнана Чем Брявен Оставался Впрочем Маленький Просвет Эвакуационным Директором Под Порожье Назначался Якименко Может быть Тут удастся Что-нибудь Скомбинировать Может быть Опять Какой-нибудь Шпигель Подвернется Но мне Все эти Просветы Были неясны И нереальны Бам Он же Вставал Перед Нами Зловещей И реальной Массой Навалившейся На нас Так же Внезапно Как Чекисты В вагоне Номер Тринадцать Зарева Совершенно Секретная Информация Об Аме На другой День Стала Известна Всему Лагерю Почти Пятидесятитысячная Трудовая Армия Стала Как Вкопанная Был Какой-то Момент Нерешительности Колебания И потом Все Сразу Полетело Ко Всем Чертям В тот же день Когда Маркович Ошарашил Нас Этим Бамом Из Ленинграда Петрозаводской Медвежьей Горы В подпорожье Прибыли И новые Части Войск ГПУ Лагерные Пункты Были Окружены Плотным Кольцом ГПУских Застав И патрулей Костры Этих Застав Окружали Подпорожье С заревом Небывалых Пожаров Движение Между Лагерными Пунктами Было Прекращено По Всякой Человеческой Фигуре Показывающейся Вне Дорог Заставы И патрули Стреляли Без Предупреждения Таким Образом В частности Было Убито Десятка Полтора Местных Крестьян Но В общих Издержках Революции Эти трупы Разумеется Ни в какой Счет Не шли Над Тысячами Метров Развешенных В бараках И на Бараках Протянутых Над Лагерными Улицами Полотнищ С лозунгами Эволюции Трудящихся И опрочем Над всеми нами Над всем Лагерем Точно повис Багровой Спиралью Один единственный Невидимый Но самый Действенный Все равно Рападать Работы В лагере Были брошены Все На местах Работ Были брошены Топоры Пилы Ломы Лопаты Сани В ужасающем Количестве Появились Саморубы Старые Лагерники Зная Что значит Двухмесячный Тап Рубили себе Кисти Рук Ступни Колени Лишь бы Только попасть В амбулаторию И отвертеться От этапа Начались Совершенно Бессмысленные Кражи И налеты На склады И магазины Люди Пытались Попасть В штрафной Изолятор И под суд Лишь бы Уйти от этапа На саморубов Приказано было В амбулаторию Не принимать Налетчиков Стали расстреливать На месте Перековка Вышла С аншлагом В том Энтузиазме С которым Ударники Сверстроя Будут поджигать Большевистские Темпы Бама О великой чести Выпавшей На долю Бамовских Строителей И что было Хуже всего О льготах Приказ ГУЛАГа Обещал Ударникам Бама Неслыханные Льготы Сокращение Срока заключения На одну треть И даже На половину Перевод На колонизацию Снятие Судимости Льготы Пронеслись По лагерю Как похоронный Звон Над заживо Погребенными Советская Власть Даром Ничего Не обещает Если Дают Обещания Значит Что условия Работы Будут Неслыханными И Никак Не значит Что обещания Будут Выполнены Когда же Советская Власть Выполняет Свои Обещания Лагпунктами Овладела Безумие Бригада Плотников На втором Лагпункте Изрубила топорами Чехистскую Заставу И потеряв При этом Одиннадцать Человек Убитыми Прорвалась В лес Лес Был Завален Метровым Слоем Снега Лыжные Команды ГПУ В тот же День Настигли Прорвавшуюся Банду И ликвидировали Ее на корню В том же Лагпункте Ночью Спустили Под откос Экскаватор Он Проломил Своей страшной Тяжестью Полуметровый Лед И разбился О камни Реки На третьем Лагпункте Взорвали Два Локомобиля Три Трактора Тягача Неизвестно Кем Пущенные Но без Водителей Прошли Железными Привидениями По Погре Один Навалился На барак Столовой И раздавил Его Два Других Свалились В свирь И разбились Низовая Администрация Какими-то Таинственными Путями Видимо Через Лагерных Бас И пила Водку У погрузочной Платформы Железнодорожного Тупичка Подожгли Колоссальные Склады Лесоматериалов В двух Трех Верстах Можно было Читать Книгу Чудовищные Зарева С полохами Ходили По низкому Зимнему Небу Трещала Винтовочная Стрельба Ухол Взорванный Рабочими Амонал Казалось Для этого Затерянного В лесах Участка Божьей Земли О Казанской Сироте И о качестве Продукции Само собой Разумеется Что в отблесках Этих Зарев Коротенькому Промежутку Относительно Мирного Житья Нашего Пришел Конец Если на Лагерных Пунктах Творилось Нечто Апокалиптическое То в УРЧ Воцарился Окончательный Сумасшедший Дом Десятки Пудов Документов Только что Прибывших Лагерников Еще Валялись Неразобранными Кучами А всю Работу УРЧ Надо было Перестраивать На ходу Вместо Организации Браться За эвакуацию Картотеки Формуляры Колонные Списки Все это Смешалось В гигантский Бумажный Ком Из которого Ошалелые УРЧ Вцы Извлекали Наугад Первые Попавшиеся Под руку Бумажные Символы Живых Людей И Наспех Составляли Списки Первых Эшелонов Эти списки Посылались Начальникам Колонн А начальники Колонн Поименованных В списке Людей И слыхом Не слыхивали Железная Дорога Подавала Составы Но грузить Их было Некем Потом Когда было Кем грузить Не было Составов Низовая Администрация Ошалелая Запуганная Боевыми Приказами Движимая Тем же Лозунгом Что и Остальные Лагерники Все равно Пропадать Пьянствовала И отсыпалась Во всякого рода Потайных местах На тупичках Погры Торчало Уже Шесть Составов Якименко Валометал Вох Разгонял К составам Толпы Захваченных В порядке Облав Заключенных Бамовская Комиссия Отказывалась Принимать Их Без документов Какие-то Сообразительные Ребята Из-под Ревников Взорвали Уворованным Аманналом Железнодорожный Мост Ведущий От Погры К магистральным Путям Над лесами Вылов Юга В леса Топорами Прорубая Пути Сквозь Чекистские Заставы Прорывались Целые Бригады В расчете Где-то Отсидеться Эти недели Эвакуации Потом Явиться С повинной Получить Лишние Пять лет Отсидки Но все же Увернуться От Бама Когда Плановый Срок Эвакуации Уже Истекал Из Медгоры Прибыло Подкрепление Десятков Пять Работников Уро Специалистов Учетно-распределительной Работы Еще батальон Войск ГПУ И сотня Собак Ищеек На лагпунктах И около Лагпунктов Стали расстреливать Безо всякого Зазрения Совести Урчевский Актив Переживал Дни Каторги И изобилие Спали Только Урывками Обычно Здесь же На столах Или под Столами Около Уэрчей Околачивались Таинственные Личности Из наиболее Оборотистых И социально Близких Урок Личности Эти подносили Активу Подношение От тех Людей Которые Надеялись Купиться от отправки Или по крайней мере От отправки С первыми Эшелонами Якименко Внюхивался В махорочно-севушные Ароматы УРЧ Сажал Под арест Но сейчас же Выпускал Никто Кроме Стародубцева И же с ним Никакими усилиями Не мог Определить В каком Хотя бы Приблизительно Углу Валяются Документы Скажем Третьего Смоленского Или шестого Ленинградского Эшелона Прибывшего В подпорожье Месяц Или два Тому назад Мои экономические Юридические И прочие Изыскания Были ликвидированы В первый же день Бамовской эпопеи Я был пересажен Запишущую машинку Профессия Которая оказалась Здесь Дефицитной Бывало и так Что я сутками Не отходил От этой машинки Но боже ты мой Что это была За машинка Это было Советское Изделие Советского Казанского Завода Почему Юра И прозвал ее Казанской Сиротой Все в ней Звенело Гнулось Разбалтывалось Но хуже всего Был ее Норов Вот сидишь За этой Сиротой Уже Полуживой От усталости Екименко Стоит Над душой На какой-то Таинственной Букве Каретка Срывается С зубчатки И летит Валево От всех Двенадцати Экземпляров Этапных Списков Остаются Одни Клочки Екименко Испускает Сдержанный Мат В пространство Многочисленная Администрация Ожидающая Этих Списков Для вылавливания Эвакуируемых Вздыхает С облегчением Значит Можно Поспать Я сижу Всю ночь Перестукивая Изорванный Список И пытаясь Предугадать Очередную Судоргу Этого Эпилептического Советского Недоноска О горестной Советской Продукции Писали много И меня Всегда Провергали В изумление Те экономисты Которые Пытаются Объять Необъятные И выразить В цифровом Эквиваленте То Для чего Вообще В мире Никакого Эквивалента Нет Люди Просиживают Ночи Над всякого Рода Казанскими Сиротами Летят Под откосы Десятки Тысяч Вагонов По Лазарю Кагановичу 62 тысячи Крушений За 1935 Год Результат Качество Сормовской И Коломенской Продукции Ржавеют На своих Железных Кладбищах Сотни Тысяч Тракторов Сотни Миллионов Людей Надрываются От отупляющей Непосильной Работы Во всяких Советских Урчах Стройках Совхозах Лагерях Все это тонет В великом Марксистско-Ленинско-Сталинском Болоте И в сущности Все это сводится К проблеме Качества Качество Коммунистической Идеи Неразрывно Связано С качеством Политики Управления Руководства И результатов И на поверхности Этого болота Яркими Призрачными Цветами Маячат Разрушающийся И почти Забытый Турксип Туркестано-Сибирская Железная Дорога Построенная В 27-31 Годах Безработный Днепрострой Никому И ни для чего Ненужный Беломорско-Балтийский Канал Гигантские заводы Поставщики Тракторных И иных Кладбищ Ищеголяют В своих Кавалерийских Шинелях Всякие Товарищи Якименки Поставщики Кладбищ Не тракторных Должен Впрочем Сознаться Что тогда Все эти мысли О качестве Продукции Идейной И неидейной Мне в голову Не приходили На всех Нас Надвигалась Катастрофа Промфинплан Товарища Якименко На всех Нас Надвигалось Что-то Столь же Жестокое Как и этот ББК Заревая Стрельба На локпунктах У нас В управлении Отражались Беспросветной Работой Чудовищным Нервным Напряжением Дикой Суматошной Спешкой Все это Было Катастрофично Конечно Наши личные Судьбы В этой Катастрофе Были для нас Самыми Болезненными Точками Но и Бессмысленность Этой Катастрофы Взятой Так сказать В социальном Разрезе Давила на Сознание Как кошмар Приказ Гласил Отправить В распоряжение БАМа Не менее 35 тысяч Заключенных Под Порожского Отделения И не более Как в Двухнедельный Срок Запрещается Отправлять Всех Бывших Военных Всех Уроженцев Дальнего Востока Всех Лиц Кончающих Срок Наказания До 1 Июня 34 Года Всех Лиц Осужденных По таким То Статьям И Наконец Всех Больных По особому Списку По поводу Этого Приказа Можно было Бы поставить Целый Ряд Вопросов Неужели Этих 35 тысяч Пар Рабочих Рук Нельзя Было Найти Где-то Поближе К Дальнему Востоку А не Перебрасывать Их Через Половину Земного Шара Неужели Нельзя Было Подождать Тепла Чтобы Не Вести Эти 35 Тысяч Людей В Заведомо Истребительных Условиях Нашего Этапа Неужели ГПУ Не подумала Что в Двухнедельный Срок Такой Эвакуации Ни Физически Ни Тактически Выполнить Невозможно И Наконец Неужели ГПУ Не понимала Что из Наличных 45 Тысяч Или Около Того Заключенных Подпорожского Отделения Нельзя Набрать 35 Тысяч Людей Удовлетворяющих Требованием Приказа И в частности Людей Хотя бы Относительно Здоровых По существу Все эти вопросы Были Бессмысленны Здесь Действовала Система Рождающая Казанских Сирот Декоративных Гигантов И Нетракторные Кладбища Не могло Быть Особых Сомнений Насчет Того Как Эта Система Взятая В общем И целом Отразится На частном Случае Подпорожской Эвакуации Конечно Якименко Будет Проводить Свой Промфин План С Железной Беспощадностью На посты Вроде Якименковского Могут Пробраться Только Люди Этой Беспощадностью Обладающие В порядке Естественного Отбора Якименко Будет Сажать Людей В дырявые Вагоны В необорудованные Теплушки Якименко Постарается Впихнуть В эти Эшелоны Всех Кого Только Можно И здоровых И больных Больные Конечно Не доедут Живыми Но Разве Хотя Б Один Раз В истории Советской Власти Человеческие Жизни Останавливали Победно Халтурное Шествие Хотя Б Одного Промфин Плана Кривая Идет Вниз Самым Жестоким Испытанием Для нас В эти Недели Была Угроза Отправки Юры На БАМ Как Достаточно Скоро Выяснилось Ни я Ни Борис Отправки Не подлежали В наших Формулярах Значилась Статья 58.6 Шпионаж И нас Якименко Не смог Бы отправить Если бы И хотел Наших Документов Не приняла Бы Приемочная Комиссия БАМа Но Юра Этой Статьи Не имел Следовательно По ходу Событий Дело Обстояло Так Мы С Борисом Остаемся Юра Будет Отправлен Один После Его Летней Болезни И операции После Тюремной Лагерной Голодовки После Каторжной Работы В Урчевском Быть В Урчевском В Урчевском В Урчевском В Урчевском Случае Надежда На Якименко С каждым Днем Падала Все Больше И Больше В связи С Исчезновением Могущественной Якименковской Поддержки Снова В наши Икры Начала В Цепляться В Урчевская Шпана Цепляясь Скверно И В наших Условиях Очень Болезненно Мы С Юрой Только Что Закончили Списки Третьего Эшелона Списки Были Проверены Разложены По Столам И Я должен Был Занести Их На Погром Было Около Трех Часов Ночи Пропуск Который Мне Должны Были Заготовить Оказался Незаготовленным Не Идти Было Нельзя Идти Было Опасно Я Все Таки Пошел И Прошел Придя На Погрум И Передавая Списки Администрации Я Обнаружил Что Из Каждого Экземпляра Списков Украдено По Четыре Страницы Отправка Эшелона Была Сорвана Многомудрый Актив С Погры Сообщил Якименко Что Я потерял Эти Страницы Нетрудно Было Доказать Полную Невозможность Нечаянной Потери Четырех Страниц Из Каждого Из Двенадцати Экземпляров Якименко Так же Нетрудно Было Понять Что Уж Никак Не В моих Интересах Было Заранее Обдуманной Целью Выкидывать Эти Страницы А потом Снова Их Переписывать Все Это Так Но Разговор С Якименко У которого Из-за Моих Списков Проваливался Его Промфин План Был Не Из Приятных Особенно Принимая Во внимание Юрины Перспективы И Инциденты Такого Типа Повторяющиеся Приблизительно Через День Спокойствию Души Не Способствовали Между тем Эшелоны Шли И шли Через Бориса И железнодорожников Которых Он лечил До нас Стали доходить Сводки С крестного Пути Этих Эшелонов Конечно Уже И от Погры Погрузочные Станции Они Отправлялись С весьма Скудным Запасом Хлеба И Дров А иногда И вовсе Без Запасов Предполагалось Что аппарат ГПУских Баз По дороге Снабдит Эти Эшелоны Всем Необходимым Но Никто Не Снабдил Первые Эшелоны Еще Кое-что Подбирали По дороге А остальные Ехали Бог Уж Знает Как Железнодорожники Рассказывали Об остановках Поездов На маленьких Заброшенных Станциях И о том Как из этих Поездов Выносили Сотни Замерзших Трупов Миви Складывали Их В штабели В стороне От железной Дороги Рассказывали О крушениях При которых Обезумевшие Люди Выли В опрокинутых Деревянных Западнях Теплушек Слишком Хрупких Для силы Поездного Толчка Но Слишком Прочных Для безоружных Человеческих Рук Мне мерещилось Что вот На какой-то Заброшенной Зауральской Станции Вынесут Обледенелый Труп Юры Что в каком-то Товарном Вагоне Опрокинутом Под откос Полотна Каши Изуродованных Человеческих Тел Я гнал Эти мысли Они опять Лезли в голову Я с мучительным Напряжением Искал Выхода Хотя бы Какого-нибудь Выхода И его Видно Не было Планы Отчаяния Нужно Впрочем Оговориться О том Чтобы Юра Действительно Был отправлен На Бам Ни у кого Из нас Ни на секунду Не возникало Мысли Это в вагоне Номер Тринадцать Нас чем-то Опаили И захватили Спящими Второй раз Такой номер Не имел шансов Пройти Вопрос Стоял так Или Юре Удастся Отвертеться От Бама Или мы Все трое Устроим Какую-то резню И если Пропадем То по крайней Мере С треском Только Юра Иногда Говорил о том Что зачем Пропадать Всем троим Что уж Если ничего Не выйдет И ехать придется Он сбежит По дороге Нам Этот план Был весьма Утопичен Сбежать Из арестантского Эшелона Не было Почти Никакой Возможности Борис Был настроен Очень пессимистически А он приходил Из погры В совсем Истрепанном Виде Физически Его работа Была легче Нашей Но целыми Днями Он мотался По локпунктам По больницам И амбулаториям И хоть час дня Проводил на чистом Воздухе И в движении Он имел право Санитарного контроля Над кухнями И питался Исключительно Пробами пищи Свой паек Хлеб И по комку Замерзлой Ячменной Каши Приносил Нам Но его Моральное Положение Положение Врача В этой Атмосфере Саморубов Расстрелов Отправки В этапы Заведомо Больных Людей Было Отчаянным Борис Был уверен Что своего Полуобещания Насчет Юры Якименко Не сдержит И что пока Хоть какие-то силы Остались Нужно Бежать Теоретический План побега Был разработан В таком виде По дороге Из-под порожья На погру Стояла Чекистская Застава Из трех Человек На этой Заставе Меня и Бориса Уже знали В лицо Бориса В особенности Ибо он ходил Мимо нее Каждый день А иногда И по два-три Раза в день Поздно вечером Мы должны были Все втроем Выйти из-под порожья Захватив С собой вещи Я и Борис Подойдем К костру Заставы И вступим С патрульными В какие-либо Разговоры Потом В подходящий Момент Борис Должен был Ликвидировать Ближайшего К нему Чекиста Ударом Кулака И броситься На другого Пока Борис Будет ликвидировать Патрульного Номер два Я должен был Если не ликвидировать То по крайней мере Временно Нейтрализовать Патрульного Номер три Никакого Оружия Вроде топора Или ножа Опускать В ход Было нельзя План был Выполним Только при условии Молниеносной Стремительности И полной Неожиданности Плохо было Что патрульные Были в кожухах Некоторые Притом Наиболее Действительные Приемы Атаки Отпадали В достаточности Своих сил Я не был уверен Но с другой стороны Было маловероятно Чтобы тот Чекист С которым Мне придется Схватиться Был сильнее меня План был Очень рискованным Но все же План был Выполним Ликвидировав Заставу Мы получим Три винтовки И кое-какое Продовольствие И двинемся В обход Под порожье Через свирь На север До этого пункта Все было Более или менее Гладко А дальше Что Лес был Завален С угробищами Снега Лыжи Достать Было Можно Но не Охотничьи А беговые По лесным Завалам Корягам И ямам Они большой Пользы Не принесут Из нас Троих Только Юра Хороший Классный Лыжник Мы С Борисом Ходим Так себе Полюбительски Убитых Патрульных Обнаружат Или в ту же Ночь Или к утру Днем За нами Уже пойдут В погоню Команды Оперативного Отдела Прекрасно Откормленные С такими Собаками И щейками Какие не снились Майн Ридовским Охотникам За черным Деревом Так в романе Майн Рида Квартеронка Называются Охотники За беглыми Рабами Неграми Куда-то Вперед Пойдут Телефонограммы Какие-то Команды Будут Высланы Нам На перерез Правда Будут Винтовки Борис Прекрасный Стрелок В той степени В какой Он что-нибудь Видит На его Близорукость Выражается Фантастической Цифрой Диоптрий Двадцать Три Я Стрелок Более чем Посредственный Юра тоже Продовольствия У нас почти Нет Карты нет Компаса нет Каковы шансы На успех В недолгие Часы Предназначенные Для сна Я ворочался На голых Досках Своих Нары Чувствовал Ясно Шансов Никаких Но если Ничего Другого Сделать Будет Нельзя Мы сделаем Это Марковича Перековали Мы попробовали Прибегнуть И к житейской Мудрости Марковича Кое-какие Проекты Бескровные Но очень Зыбкие Выдвигал И он Впрочем Ему было Не до Проектов Бам Нависал Над нами И при том В ближайшие Жи дни Он напрягал Всю свою Изобретательность И все Свои связи Но Не выходило Ровно Ничего Миша Не ехал Так как Почему-то Числился Здесь Только В командировке А прикреплен Был К центральной Типографии В Медвежьей Горе Трошин Трошин Мотался По лагерю И из него Как из бронзбойта Во все стороны Хлистал Энтузиазм Как-то В той Типографской Баньке О которой Я уже Рассказывал Сидели Все мы В полном Составе Он как-то Бачком Бачком Студка Все равно Зарежу Я тебе Чики Кишки Все равно Выпущу Мне Терять Нечего Я уже Все равно Что в гробу Тони Миши Было Какое-то Удушье От злобы И непреклонной Решимость Трошин Встал Пошатываясь По его Виску Бежала Тоненькая Струйка Крови Я же Вам Говорил Трошин Что вы Конченный Идиот Заявил Маркович Вот я Посмотрю Какой Из вас На этапе Энтузиазм Потечет Дверка В тайны Трошинского Энтузиазма На секунду Приоткрылась Мы В пассажирском Поедем Мрачно Ляпнул он Хе В пассажирском А может быть Товарищ Трошин В международном Хотеть С постельным Бельем И вагоном Рестораном Молите Бога Чтобы хоть Теплушка Целая Попалась И с печкой Вчера Подали Эшелон Так там Печки Есть А труп Нет Хе Хе Хей Пассажирский Вам Просто Нужно Лечиться От Идиотизма Трошин Трошин Пристально Посмотрел На бледное Лицо Миши Потом На фигуру Бориса И о чем То Подумал Забрал Подмышку Все свои Пожитки И исчез Ни его Ни Марковича Я больше Не видал На другой день Их утром Отправили На этап Борис Присутствовал При погрузке Их погрузили В теплушку Притом Дырявую И без трубы Недаром В этот день Прощаясь Маркович Мне говорил А вы знаете Иван Лукьянович Сюда в СССР Я ехал Первым классом Помилуйте Каким же Еще Классом Нужно ехать В рай А теперь Я тоже еду В рай Только не в первом Классе И не в социалистический Интересно Все-таки Есть ли рай Если хотите Иван Лукьянович Так у вас Будет Собственный Корреспондент Из рая А? Вы думаете Доеду? Ну что вы Иван Лукьянович Я же знаю Что по дороге Делается И вы знаете Какой-нибудь Крестьянин Который С детства Привык А я Я ж Комнатный Человек Нет Знаете Иван Лукьянович Если вы Как-нибудь Увидите Мою жену Все на свете Может быть Скажите ей Что за доверчивых Людей Замуж Выходить Нельзя Социалистический Рай Вот мы С вами Получаем Маленький Кусочек Социалистического Рая На скользких Путях Промфинплан Товарища Якименко Трещал По всем Швам Уже Не было И речи Ни о двух Неделях Ни о 35 Тысячах Железная Дорога Вовсе Не подавала Составов То подавал Такие От которых Бамовская Комиссия Отказывалась Наотрез С дырами Куда не только Человек А и лошадь Пролезла бы Проверка Трудоспособности И здоровья Дала совсем Унылые цифры Не более Шести тысяч Человек Могли быть Признанными Годными К отправке Да и те Постольку Поскольку Между тем Бабака Исходя из Весьма Прозаического Хозяйственного Расчета Зачем Кормить Уже Чужие Рабочие Руки Урезал Нормы Снабжения До уровня Клинического Голодания Люди Стали Валиться С ног Сотнями И тысячами Снова Стали Работать Медицинские Комиссии Через Такую Комиссию Прошел И я Старичок Доктор С беспомощным Бидом Смотрит Из 12 экземпляров списков Якименко подписывал 3, а проверял 1. Эти 3 шли в управление ББК, в управление БАМа и в ГУЛАГ. Остальные экземпляры использовались на месте для подбора этапа, для хозяйственной части и так далее. У нас с Юрой почти одновременно возник план, который напрашивался сам собой. В первых трех экземплярах мы оставим все как следует, а в остальных девяти фамилий заведомо больных людей мы их разыщем по картотеке, заменим несуществующими фамилиями или просто перепутаем так, чтобы ничего разобрать было нельзя. При том хаосе, который царил на лагерных пунктах, при полной путанице в колоннах и в колоннах списках, при обалделости и беспробудном пьянстве низовой администрации, никто не разберет, сознательный ли это подлог, случайная ли ошибка или обычная ворчеевская путаница. Да, в данный момент разбираться никто не станет. В этом плане был великий соблазн. Но было и другое. Одно дело рисковать своим собственным черепом, другое дело втягивать в этот риск своего единственного сына, да еще мальчика. Итак, на моей совести тяжелым грузом лежало все то, что с нами произошло. Моя техническая ошибка с госпожой Е и с мистером Бабенко. Тающее с каждым днем лицо Юрочки, судьба Бориса и многое другое. И была еще великая усталость и сознание того, что все это в сущности так бессильно и бесцельно. Ну вот выцарапаем из нескольких тысяч несколько десятков человек, а больше не удастся. И они вместо того, чтобы умереть через месяц в эшелоне, помрут через несколько месяцев где-нибудь в слабосилке ББК. Только и всего. Стоит ли игра свеч? Как-то под утро мы возвращались из УРЧ в свою палатку. На дворе было морозно и тихо. Пустынные улицы под порожье лежали под толстым снеговым саваном. А по-моему, Ватик, ни с того ни с сего, сказал Юра. Надо все-таки это сделать. Неудобно как-то. Разменяют, Юрчик, сказал я. Ну и хрен с ними. А ты думаешь, много у нас шансов отсюда живыми выбраться? Я думаю, много. А по-моему, никаких. Еще через месяц от нас одни мощи останутся. Все равно. Но да, дело не в том. А в чем же дело? А в том, что неудобно как-то. Можем мы людей спасти? Можем. А там пусть расстреливать. Да хрен с ними. Подумаешь, тоже удовольствие околачиваться в этом раю. Юра вообще и до лагеря развивал такую теорию, что если бы, например, у него была твердая уверенность, что из Советской России ему не вырваться никогда, он застрелился бы сразу. Если жизнь состоит исключительно из неприятностей, жить нет никакого коммерческого расчета. Мало ли какие коммерческие расчеты могут быть у юноши 18 лет. И много ли он о жизни знает. Юра остановился и сел на снег. Давай посидим. Хоть урчевскую махорку из легких выветрям. Сел я. Я ведь знаю, Ватик, ты больше за меня дрейфишь. Угу, сказал я. А ты плюнь и не дрейфь. Замечательно простой рецепт. Ну а если придется, придется же против большевиков с винтовкой идти. Так тогда ты насчет риска ведь ничего не будешь говорить. Если придется, пожал я плечами. Даст бог, придется. Конечно, если отсюда выскочим. Выскочим, сказал я. Ах, вздохнул Юра. С воли не выскочили. С деньгами, с оружием, со всем. А здесь мы помолчали. Эта тема обсуждалась столько уже раз. Видишь ли, Ватик, если мы за это дело не возьмемся, будем потом чувствовать себя сволочью. Могли и сдрейфили. Мы помолчали. Юра, подтягиваясь, поднялся со своего мягкого кресла. Так что, Ватик, давай, а? На Никола Угодника. Давай, сказал я. Мы крепко пожали друг другу руки. Чувство отцовской гордости я не совсем все-таки лишен. Особенно великих результатов из всего этого, впрочем, не вышло в силу той прозаической причины, что без сна человек все-таки жить не может. А для наших манипуляций с карточками и списками у нас оставались только те 4-5 часов в сутки, которые мы могли отдать сну. Я и Юра, взятые в отдельности, вероятно, оставили бы эти манипуляции после первых же бессонных ночей. Но поскольку мы действовали вдвоем, никто из нас не хотел первым подавать сигнал об отступлении. Все-таки из каждого списка мы успевали изымать десятка-полтора, иногда и два. Это был слишком большой процент. Каждый список заключал в себе 500 имен, и на погре стали говорить уже о том, что в УРЧ что-то здорово путают. Отношения с Якименко шли все ухудшаясь. Во-первых, потому что я и Юра совсем уж валились с ног от усталости и бессонницы, врали в этих списках уж без всякого заранее обдуманного намерения, и на погрузочном пункте получалась неразбериха. И во-вторых, между Якименко и Борисом стали возникать какие-то трения, которые в данной обстановке ничего хорошего предвещать не могли, и о которых Борис рассказывал со сдержанной яростью, но весьма неопределенно. Старший врач отделения заболел, Борис был назначен на его место, и поскольку я мог понять, Борису приходилось своей подписью скреплять вытертые резинки диагноза и новые стандартизированные пометки Годин, что-то назревало и на этом участке нашего фронта. Но у нас назревали все участки сразу. Как-то утром приходит в УРЧ Борис. Вид у него немытый и небритый, воспаленно взъерошенный и обалделый, как, впрочем, и у всех нас. Он сунул мне свое ежедневное приношение замерзшей ком ячменной каши, и я заметил, что кроме взъерошенности и обалделости. В Борисе есть еще кое-что. Какая-то гайка выскочила, и теперь Борис будет идти напролом. По части же хождения напролом Борис с полным основанием может считать себя мировым специалистом. На душе стало беспокойно. Я хотел было спросить Бориса, в чем дело, но в этот момент в комнату вошел Якименко. В руках у него были какие-то бумаги для переписки. Вид у него был ошалелый и раздраженный. Он работал, как и все мы, а промфинплан таял с каждым днем. Увидав Бориса, Якименко резко повернулся к нему. Что это означает, товарищ Солоневич? Представитель третьей части в отборочной комиссии заявил мне, что вы тут что-то там бузить начали. Предупреждаю вас, чтобы этих жалоб я больше не слышал. У меня гражданин начальник есть жалобы на них. Плевать мне на ваши жалобы. Холодное обычно сдержанное лицо Якименко вдруг перекосилось. Плевать мне на ваши жалобы. Здесь лагерь и университетская клиника. Вы обязаны исполнять то, что вам приказывает третья часть. Третья часть имеет право приказывать мне как заключенному, но она не имеет права приказать мне как врачу. Третья часть может считаться или не считаться с моими диагнозами, но подписывать их диагнозов я не могу. По закону Борис был прав. Я вижу, что здесь столкнулись два чемпиона по части хождения на пролом со всеми шансами на стороне Якименко. У Якименко на лбу надуваются жилы. Гражданин начальник, позвольте вам доложить, что отдача своей подписи под постановлениями отборочной комиссии я в данных условиях отказываюсь категорически. Якименко смотрит в упор на Бориса и зачем-то лезет в карман. В моем воспаленном мозгу мелькает мысль о том, что Якименко лезет за револьвером. Совершенно нелепая мысль. Я чувствую, что если Якименко попробует оперировать револьвером или матом, Борис двинет его по челюсти, и это будет последний промфин-план на административном и жизненном поприще Якименко. Свою непринятую Якименко и жалобу Борис перекладывает из правой руки в левую, а правая свободным расслабленным жестом опускается вниз. Я знаю этот жест по рингу. Эта рука отводится для удара снизу по челюсти. Мысли летят с сумасшедшей стремительностью. Борис ударит, активы чекисты кинутся всей сворой. Я и Юра пустим в ход и свои кулаки. Через секунд пятнадцать все наши проблемы будут решены окончательно. Немая сцена. У РЧ перестал дышать. И вот с лежанки, на которой под шинелью дремлет помощник Якименко, добродушно жестокий, изысканно виртуозный сквернослов Харунжик, вырываются трели неописуемого мата. Весь словарь Харунжика ограничивается непристойностями. Даже когда он сообщает мне содержание отношения, которое я должен написать для Медгоры, это содержание излагается таким стилем, что я могу использовать только союзы и предлоги. Мат Харунжика никому не адресован, просто ему из-за каких-то там хреновых комиссий не дают спать. Харунжик поворачивается на другой бок и натягивает шинель на голову. Якименко вытягивает из кармана коробку папиросы, протягивает Борису. Я глазам своим не верю. Спасибо, гражданин начальник, я не курю. Коробка протягивается ко мне. Позвольте вас спросить, доктор Солоневич, сухим и резким тоном говорит Якименко. Так на какого же черта вы взялись за комиссионную работу? Ведь это ж не ваша специальность, вы ведь санитарный врач. Неудивительно, что третья часть не питает доверия к вашим диагнозам. Черт знает, что такое. Берутся люди не за свое дело. Вся эта мотивировка не стоит выеденного яйца. Но Якименко отступает. И это отступление нужно всемирно облегчить. Я ему это несколько раз говорил, товарищ Якименко, вмешиваюсь я. По существу это все доктор Шукриц напутал. Вот еще эта старая шляпа доктор Шукриц. Якименко хватается за якорь спасения своего начальственного лица. Вот что. Я сегодня же отдам приказ о снятии вас с комиссионной работы. Займитесь санитарным оборудованием эшелонов. И имейте в виду, за каждую мелочь я буду взыскивать с вас лично. Никаких отговорок, чтобы эшелоны были оборудованы на ядь. Эшелонов нельзя оборудовать не то, что на ядь, но даже и на ижицу по той же простой причине, что оборудовать их нечем. Но Борис отвечает. Слушаю, гражданин начальник. Из угла на меня смотрит изжеванное лицо Страдубцева, и на нем я читаю ясно. Но тут уж я окончательно ни хрена не понимаю. В сущности не очень много понимаю и я. Вечером мы все вместе идем за обедом. Борис говорит. Да, что ни говори, а с умным человеком приятно поговорить. Даже и с умной сволочью. Уравнение с неизвестной причиной Якименковского отступления мною уже решено. Стоя в очереди за обедом, я затеваю тренировочную игру. Каждый из нас должен сформулировать про себя эту причину, и потом эти определенные формулировки мы подвергнем совместному обсуждению. Юра прерывает Бориса, уже готового предъявить свое решение. Постойте, ребята, дайте я подумаю. А потом вы мне скажете, верно или неверно. После обеда Юра докладывает в тоне объяснение Шерлока Холмса доктору Ватсону. Что было бы, если бы Якименко арестовал Боба? Во-первых, врачей у них и так не хватает. Во-вторых, что сделал бы Ватик? Ватик мог бы сделать только одно, потому что нам ничего другого не оставалось бы. Пойти в приемную комиссию БАМа и заявить, что Якименко их систематически надувает, дает дохлую рабочую силу. Из БАМовской комиссии кто-то поехал бы в Медгору и устроил бы там скандал, верно? Почти, говорит Борис. Только БАМовская комиссия заявила бы не в Медгору, а в ГУЛАГ. По линии ГУЛАГа Якименко влетела бы за зрячные расходы по перевозке трупов, а по линии ББК за то, что не хватило ловкости рук. Если бы не было тут тебя с Ватиком, Якименко слопал бы меня и даже не поперхнулся бы. Таково было и мое объяснение. Но мне все-таки кажется и до сих пор, что с Якименко дело обстояло не так просто. И в тот же вечер из соседней комнаты раздается голос Якименко. Слоневич Юрий, подойдите-ка сюда. Юра встает из-за машинки, мы с ним обмениваемся беспокойными взглядами. Это вы писали этот список? Я. Мне становится не по себе. Это наши подложные списки. А позвольте вас спросить, откуда вы взяли эту фамилию? Как ее тут? Абрурахманов. Такой фамилии в карточках нет. Моя душа медленно сползает в пятки. Не знаю, товарищ Якименко, путаница, вероятно, какая-нибудь. Путаница. В голове у вас путаница. Ну, конечно. С полной готовностью соглашается Юра. И в голове тоже. Молчание. Я, затаив дыхание, вслушиваюсь в малейший звук. Путаница. Вот посажу я вас на неделю в ШИЗО. Так я там, по крайней мере, отосплюсь, товарищ Якименко. Немедленно переписать эти списки. Страдубцев, все списки проверять. Под каждым списком ставить подпись проверяющего. Поняли? Юра выходит из кабинета Якименко бледный. Его пальцы не попадают на клавишу машинки. Я чувствую, что руки дрожат и у меня. Но как будто пронесло. Интересно, когда наступит тот момент, когда не пронесет? Наши комбинации лопнули автоматически. Они, впрочем, лопнули бы и без вмешательства Якименко. Не спать совсем было все-таки невозможно. Но что знал или о чем догадывался Якименко? Измор. Я принес в погру списки очередного эшелона и шатаюсь по локпункту. Стоит лютый мороз, но после урчевской коптильни так хорошо проветрить легкие. Локпункт неузнаваем. Уже давно никого не шлют и не выпускают в лес из боязни, что люди разбегутся. Хотя бежать некуда. И на локпункте дров нет. Все то, что с такими трудами, с такими жертвами, с такой спешкой строилось три месяца там назад. Все идет в трубу, в печку. Ломают на топливо бараки, склады, кухни. Занесенной снегом кучей металла лежит кем-то взорванный мощный дизель, привезенный сюда для стройки плотины. Валяются изогнутые буровые трубы. Все это импортное, валютное. У того барака, где некогда процветали под дождем мы трое, стоит плотная толпа заключенных, человек четыреста. Она окружена цепью стрелков ГПУ. Стрелки стоят в некотором отдалении, держа винтовки по уставу под мышкой. Кроме винтовок стоят на треножках два легких пулемета. Перед толпой заключенных столик, за которым местное начальство. Кто-то из начальства равнодушно выкликает. Иванов, есть! Толпа молчит. Петров! Толпа молчит. Эта операция носит техническое название «Измора». Люди на лагпункте перепутались, люди растеряли или побросали свои рабочие карточки, единственный документ, удостоверяющий самоличность лагерника. И вот, когда в колонне вызывают на бам какого-нибудь Иванова двадцать пятого, то этот Иванов предпочитает не откликаться. Всю колонну выгоняют из барака на мороз, оцепляют стрелками и начинают вызывать. Колонна отмалчивается. Меняется начальство, сменяются стрелки, а колонну все держат на морозе. Понемногу один за другим молчальники начинают сдаваться. Раньше всего рабочие и интеллигенция, потом крестьяне и, наконец, урки. Но урки часто не сдаются до конца. Валятся на снег, и замерзшего его относят или в амбулаторию, или в яму, исполняющую назначение общей могилы. В общем, совершенно безнадежная система сопротивления. Вот, в толпе уже свалилось несколько человек. Их подберут не сразу, чтобы не симулировали. Говорят, что одна из землекопных бригад поставила рекорд. Выдержала двое суток такого измора. Из нее откликнулось не больше половины. Но другая половина немного от нее осталась. Встреча. В лагерном тупичке стоит почти готовый к отправке эшелон. Территория этого тупичка плетена колючей проволокой, охраняется патрулями. Но у меня пропуск, и я прохожу к вагонам. Некоторые вагоны уже заняты, из других будущие пассажиры выметают снег, опилки, куски каменного угля, заколачивают щели, настилают нары. Словом, идет строительство социализма. Вдруг где-то сзади меня раздается зычный голос. Иван Лукьянович, алло, товарищ Солоневич, я оборачиваюсь. Спрыгнув с изумительной ловкостью из вагона, ко мне бежит некто в не очень рваном бушлате, весь заросший рыжий бородищей и призывно размахивающий шапкой. Останавливаюсь. Человек с рыжей бородой подбегает ко мне и с энтузиазмом трясет мне руку. Пальцы у него железные. Здравствуйте, Иван Лукьянович. Знаете, очень рад вас видеть. Конечно, это я понимаю свинство с моей стороны высказывать радость, увидев старого приятеля в таком месте. Человек слаб. Почему я должен нарушать гармонию общего равенства и лезть сверх в человеке? Я всматриваюсь. Ничего не понять. Рыжая борода, веселые забубенные глаза, общий вид человека ни в коем случае не унывающего. Послушайте, говорит человек с негодованием, неужели не узнаете? Неужели вы возвысились до таких административных высот, что для вас простые лагерники вроде Гендальмана не существуют? Точно кто-то провел мокрой губкой по лицу рыжего человека и сразу смыл бородищу, сище снял бушлат и под всем этим очутился. Зиновий Яковлевич Гендальман, таким, каким я его знал по Москве, весь сотканный из мускулов, бодрости и зубоскальства. Конечно, это тоже свинство, но встретить Зиновия Яковлевича мне было очень радостно. Так стоим мы и тискаем друг другу руки. Значит, сели, наконец, неунывающим тоннам ему заключает Гендальман. Я ведь вам предсказывал. Правда, и вы мне предсказывали, какие мы с вами проницательные, и как это у нас обоих не хватило проницательности, чтобы не сесть. Не правда ли удивительно? Но нужно иметь силы подняться над нашими личными мелкими мещанскими переживаниями. Если наши вожди лучшие из лучших, железная гвардия ленинизма, величайшая надежда будущего человечества, если эти вожди садятся в ГПУ как мухи на мёд, так что же мы должны сказать, а? Мы должны сказать «Добро пожаловать, товарищи!» Слушайте, перебиваю я публику кругом. Это ничего, свои ребята. Наша бригада все уральские мужики. Ребят как гвозди. Замечательные ребята. Итак, по каким статьям существующего и несуществующего закона попали вы сюда? Я рассказываю. Забубённый блеск исчезает из глаз Гендельмана. Да вот это плохо. Это уж не повезло. Гендельмана оглядывается кругом и переходит на немецкий язык. Вы ведь всё равно сбежите. До сих пор мы считали это само собой разумеющимся. Но вот теперь эта история с отправкой сына. А ну-ка, Зиновий Яковлевич, мобилизуйте вашу юдишкоп и что-нибудь изобретите. Гендельмана запускает пальцы в бороду и осматривает вагоны, проволоку, ельник, снег, как будто отыскивая там какое-то решение. А попробовали вы подъехать к Бамовской бы комиссии? Думал и об этом безнадёжно. Может быть, не совсем. Видите ли, председателем этой комиссии торчит некто Чекалин. Я его знаю по вишерскому лагерю. Во-первых, он коммунист с дореволюционным стажем, и во-вторых, человек он очень неглупый. Неглупый коммунист, и с таким стажем, если он до сих пор не сделал карьеры, ха, а разве это карьера? Это значит, что он человек лично порядочный, что в качестве порядочного человека он рано или поздно сядет. Он, конечно, понимает это и сам, словом, тут есть кое-какие психологические возможности. Идея довольно неожиданная, но какие тут могут быть психологические возможности в этом сумасшедшем доме? Чекалин? Колючий, нервный, судорожный, замотанный полусумасшедший от вечной грызни с Якименко? А то попробуйте вязаться с нами. Наш эшелон пойдет, вероятно, завтра, или, на крайний случай, пристройте вашего сына сюда. Тут он у нас не пропадет. Я посылки получал, еда у меня на дорогу более или менее есть, а? Подумайте. Я крепко пожал Гендельману руку, но его предложение меня не устраивало. Ну, а теперь докладывайте вы. Гендельман был по образованию инженером, а по профессии инструктором спорта. Это довольно обычное в советской России явление. У инженера несколько больше денег, огромная ответственность, конечно, перед ГПУ, по линии вредительства, бесхозяйственности, невыполнение директив и планов и по многим другим линиям, и, конечно, никакого житья. У инструктора физкультуры денег иногда меньше, иногда и больше, столкновений с ГПУ почти никаких, и в результате всего этого возможность вести приблизительно человеческий образ жизни. Кроме того, можно потихоньку и сдельно подхалтуривать и по своей основной специальности. Гендельман был блестящим спортсменом и редким организатором. Однако и физкультурный иммунитет против ГПУ вещь весьма относительная. В связи с той политизацией физкультуры, о которой я рассказывал выше, около 500 инструкторов спорта было арестовано и разослано по всяким нехорошим и весьма неудобо усвояемым местам. Был арестован и Гендельман. Да и докладывать с сущности нечего. Сцапали, привезли на Лубянку, посадили, сижу. Через три месяца вызывают на допрос, но, конечно, они уже все решительно знают, что я старый сокольский деятель. Примечание. Сокольское движение, союз спортивно-гимнастических обществ славянских стран. Первым таким обществом стал клуб Сокол, учрежденный в Праге в 1862 году. В СССР сокольское движение было запрещено в 1923 году одновременно с бой с каутизмом. Что я у себя на работе устраивал старых соколов. Что я находился в переписке с международным сокольским центром. Что я даже посылал приветственную телеграмму всесокольскому слету. А я все сижу и слушаю. Потом я говорю «Ну вот вы товарищи все знаете». «Конечно знаем». «И устав сокола тоже знаете». «Тоже знаем». «Позвольте мне спросить, почему же вы не знаете, что евреи в сокол не принимаются?» «Знаете, что мне следователь ответил?» «Ах, говорит, не все ли вам равно, гражданин Гендельмон, за что вам сидеть, за сокол или не за сокол?» «Какое гениальное прозрение в глубины человеческого сердца. Представьте себе, мне оказывается решительно все равно за что сидеть, раз я уж все равно сижу. Почему же я работаю плотником? А зачем мне работать не плотником? Во-первых, я зарабатываю себе настоящие мозолистые пролетарские руки. Знаете, как в песенке поется «В заводском гуле он ласкал ее мозолистые груди». Во-вторых, я здоров. Посылки мне присылают, а уж лучше тисать бревна, чем зарабатывать себе геморрой. В-третьих, я имею дело не с советским активом, а с порядочными людьми, с крестьянством. Я раньше побаивался, думал антисемитизм. У них столько же антисемитизма, как у вас коммунистической идеологии. Это честные люди, хорошие товарищи, а не какая-нибудь советская сволочь. Три года я уж отсидел, еще два осталось. Заявление о смягчении участи. Тут голос Гендельмана стал суров и серьезен. Ну, от вас я такого совета, Иван Лукьянович, не ожидал. Эти бандиты меня без всякой вины, абсолютно без всякой вины посадили на каторгу. Оторвали меня от жены и ребенка. Ему было только две недели. И чтобы я перед ними унижался, чтобы я у них что-то вымаливал. Забубенные глаза Гендельмана смотрели на меня негодующе. «Нет, Иван Лукьянович, этот номер не пройдет. Я, даст бог, отсижу и выйду, а там, там мы посмотрим». «Вы только на этих мужичков посмотрите, какая это сила!» Вечерело. Патрули проходили мимо эшелонов, загоняя лагерников в вагоны. Пришлось попрощаться с Гендельманом. «Ну, передавайте Борису и вашему сыну, я его так и не видал, мой, так сказать, спортивный привет. Не унывайте, а насчет Чекалина все-таки подумайте». Срыв Я пытался прорваться на погру на следующий день, еще раз отвести душу с Гендельманом, но не удалось. Вечером Юра мне сообщил, что Якименко с утра уехал на два-три дня на Медвежью гору, и что в какой-то дополнительный список на ближайший этап урчеевский актив ухитрился включить его, Юру, что список уже подписан начальником отделения Ильиных, и что сегодня вечером за Юрой придет вооруженный конвой, чего для отдельных лагерников не делалось никогда. Вся эта информация была сообщена Юре чекистом из третьего отдела, которому Юра в свое время писал стихами письма к его возлюбленной. Поэтические настроения бывают и у чекистов. Мой пропуск на погру был действительно до 12 часов ночи. Я вручил его Юре, и он, забрав свои вещи, исчез на погру с наставлением действовать по обстоятельствам. В том же случае, если скрыться, совсем будет нельзя, разыскать вагон Гендельмана. Но эшелон Гендельмана уже ушел. Борис запрятал Юру в покойницкую при больнице, где он и просидел двое суток. Актив искал его по всему лагерю. О переживаниях этих двух дней рассказывать было бы слишком тяжело. Через два дня приехал Якименко. Я сказал ему, что вопреки его прямой директиве стародубцев обходным путем включил Юру в список, что в частности ввиду этого сорвалась подготовка очередного эшелона. Одна машинка осталась безработной. И что Юра пока что скрывается за пределами досягаемости актива. Якименко посмотрел на меня мрачно и сказал позовите мне стародубцева. Я позвал стародубцева. Минут через пять стародубцев вышел от Якименко в состоянии близком к истерии. Он что-то хотел сказать мне, но величайшая ненависть сдавила ему горло. Он только ткнул пальцем в дверь якименковского кабинета. Я вошел туда. Ваш сын сейчас на БАМ не едет. Пусть он возвращается на работу, но с последним эшелоном поехать ему вероятно придется. Я сказал товарищ Якименко но ведь вы мне обещали. Ну и что же что обещал? Подумаешь какое сокровище ваш Юра? Для меня для меня сокровище. Я почувствовал спазмы в горле и вышел. Стародубцев который видимо подслушивал под дверью отскочил от нее к стенке и все его добрые чувства ко мне выразились в одном слове в котором было многое в нем было сокращение я схватил Стародубцев за горло из актива с места не двинулся никто Стародубцев судорожно схватил мою руку и почти повис на ней когда я разжал руку Стародубцев мешком опустился на пол актив молчал я понял что еще одна такая неделя и я сойду с ума я торгую живым товаром эшелоны все шли наше положение все ухудшалось силы таяли угроза Юрия росла на обещание Якименко после всех этих инцидентов рассчитывать совсем было нельзя Борис наставил на немедленном побеге я этого побега боялся как огня это было бы самоубийством но помимо такого самоубийства ничего другого видно не было я уже не спал в те короткие часы которые у меня оставались от урчевской каторги одни за другими возникали отбрасывались планы мне все казалось что где-то вот-вот совсем рядом под рукой есть какой-то выход идиотски простой явственно очевидный а я вот не вижу его хожу вокруг да около тыкаюсь во всякую майн ридовщину от того что надо не вижу и вот в одну из таких бессонных ночей меня наконец осенило я вспомнил о совете гендельмана о председателе приемочной комиссии бам чекисте чекалине и понял что этот чекист единственный способ спасения и при том способ совершенно реальный всяческими пинкертоновскими ухищрениями узнал его адрес чекалин жил на краю села в карельской избе поздно вечером воровато пробираясь по сугробам снега я подошел к этой избе хозяйка избы на мой стук подошла к двери но открывать не хотела через минуту две к двери подошел чекалин кто это дверь открылась на десять сантиметров из щели прямо мне в живот смотрел ствол пробелума электрический фонарик осветил меня вы заключенный да что вам нужно голос чекалина был резок и подозрителен гражданин начальник у меня к вам очень серьезные разговоры на очень серьезную тему но говорите гражданин начальник этот разговор я через щель двери вести не могу луч фонарика уперся мне в лицо я стоял щурясь от света и думал о том что малейшая оплошность может стоить мне жизни оружие есть нет выверните карманы я вывернул карманы войдите я вошел чекалин взял фонарик в зубы не выпуская пробелума свободной рукой ощупал меня всего видна была большая сноровка проходите вперед я сделал два-три шага вперед и остановился в нерешительности направо наверх налево командовал чекалин совсем как в коридорах гпу да сноровка видна мы вошли в убого обставленную комнату посреди комнаты стоял некрашенный деревянный стол чекалин обошел его кругом и не опуская пробел мы тем же резким тоном спросил нас так что ж вам угодно начало разговора было малообещающим от него у вас столько зависело я постарался собрать все свои силы гражданин начальник последние эшелоны составляются из людей которые до бама заведомо не доедут у меня запнулось дыхание но вам как приемщику рабочей силы нет никакого смысла нагружать вагоны полутрупами выбрасывать в дороге трупы да я хочу предложить давать вам списки больных которых бабака сажает в эшелоны под видом здоровых в нашей комиссии есть один врач он конечно не в состоянии проверить всех этапников но он может проверить людей по моим спискам по каким статьям сидите 58 6 10 11 59 10 срак 8 лет так вы по каким собственно мотивам действуйте по многим мотивам в частности потому что на бам придется может быть ехать моему сыну а тот что рядом с вами работает да чекалин уставился на меня пронизывающим но ничего не говорящим взглядом и чувствовал что от нервного напряжения у меня начинает пересыхать во рту так сказал он раздумчиво потом отвернувшись немного в сторону опустил предохранитель своего пробелма и положил оружие в кобуру так повторил он как будто что-то соображая а скажите вот эту путаницу с заменой фамилии это не вы устроили мы а по каким мотивам я думаю что даже революции лучше обойтись без тех издержек которые уж совсем бессмысленно чекалин как-то передернуло так сказал он саркастически а когда миллионы трудящихся гибли на фронтах бессмысленной империалистической бойни вы действовали по той же просвещенной линии вопрос был поставлен в лоб так же как и сейчас я бессилен против человеческого сумасшествия революцию вы считаете сумасшествием я не вижу никаких оснований скрывать перед вами этой прискорбной точки зрения чекалин помолчал ваше предложение для меня приемлемо но если вы воспользуетесь этим для каких-нибудь посторонних целей протекции или чего вам пощады не будет мое положение настолько безвыходно что вопрос о пощаде меня мало интересует меня интересует вопрос о сыне он за что попал по существу за компанию в связи с иностранцами как вы предполагаете технически провести эту комбинацию к отправке каждого эшелона я буду давать вам списки больных которых ббк дает вам под видом здоровых этих списков я вам приносить не могу я буду засовывать их в уборную урч в щель между бревнами над притолкой двери прямо посредине ее вы бываете урч и можете эти списки забирать так подходяще скажите в этих подлогах с ведомостями ваш сын тоже принимал участие да в сущности это его идея из тех же соображений да и отдавая себе отчет отдавая себе совершенно ясный отчет лицо и голос чекалина стали немного меньше деревянными скажите не считаете что гпу вас безвинно посадило с точки зрения гпу нет а с какой точки зрения да кроме точки зрения гпу есть еще и некоторые другие точки зрения я не думаю что был смысл входить в их обсуждение и напрасно вы думаете глупо думаете из-за екимянков стародубцевых и прочей сволочи революции платят эти как вы говорите бессмысленные сдержки это потому что вы и же с вами с революцией идти не захотели почему вы не пошли стародубцев имеет передо мной то преимущество что он выполнит всякое приказание а я всякое не выполню белые перчатки может быть но вот и миритесь с екименками вы кажется о нем не особо высокого мнения екименко карьерист и прохвост коротко отрезал чекалин он думает что он сделает карьеру по всей вероятности сделает поскольку от меня зависит сомневаюсь а от меня зависит об этих эшелонах будет знать и гулаг штабили трупов по дороге гулагу не нужны и я подумал о том что штабили трупов до сих пор гулагу не мешали екименко карьера не сделает продолжал чекалин сволочи у нас и без него достаточно но это вас не касается касается самым тесным образом именно меня и нас чекалин опять передернуло ну давайте ближе к делу эшелон идет через три дня можете вы мне за послезавтра дать первый список могу так значит я найду его послезавтра к десяти часам вечера в уборной в РЧФ щели над дверью да хорошо если вы будете действовать честно если вы этими списками не воспользуетесь для каких-нибудь комбинаций я ручаюсь вам что ваш сын на БАМ не поедет категорически гарантирую а почему бы собственно не поехать на БАМ и вам статьи не пускают это ерунда и потом но вы знаете на увеселительную прогулку это не очень похоже ерунда не в теплушке же бы вы поехали раз я вас приглашаю я в изумлении воззрился на Чекалина и не знал что мне отвечать нам нужны культурные силы сказал Чекалин делая ударение на культурные и мы умеем их ценить не то что БАМ в пафосе Чекалина мне слышались чисто ведомственные нотки я хотел спросить чем собственно я обязан чести такого приглашения но Чекалин прервал меня но мы с вами еще поговорим так значит списки я послезавтра там найду но пока подумайте о моем предложении когда я вышел на улицу мне говоря откровенно хотелось слегка приплясывать но умудренные опытами всякого рода я предпочел подвергнуть всю эту ситуацию так сказать марксистскому анализу марксистский анализ дал вполне благоприятные результаты Чекалину конечно я оказывал весьма существенную услугу не потому что кто-то его стал бы потом попрекать штабелями трупов по дороге потому что он был бы обвинен в ротозействе сучили ему дескать гнилой товар а он и не заметил с точки зрения советских работорговцев да и не только советских это промах весьма предосудительный дескать но и не собрание фамилии солоневичей трех мушкетеров как нас называли в лагере подтвердило мои соображения о том что Чекалин не подведет помимо всяких психологических расчетов было еще один связью со мной с заключенным использованием заключенного для шпионажа против лагерной администрации Чекалин ставил себя в довольно сомнительное положение если Чекалин подведет то перед этаким подводом вероятно он подумает о том что я могу пойти на самые отчаянные комбинации ведь вот пошел же я к нему с этими списками а о том чтобы иметь в руках доказательства этой преступной связи я уж позабочусь впоследствии я об этом и позаботился поставленный в безвыходное положение я эти доказательства предъявлю третьей части Чекалин же находится на территории ББК словом идя на все это Чекалин уже должен был держаться до конца все в мире весьма относительно стоило развеяться очередной угрозе нависшей над нашими головами и жизнь снова начинала казаться легкой присполненной надежд несмотря на каторжную работу в РЧ несмотря на то что помимо этой работы Чекалинские списки отымали у нас последние часы сна впрочем списки эти Юра сразу весьма усовершенствовал мы писали не фамилии а только указывали номер ведомости и порядковый номер под которым в данной ведомости стояла фамилия данного заключенного наши списки стали срывать эшелоны Якименко рвал и металл но каждый сорванный эшелон давал нам некоторую передышку пока подбирали очередные документы мы могли отоспаться в довершении ко всему этому Якименко преподнес мне довольно неожиданный хотя сейчас уже и ненужный сюрприз я сидел за машинкой и барабанил Якименко был в соседней комнате слышу негромкий голос Якименко товарищ твердон переложите документы Солоневича Юрия на Медгору он на БАМ не поедет вечером того же дня я улучшил минуту и как-то неловко и путанно поблагодарил Якименко он поднял голову от бумаг посмотрел на меня каким-то странным вопросительно ироническим взглядом и сказал не стоит товарищ Солоневич и опять уткнулся в бумаге так и не узнал я какую собственно линию вел товарищ Якименко девочка со льдом жизнь пошла как-то глаже одно время когда начали срываться эшелоны работы стало меньше потом когда Якименко стал под сурзинку включать в списки людей которых Чикалин уже по разу или больше снимал с эшелонов работа опять стала беспросыпной в этот период времени со мною случилось происшествие в сущности пустяковое но как-то очень уж глубоко врезавшееся в память на рассвете перед уходом заключенных на работу и вечером во время обеда перед нашими палатками маячили десятки оборванных крестьянских ребятишек выпрашивавших всякие съедобные отбросы странно было смотреть на этих людей вольного населения более нищего чем мы каторжники ибо свои полтора фунта хлеба мы получали каждый день а крестьяне и этих полутора фунтов не имели нашим продовольствием заведовал Юра он ходил за хлебом и за обедом он же играл роль распространителя лагерных объедков среди детворы у нас было огромное литров на 10 алюминиевая кастрюля которая была участницей уже двух наших попыток побега впоследствии участвовала и в третьей в эту кастрюлю Юра собирал то что оставалось от лагерных щей во всей нашей палатки щи эти обычно варились из гнилой капусты и селедочных головок я так и не узнал куда девались селедки от этих головок немногие из лагерников отваживались есть эти щи и они попадали детям впрочем многие из лагерников урывали кое-что из своего хлебного пайка я не помню почему именно все это так вышло кажется Юра дня два три подряд вовсе не выходил из я тоже наши соседи по привычке сливали свои объедки в нашу кастрюлю когда однажды я вырвался из урч чтобы пойти хотя бы за обедом я обнаружил что моя кастрюля стоявшая под нарами была полна до краев и содержимое ее превратилось в глыбу сплошного льда я решил занести кастрюлю на кухню поставить ее на плиту и когда лед слегка оттает выкинуть всю эту глыбу вон и в пустую кастрюлю получить из палатки была почти уже ночь пронзительный морозный ветер выл в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной пылью у палаток не было никого стайка детей которые в обеденную пору шныряли здесь уже разошлась вдруг какая-то неясная фигурка метнулась ко мне из-за сугроба и хриплый застуженный детский голосок пропищал дяденька дяденька может че осталось дяденька дай это была девочка лет вероятно одиннадцати ее глаза под спутанными космами волос блестели голодным блеском а голосок автоматически привычно без всякого выражения продолжал скулить дяденька дай а тут только лед от щей дяденька от щей ничего дяденька ты только дай я его сейчас отогрею он сейчас вытряхнется ты только дай дай в голосе девочки звучала суетливость жадность и боязнь отказа я соображал как-то туго и стоял в нерешительности девочка почти вырвала кастрюлю из моих рук потом она распахнула рваный зипунишка под которым не было ничего только торчали голые острые ребра прижала кастрюлю к своему голому тельцу словно своего ребенка запахнула зипунишка и села на снег я находился в состоянии такой отупелости даже не попытался найти объяснение тому что эта девочка собиралась делать только мелькнула ассоциация о ребенке о материнском инстинкте который каким-то чудом живет еще в этом иссохшем тельце я прошел в палатку отыскать другую посуду для каши своей насущной в жизни каждого человека бывают минуты великого унижения такую минуту пережил я когда ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды я сообразил что эта девочка собирается теплом изголодавшегося своего тела растопить эту полупудовую глыбу замерзшей отвратительной свиной но все же пищи и что во всем этом скелетике тепла не хватит и на четверть этой глыбы я очень я очень тяжело ударился головой о какую-то перекладину под нарами почти оглушенный от удара отвращения ярости выбежал из палатки девочка все еще сидела на том же месте ее нижняя челюсть дрожала мелкой частой дрожью дяденька не отбирай завизжала она я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в палатку в голове мелькали какие-то сумасшедшие мысли я что-то помню говорил но думаю что и мои слова пахли сумасшедшим домом девочка вырвалась в истерию у меня из рук и бросилась к выходу из палатки я поймал ее и посадил на нары лихорадочно дрожащими руками я стал шарить на полках под нарами нашел чьи-то объедки полпайка юриного хлеба и что-то еще девочка не ожидала чтобы я протянул ей все это насудорожно схватила огрызок хлеба и стала запихивать себе в рот по ее грязному личику катились слезы еще не остывшего испуга я стоял перед нею пришибленный полный великого отвращения ко всему в мире в том числе и к самому себе как это мы взрослые люди России 30 миллионов взрослых мужчин могли допустить до этого детей нашей страны как это мы не додрались до конца мы русские интеллигенты зная чем была великая французская революция могли мы себе представить чем будет столь же великая революция у нас как это мы не додрались как это мы все все поголовно не взялись за винтовки какой-то очень короткий миг вся проблема гражданской войны революция осветилась беспощадной яркостью что помещики что капиталисты что профессора помещики в лондоне капиталисты в нарконторге профессора в академии без виллы автомобилей но живут а вот эти безымянные мальчики и девочки о них мы должны были помнить прежде всего ибо они будущее нашей страны а вот не вспомнили и вот на костях этого маленького скелетика миллионов таких скелетиков будет строиться социалистический рай вспомнился карамазовский вопрос о билете в жизнь нет ежели бы им и удалось построить этот рай на этих скелетиках я такого рая не хочу вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа окруженного детьми не мешайте детям приходить ко мне какая подлость какая лицемерная подлость и вот много вещей видал я на советских просторах вещей намного хуже этой девочки с кастрюлей льда и многое как-то уже забывается а девочка не забудется никогда она для меня стала каким-то символом символом того что сделалось с Россией ночь в урче шли дни уходили эшелоны ухудшалось питание наши посылки актив из почтово-посылочной экспедиции лагеря разворовывал настойчиво и аккуратно риска уже не было никакого все равно бам один за другим отправлялись на бам и наши славные сотоварищи по урче твердун который принимал хотя и второстепенное но все же весьма деятельное участие в нашей травле пропил от обалдения свой последний бушлат и плакал в мою жилетку о своей загубленной молодой жизни он был польским комсомольцем фамилия настоящая перебравшимся нелегально кажется извильны и по подозрению неизвестно в чем отправленным на пять лет сюда даже стародубцев махнул на нас рукой и вынюхивал пути к обходу бамовских перспектив очень грустно констатировать этот факт но от бама стародубцев как-то отвертелся силы все падали и охерел и тупел с каждым днем мы с Юрой кончали наши очередные списки было часа два ночи на УРЧ был пуст Юра кончил свою простыню иди-ка квакушка в палатку ложись спать ничего ватик посижу пойдем вместе у меня оставалась работа минут на пять когда я вынул из машинки последние листы то оказалось что Юра уселся на пол прислонился спиной к стене и спит будить его не хотелось нести в палатку не донесу в комнате была лежанка на которой подремывали все у кого были свободные полчаса в том числе и Екименко нужно сгромоздить Юру на эту лежанку там будет тепло пусть спит на полу оставлять нельзя сквозь щели пола дули зимние сквозняки наметаю плинтуса тоненькие сугробики снега я наклонился и поднял Юру первое что меня поразило это его страшная тяжесть откуда но потом я понял это не тяжесть а моя слабость Юрины пудов 6 брутто казались тяжелее чем раньше были пудов 10 лежанка была на уровне глаз у меня хватило силы поднять Юру до уровня груди но дальше не шло никак я положил Юру на пол и попробовал разбудить не выходило ничего это был уже не сон это был выражаясь спортивным языком коллапс я все-таки изловчился подтащил к лежанке ящик опять поднял Юру забрался с ним на ящик положил на край ладони и приподнявшись перекатил Юру на лежанку перекатываясь Юра ударился виском о край кирпичного изголовья тоненькая струйка крови побежала по лицу обрывком папиросной бумаги я заклеил ранку Юра не проснулся его лицо было похоже на лицо покойника умершего от долгой изнурительной болезни алые пятна крови резким контрастом подчеркивали мертвенную синего лица провалившиеся впадины глаз заострившийся нос высохшие губы неужели это конец впечатление было таким страшным что я наклонился и стал слушать сердце нет сердце билось плохо с аритмией но билось этот короткий на несколько секунд ужас соглушил меня голова кружилась и ноги подгибались хорошо бы никуда не идти свалиться прямо здесь и заснуть но я пошатываясь вышел из ОРЧ стал спускаться с лестницы по дороге вспомнил о нашем списке для Чекалина список относился к этапу который должен был отправиться завтра или точнее сегодня но конечно Чекалин этот список взял как и прежние списки а вдруг и не взял чепуха почему бы он мог не взять ну а если не взял это был наш рекордный список на 147 человек и оставлять его в щели на завтра днем могут заметить и тогда потоптавшись нерешительностью на лестнице я все-таки пополз наверх открыл дверь в неописуемую Урчевскую уборную просунул руку список был здесь я черкнул спичку да это был наш список иногда бывали списки от Чекалина драгоценный документ на всякий случай Чекалин был очень неосторожен почему Чекалин не взял его не мог не было времени что ж теперь придется занести его Чекалину но мысли о том что придется проваливаться по сугробам куда-то за две версты до Чекалинской избы меня даже озноб прошил а не пойти завтра эти 147 человек поедут на бам какие-то обрывки мыслей довдов путано бродили в голове я вышел на крыльцо окна уэрчи отбрасывали белые прямоугольники света заносимые снегом и тьмой там за этими прямоугольниками металась в южная приполярная ночь две версты не дойду ну его к чертям и с бамом и со списками и с этими людьми им все равно погибать не по дороге на бам так где-нибудь на лесной речке пойду в палатку и завалюсь спать там весело трещит печурка можно будет завернуться в два одеяла и в Юрина тоже буду засыпать и думать о земле где нет расстрелов бам о девочке со льдом мертвенного лица сына буду мечтать о какой-то странной жизни может быть очень простой может быть очень бедной но о жизни на воле о невероятной жизни на воле да а список как я не без труда сообразил что сижу на снегу упершись спиной в крыльцо и вытянув ноги которые снег уже замел до кончиков носков я вскочил как будто мною выстрелили из пушки так по-идиотски погибнуть замерзнуть на дороге между уэрчей и палаткой распустить свои нервы до степени какого-то лунантизма к чертовой матери пойду к чекалину спит разбужу черт с ним последний из магикан пошел путался во тьме и в сугробах наконец набрел на плетень от которого можно было бы танцевать дальше мыслями о том как бы дотанцевать как бы не запутаться как бы не свалиться было занято все внимание так что возглас с той руки вверх застал меня в состоянии полнейшего равнодушия я послал возглашающего в нехорошее место и побрел дальше но голос крикнул это вы? я резонно ответил что это конечно я из вьюги вынурнула какая-то фигура с револьвером в руках вы куда ко мне? я узнал голос чекалина да я к вам список не сядьте хорошо что я вас встретил только что приехал шел за этим самым списком хорошо что вы его несете так послушайте ведь вы же интеллигентный человек нельзя же так писать ведь это черт знает что такое не то что фамилии а и цифры разобрать нельзя я покорно согласился что почерк у меня действительно бывает и хуже но не часто ну идем ко мне там разберемся чекалин повернулся и нырнул во тьму я с трудом поспевал за ним провалились в какие-то сугробы натыкались на какие-то пни наконец добрели мы поднялись по темной скрипучей лестнице чекалин зажег свет вот смотрите сказал он своим скрипучим раздраженным голосом на что это похоже что это у вас 4 1 7 9 ничего не разобрать вот вам карандаш садитесь поправьте так чтоб все было понятно я взял карандаш и уселся руки дрожали от холода от голода и от многих других вещей карандаш прыгал в пальцах цифры расплывались в глазах и распустили ж вы себя сказал чекалин укоризненно но в голосе его не было прежней скрипучести я что-то ответил давайте я буду поправлять вы только говорите мне что ваши закорючки означают закорюк было не так уж много как мне это можно было бы ожидать когда все они были расшифрованы чекалин спросил меня это все больные завтрашнего эшелона я махнул рукой какое все я вообще не знаю есть ли в этом эшелоне здоровые так почему же вы не дали списка на всех больных знаете товарищ чекалин даже самая красивая девушка не может дать ничего путного если у нее нет времени для сна чекалин посмотрел на мою руку да протянул он а больше в рч вам не на кого положиться я посмотрел на чекалину с изумлением да поправился он извините за нелепость а сколько по вашему еще остается здоровых по моему вовсе не остается точнее по мнению брата существенный парень ваш брат сказал ни с того ни с сего чекалин его даже работники третьей части и те побаиваются да так как говорите все резервы якименки уже исчерпаны пожалуй даже больше чем исчерпаны на днях мой сын открыл такую штуку в последние списки урча включили людей которые вы уже по два раза снимали с эшелонов брови чекали наподнялись ааа да ж так вы в этом уверены вас вероятно есть старые списки давайте проверим некоторые фамилии я помню проверили несколько повторяющихся фамилий нашел и сам чекалин так сказал чекалин раздумчиво так значит елизавет воробей в этом роде или сказка про белого бычка так значит якименко идет уже на настоящий подлог значит действительно давать ему больше некого черт знает что такое приемку придется закончить за такие потери я отвечать не могу а что очень велики потери в дороге я ожидал что чекалин ответит мне как в прошлый раз не ваше дело но к моему удивлению он нервно повел плечами и сказал совершенно безобразные потери да кстати вдруг прервал он самого себя как вы насчет моего предложения на бам если вы разрешите я откажусь почему есть две основные причины первая здесь Ленинград под боком и ко мне люди будут приезжать на свидание вторая увязавшись с вами я автоматически попадаю под вашу протекцию вы человек партийный и следовательно подвержены всяким мобилизациям и переброскам протекция исчезнет и я останусь на растерзании тех людей у кого эта протекция и привилегированность были бельмом в глазу первое соображение верно вот второе не стоит ничего там в бамовском гпу я ведь расскажу всю эту историю со списками с якименко и с вашей ролью во всем этом спасибо это значит что бамовская гпу меня разменяет при первом же удобном случае то есть почему это я посмотрел на чекалина не без удивления и соболезнования такая простая вещь потому что из всего этого будет видно довольно явственно парень зубастый и парень не свой вчера он подвел ббк а сегодня он подведет бам чекалин повернулся ко мне всем своим корпусом и спросил а никогда в гпу не работали нет гпу надо мной работало чекалин закурил папироску и стал смотреть как струйка дыма разбивалась струями холодного воздуха от окна и решил внести некоторую ясность это не только система гпу об этом и макиявелли говорил кто такой макиявелли итальянец эпохи возрождения издал так сказать учебник большевизма там обо всем этом довольно подробно сказано пятьсот лет тому назад чекалин поднял брови да за пятьсот лет человеческая жизнь по существу ненамного усовершенствовался сказал он как будто бы что-то разъясняя и пока капитализма мы не ликвидируем и не усовершенствуется да насчет бамовы пожалуй правы хотя не совсем на бам посланы наши лучшие силы я не стал выяснять с какой точки зрения эти лучшие силы являются лучшими собственно пора было уже уходить пока мне об этом не сказали но как-то трудно было подняться а в голове был туман хотелось заснуть тут же на табуретке однако я приподнялся посидите отогрейте сказал чекалин и протянул мне папироса я закурил чекалин как-то слегка съежившись сел на табуретку и его поза странно напомнила мне давешнюю девочку со льдом в этой позе в лице в устало положенной руке было что-то сурово безнадежное усталое одинокое это было лицо человека который привык шить как говорится сжавши зубы сколько их таких твердокаменных партийцев энтузиастов и тюремщиков жертвы палачей созидателей и опустошителей но идут беспросветные годы энтузиазм выветривается подвалы коммунистических аутедафе давят на совесть все больнее жертвы и свои и чужие как-то больше опустошают чем созидают примечание аутедафе испанский буквально акт веры оглашение приговора и его исполнение какая в сущности беспросветная жизнь у них у этих энтузиастов недаром один за другим уходят они на тот свет добровольно и недобровольно на Соловкиев басмаческие районы Средней Азии политизоляторы ГПУ больше им кажется некуда уходить Чекалин поднял голову и поймал мой пристальный взгляд я не сделал вида что этот взгляд был только случайностью Чекалин как-то болезненно и криво усмехнулся изучаете а сколько по вашему мне лет вопрос был несколько неожиданным я сделал поправку на то что на языке советской официальной медицины называется советской изношенностью на необходимость какого-то процента подбадривания и сказал лет 45 Чекалин повел плечами да а мне 34 вот вам и чекист он совсем криво усмехнулся и добавил палач как вы говорите я не говорил мне не говорили другим говорили или во всяком случае думали было бы глупо отрицать что такой ход мысли действительно существовал разные палачи бывают те кто идет по любви к этому делу выживают те кто только по убеждению гибнут я думаю что вот якименко очень мало беспокоится о потерях в эшелонах откуда вы взяли что я беспокоюсь таскаетесь по ночам за моими списками в урче якименко бы таскаться не стал да и вообще видно если бы я этого не видел я бы к вам с этими списками не подошел бы да очень любопытно а знаете что откровенность за откровенность я насторожился но несмотря на столь многообещающее вступление чекалин как-то замялся потом подумал потом как бы решившись окончательно сказал вы не думаете что якименко что-то подозревает о ваших комбинациях со списками мне стало беспокойно якименко мог и подозревать но если об его подозрениях уже и чекалин знает дело могло принять совсем серьезный оборот якименко на днях дал распоряжение отставить моего сына от отправки на бам о как совсем занимательно мы недоуменно посмотрели друг на друга а что вы собственно говоря знаете о подозрениях якименки так ничего в сущности определенного трудно сказать какие-то намеки что ли тогда почему якименко нас не ликвидировал это не так просто в лагерях есть закон конечно сами знаете он не всегда соблюдается но он есть если человек зубастый по отношению к зубастому человеку а вас здесь целых трое зубастых ликвидировать не так легко якименко человек осторожный мало ли какие у вас могут быть связи а у нас в гпу за нарушение закона по отношению к тем кто имеет связи чекалин посмотрел на меня недовольно и закончил спуску не дают заявление чекалина вызвало необходимость обдумать целый ряд вещей в частности и такую не лучше ли нам при таком ходе событий принять предложение чекалина насчет бама чем оставаться здесь под эгидой якименки но это был момент малодушия попытка измены принципу все для побега нет конечно все для побега как-нибудь споемся с якименкой теми обами не стоит даже возвращаться знаете что товарищ чекалин насчет закона и спуска пожалуй нет смысла и говорить я вам отвечу прежним вопросом почему на ответственных местах сидят якименки а не вы сами виноваты я вам отвечу прежним ответом потому что во имя приказа или точнее во имя карьеры он пойдет на что хотите а я не пойду якименка только один из винтиков колоссального аппарата если каждый винтик будет рассуждать боюсь что вы все-таки рассуждаете и я тоже мы все-таки так сказать продукты индивидуального творчества вот когда додумаются делать людей на конвейерах как винты и гайки тогда будет другое дело чекалин презрительно пожал плечами гнилой индивидуализм таким как выхода нет я несколько обозлился почему мне нет хода в любой стране для меня был бы свободен любой ход товарищ чекалин сказал я раздраженно для вас тоже хода нет потому что с каждым вершком углубления революции власть все больше и больше нуждается в людях не рассуждающих и не поддающихся никаким угрызением совести в стародубцевых в екименках вот именно поэтому и вам хода нет эти эшелоны и эту комнатушку едва ли можно назвать ходом вам тоже нет хода как нет его и всей старой ленинской гвардии вы обречены как обречена и она то что я попал в лагерь несколько раньше а вы попадаете несколько позже ничего не решает вот только мне в лагере не из-за чего биться головой об стенку а вы будете биться головой об стенку и у вас будет за что во всем этом моя трагедия и ваша трагедия но в этом же и трагедия большевизма взятого вместе все равно вся эта штука полным ходом идет в болото кто утонет раньше кто позже этот вопрос никакого принципиального значения не имеет а поднял Как будто бы несколько сконфузился за чекистскую нотку, которая прозвучала в его вопросе. Кстати, а почему вам дали такой странный срок? Восемь лет, а не пять, не десять. Очевидно, предполагается, что для моей перековки в честного советского энтузиаста требуется ровно восемь лет. Если я эти восемь лет проживу. Конечно, проживете. Думаю, что вы себе здесь и карьеру сделаете. Меня московская карьера не интересовала. Уж на лагерную вы меня, товарищ Чекалин, извините. На лагерную уж мне совсем наплевать. Проконетелюсь как-нибудь. В общем и целом дело все равно пропащее. Жизнь все равно испорчена вдрызг. Не лагерем, конечно. И ваша тоже. Вы ведь, товарищ Чекалин, один из последних магикан идейного большевизма. Тут и дискутировать нечего. Довольно на вашу физиономию посмотреть. А позвольте вас спросить, что же вы вычитали на моей физиономии? Многое. Например, вашу небритую щетину. Якименко каждый день вызывает к себе казенного парикмахера. Бреется, опрыскивается одеколоном. А вы уже не брились недели две и вам не до одеколона. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Продекламировал Чекалин. Я не говорю, что Якименко недельный. А только бывают моменты, когда порядочному человеку, хотя бы и дельному, не до ногтей, не до бритья. Вот вы живете, черт знает в каком сарае. У вас даже не топлено. Якименко так жить не будет. И стародубцев тоже. При первой же возможности, конечно. У вас есть возможности вызвать заключенного парикмахера и приказать натопить печку. Чекалин ничего не ответил. Я чувствовал, что моя безмерная усталость начинает переходить в какое-то раздражение. Лучше уйти. Не поднесся. Уходите. Да, нужно все-таки хоть немного вздремнуть. Завтра опять эти списки. Чекалин тяжело поднялся со своей табуретки. Списков завтра не будет, сказал он твердо. Я завтра устрою массовую проверку здоровья этого эшелона и не приму его. И вообще на этом приемку прекращу. Он протянул мне руку. Я пожал ее. Чекалин задержал рукопожатие. О всяком случае, сказал он каким-то начальственным, но все же чуть-чуть взволнованным тоном. О всяком случае, товарищ Солоневич, за эти списки я должен вас поблагодарить. А ты мне той самой коммунистической партии, к которой вы так относитесь. Вы должны понять, что если партия не очень жалеет людей, то она не жалеет и себя. Вы бы лучше говорили от своего имени. Тогда мне было бы легче вам поверить. От имени партии говорят разные люди. Как от имени Христа говорили и апостолы, и инквизиторы. Да, протянул Чекалин раздумчиво. Мы стояли в дурацкой позе у косяка дверей, не разжимая протянутых для рукопожатия рук. Чекалин был, казалось, в какой-то нерешительности. Я еще раз потряс ему руку и повернулся. Знаете что, товарищ Солоневич, сказал Чекалин. Вот тоже спать времени нет. А когда урвешь часок, так все равно не спится. Торчишь вот тут. Я глядел большую, холодную, пустую, похожую на сарай комнату. Посмотрел на Чекалина. В его глазах было одиночество. Ваша семья на Дальнем Востоке? Чекалин пожал плечами. Какая тут может быть семья при нашей-то работе? Значит, уходите? Знаете что, на завтра этих списков у вас больше не будет. Эшелонов я больше не приму. Точка. К чертовой матери. Так вот, давайте-ка посидим, поболтаем. У меня коньяк есть. И закуска. А? Общероссийская платформа. Коньяк меня в данный момент не интересовал. Закуска интересовала. Правда, голод стал каким-то хроническим фоном жизни и особо болезненных ощущений не вызывал. Но есть всегда хотелось. На секунду мелькнуло смутное подозрение о мотивах этого необычного приглашения. Я посмотрел в глаза Чекалину и увидел, что мой отказ будет чем-то глубоко оскорбительным, каким-то странным оскорблением его одиночеству. Я вздохнул. Коньяку бы неплохо. Лицо Чекалина как-то повеселило. Вот, замечательно. Посидим, поболакаем. Я сейчас. Чекалин засуетился. Полез под кровать, вытащил оттуда обдрипанный фанерный чемодан, извлек из него литровую бутылку коньяку и основательную литров на пять жестяную коробку, в которой оказалась амурская китовая икра. Наша икра обамовская, пояснил Чекалин. Сюда ехать нужно и свой продукт везти, чужое ведомство, да еще и конкурирующее. Для того, чтобы отставить свои ведомственные интересы, нужно и свой ведомственный паек иметь. А то, так, не примешь эшелона, есть не дадут. Из покосившегося, потрескавшегося пустого шкафа Чекалин достал мутного стекла стакан и какую-то глиняную плошку, вытер их клочком газетной бумаги. Пошарил еще по пустым полкам шкафа, обнаружил кусок зачерствевшего хлеба весом в фунт. Положил этот кусок на стол и посмотрел на него с сомнением. Насчет хлеба кажется дело дрянь, сейчас посмотрю еще. С хлебом действительно оказалось дрянью. Вот так загвоздка, придется к хозяйке идти, будить не стоит. Пошарю, может быть, что-нибудь выищется. Чекалин ушел вниз. Не остался сидеть, пытаясь отуманенными мозгами собрать разбегающиеся мысли и подвести нынешнюю беседу под какую-то маломальски выразумительную классификацию. Беседа эта, впрочем, в классификацию входила. Сколько есть на Святой Руси эдаких загубленных коммунистических душ, взявшихся не за свое дело, гибнущих молчком, сжавши зубы, где-то в самых глубоких тайниках своей души, мечтающих о васильках. О тех васильках, которые когда-то, после и в результате всего этого будут доступны пролетариату всего мира. Васильки эти остаются невысказанными. Васильки эти изнутри давят на душу. Со стародубцевым о них нельзя говорить. Но на черноземе доброй русской души, политой доброй российской водкой, эти васильки распускаются целыми голубыми коврами самых затаенных мечтаний. Сколько на моем советском веку выпито было под эти васильки? Мелькнуло, и было отброшено мимолетное сомнение в возможном подводе со стороны Чекалина. И подводить, собственно, было нечего, и чувствовалось, что предложение Чекалина шло, так сказать, от широкого сердца, от пустоты и одиночества его жизни. Потом мысли перепрыгнули на другое. Я в вагоне номер 13. Руки скованы наручниками и распухли. На душе мучительная, свербящая злость на самого себя. Так проворонить. Такого идиота сыграть. И бесконечная тоска за все то, что уже пропало, чего уже никак не поправишь. На какой-то станции один из дежурных чекистов приносит обед, вопреки ожиданиям вполне съедобный обед. Я вспоминаю, что у меня в рюкзаке фляга с литром чистого спирта. Эх, сейчас выпить бы. Говорю об этом дежурному чекисту. Дайте, дескать, выпить в последний раз. Бросьте вы лазаря разыгрывать. Выпейте еще на своем веку. Сейчас я спрошу. Вышел в соседнее купе. Товарищ Добротин, арестованный просит разрешения. И так далее, и так далее. Из соседнего купе высовывается круглая заспанная физиономия Добротина. Добротин смотрит на меня испытывающе. А вы в пьяном виде скандалить не будете? Пьяного вида у меня вообще не бывает. Выпью и постараюсь заснуть. Ну ладно. Дежурный чекист приволок мой рюкзак, достал флягу и кружку. Как вам развести пополам, то хватили бы кружки две. Заснете? Я выпил две кружки. Один из чекистов принес мне сложенный одеяло и положил на скамью под голову. Постарайтесь заснуть, чего зря мучиться. Нет наручников, снять не можем. Не имеем права. А вот так с руками устроить... Вот, будет удобнее. Идиллия. Вернулся чекалин. В руках у него три огромных печеных репы и тарелка с кислой капустой. Хлеба нет, говорит он и опять как-то поежился. Но репа неплохо. Совсем неплохо, ляпнул я. Наши товарищи пролетарии всего мира и реп сейчас не имеют. И сейчас же почувствовал, как это вышло безвкусно и неуместно. Чекалин даже остановился со своими репами в руках. Простите, товарищ Чекалин, сказал я искренно. Так ляпнул для красного словца и от хорошей нашей жизни. Чекалин как-то вздохнул, положил на стол репы, налил коньяку, мне в стакан себе в плошку. Что ж, Солоневич, выпьем за грядущее, за бескровные революции. Каждому так сказать свое. Все, я буду пить за революцию, а вы за бескровную. А такие бывают. Будем надеяться, что мировая она будет бескровной, иронически усмехнулся Чекалин. А за грядущую русскую революцию вы пить не хотите? Ох, товарищ Солоневич, серьезно сказал Чекалин. Не накликайте, ох, не накликайте. Будете потом и по сталинским временам плакать. Но я вижу, что вы ни за какую революцию пить не хотите, то есть за мировую. А я за грядущую русскую тоже не хочу. А коньяк, как говорится, стынет. Давайте так, за вообще. Чукнулись и выпили за вообще. Коньяк был великолепен. Старых подвалов в Армении. Зачерпнули деревянными ложками икры. Комок икры свалился с ложки Чекалина на стол. Чекалин стал машинально подбирать отдельные крупинки. Третья революция, третья революция. Что тут скрывать? Скрывать тут нечего. Мы, конечно, знаем, что три четверти населения ждут падения советской власти. Глупо это. Не только потому глупо, что у нас хватит сил и гибкости, чтобы этой революции не допустить. Потому что сейчас при Сталине есть будущее. Сейчас контрреволюция — это фашизм, диктатура иностранного капитала, превращение страны в колонию. Вот, вроде Индии. И как эти люди не понимают? От нашего отсталого крестьянства, конечно, требовать понимания нельзя. Но интеллигенция! Будете потом бегать в какой-нибудь подпольный профсоюз и просить там помощи против какого-нибудь американского буржуя? Сейчас жить плохо. А тогда жить будет скучно. Тогда ничего не будет впереди. А теперь еще два-три года. Ну, пять лет. И вы увидите, какой у нас будет расцвет. Не случалось ли вам читать правды или известий? Так, году в двадцать восьмом-двадцать седьмом. Чикалин удивленно пожал плечами. Ну, конечно, читал. А что? Один мой приятель, большой остряк, в прошлом году весной обсуждал, скажется, какой-то заем второй пятилетки. Вылез на трибуну и прочел передовую статью из правды начала первой пятилетки о том, как будут жить в конце первой пятилетки. Чикалин смотрел на меня непонимающим взором. А что? А да так, особенно ничего. Посадили. Сейчас, кажется, в Вишерском концлагере сидит. Не вспоминай. Чикалин насупился. Это все мещанский подход. Обывательская точка зрения. Боязнь усилий и жертв. Мы честно говорим, что жертвы неизбежны, но мы знаем, во имя чего мы требуем жертв и сами их приносим. Я вспомнил вудвортовский афоризм о самом гениальном изобретении в мировой истории. Об осле, перед мордой которого привязан клочок сена. И топает бедный осел и приносит жертву, а клочок сена, как был, вот-вот достать, так и остается. Чикалин снова наполнил наши бокалы, и лицо его снова стало суровым, замкнутым. Мы идем вперед, мы ошибаемся, мы спотыкаемся, но мы идем во имя самой великой цели, которая только становилась перед человечеством. А вот вы, вместо того, чтобы помочь, сидите себе тихонько и забаскалите, саботируйте, ставите палки в колеса. Ну, знаете ли, все-таки трудно сказать, чтобы я очень уж комфортабельно сидел. Да я не о вас говорю, не о вас персонально, я говорю об интеллигенции вообще. Конечно, без нее не обойтись, а сволочь. На народные, на трудовые деньги росла и училась. Звала народ к лучшему будущему, к борьбе со всякой мерзостью, со всякой эксплуатацией, со всяким суеверием. Звала к человеческой жизни на земле. А когда дело дошло до строительства этой жизни, струсила, хвостом накрылась, побежала ко всяким колчакам и детердингам. Мутила где только могла. Оставила нас со стародопцевыми, с неграмотным мужиком. А теперь вот. Ах, что делают эти стародопцевы? Стародопцевы губят тысячи и сотни тысяч. А вот вы, интеллигент, подсовывайте мне ваши дурацкие гомеопатические списки и думайте, ах, какая я в сущности честная женщина. Меньше чем за миллион я не отдаюсь. Грязного белья своей страны я стирать не буду. Вам нужен миллион, чтобы и белья не стирать, и чтобы ваши ручки остались нежными и чистыми. Вам нужна эта, чёрт вас дери, чистоплюйская гордость. И вы, дескать, чистили сортиры старых гнойников. Вы, конечно, вы говорили, что купец это сволочь, что царь дурак, что генералы старое рванье. Я вас спрашиваю, зачем вы это говорили? Что вы думали? Купец отдаст вам свои капиталы, царь свою власть, генералы свои ордена. Так, за здорово живёшь. Без драки, без боя, без выбитых зубов с обеих сторон. Что по дороге к этой человеческой жизни, которой вы вызвали массы, никакая сволочь вам в горло не вцепится. Подымали массы, чёрт вас раздери. А когда массы поднялись, вы их предали и продали. Вы, социалисты, мать вашу. От вам, социалисты, ваши германские друзья и приятели. Разве мы, марксисты, это не предсказывали? Что они готовят фашизм? Что они будут лизать пятки любому Гитлеру? Что они точно так же продадут и предадут германские массы, как вы? Вы предали русские? А теперь тоже вроде вас думают, ах, какие мы девственные, ах, какие мы чистые, ах, мы никого не изнасиловали. А что этих социалистов, всякие, у кого есть деньги, и спереди, и сзади? Так ведь это ж за настоящие деньги, за валюту, а не за какой-нибудь советский червонец. Нет, за трудовой кусок хлеба. Голос Чекалина стал визглив, он жестикулировал своим бутербродом из репы, икра разлеталась во все стороны, но он этого не замечал. Потом он как-то спохватился. Простите, что я так крое. Это, понимаете, не вас персонально. Давайте, что ли, выпьем? Выпили. Не вас персонально. Что вас, расстреливать? Это всякий дурак может. Вот вы мне ответьте. Я подумал о той смертельной братской ненависти, которая и разделяет, и связывает эти две подсекты социализма, большевиков и меньшевиков. Ненависть эта тянется уже полвека, и говорить о ней не стоило. Ответить, конечно, можно было бы, но это не моя тема. Я, видите ли, никогда в своей жизни ни на секунду не был социалистом. Чекалин уставился на меня в недоумении и замешательстве. Вся его филиппика пролетела впустую, как заряд картечи сквозь привидения. Ах так! Тогда извините, не знал. А кем же вы были? Говоря ориентировочно монархистам, о чем ваше уважаемое заведение имеет исчерпывающие данные. Так что и скромничать не стоит. Видно было, что Чекалин чувствовал, что со всем своим негодованием против социалистов он попал в какое-то глупое и потому беспомощное положение. Он воззрился на меня с каким-то недоумением. Послушайте, документы я ваши видел в вашем личном деле, ведь вы же искрестины, или документы липовые? Документы настоящие, предупреждаю вас по-хорошему. Насчет классового анализа здесь ничего не выйдет. Маркса я знаю не хуже, чем Бухарин. А если выйдет, так совсем не по Марксу. Насчет классового анализа и не пробуйте. Чекалин пожал плечами. Ну, в этом разрезе монархия для меня четвертое измерение. Я понимаю представителей дворянского землевладения, там были прямые классовые интересы. Что вам от монархии? Много. В частности, то, что монархия была единственным стержнем государственной жизни. Правда, не густым, но все же единственным. Чекалин несколько оправился от своего смущения и смотрел на меня с явным любопытством, как некий ученый смотрел бы на некое очень любопытное ископаемое. Так вы говорите единственным стержнем. А теперь, дескать, с этого стержня сорвались и летим. Значит, к чертовой матери. Давайте уговоримся не митинговать. Масс тут никаких нет. Мировая революция лопнула явственно. Куда же мы летим? К строительству социализма в одной стране. Сказал Чекалин, и в голосе его особой убедительности не было. Так, а вы не находите, что все это гораздо ближе стоит к какой-нибудь весьма свирепой азиатской деспотии, чем к самому завалящему социализму? И сколько народу придется еще истребить, чтобы построить этот социализм, так как он строится теперь, то есть пулеметами? И не останется ли в конце концов на всей пустой русской земле два настоящих социалиста безо всяких уклонов, Сталин и Каганович. Это уж, извините, жульническая постановка вопроса. Конечно, без жертв не обойтись. Вы говорите пулеметами. Что ж, картофель тоже штыками выколачивали. Не нужно уж слишком высоко ценить человеческую жизнь. Когда правительство строит железную дорогу, оно тоже приносит человеческие жертвы. В статистиках, кажется, даже подсчиталось, что на столько-то километров пути приходится столько-то человеческих жертв в год. Так что ж, по-вашему, и железных дорог не строить? Тут ничего не поделаешь, математика. Так с нашими эшелонами. Конечно, тяжело. Вот вы несколько снизили процент этих несчастных случаев. Ну, в общем, все это пустяки. Командир, который в бою будет заботиться не о победе, а о том, как бы избежать потерь. Такой командир ни черта не стоит. Такого выкрасить да выбросить. Вы говорите зверство революции. Пустое слово. Зверство тогда остаются зверствами, когда их недостаточно. Когда они достигают цели, они становятся святой жертвой. Армия, которая пошла в бой, потеряла 10% своего состава и не достигла цели. Она эти 10% потеряла зря. Если она потеряла 90% и выиграла бой, ее потери исторически оправданы. То же и с нами. Мы думаем не о потере, а о победе. Нам отступать нельзя. Не перед какими потерями. Если мы только наверхшок не дотянем до социализма, тогда все это будет зверством. И только тогда идея социализма будет дискредитирована навсегда. Нам установки не надо. Еще 10 миллионов, еще 20 миллионов. Все равно. Назад дороги нет. Нужно идти дальше. Что ж, добавил он, заглянув в свою пустую плошку. Давайте что ли действовать дальше? Я кивнул головой. Чекалин налил наши сосуды. Мы молча чокнулись. Да, сказал я. Вы наполовину правы. Назад действительно дороги нет. Но согласитесь сами, что и впереди ничего не видать. Господь Бог вовсе не устроил человека социалистом. Может быть, это и не очень удобно, но это факт. Живет человек теми же инстинктами, какими он жил во время Римской империи. Римское право исходило из того же предположения, что человек действует прежде всего, как добрый отец семейства. Кум бонус патер фамилиас. То есть, он прежде всего, напряженнее всего, действует в интересах себя и своей семьи. Философия мещанского эгоизма. Во-первых, вовсе не философия, а биология. Так устроен человек. У него крыльев нет. Это очень жалко. Но если вы перебьете ему ноги, то он летать все-таки не будет. А то вы попробуйте вдуматься в эти годы. Годы революции. Там, где коммунизм, там голод. Стопроцентный коммунизм, стопроцентный голод. Жизнь начинает расти только там, где коммунизм отступает. НЭП, приусадебные участки, сдельщины. На территориях чистого коммунизма и трава не растет. Мне кажется, что это принадлежит к числу немногих совсем очевидных вещей. Да, остатки капиталистического сознания в массах оказались более глубокими, чем мы предполагали. Переделка человека идет очень медленно. И вы его переделаете? Да. Мы создадим новый тип социалистического человека, сказал Чекалин каким-то партийным тоном, твердо, но без особого внутреннего убеждения. Я обозлился. Переделайте. Или, как в таких случаях говорит церковь, совлечетесь с него ветхого Адама. Господи, какая чушь. За переделку человека брались организации намного покрупнее и поглубже, чем коммунистическая. Кто ж это брался? Хотя бы религия. Она перед вами имеет совершенно неизмеримое преимущество. Религия перед коммунизмом? Ну, конечно. Религия имеет перед вами то преимущество, что ее обещания реализуются на том свете. Пойдите, проверьте. А ваши уже много раз проверены, тем более, что вы с ними очень торопитесь. Социалистический рай у вас уже должен был наступить раз пять. После свержения буржуазного правительства, после захвата фабрик и прочего, после разгрома белой армии, после пятилетки, теперь после второй пятилетки. Все это верно. История тугая, баба. Но мы обещаем не миф, а реальность. Скажите, пожалуйста, разве для средневекового человека рай и ад были мифом и нереальностью? А рай-то этот был не какой-то куцей социалистической, а на одну человеческую жизнь и на пять фунтов хлеба вместо одного. Это был рай в самом делешный, бесконечное блаженство на бесконечный период времени или соответствующий ад. Так вот, и это не помогло. Ничего не переделали. Любой христианин двадцатого века живет и действует по точно таким же стимулам, как действовал римлянин две тысячи лет тому назад, как добрый отец семейства. И от нас ничего не останется. И от вас ничего не останется, разве только что-нибудь побочное и решительно ничем не предусмотренное. Чикалин усмехнулся устало и насмешливо. Ха, ну что ж, ну выпьем что ли хоть за непредусмотренное. Не останется, вы говорите. Может быть и не останется. Но если что-нибудь в истории человечества останется, так от нас, а не от вас. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Цитата из стихотворения Максима Горького «Легенда о Марках». Ежели говорить откровенно, так насчет песен мне в высокой степени плевать. Будут обо мне песни петь или не будут, будут строить мне монументы или не будут, мне решительно все равно. Но я знаю, что монументы это людей соблазняет каким-то таинственным образом, но монумент. Конечно, жить под ним не очень удобно, зато монумент. Но строить его на своей шее и своей кровью, чтоб потом какая-нибудь скучающая и уж совсем безмозглая американка щелкала своим кодеком сталинские пирамиды, построенные на моих костях. Это уж извините. В эту игру я по мере моих возможностей играть не буду. Не вы будете играть, так вами будут играть. А в этом вы правы. Тут крыть нечем, действительно играют, и не только мною. Вот поэтому-то милостивые государи, населяющие культурный и христианский мир, в двадцатом веке после Рождества Христова и сели в лужу мировой войны, кризиса, коммунизма и прочего. Вот поэтому-то мы и строим коммунизм. Так сказать, клин клином. Да, клин клином. Не очень удачно. Когда один клин вышибают другим, то только для того, чтобы в конечном счете вышибить их оба. Вот мы и вышибаем всякую государственность и построим свободное человеческое общество. Я вздохнул. Разговор начинал приобретать скучный характер, свободное человеческое общество. Я знаю, но вы в это не верите. Чикалин как-то неопределенно пожал плечами. Вы, конечно, церковной литературы не читали, спросил я. Откуда? Напрасно. Там есть очень глубокие вещи. Вот, например, это и к вам относится. «Верю, Господи, помоги неверию моему». «Как? Как вы сказали?» Я повторил. Чикалин посмотрел на меня не без любопытства. Сказано крепко. Не знал, что попы такие вещи говорить умеет. «Вы принадлежите к числу людей, которые не то что верят, а скорее цепляются за веру, которая когда-то, вероятно, была. И вас все меньше и меньше. На смену вам идут якименки, которые ни в какой рай не верят. Которым на все, кроме своей карьеры, наплевать. Для которых вы, Чикалин, как бельмо на глазу. Будущего не знаем ни вы, ни я. Но пока что процесс революции развивается в пользу якименки, а не в вашу пользу. Люди с убеждениями, какими бы то ни было убеждениями, сейчас не ко двору и вы не ко двору. На всякие там ваши революции, заслуги, стаж и прочее Сталину в высокой степени наплевать. Ему нужно одно – беспрекословный исполнитель. Я вовсе не скрываю, что я, конечно, одна из жертв на пути к социализму. Это ваше субъективное ощущение. Объективно вы пропадете, потому что станете на пути якименка, на пути аппарата, на пути сталинскому абсолютизму. «Позвольте, ведь вы сами говорили, что монархист, следовательно, вы за абсолютизм». Самодержавие не было абсолютизмом. И кроме того, монархия не непременно самодержавие. Русский же царь, коронуясь, выходил к народу и троекратно кланялся ему в землю. «Это, конечно, символ, но это кое-что значит. Вы попробуйте вашего Сталина заставить поклониться народу. В каком угодно смысле. Куда там к черту? Ведь это вождь, гений, полубог. Вы подумайте только, какой жуткий подхалимаш он около себя развел. Ведь в чуже противно. Но Сталин это наш стержень. Выдернули царя, и весь старый строй пошел к черту. Выдернете теперь Сталина, и вся партия пойдет к черту. У нас тоже свои керенские есть. Друг к другу в глотки вцепятся. Позвольте, а как же тогда с массами, которые, как там, беззаветно преданные? А слушайте, Солоневич, бросьте вы демагогию разводить. При чем здесь массы? Кто и когда с массами считался? Если массы зашебаршат, мы им такие салазки загнем. Дело не в массах. Дело в руководстве. Вам с Николаем последним не повезло. Это уж действительно не повезло. И нам со Сталином не везет. Дубина, что и говорить, прет в тупик полным ходом. Ого, сказал я. Признаете? Да что ж тут. Германскую революцию проворонили. Китайскую революцию проворонили. Мужика ограбили, рабочего оттолкнули. Партийный костяк разгромлен. А теперь, не дай бог, война. Конечно, от нас ни пух, ни пера не останется. Но немного останется и от России вообще. Вот вы и от третьей революции говорили. А знаете ли вы, что конкретно означает третья революция? Приблизительно знаю. Хайли. Пойдет мужик колхозы делить. Делить их будет, конечно, с оглоблями. Ластанут всякие петлюры и махно. Разведутся всякие кислокапустные республики. Подумать страшно. А вы говорите, третья революция. Эх, взялись за гуш. Нужно тянуть. Ничего не поделаешь. Конечно, выйти не мли. Очень еще неизвестно. Быть может, гуш окажется действительно не под силу. Чекалин заглянул в свою плошку, потом в бутылку и, ничего там не обнаружив, молча опять полез под кровать в чемодан. Не хватит ли? Сказал я с сомнением. Плюньте! Отвечал Чекалин тоном, не допускающим возражений. Я и не стал допускать возражений. Чекалин пошарил по столу. Где это мой спутник коммуниста? Я передал ему штопор. Чекалин надкупорил бутылку, налил стакан и плошку. Мы хлебнули по глотку и закурили. Так мы сидели и молчали. По одну сторону стола с бутылками. Общероссийская надпартийная платформа. Каторжник и контрреволюционер. По-другую чекист и коммунист. За окном было вьюга. Мне лезли в голову то мысли о великом тупике, то фразы Маяковского о том, что для веселья планета наша плохо оборудована. То фраза Ахматовой. Любит, любит кровушку русская земля. Чекалину, видно, что-то тоже лезло в голову. Он допил свою плошку, поднялся, встал у окна и уставился в черную вьюжную ночь, как бы пытаясь увидеть там какой-то выход, какой-то просвет. Потом он снова подошел к столу, снова налил наши сосуды, медленно вытянул полплошки, поставил на стол и спросил. «Скажите, вот насчет того, что царь кланялся народу, это в самом деле или только выдумано?» «В самом деле. Древний обрет». «Интересно. Пожалуй, наше, как вы это говорите, уважаемое заведение не очень правильно оценивает настоящую опасность». «Может быть, опасность вовсе не со стороны эсеров и меньшевиков?» «Помню, это было, кажется, в прошлом году. Я работал в Сиблоге около Омска. Прошел по деревням слух, что какая-то великая княжна где-то в батрачках работает». Чикалин снова передернул плечами. «Так все колхозы опустили. Мужик попер на великую княжну смотреть». «Да. А кто попрет на социалиста?» «Тепуха, социалисты только под ногами путались и у нас, и у вас». «Да, но напутали много. Теперь черт его знает». «В общем, что и говорить, очень паршиво все это. Но вы делаете одну капитальную ошибку. Вы думаете, что когда нам свернут шею, станет лучше?» «Да, хлеба будет больше. Эшелонов не знаю». «Ведь, во всяком случае, миллионов пять будут драться за Сталина. Значит, разница будет только в том, что вот сейчас и я вас угощаю коньяком. А тогда, может быть, вы меня будете угощать в каком-нибудь белогвардейском концлагере. Так что особенно весело оно тоже не будет. Но только вместе с нами пойдут к чертям и все мечты о лучшем будущем человечества». «Вылезет какой-нибудь Гитлер. Не этот, этот ерунда, этот глубокий провинциал. А настоящий, мировой. Какая-нибудь окончательная свинья сядет на трон этой мечты и поворотит человечество назад к средним векам, к папству, к инквизиции. Да, конечно, и мы ходим по пупу в крови и думаем, что есть какое-то небо. А может, и неба никакого нет. Только земля и кровь до пупа. Но если человечество увидит, что неба нет и не было, что эти миллионы погибли совсем зря... Чекалин, не переставая говорить, протянул мне свою плошку, чокнулся и опрокинул в себя полный стакан. И продолжал взволнованно, избивчиво. Да, конечно, крови оказалось слишком много. И удастся ли переступить через нее, я не знаю. Может быть, и не удастся. Нас малого, вас много. Под ногами всякие стародубцы. Конечно, насчет мировой революции, это уж пишите письма. Поворонили. Теперь бы хоть Россию вытянуть, чтобы хоть штаб мировой революции остался. А для вас Россия только штаб мировой революции, ничего больше. А если она не штаб революции, так кому она нужна? Многим. В частности, мне. Вам? Вы за границей не живали? Попробуйте. Если вы в этот самый штаб верите, так только потому, что он русский штаб. Будь он немецкий или китайский, так вы за него гроша ломаного не дали бы. Не то, что своей жизни. Чекалин несколько запнулся. Да тут, конечно, может, вы и правы. Но что же делать? Только у нас, в нашей партии, сохранилась идейность. Сохранилась общечеловеческая идея. Западный пролетариат оказался сквалыгой. Наши братские компартии просто набивают все карманы. Мы протянули им товарищескую руку, и они протянули нам товарищескую руку. Только мы им протянули с помощью. Они не взяли трешку. Давайте поставим вопрос иначе. Никакой пролетариат вам руки не протягивал. Протягивало всякое жулье, так его и в русской компартии хоть отбавляй. А насчет нынешней идейности вашей партии, позвольте уж мне вам не поверить. Сейчас в ней идет голая резня за власть и больше ничего. Что у вашего Якименки есть хоть на грош идеи? Хоть самый грошовый? Сталин нацеливается на мировую диктатуру, только не на партийную. Партийную он в России сломал, а на свою собственную. Ведь не будете же вы отрицать, что сейчас на партийные верхи пробирается в общем просто сволочь и ничего больше. Где Раковский, Троицкий, Рыков, Томский? Впрочем, с моей точки зрения они немногим лучше. Но все-таки это, если хотите, фанатики, но идея у них есть. А у Сулейманова, Акулова, Литвинова, о тех уж кто пониже не стоит и говорить. Чекалин ничего не ответил. Он снова налил наши сосуды, пошарил по столу под газетами. Репа была уже съедена, оставался икра и кислая капуста. Да, на закусочном фронте у нас прорыв, придется под капусту. Но ничего, зато революция, кисло усмехнулся он. Да, революция. Вам, видите ли, хорошо стоять в стране и зубоскалить. Вам что? А вот мне. Я с шестнадцати лет в революции. Три раза ранен. Один брат убит на Колчаковском фронте от белых, другой на Деникинском от красных. Отец-железнодорожник помер, кажется, от голода. Вот видите, жена была, и вот восемнадцать лет. За восемнадцать лет разве был хоть день человеческой жизни? Да ни хрена не было. Так что вы думаете, разве я могу сказать, что вот все это было зря? Давай, братва, обратно, а таких, как я, миллионы. Положим, далеко уж не миллионы. Миллионы. Нет, товарищ Слоневич, не можем повернуть. Да, много сволочи. Что ж, мы и сволочь используем. Есть еще у нас союзник. Вы его недооцениваете. Я вопросительно посмотрел на Чекалина. Да, крепкий союзник, буржуазные правительства. Они на нас работают. Хотят, не хотят, а работают. Так что, может быть, мы и вылезем? Не я, конечно. Мое дело уж пропащее. Вот только по эшелонам околачиваться. Вы думаете, что буржуазными правительствами вы играете, а не они вами? Ну, конечно, мы играем, сказал Чекалин уверенно. У нас в одних руках все. И армия, и политика, и заказы, и экспорт, и импорт. Там нажмем, там всунем в зубы заказ. И никаких там парламентских запросов. Чистая работа. Может быть. Плохое и это утешение. Отыграться на организации кабака в мировом масштабе. Если в России делается черт знает что, то Европа такой марки и вообще не выдержит. То, что вы говорите, возможно. Если Сталин досидит еще до одной европейской войны, он ее, конечно, использует. Может быть, он ее и спровоцирует. Но это будет означать гибель всей европейской культуры. Чекалин посмотрел на меня с пьяной хитрецой. На европейскую культуру нам, дорогой товарищ, чхать. Много трудящаяся масса от этой культуры имели? Много мужика рабочих имели от вашего царя? Не очень много. Но, во всяком случае, неизмеримо больше, чем они имеют от Сталина. Сталин, переходный период. Мы с вами тоже переходный период. По Ленину наступает эпоха войн и революций. А вы довольны? Всякому человеку, товарищ Солонеич, хочется жить. И мне тоже. Хочется, чтобы была баба, чтобы были ребята. Ну и все такое. А раз нет, так нет. Может быть, на наших костях, хоть и внуков наших, это будет. Чекалин вдруг странно усмехнулся и посмотрел на меня, как будто сделал во мне какое-то открытие. Интересно выходит, детей у меня нет, так что и внуков не будет. А у вас сын есть. Так что выходит, в конце концов, что я для ваших внуков стараюсь. Ох, ей-богу, было бы намного проще, если бы вы занялись своими собственными внуками, а моих предоставили бы моим заботам. И вашим внукам было бы легче и моим. Ну, о моих нечего говорить. Насчет внуков я уж человек конченый. Такая жизнь даром не проходит. Это признание застало меня врасплох. Так бывает, бывает очень часто. Это я знал. Но признаются в этом очень немногие. Чекалин смотрел на меня с таким видом, как будто хотел сказать «Ну что, видал?» Но во мне вместо сочувствия подымалась ненависть. Черт их возьми совсем, всех этих идеалистов, энтузиастов, фанатиков. С железным и тупым упорством, из века в век, из поколения в поколение, они только тем и занимаются, что портят жизнь. И себе, и еще больше другим. Все эти торквемады и савонаролы, Робеспьер и Ленины, с таинственной силой ухватываются за все, что только не есть самого идиотского в человеке. И вот сидит передо мной одна из таких идеалистических душ. Да пупа в крови, не только в чужой, но и в свои собственные. Он, конечно, будет переть. Он будет переть дальше, разрушая всякую жизнь вокруг себя, принося и других из себя самого в жертву религии организованной ненависти. Есть ли подо всем этим реальная невыдуманная любовь хотя бы к этим пресловутым трудящимся? Было ли хоть что-нибудь от Евангелия в кострах Инквизиции и Эльбегойских походах? Что такое любовь к человечеству? Реальность? Или сон золотой, навеянный безумцами, которые действительно любили человечество, но человечество, выдуманное, в реальном мире не существующее? Конечно, Чекалин жалок с его запущенностью, с его собачьей старостью, одиночеством, бесперспективностью, но Чекалин вместе с тем и страшен. Страшен своим упорством, страшен тем, что ему действительно ничего не остается, как переть дальше. И он попрет. Чекалин, конечно, не мог представить себе характера моих размышлений. — Да так вот видите. — А вы, говорите, палачи. — Ну да, а? — заторопился он. — Не говорите, так думайте. А что вы думаете? Это легко так до пупа в крови ходить? — Ну, думайте, большое удовольствие работать по концлагерям. А я работаю. Партия послала. Выкорчевываем, так сказать, остатки капитализма. Чекалин налил стакан и в плошку остатки второго литра. Он уже сильно опьянел, рука его дрожала и голос срывался. — Ага, да. Когда выкорчу им окончательно, так вопрос, что останется. Может, и в самом деле ничего не останется. Пустая земля. И Кагановичи, может, не останется, в уклон попадет. А вот жизнь была и пропала. Как псу под хвост. Крышка. — Попали мы с вами, товарищ, в переделку. Что называется, влипли. Если бы это родиться лет через сто. Да посмотреть, что из этого всего вышло. А если ничего не выйдет? Нет. Ну и ох, чертям, лучше не родиться. А то посмотришь, увидишь, ни черта не вышло. Тогда что ж, прям в петлю. А вот можно было бы жить. Ох бы и сына иметь, вот вроде вашего парнишки. Только мой был бы помоложе. Да не повезло, влипли. Ну что ж, давайте дерболызнем за ваших внуков, а? За моих? За моих не стоит. Пропащее дело. Выпив свою плошку, Чекалин неровными шагами направился к кровати и снова вытянул свой чемодан. Но на этот раз я был тверд. Нет, товарищ Чекалин, больше не могу категорически. Хватит палитру на брата, а мне завтра работать. Ни черта вам работы не будет, я ж сказал, эшелонов больше не приму. Нет, нужно идти. А вы у меня ночевать оставайтесь, как-нибудь устроимся. Отпадает. Увидит кто-нибудь днем, что я от вас вышел, получится нехорошо. Да, это верно. Вот сволочная жизнь пошла. Так вы же и постарались ее сволочной сделать. Это не я, это эпоха, что я. Такую жизнь сделали миллионы, сволочная жизнь. Ну уж немного ее осталось. Так все-таки уходите, жаль. Мы пожали друг другу руки и подошли к двери. Насчет социалистов вы извините, что я так крыл. А мне что, я не социалист. Ах, да, я и забыл. Да все равно. Теперь все к чертовой матери. Социалисты и не социалисты. Ах, да, постойте. Вдруг что-то вспомнил Чекалин и вернулся в комнату. Я остановился в некоторой нерешительности. Через полминуты Чекалин вышел с чем-то завернутым в газету и стал запихивать это в карман моего бушлата. Это икра, объяснил он. Для парнишки вашего. Нет уж, вы не отказываетесь, так сказать, для внуков. Ваших внуков. Мою же к чертовой матери. Стойте, я вам подсвечу. Не надо увидеть. Прад, не надо. Вот ее мать, жизнь пошла. На дворе выла все та же вьюга. Ветер резко захлопнул дверь за мной. Я постоял на крыльце, подставляя свое лицо освежающим порывом метели. У галереи жертв коммунистической мясорубки прибавился еще один экспонат. Товарищ Чекалин. Стершийся и проржавевший от крови винтик этой беспримерной в истории машины. Профессор Будько. Несмотря на вьюгу, ночи, коньяк, я ни разу не запнулся среди плетней и сугробов. Потом из-за пригорка показались освещенные окна УРЧ. Наша импровизированная электростанция работала в сущности на нас двоих. Юру и меня. Христианские избы только не получали, а лагерный штаб спал. Мелькнула мысль о том, что надо бы зайти на станцию и сказать, чтобы люди пошли спать. Но раньше нужно посмотреть, что с Юрой. Дверь в УРЧ была заперта. Я постучал. Дверь открыл профессор Будько. Тот самый профессор рефлексологии, о котором я уже говорил. Недели две тому назад он добился некоторого повышения. Был назначен уборщиком. Это была профессия физического труда. И в числе прочих преимуществ давал ему лишних 100 грамм хлеба в день. В первой комнате у УРЧ света не было, но ярко пылала печка. Профессор стоял передо мной в одном рваном пиджаке с кочергой в руке. Видно было, что он только что сидел у печки и думал какие-то невеселые думы. Его свисающие вниз хохладские усы придавали ему вид какой-то унылой безнадежности. «Пришли потрудиться?» Спросил он с некоторой иронией. «Нет, хочу посмотреть, что там с сыном». «Спит, только дюжи голову себе где-то расквасил». Я с беспокойством прошел в соседнюю комнату. Юра спал. Из голови лежанки было вымазано кровью. Очевидно, моя папиросная бумага отклеилась. Голова Юры была обвязана чем-то вроде полотенца, а на ногах лежал бушлат. «Ясно. Бушлат профессора Будько». А профессор Будько вместо того, чтобы лечь спать, сидит и топит печку, потому что без бушла-то спать холодно. Никакого другого суррогата-одеяла у Будько не было. Мне стало стыдно. До очень недавнего времени профессор Будько был, по его словам, преподавателем провинциальной средней школы десятилетки. В эпоху украинизации и выдвижения новых научных кадров его произвели в профессора, что на Советской Руси делается очень легко, беззаботно и никого ни к чему не обязывает. В Каменец-Подольском педагогическом институте он преподавал ту не очень ярко очерченную дисциплину, которая называется рефлексологией. В нее по мере надобности впихивают и педагогику, и профессиональные отборы, остатки разгромленные и перекочевавшие в подполье психологии и многое другое. И профессору, и украинизацию Будько принял как-то слишком всерьез, не разглядев за всей этой волынкой самой прозаической и довольно банальной советской халтуры. Когда политическая надобность в украинизации миновала и лозунг о культурах национальных по форме и пролетарских по существу был выброшен в очередную помойную яму, профессор Будько вкупе с очень многими коллегами своими поехал в концлагерь на пять лет. И с очень скверной статьей о шпионаже 58.6 Семью его высвали куда-то в Сибирь, не в концлагерь, а просто так, делай что хочешь. Туда же после отбытия срока предстояло поехать и самому Будько, видимо, на вечные времена. Живи, дескать, и плодись, а на Украину и носа не показывай. Перспектива никогда больше не увидеть своей родины угнетала Будько больше, чем пять лет концлагеря. Профессор Будько, как и очень многие из самостийных малых сил, был твердо убежден в том, что Украину разорили, а его выслали в концлагерь не большевики, а кацапы. На эту тему мы как-то спорили, и я сказал ему, что я прежде всего никак не кацап, а стопроцентный белорус. Что я очень рад, что меня учили русскому языку, а не белорусской мове. Что Пушкина не заменили Янкой Купала и просторов империи уездным патриотизмом, сеймом у Вильни Амбол Минску. И что в результате всего этого я не вырос таким олухом царя небесного, как хотя бы тот же профессор Будько. Не люблю я, грешный человек, всех этих культур местечкового масштаба, всех этих попыток разодрать общерусскую культуру, какая она ни на есть. Клочки всяких кислокапустинских сепаратизмов. Но фраза об олухе царя небесного была сказана и глупо, и грубо. Глупо потому, что профессор Будько, как он не старался этого скрыть, был воспитан на том же Пушкине. Грубо потому, что олухом царя небесного Будько, конечно, не был. Он был просто провинциальным романтиком. Но в каторжной обстановке у РЧ и прочего не всегда хватало сил удержать свои нервы в узде. Будько обиделся, и он был прав. Я не извинился, и я был неправ. Дальше пошло еще хуже. А вот сидит человек и не спит, потому что прикрыл своим бушлатом кацапского юношу. Зачем же вы это, товарищ Будько? Возьмите свой бушлат, я сбегаю в палатку и принесу одеяло. Да не стоит, уж разведняться скоро будет. Вот сижу у печки, греюсь. Хотите в компанию? Спать мне не хотелось, и от необычного возбуждения, вызванного коньяком разговором с Чекалиным, и от дикой нервной взвинченности, и от предчувствия жестокой нервной реакции после этих недель безмерного нервного напряжения. Мы уселись у печки. Будько с недоумением повел нос. Я полез в карман за махоркой. Махорки не оказалось. Вот досада, вероятно, забыл у Чекалина. Может быть, затесался под сверток с икрой. Вытащил сверток. Газетная бумага разлетелась, и сквозь ее дыры виднелись комки икры. Под икрой оказался еще один неожиданный подарок Чекалина. Три коробки папирос-тройка, которые продаются только в самых привилегированных распределителях. И по цене двадцать штук семь с полтины. Я протянул Будько папиросой. В его глазах стояло подозрительное недоумение. Он взял папиросы и нерешительно спросил. «А где ж это вы, Иван Лукьянович, так наклюкались?» «А что, заметно?» «Чтобы очень, так нет. А дух идет. Дух, нужно сказать, добрый. Вроде как коньяк». «Коньяк». Будько вздохнул. «А все потому, что вы великодержавный шовинист. Свой своему поневоле брат. Все вы, москали, империалисты. И большевики, и меньшевики, и монархисты. И кто его знает, кто еще? Это у вас в крови». «Я ведь вам говорил, что великорусской крови у меня ни капли нет». «Значит, заразились. Империализм, он прилипчивый». Летописец писал о славянах, что они любят жить розно. Вот это, пожалуй, в крови. Можете вы себе представить немца, воюющего из-за какой-нибудь баварской самостийности? Ведь язык баварского и прусского крестьянина отличается больше, чем язык великорусского и украинского. «Что хорошего в том, что Пруссия задавила всю Германию?» «Для нас ничего. Есть риск, что, скажем, Украину слопают так же, как в свое время слопали Палапских и других прочих славян. Раз уж такое дело, пусть лучше немцы лопают. Мы при них, по крайней мере, не будем голодать, да по лагерям сидеть. Для нас, ваши кацапы, хуже татарского нашествия. При Батыи так не было». «А разве при царском режиме кто-нибудь на Украине голодал?» «Голодать не голодал, а давили наш народ, душили нашу культуру. Это вас в крови!» С хохладским упрямством повторял Будько. «Не вас лично. Вы ренегат, отщепенец от своего народа». Я вспомнил обушлать и сдержался. «Будет, Тарас Яковлевич, говорить так. Вот у меня в Белоруссии живут родичи-крестьяне. Если я считаю, что вот лично мне русская культура, общерусская культура, включая сюда и Гоголя, открыла дорогу в широкий мир, почему я не имею права желать той же дороги для моих родичей? Я часто и подолгу живал в белорусской деревне, и мне никогда и в голову не приходило, что мои родичи не русские. И им тоже. Я провел лет шесть на Украине, и сколько раз мне случалось переводить украинским крестьянам газеты и правительственные распоряжения с украинского языка на русский. На русском им было понятнее. «Ну уж, это вы, Иван Лукьянович, заливайте». Не заливаю. Сам скрипник принужден был чистить официальный украинский язык от галицизмов, которые на Украине никому, кроме специалистов, не понятны. Ведь это не язык Шевченко. Конечно. Под московской властью разве мог развиваться украинский язык? Мог или не мог, это дело шестнадцатое. Сейчас и белорусская, и украинская самостийность имеют в сущности один, правда, невысказанный, может быть, даже и неосознанный, довод. Сколько министерских постов будет организовано для людей, которые по своему масштабу на общерусский министерский пост никак претендовать не могут. А мужику белорусскому и украинскому эти лишние министерские, посольские, генеральские посты ни на какого черта не нужны. Он за вами не пойдет. Опыт был. Кто пошел во имя самостийности за петлюрой, никто не пошел. Так и остались. В вагоне директория, а под вагоном территория. Сейчас пойдут все. Пойдут. Но не против кацапов, а против большевиков. Против Москвы сейчас пойдут. Против русского языка не пойдут. Вот и сейчас украинский мужик учиться по-украински не хочет. Говорит, что большевики нарочно не учат его паньской мове, чтобы он мужиком и остался. Народ еще не сознателен. Да чего это вы все сознательны? И большевики, и украинцы, и меньшевики, и эсеры. Все вы великолепно осознаете, что нужно мужику. Вот только он сам ничего не сознает. Вот еще тоже сознательный дядя. Я хотел было сказать о Чекалине, но вовремя спохватился. Что уж сознательнее коммунистов. Они правда опустошают страну, но ведь это делается не как-нибудь, а на базе самой современной, самой научной социологической теории. А вы не кирпичитесь. Как это не кирпичиться? Сидим мы с вами, слава те господи, в концлагере. Так нам-то есть из-за чего кирпичиться. И если уж здесь мы не поумнеем, не научимся жить розно, так нас всякая сволочь будет по концлагерям таскать. Любители найдутся. Если вы доберетесь до власти, вы тоже будете в числе этих любителей. Я не буду. Говорите на каком хотите языке и не мешайте никому говорить на каком он хочет. Вот и все. Это не подходит. В Москве говорить на каком хотите, а на Украине только по-украински. Значит, нужно заставить. Да, на первое время нужно заставить. Большевики тоже на первое время заставляют. Мы боремся за свое, за свою хату. В вашей хате делайте что угодно, а в нашу не лезьте. А в чьей хате жил Гоголь? Гоголь тоже ренегат, угрюмо сказал Будько. Дискуссия была ненужной и безнадежной. Будько тоже один из мучеников идеи. Из тех, кто во имя идеи подставляет свою голову, а чужих уж и говорить не стоит. Но Будько еще не дошел до чекалинского прозрения. Ему еще не случалось быть победителем. И для него грядущая самостийность такой же разземной, каким. В свое время была для чекалина победа трудящихся классов. Разве при каком угодно строе самостийной Украины возможно было бы то, что делается сейчас. Сурово спросил Будько. Украина для всех вас это только хинтерлянд. Сырьевой предаток. Для вашей империи, белой или красной, это все равно. Конечно, того, что у нас делает красный империализм, царскому и в голову не приходило. Нет, с Москвой своей судьбы мы связывать не хотим. Слишком дорого стоит. Нет, России с нас хватит. Мы получили от нее крепостное право. На нашем хлебе строилась царская империя, а теперь строится сталинская. Хватит, Буде. У нас на Украине теперь уж и песен не спевают. Так, а наш народ кто в Сибири, кто тут в лагере, кто на том свете? В голосе Будько была великая любовь к своей родине и великая боль за ее нынешние судьбы. Мне было жаль Будько. Но чем его утешишь? И в лагерях, и на том свете не одни украинцы. Там и ярославцы, и сибиряки, и белорусы. Но Будько, как будто и не слыхал моих слов. А у нас сейчас степи цветут, сказал он, глядя на догорающий огонь печки. Да, ведь начало марта. Я вспомнил о степях. Они действительно сейчас начинают цвести. А здесь мечется вьюга. Нужно все-таки пойти хоть на час уснуть. Да, такое дело, Иван Лукьянович, сказал Будько. Наши споры, недолгие споры. Все равно все в один гроб ляжем. И хохол, и мазка лежит. И даже не в гроб, а так. Просто в общую яму.